Дмитрий Солонин Глава первая Дмитрий Савельев, город Красноярск, район ТЭЦ-3, 14 июня-воскресенье, 2 часа 20 минут Для тех, кто сейчас в пути, в эфире работает дорожная служба. С вами в студии ее ведущий Антон Мельников. Несмотря на поздний час, движение на дорогах краевого центра местами сильно затруднено. Довольно серьезная пробка на участке от улицы пограничников до авиагородка. Сервис Яндекс показывает 8 баллов. Также стоит Октябрьский мост в сторону левого берега и партизана Железняка в направлении проспекта Металлургов. Только этого не хватало. Я выкрутил громкость магнитолы на максимум, все равно динамики в служебном Ларгусе практически мертвые. И полез в карман куртки за сигаретами. Откуда вообще сейчас пробка? На дворе воскресенье, а стрелки стареньких G-Shock на левой руке потихоньку подползают к половине третьего. Может, авария случилась или что посерьезней? Тем временем бодрый голос ведущего продолжал. По сообщениям автомобилистов в районе перекрестка с улицы Краснодарской выставлен усиленный пост ГИБДД, на котором полицейские совместно с сотрудниками военной автоинспекции обеспечивают проезд крупной колонны боевой техники. Движение гражданского транспорта на данном участке временно закрыто. Пресс-служба краевого ГИБДД пока не дает никаких комментариев по поводу происходящего. «Просто замечательно. Мало того, что меня дернули на работу выходной, где пришлось проторчать до ночи, так еще и перспектива выспаться, кажется, стала очень туманной. Понедельник ведь никто не отменял. Я подкурил сигарету и, опустив стекло, глубоко затянулся. Ветер подхватил сигаретный дым и завертел по салону. В зеркале заднего вида вдруг замелькали синие проблесковые огни. А вот это уже совсем неприятная ситуация. Доверенность на Ларгус давно просрочена, да и со страховкой, кажется, какие-то проблемы были. Бросил взгляд на спидометр. Даже 80 нет. Невозможно на этом ведре быстро ездить. Чего привязались? Может, скорая? На всякий случай я сбросил скорость до 60 и прижался вправо. Маячки в зеркале тут же нырнули в сторону и пропали. Мимо пронеслась газель с эмблемами МЧС на дверях. Следом за ней пара бронеавтомобилей «Тигр», что интересно, белых и с такими же опознавательными знаками. В свое время мне довелось послужить в спасательном ведомстве, и автотранспортное хозяйство региона я, в силу специфики своей должности, знал достаточно хорошо. Так вот, «Тигров» в наших краях отродясь не водилось. Наверное, бронеавтомобили закупили совсем недавно и теперь перегоняют в подразделения. Летят как на пожар. Еще и вояки кипиш нездоровый устроили в городе со своей колонной. Может, готовятся к крупным учениям или показательные выступления готовят. Вряд ли серьезные поводы для беспокойства имеют место быть, хотя неприятное предчувствие все равно обозначило себя холодком чуть ниже ребер. Что поделать, паранойя. Скрывать не буду, я всегда опасался чего-то глобального, вроде ядерной войны или эпидемии неизвестной заразы, даже готовился понемногу. Не так, как серьезные выживальщики, стаскивающие солидные запасы всего, по их мнению, самого необходимого в таежной схроны. В моем случае все гораздо скромнее. Впереди замаячили огнетруб ТЭЦ-3, а обещанной пробки я пока так и не увидел. Безумно хотелось спать, в глаза будто песка насыпали, поэтому я решил оставить машину на какой-нибудь платной автостоянке, если действительно упрусь в пробку, и топать домой пешком. Благо, идти уже не так уж и далеко. Проезжая мимо административного корпуса ТЭЦ, я заметил, что на парковке перед ним творятся странные дела. Автомобили сотрудников, работающих в ночную смену, в большинстве своем стояли прямо на обочине, а посреди парковки дымил выхлопом бронетранспортер, кажется, БТР-80, задравший в ночное небо стволы крупнокалиберных башенных пулеметов. Возле него лениво курили двое солдат в полной боевой экипировке, а чуть позади, перед крыльцом, стояли несколько тентованных Уралов. Интересное кино получается. Решив проверить одну догадку, я включил левый поворотник и свернул на примыкающую дорогу, идущую вдоль территории ТЭЦ. Подвеска мучительно застучала на стыках бетонных плит, но длилось это недолго. Проехав с полкилометра, я остановился перед трехэтажным кирпичным зданием объектовой пожарной части. Я, оценив увиденное, тихо выругался. Ворота боксов для техники были открыты, а автоцистерны и подъемник выстроились на значительном удалении от здания. Личный состав, несмотря на поздний час, деловито проверял состояние пожарно-технического вооружения в отсеках, а низкий пузатый мужик в огромной фуражке старого дореформенного образца сновал между машин и эмоционально размахивал руками, видимо указывая на известные ему одному недостатки. Случайный человек, увидев такое ночью, вряд ли бы подумал о чем-то плохом, «Ну, тренируются бойцы, значит, так нужно». Или начальство приехало с очередной внеплановой проверкой. Я же, прикинув высоту здания пожарной части, почему-то подумал о том, что технику отогнали почти к самой дороге специально, чтобы она не попала под завалы при обрушении, да и куча разномастных ящиков и коробок чуть в стороне от машин недвусмысленно на это указывают. Стоп! Какое обрушение, какие завалы! Войска в городе, нездоровая кутерьма у пожарных, будто к войне все готовятся. Только с кем тут в Сибири воевать? Логические цепочки я выстраиваю быстро, но они, как правило, довольно мрачные. Ладно. Для начала надо добраться домой, выспаться, насколько это вообще возможно, а уж потом со светлой головой и под кружечку хорошего крепкого кофе, попытаться разобраться в происходящем. Я включил передачу и, развернувшись на небольшом пятачке с заваленным пивными бутылками и мусорными пакетами, поехал в сторону дома. С обещанной по радиопробкой я столкнулся уже через пару минут в районе проходной алюминиевого завода. Все три полосы в сторону центра города оказались наглухо забиты автомобилями и движения среди них не наблюдалось в принципе. Без лишних раздумий я нагло занял крайний правый ряд, перескочил тротуар прямо перед зазевавшейся Тойотой и оказался на заводской парковке. Машин тут было много, видимо, не я один решил прогуляться сегодня пешочком. Припарковавшись, выбрался из машины, захватил с пассажирского сиденья рюкзак и, оперевшись на багажник, подкурил еще одну сигарету. Пока я курил, пробка не сдвинулась ни на сантиметр. По свободной встречной полосе в сторону центра пронеслись несколько полицейских уазиков и новенький тайфун с эмблемами национальной гвардии. Хорош, зараза, только на картинках его раньше видел, да на видео, снятых нашими военными в Сирии. «Интересно, конечно. Все происходящее очень и очень интересно». Закинув рюкзак на плечо, я отщелкнул бычок, проверил замки Ларгуса и потопал вдоль проспекта. На улице было прохладно и пусто. Днем погода радовала 30-ти градусной жарой и отсутствием даже намека на ветерок. А сейчас начало конкретно так поддувать, и в одной клетчатой рубашке, надетой поверх футболки, быстро становилось некомфортно. Свет в домах практически не горел, только фонари освещали притихшие дворы тревожным оранжевым светом. Я шагал вдоль проспекта, погруженный в свои мысли. Справа от меня тянулась нескончаемая пробка, застрявшие в которой водители потихоньку выбирались из своих авто, чтобы размяться. Слева темные пятиэтажки и косматые, годами нестриженные тополя. «Молодой человек!» Раздался вдруг требовательный голос. Я дернулся от неожиданности и резко развернулся, машинально сжав в кармане зажигалку. Передо мной стояли двое полицейских. Один в шлеме и бронежилете с погонами лейтенанта на плечах, второй в простой советской каске и бушлате сержант, оба с автоматами и оба очень хмурые. «Документы предъявите, пожалуйста!» Обратился ко мне лейтенант. Вздохнув, я полез в задний карман брюк. Сержант при этом заметно напрягся и поудобнее перехватил автомат. Палец его правой руки переместился со ствольной коробки на спусковой крючок, недвусмысленно намекая, что глупости мне лучше не вытворять. Да и не собирался. В кармане лежало старое служебное удостоверение, которое при увольнении я забыл сдать. Срок действия удостоверения заканчивался месяца через три, поэтому я спокойно протянул документ лейтенанту. Увидев бордовую корочку с гербом, он немного расслабился и даже представился по форме. «Лейтенант Савицкий, батальон ППС». На пару минут патрульный погрузился в изучение удостоверения, подсвечивая его фонариком на зажигалке. Я терпеливо ждал, зябко поёживаясь от холода. «Прапорщик внутренней службы». Бормотал себе под нос лейтенант. «Так, ясно. Куда следуете». Я хмыкнул. «Всё-таки любая корочка при общении с полицейскими гораздо полезнее, чем паспорт или водительское удостоверение». «Домой иду, тут рядом. Машину на кразе пришлось оставить. Пробка дикая. Не знаете, кстати, что вообще творится?» «Не знаю». Устало покачал головой патрульный, возвращая мне удостоверение. «Но лучше сейчас по ночам дома сидеть. Так, на всякий случай. И другие документы при себе держать. Ладно, не задерживаем. Всего доброго». Полицейские развернулись и направились в сторону проспекта. Я разглядел за кустами патрульный патриот, возле которого стояли ещё несколько стражей правопорядка. Тоже в касках и тоже вооружённые, далеко не пистолетами. Почесав затылок, я задумался. Плохо. Очень плохо, когда полицейские не могут объяснить, что за ерунда началась в городе. Но при этом ходят по улицам вооружённые до зубов. Домофон, как обычно, не работал. Оно и хорошо. Ключи провалились куда-то на самое дно рюкзака. Высокотехнологичные лампы подъездного освещения, реагирующие на звук, тоже приказали долго жить. Наверное, не перенесли того, что их смонтировали в древней обшарпанной хрущёвке, подъезд которой ощутимо благоухал канализацией и кошками. Для проверки я пару раз топнул по ступенькам. Темнота, никаких изменений. Ладно, придётся искать ключи на ощупь. А ведь скидывались на эти лампы всем подъездом, даже без пары скандалов с управляющей компанией не обошлось. Матерясь и нащупывая ногами ступеньки, я медленно зашагал наверх. Если бы не севший телефон, можно было бы подсветить путь фонариком, но трубка разрядилась ещё когда я выезжал с работы, а портативный аккумулятор остался дома. Добравшись до своего пятого спортивного этажа, я остановился у окна, чтобы немного перевести дух и найти-таки ключи от квартиры. Но стоило мне расстегнуть рюкзак, как из темноты кто-то грозно рявкнул. Стоять бояться! Такого моя нервная система не выдержала, и я от души ткнул кулаком зажигалкой в темноту. Мы сидели на кухне и курили. Закипал чайник, но, учитывая уже початую бутылку дагестанского коньяка, чайник выполнял скорее декоративную функцию, работая на атмосферу. В подъезде меня подкараулил давний друг, Максим Щукин. Он трудился на должности опера в одном из районных отделов полиции, и, в отличие от подавляющего большинства оперативного состава, вид имел самый безобидный, чем постоянно водил в ступор жуликов, воров и прочих своих постоянных клиентов. Потому что безобидным Щукин был только с виду, и мое припухшее ухо полностью подтверждало этот факт. Кроме того, Макс плотно увлекался авиацией, сборными моделями и алкоголем. Вот такая вот разносторонняя личность. «Короче, Диман!» Макс опрокинул в себя стопку, шумно выдохнул и потер наметившийся под левым глазом синяк. «У нас в отделе шухер нездоровый начался. Управление письма строчит одно страшнее другого, я даже не знаю, что думать». «Так они вам постоянно всякую хрень присылают», ухмыльнулся я. «Может, тебе льда дать? Ты извини, конечно, но нефиг в моем же подъезде на меня засаду устраивать». «Не надо, само пройдет. Просто сейчас совсем дикую дичь городят. Типа, личному составу необходимо содействовать воякам во всех вопросах, начать вести этот...» Макс нахмурился, вспоминая. «Строгий учет гражданского огнестрела с возможностью его изъятия по необходимости. Во!» «Типа, росгвардейцы его не вели никогда. Участком вообще нарезали задачу составлять по фамильной списке населения и сверять количество жильцов». Макс потянулся за сигаретами, но пачка выскользнула и шлепнулась под стол. Матеря Щуки наклонился за ней. Табуретка отчаянно скрипнула, и опер с грохотом обрушился на пол. «А я ведь знал, что покупать табуретки в дешевом супермаркете плохая идея. Ну, что поделать? Кризис». «Да и Макс сам виноват, уже успел где-то прилично напиться, пока добирался до меня». «Задница, короче, вот!» заключил Щукин, усаживаясь на изрядно покосившийся табурет. «Такое ощущение, что намечается какой-то трындец, а какой непонятно. У тебя еще сигареты есть, я это не достал». Я молча протянул Максу свой бонт и залпом осушил рюмку. Поморщился. «Все-таки мне ближе пиво, чем крепкий алкоголь». Взгляд уперся в нарисованные на выцветших обоях кружечки с надписью «Латте», «Кафе» и подобной чепухой. «Происходящее на улице мне вдруг показалось каким-то нелепым. Я ведь сижу на своей теплой и по-своему уютной холостяцкой кухне среди привычных мне вещей и в компании хорошего друга. Из немного зарядившегося телефона тихонько играют песни Николая Анисимова, коньяка чуть больше, чем половина бутылки. А на завтра, наверное, можно и опоздать. «Какие вояки! Какие к чертовой матери учения! Пошли они все лесом! Сейчас схожу за ноутбуком, включим какую-нибудь подборку приколов на Ютубе и славно посидим!» Старенький мак запустился на удивление быстро. Я открыл стартовую страницу Яндекса и замер с бутербродом у рта. В топе новостей за день, который так никогда особо не радовал, не было ни единого слова о странных событиях, творящихся в городе. Где-то Нововилово прорвало теплотрассу, в солнечном прошло громкое задержание со стрельбой, а в планете подвели результаты выставки собак. «Блин!» выдохнул я. «Ты че, Диман?» Макс внимательно посмотрел на меня, потом привстал и уперся взглядом в монитор ноутбука. «Видишь что-нибудь?» Криво ухмыльнувшись спросил я, внимательно глядя на Макса. «Твоюж!» Щукин налил себе полную стопку и моментально ее опустошил. «Дело дрянь, братан, да?» Интерлюдия первая Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 13 июня суббота 1 час 35 минут Телефон и звонок выдернул майора Лазарева из тревожного сна, зажмурив воспаленные глаза и как следует проморгавшись, он поудобнее устроился в кресле и, сняв трубку с кроговоркой, ответил «Оперативный дежурный ГУ МЧС, майор внутренней службы Лазарев». Следующие несколько минут майор лишь кивал головой и изредка подакивал голосу, доносившемуся из трубки. К концу разговора от сонливости не осталось и следа. Лазарев аккуратно положил трубку на место и уже потянулся было к соседнему телефонному аппарату, но его взгляд упал на пачку сигарет, торчащую из кармана форменного кителя. Достав пачку, майор сунул в зубы сигарету и, покинув кабинет, направился на лестничную клетку. «Может, все-таки учение, Анатолий Степаныч?» Капитан Пихтин сомнением посмотрел на Лазарева и, бросив окурок в служившую пепельнице стеклянную банку от кофе, закрутил крышку. «У нас даже о внеплановых учениях за полгода известно, Паш, а тут звонят, сам знаешь, откуда рекомендуют, настоятельно рекомендуют, заметь, и никаких подробностей». Лазарев достал из кармана телефон, задумчиво глянул на экран. «Пречувствие у меня нехорошее, понимаешь? Это у тебя в пожарном надзоре почти все на протоколы и графике завязано, а тут не знаю, чуйка какая-то, тем более жене вчера сон недобрый приснился». «Начальнику управления сейчас сообщите или утром». Майор кивнул, вытащил еще одну сигарету и, повертев ее в пальцах, отправил обратно в пачку. «Я всем сейчас сообщу, Паш, и начальнику, и в администрацию города. Пусть лучше потом паникером называют, чем подготовиться не успеют». Администрация города Красноярска, 13 июня суббота, час 47. Алексей Алексеевич Сотников откровенно недолюбливал свою работу. Куча бумажной волокиты, постоянные проверки, выезды, и ведь по большей части жуткая рутина, ежедневная, беспросветная. Однако Сотников был человеком обстоятельным, и свою работу, пусть порядком надоевшую выполнял хорошо. Должность начальника отдела защиты населения в Главном Управлении по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности обязывала. Поэтому после неожиданного звонка от оперативного дежурного ГУ МЧС Алексей Алексеевич не растерялся, а моментально развил бурную деятельность в точном соответствии со всеми имевшимися инструкциями. Оповестив вместе с дежурным диспетчером отдела ГО ИЧС всех, кого положено, Сотников принялся лично связываться с руководителями пассажирских автотранспортных предприятий. Что интересно, дозвониться до частников оказалось куда проще, чем до муниципалов, и если первые с готовностью соглашались оказать всю необходимую помощь, то вторые заваливали лишними вопросами и постоянно требовали от Сотникова подтверждающих документов, подписанных чуть ли не главой города. Откуда эти документы должны были появиться в два часа ночи, никого не интересовало. Понимая, что панику сеять не стоит, начальник отдела вежливо требовал оставить в гаражах определенный резерв автобусов для проведения учебных мероприятий, связанных с рассредоточением эвакуации населения. Он вообще делал во всех разговорах упор на фразу «учебные мероприятия», доводя информацию спокойно, но жестко. Только неприятный холодок чуть выше желудка постоянно отвлекал и заставлял думать о жене, лежавшей сейчас в роддоме на сохранении. К трем часам ночи Сотников вычеркнул из списка последнего перевозчика и устало откинулся в кресле. Его немногочисленные подчиненные в срочном порядке поднятые с постели и вызванные в администрацию спешно обзванивали предприятия и учреждения города. Маховики и шестерни, изрядно подкосившиеся после развала Советского Союза системы гражданской обороны, медленно раскручивались. Прямо сейчас на стратегически значимых объектах заспанные начальники отделов ГО и ЧС поднимали старые советские еще планы по рассредоточению рабочих и служащих, вскрывались и приводились в состояние готовности защитные сооружения, проверялись пломбы на ящиках с противогазами и костюмами химзащиты. Учебная тревога, проверка готовности. Всю ночь эти фразы звучали в телефонных трубках, вбивались в приказы и распоряжения. Да и как тревога может быть неучебной? На дворе 21 век угроза глобальной войны осталась в далеком прошлом, ведь каждый чиновник или политик знает, к чему приведет ядерный конфликт. Город спал, раскинувшийся на берегах могучего Енисея, мерцающий тысячами ночных огней город с населением чуть больше миллиона человек видел мирные сны. Никто еще не догадывался, что утром на привычные маршруты общественного транспорта выйдет едва ли не треть автобусов, а практически на каждом перекрестке будут дежурить усиленные наряды полиции и экипажи ГИБДД. Двери закрытых по случаю летних каникул школ вновь откроются, но их украсят непривычные таблички. Сборный эвакуационный пункт, пункт выдачи средств индивидуальной защиты, а наспех отпечатанная бумажка с надписью «Мобилизационное предписание» перестанет быть символом давно отгремевших войн. Сотников курил в открытое окно своего кабинета на третьем этаже здания администрации, отрешенно наблюдая за тем, как ползет огромная минутная стрелка на циферблате часовой башни. Три часа ночи. В сторону коммунального моста тащится поливочная машина, ее на полном ходу обгоняет вереница белых тентованных камазов с эмблемами МЧС на бортах. Где-то в кафе на набережной играет музыка, едва уловимо пахнет шашлыком и рекой. «Алексей Алексеевич», ожил вдруг за спиной селектор, Сотников вздрогнул и, подойдя к столу, ответил. «Марина Николаевна, я слушаю». «Тут Буров подъехал из администрации Кедрового, говорит это срочно». «Пусть заходит». Город Красноярск, территория бывшего завода комбайнов, 13 июня, суббота, 2 часа 26 минут. «Давление! Пошла вода, Миш!» Мощный двигатель пожарного КАМАЗа взревел на предельных оборотах и тугая струя воды ударила по клубам дыма, вырывающимся из окон заброшенного цеха. После шести напряженных часов борьбы с пожаром, охватившим несколько цехов и административный корпус бывшего комбайнового завода, огонь наконец удалось локализовать, но до полной ликвидации было пока далеко. Заместитель начальника краевого ГУ МЧС полковник внутренней службы Александр Владимирович Седов практически с самого начала руководил тушением пожара. Конечно, он мог бы следить за ходом тушения из кабинета или штабного автомобиля, но Седов так действовать не привык, а большие звезды на погонах не стали поводом чураться пропахшей дымом боевой одежды. К тому же в опасной близости от заброшенного завода расположены жилые дома, железнодорожный вокзал. И не важно, что накануне он взял отгул, а дома на другом берегу дожидается простывшая в самом начале лета дочь. Лерка прекрасно понимает отца, даже сама собирается поступать на будущий год в Сибирскую пожарно-спасательную академию. Александр Владимирович и товарищ полковник он там, в коридорах управления, а здесь на пожаре бессменный РТП-1. «Алмаз-2 Ангаре!» запросил Седов диспетчера гарнизона. «Ангара на связи, слушаю Алмаз-2!» отозвалась тангент радиостанции приятным женским голосом. «Алмаз-2 Ангаре!» Локализация на площади 1500 квадратных метров в 2 часа 26 минут. На месте работают 4 АЦ, АЛ, АГДЗС, 27 человек личного состава, «Дополнительные силы не требуются!» «Ангара, как поняли меня?» «Поняла вас, Алмаз-2, локализация 2 часа 26 минут. Дополнительные силы не требуются!» Ну и славно. Выдохнул Седов и окинул взглядом заводскую территорию. Хорошо, что без пострадавших сегодня, хотя пожар не из простых. Сразу по приезде на место полковник объявил ранг пожара номер 2, предполагая наличие в заброшенных цехах и пострадавших и взрывоопасных веществ. К счастью, обошлось. Причины пожара выяснят дознаватели, а сейчас нужно ликвидировать оставшиеся очаги, как следует пролить конструкции, чтобы избежать повторного возгорания. Потом можно и домой с чистой совестью досыпать остаток ночи. «Ангара Алмазу-2!» Ожила вдруг радиостанция. «Алмаз-2 на приеме, слушаю», ответил Седов. «Алмаз-2, немедленно прибыть в ГУ, повторяю, «Алмаз-2» в ГУ». Принял Ангара, следую. Передав руководство тушением РТП-2, полковник сел в штабной Соболи и стянув шлем-каску с подшлемником, задумчиво взъерошил волосы. Что там такого могло случиться в управлении, если его выдернули прямо с пожара? Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 13 июня суббота 3 часа 20 минут. Лазарев оперативно ввел Седова в курс дела на вопрос полковника, где, собственно, сам начальник управления, майор лишь пожал плечами и как-то странно отвел взгляд. Впрочем, этот момент Седов решил выяснить позже, а сейчас, как временно исполняющий обязанности, он должен был возглавить срочное совещание. Ситуация складывалась крайне неприятная, если все происходящее, неочередная политическая игра от принятых сейчас решений могут зависеть жизни сотен тысяч людей. Переодевшись у себя в кабинете в чистую форму, полковник наспех умылся, закинул под язык две таблетки нитроглицерина и твердым шагом направился в зал для совещаний. За длинным столом собрались начальники отделов и служб, представители МВД, Министерства обороны и Росгвардии, практически перед каждым одноразовый стаканчик с кофе. У некоторых энергетические напитки, довольно нелепо соседствующие с гербовыми папками. Заняв место во главе стола, Седов подвинул поближе микрофон и не раздумывая начал. Товарищи офицеры, мне очень хотелось бы назвать сегодняшнюю ночь доброй, но, к сожалению, это не так. Как вы знаете, сегодня в час тридцать пять оперативным дежурным нашего управления был получен сигнал готовность. На текущий момент неизвестно, является ли сигнал учебным, поэтому весь комплекс мероприятий предлагаю осуществлять как положено, расценивая поступивший сигнал боевым. Я прошу отнестись к ситуации с пониманием. У всех нас семьи, дети и всех выдернули среди ночи, но, думается, в этот раз банальными отписками нам не отделаться. Товарищ полковник, обратился к Седову грузный майор с густыми усами. А вам не кажется, что подобные вопросы должен решать непосредственно начальник управления? «Его обязанности временно исполняю я», по слогам процедил полковник, буквально испепеляя майора в раз похолодевшим взглядом. «Но если вы, товарищ майор, хотите лично посоветоваться с товарищем генерал-лейтенантом, можете ехать следом за ним. По моей информации, он покинул город около часа назад, по личным обстоятельствам». Майор сконфуженно кивнул и уткнулся в бумаге, разложенной перед ним, а Седов продолжил. Сразу после поступления сигнала оперативный дежурный оповестил администрацию города, ими уже принимаются необходимые меры, в частности подготовка стратегических предприятий и объектов, а также взаимодействие с автотранспортными предприятиями, частными и муниципальными перевозчиками. Это ключевой момент, «Если возникнет необходимость полной эвакуации, для формирования автомобильно-эвакуационных колонн нам потребуется весь доступный пассажирский транспорт». «Товарищ полковник, разрешите?» «Подполковник Ковалев, батальон ДПС ГИБДД». «Конечно, слушаю вас». «Вы точно имеете в виду не частичную эвакуацию, общую?» «Именно», кивнул Седов. «Перед вашим ведомством как раз-таки может стать одна из самых сложных задач обеспечить движение и сопровождение колонн, не допустив пробок на выездах из города и мостах». «Если будет эвакуация, задействуем резерв спецроту». Подполковник на секунду задумался. «Задача сложная, но выполнимая». «Не волнуйтесь, Антон Андреевич, в случае необходимости военная автоинспекция окажет необходимое содействие». Поддержал его другой офицер в зеленой офисной форме. «Майор Нечаев, военная полиция Красноярского гарнизона». «Скажите, товарищ полковник, о каких сроках проведения эвакуации мы говорим?» «Согласно полученной информации, время возможного нанесения удара вероятным противникам промежуток между 13 и 14 часами в понедельник 15 июня». «Чуть больше суток?» «Именно, и это наш главный козырь». «Мы могли узнать о готовящемся ударе за 30 минут, и тогда никаких шансов провести эвакуацию не было бы. Необходимо наладить работу районных эвакуационных комиссий, дать команду на подготовку сборных эвакуационных пунктов, зон временного размещения, организовать информирование населения, причем такое, которое не приведет к панике. Действовать нужно быстро и четко. Не стоит забывать об охране общественного порядка, мародеров и прочие проявления военного времени никто не отменял. Но, думаю, это уже зона ответственности МВД и Росгвардии. «Товарищ полковник, вы серьезно думаете, что это война? А вдруг провокация? Нас ведь всех потом!» «Отставить, капитан!» Седов шарахнул ладонью по столу так, что капитан в форме МЧС резко втянул голову в плечи и замолчал. «Вы простите, чем занимаетесь?» Тихо поинтересовался у него полковник. «Пожарный надзор!» Дрогнувшим голосом ответил капитан. «Значит, вам лично ставлю такую задачу, доведите до инспекторов, чтобы готовили памятки по защите от оружия массового поражения, пусть сами печатают или старые запасы скрывают без разницы. Необходимо максимально информировать население, а через отделы профилактической надзорной деятельности это сделать проще. Плюс взаимодействие со СМИ. Через несколько часов будет созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям и совещание с губернатором и главой города. После будут организованы селекторы с территориальными подразделениями. Мы пока только прикинули план действий и обозначили направление. Представителям других ведомств приказывать не могу, поэтому я прошу, не давайте никому затягивать процесс подготовки к эвакуации. Многие будут сомневаться, многие будут бояться и тормозить это дело. Давите, настраивайте, выдергивайте людей с отпусков с больничных, со своей стороны обещаю. Наше управление сделает все, что необходимо. С Богом, мужики, работаем. Телефон в кармане тихо завибрировал. Седов залпом допил очередной стакан кофе, посмотрел на экран. Звонила дочь. Немного помедлив, полковник ответил. Да, солнце, ты чего не спишь? Пап, ты скоро? Уже пять утра от тебя ни ответа ни привета. Я вообще-то волнуюсь. Все нормально, Лер. Завод потушили, никто не пострадал, я в порядке. Чего тогда домой не едешь? В Леркином голосе промелькнули хорошо знакомые любому отцу нотки детской обиды. Тут еще одно дело образовалось, понимаешь? Седов немного замялся и продолжил. Понимаешь, кое-что скоро может случиться. Что, пап? Да слушай, солнышко, это очень важно. Пока меня нет, тебе нужно собрать все документы в папку, помнишь, у меня в шкафу непромокаемое, вот в нее. Там же мой тревожный рюкзак, разбери его, посмотри, что внутри, ты должна собрать себе такой же, слушаешь? Да, пап, конечно. Умница, я переведу деньги, как только откроется торговый центр, беги туда, запомни, собирай все так же, как у меня, ну и что вам там девочкам в дороге нужно. В дороге? Удивилась Лерка. Мы куда-то едем? Пока не знаю. Устало ответил Седов. Просто сделай, как я прошу, позже все объясню и еще, сейчас скину номер одного моего хорошего товарища, он вертолетчик из наших, Валентин Данилович. Если я не успею приехать, тебе нужно будет связаться с ним. Договорились? Хорошо, пап. Да, солнышко. Я тебя очень сильно люблю. И я тебя люблю, Лер. Обязательно сделай все так, как я сказал. Город Красноярск, автобусная остановка, театр оперы и балета, 13 июня, суббота, 6.40. Мам, почему автобуса так долго нет? Мальчишка лет 6, одетый в камуфляжный комбинезон и вооруженный пластиковым автоматом, теребил за руку высокую молодую женщину с папкой в руках. Не знаю, нервно ответила женщина. День не задался с самого утра. Мало того, что машина опять сломалась и сыну нужно везти детский сад на автобусе, так еще и этого самого автобуса нет уже около часа. Мобильное приложение упорно твердило, что машин на линии нет, а возле остановки собралась приличная толпа. Люди нервничали, опаздывали на работу и на чем свет стоит костерили нерадивых перевозчиков. Мам, мам, а какой автобус мы ждем? Не унимался мальчишка. Восьмидесятый сень, так, подожди, вроде едет. Из-за поворота показался автобус и медленно покатил в сторону остановки. Люди от проезжей части, но автобус даже не думал перестраиваться в правый ряд и останавливаться. Перед ним ехала патрульная машина ГИБДД со включенными проблесковыми огнями, а следом тащилась целая вереница автобусов и маршруток. «Водители, освобождаем движение для колонны!» гаркнул громкоговоритель на крыше патрульной машины. «Вправо! Прижимаемся вправо! Граждане, отойдите от проезжей части!» Колонна, а вместе с ней долгожданный 80-й проехала мимо остановки и, набирая скорость, устремилась на коммунальный мост. Толпа взорвалась негодованием и лишь самые наблюдательные притихли, заметив на бортах проехавших автобусов таблички «Эвакуационный». Глава 2 Дмитрий Савельев, город Красноярск, Зеленая Роща, 15 июня понедельник 7 часов 30 минут. Звонок главного инженера на домашний телефон разбудил меня за пару минут до первого будильника. Приподнявшись немного на подушке, я приготовился ощутить признаки мощного похмелья, но голова была в полном порядке, только спать хотелось безумно. Значит, Макс притащил нормальный коньяк. Прочистив горло, я ответил на звонок, стараясь придать голосу как можно более бодрый тон. «Доброе утро, Сергей Николаевич, не проспал, собираюсь». «Добрый день». Голос главного инженера показался немного взволнованным. «Погоди, пока не выезжай, мне звонил генеральный, сказал ночью, остановили производство, а сегодня, скорее всего, будет выходной». «Эм, а с чего такая радость?» Удивился я. «Что-то по линии ГООЭЧС толком не объяснил ничего. Если все будет нормально, выходим завтра по обычному графику». «Понял, тогда я на телефоне». «Я тоже, наберу, если что-то изменится». Главный инженер отключился, а я свесил ноги с кровати и почесал затылок. Неожиданный выходной, это, конечно, всегда хорошо, но вот причину, по которой он образовался, узнать следовало как можно скорее. «Кстати, а где Макс?» Аккуратно усевшись на диване и все еще опасаясь, что головная боль вместе с похмельем атакуют в самый неподходящий момент, я обвел взглядом комнату. Мебель цела, явных следов буйного веселья не видно, одежда аккуратно сложена в кресле. Мысленно похвалил себя, кого-то алкогольный автопилот еле до дома доводит, а кто-то вот умудряется немного привраться и вообще подготовиться к завтрашнему дню. Кстати, о подготовке. Возле шкафа почему-то стоял мой станковый рюкзак Ермак. Обычно это брезентовое советское наследие запрятано далеко в недра балкона и извлекается оттуда только по случаю масштабных военно-исторических реконструкций, участие в которых за долгие годы превратилось из интереснейшего хобби в банальную привычку. Однако сейчас рюкзак гордо возвышался чуть ли не в середине комнаты и был туго чем-то забит. Из-за рюкзака скромно торчала нога в наполовину спущенном носке и кусок спального мешка. Щукин нашелся. Превосходно! Встав с дивана, я дошел до рюкзака, мельком заглянул внутрь. Сверху обнаружились комплект термобелья, ярко-зеленая упаковка давно просроченного сухого пайка и цветастая пачка контрацептивов. Отлично! Собирались мы с другом основательно, но куда? В памяти постепенно всплывали события вчерашнего вечера. Дорога домой, военная техника на улицах, усиленные полицейские патрули и полный информационный вакуум в интернете. Настроение сразу ухудшилось и голова немного-таки заболела. Решив отвлечься, я осмотрел Макса и чуть было не прыснул с осмеху. В отличие от моего, автопилот опера, видимо, был не идеален. Об этом красноречиво говорила армейская каска, мирно стоявшая уже несколько лет на холодильнике просто как элемент интерьера. А теперь переместившаяся на голову спящего друга и табельный ПМ, зажатый в руке. Надо отдать должное Щуйкину, магазин был вынут из пистолета и лежал чуть в стороне. Рядом с магазином сиротливо стояла недопитая стопка коньяка. Макс не изменял своим традициям, частенько его способ уснуть после пьянки становился поводом сделать несколько компрометирующих фото. Я даже на секунду задумался, а не запечатлеть ли на память эпичного борца с преступностью. Мой телефон так и остался вчера на кухне, так что я тихо направился за ним. Зайдя на кухню, я первым делом наполнил кружку ледяной водой из-под крана и надолго припал к ней, периодически давая себе отдышаться. Вода вообще чудесным образом влияет на организм, моментально захотелось есть и курить. Вспомнив, что где-то под столом скрывается пачка потерянных щукиным сигарет, я наклонился и тут же увидел яркую пачку кэмола. Крепкие, дружище здоровья совсем не бережет. Достав сигарету, я направился к окну, готовясь насладиться утренним пейзажем спальной окраины и мрачно охренел. Нет, пейзаж за окном был в полном порядке. И старое кирпичное здание интерната, и спорткомплекс советский чуть правее него, и труба районной котельной слева, и даже уродливо спиленные тополя, похожие на бревна торчащие земли. Все было на своих местах. Вот только по узкой улочке, отделявшей мой дом от территории интерната, медленно ползла длинная вереница автобусов. Их было много, чересчур много, старенькие муниципальные лиазы, видавшие виды, исписанные уже по несколько раз в странах Евросоюза Мерседесы, обшарпанные пазики. Среди всего этого многообразия выделялись новенькие, будто только сошедшие с конвейера белые нефазы, скорее всего стоявшие до сегодняшнего дня где-нибудь на складах госрезерва. В комнате противно заверещал мелодии из какого-то ментовского сериала «Мобильник Щукина». Мелодия резко оборвалась, Макс что-то пробурчал в трубку, грохнула об линолеум каска. «Диман, я, короче, полетел там, это самое». Помятый опер заглянул на кухню и застал меня в крайне задумчивом виде. Я молча протянул ему сигарету и кивнул головой в сторону окна. «Это что за парад?» Удивленно спросил Макс. «Не знаю, но явно не по случаю дня работника противопожарной службы Кыргызстана. Ты на работу?» «Да, в отдел срочно вызывают, в Емельянова что-то случилось, а отправить некого». «Радиостанцию тогда возьми у меня в шкафу в спальне, она заряжена, настроена, если я все правильно понимаю, мобильная сеть может навернуться в любой момент». «Понято, ладно, на связи я полетел». Мы крепко пожали руки и Щукин на ходу накидывая пальто растворился в прихожей, хлопнула дверь. «Я не зря попросил Макса взять радиостанцию. Давным-давно еще во времена поголовного увлечения тематикой выживания все, кому не лень, копали себе схроны в глухом лесу, закупали стратегический запас тушенки, круп, сметали с полок оружейных магазинов, кучу ненужного и неимоверно дорогого снаряжения, разработанного специально для выживания. Тюнинговали Нивы и УАЗики, превращая их в устрашающих, но малоэффективных монстров. Веселое было время. На специализированных форумах всегда можно было неслабо поржать с диванных выживальщиков, специалистов абсолютно во всех областях и, как правило, ветеранов секретных спецподразделений, а с адекватными людьми, коих было гораздо меньше, интересно пообщаться и узнать что-нибудь действительно дельное. Со временем, когда обещанный племенем Майя конец света не наступил, все метеориты успешно пролетели мимо старушки земли, арктические льды не растаяли, а вулканы американского Ялостована поворчали и успокоились, тусовка выживальщиков обрела таки свои границы и остепенилась. Ненужный и неадекватный народ практически отсеялся, люди стали чаще просто собираться в лесу с палатками, а под алкоголь и крепкий чаек обсуждать дела насущные. Градус паранойи заметно снизился, хотя по-прежнему закупалось снаряжение, строились схроны на дачных участках, а самые отбитые кричали, что на нас вот-вот полетят со всех сторон ядерные ракеты. Наш дружный в меру пьющий коллектив никогда не относил себя к выживальщикам, но пообсуждать гипотетические глобальные катастрофы мы любили, да и какой-никакой запас туристического и армейского хлама разной степени полезности дома имелся у каждого. Имелись и радиостанции, простенькие китайские баофенги, обладавшие неплохим для своей стоимости функционалом и солидным запасом живучести. Снабженный аккумулятором повышенной емкости и удлиненной антенной, баофенг становился постоянным спутником и во время выездов на шашлыки большой компании на нескольких машинах. И в походах, и в путешествиях. Как-то раз мы сидели поздним осенним вечером у меня на кухне. Помимо Щукина с нами был еще один закадычный друг Алан, только отслуживший на далеком узле связи в Челябинской области. Именно он и начал разговор об армейских радиостанциях. Уж не знаю, кто умудрился вбить ему в голову такие познания за год срочной службы, но в тот вечер мы, кажется, узнали практически все, что преподают студентам каких-нибудь профильных техникумов на протяжении многих месяцев. Под конец разговора Алан увидел стоявший на зарядке баофенги. Глаза его загорелись нездоровым азартом, и он спросил, «Диман, а это что за пакость китайская?» «Это не пакость, это, Константинович, нормальные радейки, просто чуть более компактные, чем твои советские гробы», ответил я, многозначительно подняв вверх указательный палец. «Да я понял, что радейки, нафига они тебе, ментов слушать?» Вкратце мы с Максом объяснили Алану, который редко принимал участие в наших поездках, все плюсы и минусы бюджетной радиостанции. Константинович надолго задумался, а потом поинтересовался. «Сколько по городу бьют?» «Километра два-три, если застройка плотная, в деревне километров на пять долбит спокойно», прикинул Макс. «То есть, теоретически, если чего-нибудь жахнет и телефонная связь накроется, я смогу тебя вызвонить?» «Теоретически, да». «Так ведь это тема, пацаны!» В тот вечер у нас появилась своя аварийная частота, а на следующий день Алан обзавелся собственной радиостанцией, довольно дорогой и навороченной моторолой. Я никогда не относился к этой теме серьезно, но второй волной забил у себя условленное 434 на 300 и убрал Баофенги в шкаф, где они и простояли до сегодняшнего дня». Стук в дверь выдернул меня из воспоминаний, как репку из земли. Натянув футболку и шорты, я прошлепал в прихожую и посмотрел в глазок, ожидая увидеть на площадке Щукина в очередной раз забывшего у меня папку с документами или табельный пистолет. Мои предположения оказались верны, но только наполовину. За дверью действительно стоял полицейский, но раза в два старше Макса и раза в четыре объемней. «Капитан Марченко, участковый и уполномоченный, дверь откройте, пожалуйста». Принесла же нелегкая. Я вздохнул и открыл дверь. «Дом временно эвакуируется, собирайте необходимые вещи к 11.00 выходите во двор». Скороговоркой отчеканил Марченко, обдав меня волной сильнейшего перегара. Думаю, если бы в прихожей стояли цветы, они бы немедленно завяли. «Подожди, командир, как эвакуируются, по какой причине?» Попытался выяснить я, но участковый только махнул рукой и, сунув мне в руку какую-то книжку, принялся долбиться к соседям. Тут же в дверном проеме появился еще один полицейский, чуть моложе и в звании лейтенанта. В руках у него была папка с кучей бумаг, а внешний вид вызывал желание уложить беднягу спать и не трогать пару дней. «Фамильямчество» машинально пробубнил сонный летех и не отрывая взгляда от своих бумаг. «Чего?» не сразу понял я. «Фамилия, имя, отчество» с расстановкой повторил он и внимательно на меня посмотрел. «Бляха, как будто Мерлин Мэнсон в лучшие свои годы заглянул мне в душу из-под козырька фуражки. Таких мешков под глазами я в жизни еще не встречал. Больше всего они были похожи на два мощных синяка. Савельев Дмитрий Владимирович живу по прописке один». Лейтенант молча кивнул, сделал пометку в бумагах и прошел к соседям. Я закрыл дверь, зевнул и уставился на свое отражение в зеркале. Взъерошенные подушкой волосы, недельные щетины и красные от недосыпа глаза. Ну и мешки под глазами. Чуть меньше, конечно, чем у лейтенанта, но тоже вполне заметные. В ярком свете лампы я напомнил себе вурдалака из древней песни «Сектора Газа». Улыбнувшись сравнению, я посмотрел на книжку, которую выдал мне участковый. Посмотрел и удивился. Книжка оказалась гостем из славного советского прошлого и датировалась 1987 годом. Вдоль сгиба суровым шрифтом была выведена надпись «Гражданская оборона СССР», а на передней части под серпом и молотом значилось «Это должен знать и уметь каждый». В принципе, полученной информации мне уже хватило, чтобы впасть в некоторый ступор. Окончательно добила нарисованная в самом низу листка пузатая бомба с маркировкой «US» на блестящем боку. Только сейчас до меня начал потихоньку доходить истинный масштаб происходящего снаружи. Шестеренки в голове сдвинулись, со скрежетом провернулись и завращались, запуская мыслительные процессы. Так, спокойно. Часы на холодильнике показывают 8.20. Нужно привести себя в порядок, собраться, собрать, хотя рюкзак вроде собран, но все равно надо проверить, что мы туда по синей лавочке накидали. Позвонить, позвонить друзьям, договориться чего, где и как. Форма, точно. Нужно прихватить с собой старую форму спасателя для маскировки, так сказать. Стоп. Бритва. Где все станки, блин? Телефон, документы. Я вдруг замер посреди комнаты, как вкопанный. На кухне громко, очень громко тикали старые настенные часы, из крана ванны мерно капала вода. Кроме этих звуков не было слышно вообще ничего, даже топот и крики в подъезде утихли. Я покашлял, но гнетущая тишина только усилилась. И в этот момент снаружи протяжно и тревожно взревели сирены воздушной тревоги. Глава третья Дмитрий Савельев, город Красноярск, Зеленая Роща, 15 июня, понедельник, 9 часов 30 минут. Я выскочил на балкон, по дороге сквозь растущую на глазах толпу отчаянно сигнали, пыталась проехать скорая, трое полицейских прямо под моим балконом безуспешно успокаивали группу пенсионерок, нагруженных сумками и баулами. Пенсионерки оживленно жестикулировали, показывая руками куда-то вверх и пытались незаметно переместиться к нескольким автобусам, стоявшим у тротуара. Возле автобусов, не обращая внимания на происходящее вокруг, бегали пацанята с игрушечными автоматами, увлеченные играя войнушку. А в небе, помимо пары куцых облаков и стаи ворон над котельной, не было ничего. Совершенно, мать его, ничего. Над городом продолжали завывать сирены, уверен, что на улицах потихоньку начиналась паника. Полицейские, успокоив наконец пенсионерок, переключились на двух мужиков маргинального вида, тащивших куда-то огромный плазменный телевизор. Ядерный потенциал вероятного противника тем временем по-прежнему так и не соизволил появиться. Глубоко вздохнув, я вернулся в квартиру. Система информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях устроена таким образом, что приятная весточка о вылетевших в направлении родного города ядерных приветах постарается попасть к вам всеми доступными путями. Существуют и системы автодозвона по проводным телефонным линиям и оповещения посредством радио и телевещания. Используются ресурсы операторов сотовой связи и, конечно же, всеми любимый интернет. Это значит, что как только возникнет более-менее масштабная угроза, вы об этом узнаете. Звучит неплохо, да? Вот только не всегда система работает должным образом. Где-то не доглядели, где-то не наладили взаимодействия, где-то просто закрыли глаза. Человеческий фактор никто не отменял. К тому же система оповещения заведена только на федеральные и региональные телеканалы. Их сигнал оперативный дежурный может перехватить, чтобы передать необходимую информацию. А вот сигналы большинства всеми любимых кабельных каналов с их кулинарными рецептами, мультфильмами, сериалами и тысячами невероятно полезных товаров для дома перехватить, увы, не удастся. Информирование населения посредством местных радиостанций может сработать гораздо позже, чем смс-рассылка или федеральные телеканалы начнут оповещение немного раньше, чем региональные. Это абсолютно нормально, однако, включив пылившийся на стене телевизор, я, увлеченный желанием поскорее разобраться в происходящем, естественно, обо всем этом не думал. «Египетская сила!» Страшно выпучив глаза, заорал на меня с экрана лютый дед в фиолетовом махровом халате. «Етить!» Заорал я в ответ и, спешно переключив канал, наткнулся на мирно рыбачивших посреди живописного озера мужиков. Мужики пили водку, изредка забрасывали куда-то удочки и рассуждали о жизни. Немного позавидовав их умиротворенному досугу, я пролистал еще пару каналов, пока не нашел какой-то древний сериал про ментов, озвучка которого совершенно не соответствовала происходившему на экране. Да-да, в большинстве случаев никаких тревожных картинок с гигантским ядерным грибом вы не увидите, изображение на экране вообще не поменяется, а вот звук... Проводилась внеплановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю обращается к населению с просьбой отнестись с пониманием к необходимости данной проверки. Да-да, охотно верю. Не дослушав, я вырубил телевизор и пошел перебирать рюкзак. Спустя 20 минут передо мной стояли два рюкзака разного объема и степени полезности. Первый компактный штурмовой ранец серого цвета, рассчитанный на три дня автономного пребывания где бы то ни было, объем примерно 30 литров. По бокам закреплены подсумки с радиостанцией и быстросъемной аптечкой. В основном отделении разместились двухлитровый гидратор с питьевой водой, несколько упаковок сухого горючего и запас спичек, три упаковки с автономными источниками тепла, комплект термобелья, запасные носки, флисовая шапочка и шарфтруба из того же материала, набор походной посуды, десяток брикетов аварийного рациона питания Маринэпро и водонепроницаемая папка с документами. В другие карманы я уложил небольшой швейцарский нож, налобные ручной фонарики запасом батареек, мыльно-рыльные принадлежности, компас, сигнал охотника, портативное зарядное устройство для телефона и другую полезную мелочевку. К нижним креплениям примотал спальный мешок, а сбоку, дабы завершить образ рюкзака сурового выживальщика, закрепил пожарный топорик. Насчет рюкзака сурового выживальщика я пошутил, просто топорик отличный, легкий и при этом невероятно эффективный во всех смыслах. Второй рюкзак, тот самый советский ермак, ожидала не самая приятная участь. Я спихал в него все, что не посчитал необходимым, и тем самым забил практически под завязку. В основном там была различная армейская снаряга, оставшаяся после моего увлечения военно-исторической реконструкцией, какая-то одежда, жесткие диски, забитые старыми фотографиями. Передвигаться по городу, в котором вот-вот начнется хаос с рюкзаком, немногим меньше меня в габаритах, затея сомнительная, да и ничего принципиально нужного в нем все равно нет. Необходимые вещи и экипировку наверняка можно будет раздобыть, а в фотографии, где я их смотреть-то собрался? Может еще и комп с собой взять? Все равно самые лучшие воспоминания всегда остаются в голове, ну или почти все. Я достал из шкафа небольшую заламинированную фотографию, не глядя убрал бумажник, оттащил ермак в спальню, там же открыл шкаф, сдвинул вешалки, добрался до оружейного сейфа, быстросъемную кобуру из кайдекса с травматическим ИШ-79 прицепил к портупее, на плечо забросил чехол с помповым ружьем и патронташем. Арсенал не ахти, конечно. Но у многих и такого нет, а я вот озаботился, с пользой потратил новогоднюю премию. Вот и все, пора валить. Форма спасателя идеальный вариант, чтобы под шумок свалить из города на безопасное расстояние. Материал у нее, конечно, так себе, но в рюкзаке, помимо всего прочего, неплохие тактические брюки и любимая теплая кофта, так что не пропаду. Повертевшись немного перед зеркалом и убедившись в том, что форма мне по-прежнему к лицу, за исключением едва застегнувшихся брюк, я содрал с клапана кармана нашивку со своей фамилией, вместо нее прилепил такую же, но с фамилией Иванов Д.В. Этой хитрости меня научили ребята из 17-й части во время совместных посиделок. Казалось бы, малозаметная деталь, однако среди людей, ежедневно носящих форменную одежду, нашивка с фамилией бросается в глаза сразу же после погон. Я уже упоминал, что немного параноик. Так вот, даже собираясь валить из города, я не хотел светить настоящую фамилию. Натянув поверх кителя серую ветровку из софт-шелла, я поправил форменную кепку и в последний раз окинул взглядом, будто бы осиротевшую квартиру. Сколько воспоминаний отделяли меня сейчас от привычного шага в подъезд, от привычного поворота ключа в замке. При условии, что я делаю это в последний раз, воспоминаний набиралось на парочку товарных поездов. Локомотивом одного из этих поездов была обращенная ко входной двери стенка холодильника, на которой все, кто оказывался у меня в гостях, оставляли свои автографы. За умные цитаты Алана, гоповатый, здесь был я, Щукино, привет из разных городов, какие-то даты, рядом даже имелся специальный маркер на магнитике. Я подошел к холодильнику, взял маркер и, немного подумав, написал. Уходя, гасите свет. Савельев, 15.06.2000 года. Так, газ перекрыт, водопровод перекрыт, окна закрыты. Я решительно вышел в подъезд, открыл щиток и опустил вниз автоматы, полностью обесточив квартиру. Захлопнул дверь, привычно дважды провернул ключ. И, не оборачиваясь, зашагал вниз по лестнице. На подъездной дорожке, тянущейся вдоль дома, урчали двигателями несколько рейсовых автобусов, окруженных растерянными людьми. Судя по пустым квадратам с остатками скотча на лобовых стеклах, автобусы спешно сняли с междугородних маршрутов и пригнали сюда. Вместо привычных Ужур, Бородино, Шарыпово на маршрутных досках были закреплены новые таблички с тревожным словом эвакуационной и порядковым номером машины. Третий подъезд, организований, проходите, приготовьте паспорта, из вещей только ручная кладь. Да брось ты сумку, Нин, все равно эти соленья не ест никто. Куда ты брось, говорю, Мама, ну где ты там, сейчас места займут, стоя поедешь. Валя, позвони отцу. Всем места хватит, не кричите, девушка, паспорт покажите, пожалуйста. Не стой в дверях, проходи, с рюкзаком, со своим дурацким. Животными нельзя, убирайте собаку, других задерживайте. Временная, временная эвакуация, вам же сказали, не знаю, и никто не знает, и начальство тоже не знает. Хотите, звоните, хотите, дома оставайтесь. Люди со всех сторон стягивались к автобусам, с рюкзаками, дорожными сумками, китайскими клетчатыми баулами. Некоторые тащили огромные тюки с вещами, замотанными в одеяло и простыни. Кто-то нес над головой детское автомобильное кресло, на лицах почти у всех непонимание, страх. Спасатели и полицейские у автобусов не лучше. Нервные, дерганные, сами до конца еще не поняли, что происходит. Гражданского транспорта во дворе почти не видно. Дело-то дрянь, оказывается. Неужели все-таки бахнет? «Вы не знаете, а скоро мы домой вернемся?» Выдернул меня из тупора детский голос. Я опустил взгляд. Девчушка лет десяти теребила меня за рукав. Слова комом застряли в горле. Хотелось сказать что-то приободряющее, улыбнуться, но не получилось. «Катя, пойдем, Катя! Вы извините, она у нас такая любознательная!» Девочка исчезла в толпе, словно ее и не было. Нервно сглотнув, я торопливо зашагал вдоль стены дома. Дойдя до автобусной остановки, я скинул рюкзак, поправил ружейный чехол и уселся на лавочку. Как ни странно, остановка сейчас оказалась единственным местом, где можно уединиться и подумать. Действительно, автобусы же не ходят. Точнее, ходят, но проносятся мимо, забитые под завязку людьми и в сопровождении патрульных машин ГИБДД. Самое время подумать о том, как быть дальше. Про служебный ларгус можно забыть. Судя по масштабам развернувшейся в городе эвакуации, на дорогах сейчас чудовищные пробки, а выезды из города наверняка перекрыты военными, либо пропускают только эвакуационные колонны. Значит, придется выбираться на своих двоих. Самое забавное, что я до сих пор толком не узнал, что происходит. Что-то хреновое факт, но что? Ядерная война, по моему представлению, должна начинаться молниеносно. Время подлета ракет, там минут 30. Война же обычная, так быстро до Сибири бы не докатилась. Достав из кармана телефон, я открыл браузер, но вместо привычного окна Яндекса на экране появилось сообщение, нет доступа к сети. Бляха. Индикатор уровня принимаемого сигнала показал одно деление, значка мобильной сети не было в принципе. Интернет накрылся, или его намеренно вырубили, попробуем-ка позвонить, ну, например, Щукину. Отыскав памяти телефона его номер, я нажал кнопку вызова и приложил телефон к уху. Данный вид связи недоступен для абонента. Раздался вместо гудков механический голос. Хрень. Попробуем с другой сим-карты. То же самое. А если позвонить Алану на домашний? Данное направление перегружено, попробуйте перезвонить позднее. Ясно. Звонить куда-то толку нет. Можно, конечно, попробовать мобильного оператора в другом регионе. Есть у меня один закадычный товарищ в Новосибирске. Санек. Не выживальщик, конечно, но довольно грамотный человек. Где он тут? Опа. Гудки пошли. Санек ответил почти сразу. Здорово, боярин. Ты как там? Голос, как всегда, бодрый, но немного нервный. Это сразу понятно. А связь отличная, как будто в метре от меня стоит. Привет, Сань. Жив пока и то хорошо. Сам как? В курсе, что творится? Если честно, это писец, Дим. В Новосибе писец. И Новосибу тоже, кажись. У вас эвакуация? Да хрен его знает, чего там в городе. Я еще вчера ночью хату приготовил. Ну там, окна скотчем залепил, воды в ванную набрал, шмотки все ценные подальше запрятал, плеер музыкой забил, в машину прыгнул и свалил куда подальше. Вояк на дорогах было ядрить, колотить. Думал, не вырвусь. Хорошо, что вырвался. Что делать будешь? Ну, пока что сидеть в палатке, слушать радио и ждать вестей. А сам? Попробуй свалить из города, тут кипиш дикий. Может, кого из ребят по пути перехвачу. Привет и отменяем, если увидишь. Обязательно, Сань. Как думаешь, бахнет? Санек на секунду замолчал, видимо, думал. Не знаю, Дим, все может быть. Ладно, удачи тебе там, повезет, свидимся. Взаимно, бро, надеюсь. Сбросив вызов, я выдохнул и полез за сигаретами. Безумно приятно услышать голос друга, но в то же время неизвестно, вдруг это был наш последний разговор. Пытаясь отогнать мрачные мысли, я подгурил сигарету и глубоко затянулся. Телефон в руке внезапно завибрировал, чертыхнувшись, я отбросил бычок и посмотрел на экран. Мама, внутри все сжалось. Да, мам. Димуль, у тебя все хорошо? Прорвался сквозь треск помех самый родной на земле голос. Да, мам, вы где? Как вы? Все нормально, сынок. Бабуля вон руками машет, привет и передает. Нас привезли к бункеру, скоро спускаться будем. Тут такая база военная, как в кино. Тебе бы понравилось. Мама, какая база, какое убежище? Не знаю, как в книгах про метро твое. Мы внутри пока не были, но я сфотографирую и скину. Как всегда веселая, как всегда на позитиве. Любительница приключений, блин. На заднем плане что-то кричала бабушка. Дима, будь осторожен, ты же у нас умница, знаешь, что делать. К нам не ломись пока, пересиди, даю бабулю. Алло, алло, возьми вещи, теплые документы, покушать обязательно и слушай все, что будут военные говорить. Нас увезли из города вместе с тетей Зиной. Ты тоже уезжай, за город. Главное, еды возьми и обязательно все пакетики упакуй, чтобы не испортилось. Бабуль, да понял, понял, сделаю, возьму. На глаза навернули слезы. Димуль, все, мы заходим, уезжай из города, мы тебя очень сильно любим. И я вас, бабуль, алло, алло. Извините, связь прервалась, перезвоните позднее. Да чтоб тебя! Мама с бабушкой уехали к родственникам в Комсомольск-на-Амуре за неделю до того, как все началось. Вернуться они должны были уже послезавтра, но что-то подсказывало, что это вряд ли произойдет. Хорошо, что в Комсомольске сориентировались раньше, чем у нас. Хорошо, что мои девчата уже в бомбоубежище. С ними все должно быть в порядке, а значит, пора позаботиться о себе. Глава четвертая Савельев и Алан Город Красноярск-Советский район 15 июня-понедельник 10 часов 15 минут Пешеходов на улицах уже почти не было. Мимо меня бесконечной вереницей ползли автобусы и нагруженные всевозможной поклажей легковушки. Пару раз попадались патрули военной полиции. Что примечательно, на спинах у солдат и офицеров висели скатки с костюмами химзащиты и противогазные сумки. На мою скромную персону никто принципиально не обращал внимания. Возможно, из-за формы спасателя под распахнутой курткой, а возможно потому, что всем было глубоко по барабану на эту самую мою персону. Торопливо шагая по улице Тельмана, я прикидывал, как бы поскорее выбраться за черту города. Конечно, в моем районе есть пара относительно неплохо сохранившихся бомбоубежищ, о которых мало кто знает, есть заглубленные подвалы, жилых домов и даже целая подземная речка имеется. Однако мне почему-то хотелось как можно скорее покинуть город. Возможно, несмотря на то, что я все еще верил в положительный исход развернувшихся вокруг событий, подсознание уже смирилось с обратным фактом и готовилось к худшему. Телефон в кармане требовательно завибрировал, я вздрогнул от неожиданности, только что ведь связи не было. Разблокировав экран, я увидел пропущенный вызов от Алана. Надо же, какие люди! Обрадовавшись, я набрал товарища, но вместо гудков услышал механический голос упрямо твердящий. Абонент сети не зарегистрирован. Вот же зараза! Константинович не стал бы звонить просто так. Наверняка он хотел скоординировать совместные действия. А что, если попробовать альтернативный способ связи? Убрав телефон, я достал из подсумка радиостанцию, включил и переключился на нашу аварийную частоту. «Алан, ты в канале, прием!» Поинтересовался я, зажав кнопку передачи. Радиостанция ответила далекими неразборчивыми голосами, перебивающими друг друга. Соседние частоты оказались наглухо забиты интенсивным радиообменом. «Алан, прием, ты слышишь меня?» Долгих секунд 10 я продолжал слушать многоголосый гвалт, а потом рация вдруг громко щелкнула и ответила голосом товарища. «Диман, Диман, где ты сейчас?» «Бинго!» «Если Константинович смог выйти на связь, значит, он где-то неподалеку». «На Тельмана, в районе детского мира!» Быстро ответил я. «Давай, ноги в руки иду к пятерочке, она в соседнем доме, сейчас во двор подъеду». Переключившись на бег, я очень скоро пожалел, что забросил попытки привести себя в форму. Нет, лишним весом я не страдал, но долгие годы курения сказались не лучшим образом. И пара минут бега в среднем темпе заставила легкий изрядно напрячься. Окончательно запыхавшись, я свернул в промежуток между стоявшими углом девятиэтажками, пробежал мимо небольшого стихийного рынка и оказавшись во дворе невольно замер. На уши давила звенящая тишина, а мозг упрямо отказывался верить, что посреди города с миллионным населением может быть так пусто. Нет ни одного припаркованного автомобиля, не бегают дети, даже вездесущих пенсионерок на лавочках не видно. Двери всех подъездов распахнуты, а доводчики на дверях скручены либо вырваны, повсюду раскиданы сумки, чемоданы, какие-то тряпки. Видимо, во время погрузки на автобусы допускалось брать с собой определенный минимум вещей, и многие не смогли в него уложиться. Мысль о том, что отдельно взятым опустевшим двором дело не ограничилось, нагоняла какую-то совсем мрачную тоску. Спустя еще минуту во двор влетела служебная черная камри Алана. Резко затормозив возле меня, товарищ распахнул переднюю пассажирскую дверь и крикнул «Садись быстро!» «Мог бы и поздороваться!» проворчал я, перекидывая свои пожитки на заднее сидение и усаживая в салон. «Может, тебе еще пиво холодненького?» ехидно поинтересовался Константинович. «Да иди ты! Откуда?» Алан молча пошарил под сидением и достал оттуда запотевшую бутылку Зеленогорского. «Пир во время чумы!» ухмыльнувшись сказал он, протягивая мне бутылку. «Пей давай, у меня еще много!» «Нехорошо на тот свет и трезвым!» «Думаешь, все так плохо?» спросил я, откладывая пока бутылку в сторону. «Знаю, Диман!» товарищ вздохнул и подкурил сигарету. «Я с работы только к тебе в рочу и смог пробиться! Город колом стоит, автобусы эти везде, гаишников немерено, вояки вообще на поражение уже хреначат!» «Иди ты!» «Не поверил я, если уж военные начали по гражданским огонь открывать, значит, точно дело дрянь!» «Дырки в капоте, видишь?» «Чуть без радиатора не оставили!» Алан нахмурился и глубоко затянулся. «Тут у тебя на лозо мужиков каких-то на жигулях из решителей в хлам, они вроде бы как хотели перед автобусами на проспект выскочить?» «Охренеть!» Я прикрыл глаза и попытался сосредоточиться. Умных мыслей в голове не было, только всякий бред, навеянный соответствующими книжками. Но то книжки! В книжках вообще ядерная война начиналась как положено, ракеты долетали за полчаса, а потом начиналось суровое выживание. У меня же были почти сутки, большую часть которых я распивал с Максом коньяк и отсыпался. «Валить надо, Алан!» Заключил я. «Только как? Пока не знаю, жахнуть может совсем скоро, Санек вообще еще вчера ночью с Новосиба свалил». «Есть один вариант, конечно!» Задумчиво протянул Константинович теребя бороду. «На тачке мы все равно далеко не уедем, а у меня полный багажник продуктов и прочего». «Откуда?» «Да из пятерки, там все равно нет ну точно!» Отмахнулся Алан. «Так вот, тут у тебя на районе есть одно местечко». Лодочной станции это место я бы назвал с натяжкой, огороженной хиленьким забором из сетки рабиц и кусок берега, утопающий в кустах и горах всевозможного мусора. За забором в хаотичном порядке натыканы самодельные гаражи и навесы с моторными лодками у нескольких покосившихся деревянных причалов покачиваются сомнительного вида посудины. В детстве добраться сюда было настоящим приключением, лодочная станция находилась в самом низу обрывистого берега на Ульяновском проспекте и чтобы спуститься к ней нужно было преодолеть крутую, почти отвесную деревянную лестницу. Сейчас от этой лестницы остались только редкие ступеньки и деревянные направляющие, поэтому сам по себе спуск уже тянул на полномасштабное приключение. Алан постоянно матерился, цепляясь за остатки перил туго забитыми пакетами из супермаркета. Я же внимательно смотрел под ноги, чтобы случайно не сорваться и не покатиться кубарем вниз. Отчего мы по берегу внизу не поехали? Тачку пожалел. Тяжело дыша, спросил я, когда мы уже почти спустились. Не, там просто дорогу перекопали, отозвался товарищ, чтобы молодежь не ездила непотрествовыми заниматься. Ты не говорил, что умеешь лодками управлять. Ну, как умею, в детстве дед чего-то показывал, осторожней, там доски гнилые. Перешагнув опасный участок, я наконец ступил на земную тверть и обернулся, чтобы оценить пройденный нами путь. Да уж, хрен бы я сюда поперся при других обстоятельствах, а местные жители ничего, каждый день на шашлыки к водичке ползают. Наглухо закрытые ворота лодочной станции украшал нехилых размеров навесной замок на цепи. В занавешанных окнах сторожки никакого движения не наблюдалось. Хмыкнув, фалан свернул с дороги и жестом пригласил меня следом. Продравшись через кусты, мы вышли к забору. Куска сетка рабицы в этом месте не было, вместо него между двух столбов сиротливо болтался кусок рыболовной сети. Без труда преодолев импровизированное ограждение, мы оказались в лабиринте из ржавых гаражей, деревянных стаек и навесов, заполненных прицепами самыми разными плавсредствами. Казалось бы, выкатывай любой из них, спускай судно на воду и вперед сваливать. Но Алан уверенно вел меня вглубь лабиринта, руководствуясь одному ему известными ориентирами. Спустя минут десять блужданий по закоулкам рыбацкой парковки, друг вывел меня к небольшой заводи, на берегу которой стояло нечто накрытое брезентом. «Во, это кость ежа, ласточка!» Гордо сообщил Алан и рывком сорвал брезент. Увидев ласточку, я сильно приуныл. На всякий случай обошел ее по кругу, подцокал языком и полез в карман за сигаретами. Перед нами на почерневших от времени досках стояла древняя моторная лодка «Прогресс-2». Поеденной коррозии клепанный дюр-алюминиевый кузов, отсутствие половины лобового стекла и крышки носового отсека для хранения багажа вызывали сильные сомнения в успехе задуманной Аланом операции. «Оно живое?» Осторожно поинтересовался я. «Без понятия», ответил Алан. «Мне Костян ее лет десять назад показывал, когда мы еще мелкими были, а вспомнил я вообще только сегодня». «Ну, давай тогда что ли на воду ее спускать». Упершись руками в корму, мы что было сил толкнули лодку. Доски отчаянно затрещали, хрустнули и прогресс подозрительно легко скатился в воду. Скатился и тут же накренился на левый борт. Я подошел к кромке берега и заглянул внутрь. Лодка быстро наполнялась водой. «Коры-то дырявые!» эмоционально изрек Алан и сплюнул. «Мда, проблемка», задумчиво пробормотал течи. Собственно, все обозримое пространство внутри моторки представляло собой одну большую течь. Видимо, за годы простоя коррозия полностью съела тонкое двухмиллиметровое днище. «Полное дерьмо», заключил я. «Слушай, как думаешь, катер сильно от легковушки отличается в плане управления?» «А что?» хмуро отозвался Константинович. «Вон ту хреновину завести сможешь белую с мигалкой». «Заводят только бабы в шеи», улыбнулся друг, «а технику, тем более такую шикарную, запускают». Метрах в пятидесяти от медленно уходящего на дно прогресса весело покачивался у причала мощный катер государственной инспекции по маломерным судам. «Я плохо разбираюсь в моделях катеров, но выглядело гимсовское судно весьма внушительно, а родная эмблема спасательного ведомства и оранжево-синие полосы на борту приятно радовали глаз. К тому же у спасателей в катере наверняка куча полезного хлама. Оставив Алана на шухере, я шустро вбежал по деревянному трапу. На палубе меня ждало разочарование. Кто-то уже побывал тут до нас и немного похозяйничал. Крышка ящика с аварийной укладкой сорвана, самой укладки и след простыл. Вокруг ящика разбросана разная служебная документация, окурки и несколько пустых пивных бутылок. Прежних владельцев судна на борту не оказалось. «Чисто!» крикнул я. Константинович поднялся на палубу, хмыкнул при виде пивных бутылок и скрылся в рубке. «Не, ну чисто теоретически, ща запустим!» бодро заключил он, высунувшись оттуда с довольной физиономией. «Пять минут турецкий!» Я облокотился на поручень и задумался, глядя на спокойное течение могучего Енисея. Отсюда с лодочной станцией казалось, будто в городе ничего не поменялось. Те же дома, те же горы вокруг, тот же бесконечный поток машин вдалеке на Октябрьском мосту. Ясное небо, приятный запах речной воды кажется даже костерком откуда-то тянет. Красота! Вот только посреди всей этой красоты я до сегодняшнего дня абсолютно законопослушный и порядочный гражданин совершенно спокойно угоняю в ведомственный катер. Да еще и не один, а с товарищем группа лиц получается. По предварительному сговору. Самое смешное, что никаких угрызений совести по этому криминальному поводу я не испытывал. С того момента, как над городом в первый раз завыли сирены, я вообще не ощущал ничего, кроме странной опустошенности и слишком уж мрачной решимости. Интересно, а что будет, когда ракеты все-таки прилетят? Да и прилетят ли? Гусары, приготовиться к отбытию! Радостно сообщил Алан, и я почувствовал, как под ногами уверенно заурчал мощный двигатель. Катер резко дернулся, но тут же замер. Отдать швартовой, и тетей мать! Диман, трос отцепи, уплывем вместе с причалом! Опомнившись, я рванул на нос и не без усилий скинул швартовый конец. Катер еще раз дернулся и плавно начал сдавать назад. В рубке уверенно держась за штурвал светился от гордости Алан, на голове у него материализовалась фирменная фуражка государственного инспектора, в зубах дымила сигарета. Гимсовское судно под его управлением вальяжно развернулось и, набирая скорость, устремилась в сторону Октябрьского моста. Куда путь держим, товарищ капитан? Весело поинтересовался я. Сейчас дойдем до русла Качи и попробуем свалить по ней. Понятно, что до моей дачи не дотянем, река там слегка не располагает к судоходству, но до Емельянова или чуть дальше не проблема, думаю. Твою ж дивизию, а дружище ты у меня не пальцем деланный, в принципе мне не раз приходилось в этом убеждаться и раньше, но идея с Качей действительно была шикарна. Сейчас начало лета, обычно мелководная речушка заметно поднялась благодаря я залез висевший на стенке рубки планшет с документами, порылся в нем и достал что-то похожее на навигационную карту. Не уверен, что это была именно она, но тут вроде бы Енисей указан и Качи и цифры какие-то непонятные. Глянь, может тут что полезное есть? Я протянул другу карту, но тот лишь вяло отмахнулся. Инструкции после крушения листать будем. Кстати, чего? Тут же вроде мигалка имеется. Алан, тебе лет сколько? Имеется или нет? Ладно, ладно, наслаждайся моментом. Я нашел на панели привычный блок сигнального громкоговорящего устройства, точно такой же, как в пожарных машинах, и щелкнул одним из рычажков. Выглянул из рубки, посмотрел на проблесковые огни. Работают, весело так, задорно. Показал товарищу большой палец, тот удовлетворенно кивнул. Под блоком СГУ размещалась радиостанция, а ведь, наверное, неплохо будет послушать, что творится в эфире. Я отцепил тангенту и повернул вправо регулятор громкости. Радиостанция тихо зашипела, но на частоте ГИМСа царило гробовое молчание. Может, у пожарных поинтересней? Вбив знакомую частоту, я тут же услышал интенсивный радиообмен и по спине пробежал неприятный холодок. 117-й ангаре, почему не отвечаете? Ангара, 117-й на связи, следуем к месту вызова на линейную 88, сильная пробка на шахтеров, можем задержаться. 117-й, отбой дополнительным силам, возвращайтесь в подразделение, как поняли ангару. Ангара, точно отбой, там по месту вызова 201-й, еще даже на водоисточник не встал, у 101-го вода заканчивается, площадь пожара растет постоянно. Есть у нас эта информация, 117-й есть, отбой, немедленно возвращайтесь в подразделение, 217-й то же самое. Ангара, приняли, возвращаемся в подразделение, 1050. 101-й ангаре, на приеме. 101-й в здании людей не осталось? Ангара, я 101-й, значит, горящий подъезд полностью эвакуирован, на месте работают скорые, площадь пожара примерно 450-500 квадратных метров, локализовать пока не можем, нужны дополнительные силы, ангара. 101-й, выводите своих из зданий, из 201-м немедленно возвращайтесь в подразделение, работы по тушению, пожара прекратить. Ангара, не понял вас, в смысле прекратить? 101-й, прекращайте работу, собирайте линии и езжайте в часть. Толя, ты понял меня? Ангара, я 101-й, принято свет, сборка линий, 1052. Очень странные дела творили сейчас в эфире, еще ни разу никто и никогда не возвращал технику и личный состав в подразделение прямо с пожара. Это противоречило не только всем существующим инструкциям, но и просто здравому смыслу. Логика подсказывала, что раз кто-то из руководства решился на такой серьезный шаг, грядет полный абзац. «Муть какая-то, Дима!» недоуменно прокричал Алан. «Это они сейчас что? На пожар забили и машины в части отправили!» «Похоже на то! Поворот не пролюби, вон мост уже!» Заложив крутую дугу, катер свернул вправо перед виноградовским пешеходным мостом и оказался в русле качи. Воды в реке действительно прибавилось, ее уровень доходил почти до кованых ограждений набережной, за окнами пролетел дворец пионеров, а вдоль реки по улице Качинской тянулась вереница эвакуационных автобусов. «Держись, Диман, ускоряемся!» сообщил Алан, и я поспешно вцепился в первый попавшийся поручень. Двигатель взревел на полную мощность, и гимсовский катер как ошпаренный рванул по реке. Вдали показалась недавно отстроенная многоуровневая развязка на улице Брянской. Еще немного, еще совсем чуть-чуть, и мы свалим, только бы техника не подвела. Глава пятая Савельев и Алан, поселок городского типа Емельянова, 15 июня-понедельник, 11 часов 10 минут. Все, приплыли, блин! Алан с досадой стукнул кулаком по приборной панели. Двигатель несколько раз чихнул, утробно взревел на прощание и заглох. Катер медленно дрейфовал вдоль берега, заросшего кустарником и мелкими деревьями, за которыми виднелись частные дома. Скованный пробками город остался позади, но не так далеко, как хотелось бы. Добро пожаловать в Емельянова! Я вышел на палубу и осмотрелся. В районе поселка река сильно мельчала, а дальше, насколько мне было известно, вообще становилась непригодной для какого-либо судоходства. Нужно было срочно искать место для схода на берег. В подтверждении моих мыслей по дну катера что-то грохнуло. Константинович, давай-ка к берегу попробуем подрулить, дальше совсем мелко будет! Крикнул я в рубку. Ничего не ответив, Алан налег на штурвал. Катер немного повел носом в сторону, но из-за встречного течения скорость быстро падала. Еще немного и нас начнет сносить обратно. Да не идет она, Диман! Хотя... Алан резко крутанул штурвал вправо, кармажа наоборот поползла влево, нацелившись прямо на небольшой стихийный пляж, усеянный продуктами жизнедеятельности отдыхающих. А ведь точно! Ну, Константинович, ну, мозг! Нормально-нормально, еще крутани до упора! Координировал я действия товарища. Вообще хорошо идем, у тебя по физике пятерка, что ли, была? И не только по физике, ответил Алан. И вообще, голову не только кушать надо, некоторые еще и думают иногда. Тем временем, катер полностью потерял набранную скорость и, повинуясь течению, начал дрейфовать в обратном направлении, и смещаясь все ближе к берегу. Отлично, отлично! Смотри-ка, нас, похоже, встречают! Вдоль берега, следом за катером, бежали и что-то кричали двое полицейских. Вот уж кого точно не хватало. Неужели Гимс успела сообщить правоохранителям о таинственном исчезновении своей посудины? Да быть того не может. У них других дел сейчас по горло. Тогда какого лешего от нас нужно этой парочке? Вряд ли они хотят стрельнуть в пару сигарет или предложить услуги по ремонту лодочных двигателей. Ладно, сначала причалим, потом разберемся с ними. За пистолета пока не хватаются, и то хорошо. Корма скребанула по отмели, и катер ткнулся в покрытый галькой берег. Алан, деловито поправляя фуражку, вышел из рубки любую своей работой. «Гусары, прошу на берег!» Ухмыльнулся товарищ и тоже обратил внимание на приближающихся полицейских. «У нас проблемы?» «Сейчас узнаем». Я покосился на все еще работающие маячки катера и поправил форменную кепку. «Думаю, придется устроить небольшое представление». «Это мы умеем!» Константинович лихо сдвинул фуражку на затылок и сунул в зубы сигарету. Полицейские, сержанты, рядовой, подбежали к катеру. Вид у них был запыхавшийся, изволнованный. «Прапорщик Иванов, МЧС!» Сухо представился я. «Пахомов, инспекция по маломерным судам!» Сквозь зубы процедил Алан и глубоко затянулся. «Нечаев, патрульно-постовая служба!» Пытаясь восстановить дыхание, представился сержант. «Мужики, расскажите, хоть вы, чё за хрень творится!» «Опаньки!» «А товарищ сержант и сам не в курсе!» Патрульные увидели катер с мигалками и решили, что ответы сами приплыли в их тихую заводь. Вот и нет, не приплыли. «Мы сами не в курсе, если честно!» Развёл я руками, но ситуация, мягко говоря, складывается скверная. «Что вам известно?» напрямую спросил сержант. «Не так много, как хотелось бы, мы же речники!» Ответил я, поддерживая нашу с Аланом легенду. В Красноярске объявлена массовая эвакуация, народ автобусом его возят. Параллельно с этим в город идёт военная техника, вчера её гнали всю ночь, сотовые связи, интернет пропали недавно, а пару часов назад включали сирены и передавали сигнал воздушной тревоги. Официально это всё называют учением, вроде как. Глаза рядового патрульного округлились. «Учение! Учение, млядь! Комендантский час изъятия охотничьих стволов у местных полный посёлок вояк!» Заорал он чуть не брыжа слюной. «У меня сына утром чуть бронетранспортер не раскатал прямо у дома!» «Тихо, Паша, тихо!» Сержант попытался успокоить коллегу. «Мужики, серьёзно, в кабинетах это хоть дискотека и называть могут. Сами-то что думаете? Плохо дело!» Я мрачно кивнул, Алан последовал моему примеру. «Вообще...» Продолжил я после небольшой паузы. «Советую хватать машины, табельное оружие, минимум запасов и валить подальше от города. Максимально перестраховаться, то есть?» Прищурился рядовой. «А служба как же?» «Тебе что дороже, семья или служба?» С вызовом поинтересовался Алан. Ответить ему полицейский не успел. За ближайшим к нам хиленьким деревянным забором что-то оглушительно грохнуло и патрульный с воплем повалился на землю. «Ложись!» Крикнул я, резко присев и отпрыгнув в сторону. Справа, отчаянно матерясь, бухнулся куда-то в прибрежный кустарник Константиныч. «Слышь, мусора, а ну стволы побросали!» Раздался сиплый крик и следом снова грохнуло. «Помпа какая-то!» Догадался я. Видимо, местное население уже начинало применять на себя образы бесстрашных мародеров. За забором послышалось шевеление. Раненый патрульный тихо стонал на земле, сержант укрылся за деревом и пытался справиться с неудобной застежкой штатной пистолетной кобуры. Отступив почти к берегу, я рванул с плеча ружейный чехол, пытаясь одновременно высмотреть растворившегося в пространстве Алана. «Вы тупые, что ли, сучары?» По нам снова выстрели, но уже с другой стороны немного левее. Выстрел звучал по-другому, более хлестко, да и голос явно принадлежал еще одному стрелку. А это уже нарезное, обложили. Как-то отрешенно подумал я, пригибаясь и загоняя в патронник последний пятый патрон, снаряженный кортечью. Осторожно сместился правее, залежавший на берегу огромный валун, скинул изжа, пытаясь высмотреть мародеров. «Николаич, не дури!» крикнул сержант, справившийся наконец-то с кобурой. «Это уже реальный срок!» «Пошел ты, сука! Стволы на землю, я сказал! Автомат и газель отдадите, валить не буду!» Местные, видимо, решили поживиться самым простым на взгляд обывателя образом разоружить и ограбить полицейских. Причалили, блин, к мирному берегу, в самый замес можно сказать причалили. За деревом возле забора показалась чья-то спина, обтянутая выцветшей брезентовой штормовкой. Далековато, конечно, убить не убью, но покалечить смогу точно. Прицелившись, я плавно надавил на спусковой крючок. Мощная отдача дернула ружье в руках, ствол резко ушел вверх. Стрелять без приклада то еще удовольствие. Но Ишь достался мне именно в таком исполнении с пистолетной рукоятью, а новый приклад стоит не то чтобы дешево, однако выстрел увенчался успехом. Человек за деревом завопил и рухнул на землю. Серега! Орал он. Меня зацепили падлы! Час погоди Николаевич погоди! Отозвался тот. Грохнула еще раз, застучала дробью по валуну, в ответ несколько раз хлопнул ПМ, это сержант перешел от слов к делу. Я передернул затвор, досылая в патронник следующий патрон и снова вскинул ружье. Лежать, суки, уголовный розыск! Раздался откуда-то со стороны домов грозный окрик, еще несколько пистолетных хлопков, сдавленный вопли, ружейный выстрел. А потом все стихло. Я осторожно высунулся из-за валуна, осмотрелся. Сержант, держась за плечо, осторожно полз к раненому полицейскому, под которым растеклась внушительная лужа крови. Мародеров видно не было, зато со стороны дома, держа пистолет на готове, шел... Щукин! Живые орлы! Макс подбежал к полицейским, бегло осмотрел и принялся вытаскивать у лежащего на земле портупею. Дуй в машину за аптекой, у него артерия, кто еще тут с вами был? Макс, ты что ли жучара? Крикнул я, поднимаясь. Диман! Ошарашенно посмотрел на меня Щукин, отвлекшийся от перевязки. Ты мотай, Максим, тут же мотай, потом поздороваемся. Сознанием дело посоветовал Алан, появившийся вдруг из кустов. На плече товарища пристроилась видавшая виды сайга, а в руке был зажат ржавый металлический пруд, измазанный в чем-то темно-буром. Алан! А кто еще-то? Я у мамы такой один! Отмахнулся Константиныч. Мы выкурили по две сигареты, а дрожь в руках унять так и не получилось. Только что не без нашей помощи на тот свет отправились трое мужиков. Того в штормовке, которого зацепил я, добил из стабильного пистолета сержант. Макс завалил еще одного мародера, Алан. Алан просто забил бывшего владельца сайги, найденным на берегу прутом. Как он сам объяснил, в приступе ярости и неконтролируемой агрессии. Трупы мы осматривать не стали, оставили их на милость патрульных. Да, местные начали первыми и настроены были, мягко говоря, недружелюбно. Но тот факт, что мне пришлось применить купленное совершенно легально и исключительно для того, чтобы в шкафу стояло ружье по людям, пугал. Причем применил я его на глазах у полицейских, однако задерживать за такие допустимые пределы самообороны меня никто не спешил. Как же странно получается, еще никакие гипотетические ракеты не прилетели. На небе ласково греет солнышко, вокруг цветет лето, а мир уже скатывается в хаос и беззаконие. Мы вышли на пустынную поселковую улицу. Я вспомнил слова патрульного про комендантский час и немного успокоился. Лишние глаза сейчас точно ни к чему. Выглядели мы как банда спасателей-ополченцев во главе с мрачным Щукиным. «Алан, ты хоть фуражку выбрось, а то как моряк-попай», — заметил я. «Точно!» — охнул Константинович и запустил фуражку за чей-то забор. «Я и забыл уже про нее». Возле одного из дворов стояла полицейская газель с надписью «Дежурная часть» на боку, и мы уверенно направлялись прямо к ней. «Макс, а ты что задумал?» — поинтересовался Алан, подозрительно поглядывая на Щукина. «Да, действительно. Мы же ее угонять не будем?» — поддержал я товарища. «Ага, лодку мы-то же не угоняли», — нервно хохотнул Алан. «А зачем нам ее угонять?» Ехидно ухмыльнулся Макс и потряс пальцем, на котором висели ключи с увесистой голубой биркой. «Мужики, дико рад, что живые. Оба-два. Погнали отсюда!» Щукин залез на водительское сиденье «Газели», и я с рюкзаком умостился на переднем пассажирском. Алан, чертыхнувшись, закинул баул в оперативный отсек, и через пару секунд его физиономия появилась в раздвижном окошке водительской перегородки. Макс завел двигатель, включил передачу, и дежурный автомобиль резко рванул с места. «Газель» ловко виляла по узким емельяновским улочкам. Макс уверенно вел машину одному ему известным маршрутом. Емельянова выглядело так, будто все его жители внезапно решили покинуть обжитые места. Личного транспорта практически не видно, магазины закрыты, пустует спортивный городок перед школой, в огородах тоже никого, кроме пугал, не наблюдается. Сюрреалистичный пейзаж покинутого поселка портили только периодически появляющиеся на дороге боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2. Я насчитал целых четыре штуки, причем, судя по закрепленным на бортах ярким флажкам и комплектам ограждений, данные модификации бронемашин предназначались для осуществления радиационной и химической разведки местности. БРДМ-2 РХБ, если мне не изменяет память. Появление на улицах подобного рода техники, как правило, не предвещает ничего хорошего. «Ты как тут оказался-то, Макс?» – спросил я. После неожиданной встречи с товарищем настроение заметно улучшилось, и даже ощущение надвигающейся беды немного отошло на второй план. «Да блин, я же утром говорил, что в Емельяново поеду. Дело тут одно было, кражи годы короче. Кто-то умудрился сегодня спереть что-то покруче, чем катер и полицейскую машину?» «Именно. Местный гриб по синьке гусей у соседа вынес. В рюкзаке». «В рюкзаке?» – удивился я. «Вот уж действительно, куда нам со своим катером до суровых деревенских грабителей». «Ага, в рюкзаке!» – кивнул Щукин. Когда его задержали, старший опер в рюкзак полез, ну, типа, осмотреть. А гусь его в руку навернул, причем по-серьезному. Весь двор кровищей залил. Мужики оперы к местному айболиту сопроводили, ну, уколы там всякие ставить, чтоб от бешенства не помер, а меня оставили газель сторожить. «А ты, значит, решил вероломно тачку отжать?» – уточнил я. «Да я не собирался!» – смутился Щукин. «Просто у меня непредвиденные обстоятельства случились в виде вас, дураков!» «Ты, смотрю, не особо рад!» – шутку возмутился Алан. «Да ну тебя!» Макс отмахнулся и, крутанув руль влево, погнал газель по бетонке, ведущей к федеральной трассе. «Поздравляю, господа!» – пафосно изрек я. Команда по спасению человечества снова в сборе! «Слушай, Макс, где у вас тут радиостанция включается?» – поинтересовался я. «Эфир хочу послушать, вдруг что интересное передают». Хоба! Опер щелкнул кнопкой возле магнитоли и в кабине раздалось противное шипение. «Тишина в эфире, ёпт, молчат все!» «А ну-ка, частотами поиграй, вправо-влево, может, найдешь чего!» Макс повернул ручку настройки в одну сторону, потом в другую. Шипение на секунду пропало, сменилось треском. И тут же из динамиков, хрипя и прерывая, зазвучал чей-то голос. «Стоп! Оставь!» Максимально внимательно мы выслушали передаваемое в эфир сообщение. Судя по позывным, информацию передавал оперативный дежурный полка ДПС ГИБДД. И информация эта ничего хорошего не предвещала. Тревожно глянув на меня, Щукин сбросил скорость и остановился у обочины, включив аварийку. Из раздвижного окошка потянуло табачным дымом. Алан, совсем недавно клятвенно обещавший раз и навсегда бросить курить, нервно дымил, уставившись в окно. А оперативный дежурный монотонно повторял и повторял свое сообщение. «Внимание постов и нарядов госавтоинспекции! Внимание постов и нарядов госавтоинспекции! Всем работающим на данной волне! Личному составу объявлена 30-минутная готовность по сигналу АТОМ!» Повторяю, 30-минутная готовность по сигналу АТОМ! Глава шестая Савельев Алан Ищукин, Федеральная трасса Р-255 Сибирь, 15 июня-понедельник, 11 часов 50 минут. Согласно существующим на сегодняшний день планам и инструкциям, при угрозе нанесения ядерного удара население города подлежит немедленной эвакуации в безопасную загородную зону. В идеале этот процесс выглядит следующим образом. Эвакуируемые проходят регистрацию на сборных эвакуационных пунктах, куда их свозят всеми доступными видами транспорта. Снова грузятся по машинам и организованно вывозятся в деревни и поселки. Там их с распростертыми объятиями уже ждут приемные эвакуационные комиссии, а также спортивные залы местных школ, заставленные армейскими кроватями с панцирной сеткой, пахнущие складом и сыростью барачные палатки, полевые кухни с вечно уставшими поварами и полная тотальная неизвестность. По факту людей вывезут из города, распределят по зонам эвакуации в зависимости от районов их прежнего проживания, обеспечат минимумом необходимых бытовых условий и все. Никакой конкретики, никаких прогнозов и новостей до так называемого особого распоряжения. И не факт, что останется в живых кто-то, кто сможет дать это распоряжение после того, как ядерный потенциал вероятного противника найдет свои цели. Сейчас, глядя на бесконечную вереницу автобусов и автомобилей, устремившихся прочь из города, мне хотелось верить, что километрах в 60-80 отсюда мои бывшие коллеги уже спешно устанавливают палатки и надувные модули, заводят необходимое материальное обеспечение, в общем делают все, что должны делать. Небольшие сомнения копошились в душе, ибо план мероприятий толком не пересматривался годов с 80-х, а население города за прошедшие 40 лет увеличилось в разы. Однако в чем спасатели действительно молодцы, так это в том, что достаточно заблаговременно организовали эвакуацию, ракеты хотя бы не свалятся на ничего не подозревающих людей. Конечно, неизвестно, сколько техники задействованы в эвакуационных мероприятиях, но даже тысяча под завязку забитых маршрутных автобусов. Примерно такое количество единиц техники работало до сегодняшнего дня на городских маршрутах. Это практически одна десятая миллионного населения. А есть еще машины, снятые с межгорода, плюс гражданский автотранспорт. Так что ситуация выглядит не самым хреновым образом. Главное сейчас с эвакуационным колонном успеть максимально удалиться от города. Я глянул на электронные часы на панели Газели. 11 часов 55 минут. Минут пять назад патрули и экипажи ГИБДД подтвердили переданную дежурным информацию. Значит, запасе 25 минут. Плюс-минус. Может, все-таки ничего не случится? Макс нервно стучал пальцами по рулю, выжидая появления хотя бы небольшого просвета, чтобы проскочить сквозь череду автобусов на федеральную трассу. Не выдержав, врубил сирену, выкрутил руль и выехал на обочину. Подскакивая на ухабах и кочках, Газель поползла вдоль трассы. Наконец, улучив момент, Топпер ловко перестроился прямо перед носом притормозившего бело-зеленого лиаза и, выскочив на свободную полосу встречного движения, вдавил педаль газа в пол. Двигатель натужно взревел, и старенькая Газель, дребезжая, забывая сиреной, понеслась по ровному недавно уложенному асфальту. За окном мелькали эвакуационные автобусы, а я внимательно вглядывался в надписи на информационных табличках. Пара десятков автобусов с маркировкой «Октябрьский район», за ними «Центральный район», где-то далеко позади, по идее, должны идти машины из Советского района. Значит, в сторону Емельянова эвакуируют левый берег Красноярска. Разумно, к тому же трасса здесь широкая и прямая, как стрела. Скорость движения – один из главных факторов выживания, особенно когда многотонные крышки шахт пусковых установок вероятного противника уже открыты. На правом берегу дела с эвакуацией почти наверняка обстоят куда хуже. Выезды из города там неудобные, что на Свердловской в сторону Девногорска, что на Глинке в сторону Сосновоборска. Пропускная способность улиц отвратительная даже в будние дни. Не хочется думать, что там творится сейчас. «Наконец-то, блин!» – обрадовался Щукин. «Чего такое? Колонны кончаются, а то стрёмно по встречке ехать, пацаны!» Перед головным автобусом ехали два Соляриса специализированного батальона ДПС ГИБДД с включенными маячками и карета-скорой. Обогнав патрульные автомобили, Макс перестроился вправо прямо перед одним из них, на что Солярис обиженно крякнул навслед громкоговорящим устройствам. Перестроился, кстати, вовремя. На встречной полосе появились армейские грузовики и бронетранспортеры. Вытветшая до бледно-салатовой краска на БТРах резко контрастировала с новенькой блестящей резиной и недвусмысленно намекала на то, что технику гонят с базы резерва, расположенной далеко за чертой города. «Охренеть, БТР-40!» – удивленно закричал из рабочего отсека Алан, прильнув к окну. Действительно, было странно видеть на ходу и в полном здравии морально устаревшую технику, давным-давно снятую с вооружения. Ведь если дело дошло даже до неё, значит, положение крайне серьёзное. Вариантов для Драпа виделось не так много. Прямо по федеральной трассе и как можно дальше от города, в которой с большой долей вероятности совсем скоро что-нибудь да прилетит, километрах в 20 в тайге находился бывший военный городок, относившийся к давно расформированной дивизии ракетных войск стратегического назначения. Сам городок меня мало интересовал, несколько жилых пятиэтажек и заброшенная военная часть посреди глухих сибирских лесов. А вот бывший командный пункт ракетной дивизии, запомнившийся ещё с тех времён, когда все повально увлекались так называемым диггерством, явно стоил того, чтобы мы его посетили. Конечно, дизельный генератор и фильтровентиляционные установки в нём лет 10 как не работают, но вот само мощное железобетонное сооружение командного пункта станет неплохой защитой, если ядерные подарки свалятся где-то поблизости. «Макс, после борцов направо свернём», — указал я. «В Кедровой, думаю, на бывший КП заскочить, отсидеться». «А нас там не завалит?» — сомнением поинтересовался Опер. «Да не должно, я пожал плечами». «По идее, такие постройки рассчитаны на что-то подобное». «Там, кстати, два уровня вроде как», — поддержал меня высунувшийся из-за кошка Алан. «Даже какой-то хабар имелся раньше. Дозиметры, старая химзащита. У школьников на форуме проскакивало, но это лет пять назад было». «Так эти же школьники всё вынесли давно», — предположил я. «Других вариантов нет, я так понял». «Макс, ну можем тормознуть, выйти из машины и лечь в канаву, ногами в сторону взрыва», — предложил Константинович. «Почему ногами?» — удивился Щукин. «А фиг знает, на ютубе какой-то мужик рекомендовал», — хохотнул Алан. Колонна автобусов осталась далеко позади. Теперь на трассе попадался только редкий гражданский транспорт, в основном под завязку нагруженный сумками и баулами. Иногда в сторону города проносились пожарные автоцистерны, новенькие камазы, блестящие заводской краской без номеров и каких-либо опознавательных знаков. Свернув в нужном месте, мы затряслись по армейской бетонке, петлявшей среди тайги. Через пару минут впереди показалось полуразрушенное красно-белое здание бывшего поста военной автоинспекции. «Вот тут направо, Макс, ага, теперь прямо в горку», — командовал я. На подъезде к военному городку я вновь услышал сирены гражданской обороны. Надо же, они тут до сих пор работают. Глянул на часы, 12.05. Хреново дело, очень хреново. Интересно, когда гаишники передавали 30-минутную готовность, они имели в виду, что через полчаса уже бахнет? Или только еще полетит? Стремный момент, неприятный. Возле бывшего КПП я попросил Щукина свернуть налево к видневшемуся чуть вдалеке трехэтажному административному зданию, огороженному бетонным забором. За зданием виднелось антенное поле и нехилых размеров холм явно искусственного происхождения. «Оно, что ли?» — поинтересовался Макс. «Так точно. Добро пожаловать на командный пункт Венской ракетной дивизии РВСН». «Да уж», — вздохнул Алан. «Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу», — диктовала точнее. «Давай прямо туда заезжай, ворота один хрен открыты», — попросил я Макса. Газель въехала на территорию командного пункта. Щукин остановился перед обшарпанным Кунгом с намалеванной надписью «Охрана» и заглушил двигатель. На двери Кунга висел замок, и это не могло не радовать. Нас тут точно никто не ждал. Оно и к лучшему. Скорее всего, охранники сейчас прячутся семьями по подвалам домов и по грибам, хотя я бы на их месте обосновался именно на охраняемом КП. Мы выгрузились из машины, нацепили рюкзаки. Щукин с минуту копошился в кузове дежурки, после чего выбрался оттуда с небольшим тактическим рюкзаком. На плече у товарища болтался КСУ со сложенным прикладом. «Эм, Макс!» – удивленно протянул Алан. «Че Макс-то? Там ящик для хранения оружия вообще-то есть!» – ухмыльнувшись, ответил Щукин. «А есть еще?» «Нет, только мусор всякий и протоколы». «Мусор всякий, последний калашмат себе отжал!» – обиженно съехидничал Константинович. «Ты сайгу добыл в честном бою?» – добыл. Я хлопнул друга по плечу. Вот и довольствуйся теперь. Достав сигареты и любимую зиповскую зажигалку, я задумчиво посмотрел на небо, ясное, пронзительно-голубое и абсолютно непредвещающее беды. Угостив товарищей, закурил сам и задумался. Что вообще интересного произошло за 28 лет моей жизни?» «Сменил несколько абсолютно разных профессий, много где побывал, много что увидел. Приключения, путешествия, новые места, друзья, родные, без них никуда. Интересно, как там мама с бабушкой? Да есть ли вообще еще на карте такой город, Комсомольск-на-Амуре? Батя на севере, в Норильске, точно не пропадет. Мужик старой закалки, любому выживальщику прикурить даст». Внезапно вспомнился пес, которого мы с бывшей девушкой когда-то завели и по глупости отдали в чужие руки. Декстер, кажется. «Да, точно, помесь дворняги с овчаркой, одно ухо торчит, второй болтается». Я невольно улыбнулся, столько всего в голове вертится. А жизнь-то получается, совсем неплохая получилась. Не без косяков, конечно, но в целом достойно. Даже если заброшенный бункер не спасет нас от ядерных ударов, жалеть точно не о чем. «Диман, эта хрень закрыта!» Тревожно крикнул Алан. Я отряхнул головой и подбежал к товарищам. Пока я предавался разным мыслям, они пытались открыть массивную гермодверь, ведущую в сооружение командного пункта. «Давайте в обход, там еще одна есть, бегом!» Скомандовал я, и мы рванули вокруг холма. Второй вход обнаружился метрах в тридцати и выглядел, прямо сказать, не очень. Пространство перед гермодверью густо заросло травой и кустарником, а вместо запоров по периметру зияли четыре пустых отверстия, но, кажется, она была немного приоткрыта. «Лом ищем, пацаны! Палку, черенок от лопаты! Мля, что угодно, ее подковырнуть надо!» «Аланчик, эта хрень подойдет!» Щукин протянул товарищу кусок толстой арматуры, и Константинович ловко засадил ее в небольшой проем. Ухватившись за арматуру, мы начали со всей силой раскачивать ее, пытаясь сдвинуть дверь хоть на сантиметр. «Давай, давай! Ну, на счет три! Налегли, пацаны!» Массивная дверь медленно, словно нехотя, подалась, скрипнула, с петель посыпались куски краски и ржавчины. «Пошла! Пошла, родимая!» — радостно пропыхтел Алан. Когда гермодверь приоткрылась настолько, чтобы туда мог протиснуться человек с рюкзаком, Константинович, матерясь, растворился в образовавшемся проеме. Следом, придерживая автомат, юркнул Щукин. Я же немного помедлил, чтобы выбросить окурок, и, как бы это паразаично ни звучало, взглянуть на небо. Прямо как в каком-нибудь романе про ядерную войну, ё-моё. Взглянул, замер и рванул следом за товарищами. Небо стремительно пересекали два белых инверсионных следа. «Здесь еще дверь, бляха!» «Подсвети, Алан!» «Да у меня в рюкзаке!» «Сейчас, сейчас!» Я достал фонарик, включил, и луч света выхватил из темноты такую же дверь, как первая. Только свежокрашенную ярко-желтой краской и запорами в тех местах, где они должны быть. «Запоры открываем быстро!» Сухо выдавил я. «Летят уже!» «Ох ты ж, ёжик!» — выдохнул Алан. «Не стоим! Крутим эти хрени!» Я точно не помнил, в какую сторону открываются запоры на гермодверях. Обычно возле них нарисованы стрелочки с лаконичными комментариями «Откар и закар». Но в нашем случае неизвестные лица, красившие дверь, видимо, решили не осложнять себе жизнь такими мелочами. Спустя минуту пыхтения, матов и вращения несчастных запоров, где-то в глубине двери что-то глухо стукнуло. «Открылась!» — обрадовался Щукин, и мы потянули дверь на себя. За дверью, как я и предполагал, оказался коридор. Вот только заброшенным он не выглядел. Под потолком тускло горели лампы накаливания в ржавых металлических плафонах. А из глубины командного пункта доносилось мерное гудение. Пахло свежей краской, дизелем, сыростью и еще чем-то. Описать этот запах трудно, специфический, присущий всем армейским подземным объектам. «Диман, ты же говорил, оно заброшенное!» Сам в шоке, мужики. Я нервно сглотнул, снова захотелось курить. Из глубины коридора послышались приближающиеся шаги. Кто-то уверен, главное, очень быстро шел в нашу сторону. Глава 7. Савелев, Алан и Щукин. Территория бывшего Затоки Дровой. 15 июня-понедельник, 12 часов 20 минут. Радиационный фон, 15 микрорентген в час. В жизни каждого бывали ситуации, когда приходилось чувствовать себя крайне неловко. Вот и я, рассчитывая отсидеться в пустом и заброшенном сооружении командного пункта, чувствовал себя сейчас так, словно вломился голым в женскую баню. К тому же не один, а с товарищами. Шаги приближались. Макс поудобнее перехватил АКСУ, Алан поправил трофейную сайгу. Я же убрал ружье за спину и достал травматический пистолет. Желания долбить из помпы в узком проходе у меня не было. Уши дороже. Надо же было так вляпаться. Неужели все-таки снова придется стрелять? Я опустил большим пальцем флажок предохранителя, взвел курок и крепко жал бакелитовую рукоять. Тем временем в тусклом дрожащем свете ламп накаливания появилась плечистая фигура. К нам, не таясь, вышел усатый мужик внушительных габаритов, в застиранной флоре и звездами подполковника на плечах. В руках мужик держал охотничье ружье, стволы которого были направлены прямо на меня. Вот ведь непруха, второй раз за день. Так, орлы, спокойно, стволы свои опустите и без глупостей. Грозно приказал подполковник. Макс неуверенно повел стволом автомата и опустил его. Алан замер. Я же решил не испытывать судьбу и, вернув предохранитель в исходное положение, сунул пистолет в кобуру. Опусти, Алан, попросил я товарища. Спорить с усатым подполковником не хотелось, хотя мы имели явный перевес в огневой мощи. Наверняка он тут не один, к тому же ракеты на подлете. Какой смысл устраивать лишние разборки? И дверь за собой закройте, в холодильнике родились. Жахнет, самих этой дверью сметет. Мы с Аланом закрыли гермодверь, повернули до упора все четыре затвора. Я вопросительно посмотрел на усатого. Гвардии подполковник Буров, в отставке, комендант убежища. Представился он. Прапорщик внутренней службы Савельев, МЧС. Мрачно ответил я. Ребята промолчали, Макс лишь удивленно посмотрел на меня, вскинув бровь. Мы спрятаться хотели, продолжил я. Там полный швах наверху творится, не знал, что здесь уже... Кстати, что здесь? Бомбоубежище теперь здесь, поморщившись сказал Буров. Ладно, раз спрятаться хотели, давайте за мной. Разговоры потом разговаривать будем. Оружие только разрядите. И патроны из патронников тоже нахрен. От греха. Люди тут. Дождавшись, пока мы выполним его просьбу, подполковник закинул ружье на плечо, развернулся и двинул в обратном направлении. Мы торопливо шагали по коридору вглубь командного пункта, а Буров кратко рассказывал о том, как заброшенный военный объект превратился во вполне себе функционирующий объект системы гражданской обороны. Пару лет назад, когда ребята из Северной Кореи только-только начинали потрясать своим ядерным оружием, отставной офицер-ракетчик, обсудив за рюмкой чая со служивцами сложившуюся в мире политическую ситуацию, решил обезопасить себя и своих односельчан от угрозы Третьей мировой войны. Единственным пригодным для обустройства мобоубежища помещением в Кедровом оказался родной командный пункт, где Буров прослужил без малого 15 лет. Однако системы жизнеобеспечения на КП пришли в полную негодность еще лет за пять до появления этой идеи, а свободные, незатопленные грунтовыми водами помещения превратились в овощехранилище. На одном из поселковых сходов подполковник, заручившись поддержкой нескольких бывших сослуживцев, толкнул в народ свою идею. Идею кедровчане восприняли вполне серьезно. Что неудивительно, почти все раньше служили в расформированной ракетной дивизии и прекрасно знали, чем грозит мирный атом. Обустраивали будущее бомбоубежище всем миром. Кто-то привез краску, кто-то кабели для электропроводки. Местные пожарные вызвались откачать воду из затопленных помещений, нашли специалисты, который за символическую цену обследовал сооружение и заключил, что с ним все не так уж и плохо. Ценой неимоверных усилий восстановили аккумуляторную и раскуроченный дизельный генератор, закупили сменные фильтры для вентиляционных установок. Короче говоря, работу провели колоссальную. Сложнее всего оказалось официально зарегистрировать объект как действующее бомбоубежище. К сожалению, у нас редко приветствуется серьезная гражданская инициатива, да и на практике подобных случаев еще не бывало. Однако, то ли благодаря старым знакомым, обосновавшимся в высоких кабинетах, то ли просто из-за пробивного характера Бурова, после года активной деловой переписки и разговоров на повышенных тонах, бомбоубежище 2 категории номер 320 на 250 человек, поселка Кедровый появилась в реестре главного управления МЧС России по Красноярскому краю. А сам Буров был назначен его комендантом. Вряд ли кто-то мог подумать тогда, что меньше чем через год старания подполковника и его товарищей окажутся не напрасными. Зал для укрываемых расположился в просторном помещении, где раньше находились боевые посты дежурных расчетов. Все оборудование демонтировали, вместо него пространство теперь заполняли двухъярусные деревянные нары, лавки и картонные коробки, забитые консервами и бутылками минеральной воды. Под потолком горели все те же тусклые лампы, воздух, несмотря на натужный рев вентиляции, был душным и спертым. А еще зал оказался до отказа забит людьми, старики, дети, молодежь, сумками, рюкзаками, некоторые с переносками для домашних животных. Люди тихо о чем-то переговаривались, периодически тревожно посматривая на потолок. Нашего появления никто не заметил. «Отметьте все дежурного», — попросил Буров. «Сергеич, запиши пацанов, еле успели, елки-палки». Мы подошли к письменному столу, за которым сидел немолодой полноватый мужик в такой же старой форме, как у подполковника, только с погонами старшего прапорщика, и поочередно ему продиктовали свои данные. Пока прапорщик аккуратно выводил в журнале фамилии, я отметил, что нам достались номера 178, 179 и 180. Буров куда-то убежал. Алан уселся на свободную лавку у стены, мы с Щукиным плюхнулись рядом. «Не по себе как-то, мужики», — тихо сказал Алан, задумчиво глядя в потолок. «Диман, эта конструкция точно взрыв выдержит?» «Взрыв не выдержит», — ответил я. «Да, она и не должна, а вот от ударной волны светового излучения осадков на следе радиоактивного облака вполне себе защитит, если, конечно, по нашу душу ядерные ракеты летят». «А могут быть не ядерные?» — спросил Макс. «Мало ли, я пожал плечами». «Бактериологически еще бывают, но это вроде запрещено. Да и вообще, всякие». «Интересно, скоро там бахнет. Наверное, минуты две-три осталось». Сейчас происходящее воспринималось разумом как интересный фильм или компьютерная игра. Как-то не верилось, что банальное утро понедельника может преподнести такой глобальный и неприятный сюрприз. Я был готов к бытовым мелочам вроде сорванного крана-смесителя, к овралу на работе, к утренним пробкам, к задержке зарплаты в конце концов, но к такому. Это еще хорошо, что минимальный запас необходимых вещей под рукой оказался. Мелькнула озорная мысль, что вряд ли придется теперь доплачивать ненавистный кредит. В принципе, та часть содержимого бумажника, которая состояла из многочисленных скидочных карт, уже превратилась в хлам. Может, стоило вчера зарплату снять? Первое время наличка наверняка еще будет цениться, просто потому, что все к ней привыкли, а потом... Потом, видимо, все как в книгах у Доронины или Шишковчука. Люди начнут убивать друг друга за магазин с патронами, банку тушенки, новый рюкзак в конце концов. А может, пронесет? Может, все не так серьезно, как кажется, и после удара сохранится централизованная власть, которая сможет быстро навести порядок, вернуть жизнь на мирные рельсы? Слишком уж мрачная картинка мира у меня получается. Не хотелось бы. «Быстро! Переводим вентиляцию на автономку!» Раздался откуда-то из глубины зала Крикбурова. Мимо нас пробежали в коридор несколько человек в синих спецовках и белых строительных касках. «Дизель вырубаете и цепляем аккумуляторы! Всем приготовиться! Как учились!» Укрываемые резко, будто в самолете при аварийной посадке, наклонились вперед и закрыли головы руками. Сидевшая на соседней лавке девушка накрыла собой завернутого в пеленке малыша. Кто-то истерично закричал. Не раздумывая, мы тоже пригнулись и обхватили головы. Представилось на секунду, что через мгновение толстые своды потолка треснут и нас завалят землей вперемешку с железобетоном. А может, это не такой уж плохой вариант? По спине пробежал неприятный холодок. Мерное гудение дизеля прекратилось. Лампы моргнули, свет стал гораздо тусклее, и помещение погрузилось в полумрак. Наступила гнетущая тишина. Казалось, ее можно было потрогать, раздвинуть руками, но убирать руки с головы не хотелось совершенно. Чтобы хоть немного отвлечься, я выдохнул и начал считать в уме от 28 в обратной последовательности. Привычка, помогающая мне успокоиться. С каждым годом увеличиваю число начала отсчета равнозначно возрасту. В этот раз я недосчитал. На цифре 22 раздался мощный глухой раскат, и бомбоубежище задрожало. С потолка посыпались штукатурка и пыль, лампы практически погасли. Раскат сменился утробным рокотом, стены завибрировали, снова кто-то закричал, сорвался бедняга. Да я и сам был готов закричать. Время словно исчезло, вряд ли я смог бы ответить, сколько все это продолжалось. Может, несколько секунд, а может, бесконечность. Рокот переливался, накатывал волнами, словно подбираясь все ближе к маленькому мирку, в который превратился бывший командный пункт. А потом вдруг выключился. Не стих, не прекратился, а именно выключился. Как будто из компьютерных колонок выдернули кабель, и наступила тишина. Проверить состояние инженерно-технических систем. ФВУ, ДЭС, дозиметристам. Готовиться к замеру. Через 20 минут у двери номер один. Голос подполковника разорвал тишину, словно кумулятивный снаряд. Пространство моментально заполнилось звуками. Отрывисто звучали команды Бурова. Кто-то пытался успокоить сидевших рядом людей, плакали дети. Снова загудел дизель, разгорелись лампы. Меня ощутимо потряхивало. Ну, вот и все, ребята. Прошептал Алан и опустил голову. Все, конец. На нарах мы лежали по очереди, каждый по два часа. Уже вернулись с поверхности дозиметристы, которые принесли хорошие вести. Радиационный фон на территории Кедрового практически не превышал допустимую норму. А вот насчет всего остального. Дозиметристы выглядели так, словно увидели нечто очень хреновое. Мысль о том, что, возможно, все в порядке, сразу же улетучилась. Все было совсем не в порядке. Я вытянулся на деревянной полке и смотрел в потолок. На свежей краске периодически появлялась капелька воды. Переливалась в свете ламп, набухала и срывалась вниз, звонко шлепая рядом с моей головой. Безумно хотелось выскочить из бомбоубежища прямо сейчас, прыгнуть в газель и лететь в город. Прорываться к спасателям, разбирать завалы, оказывать помощь пострадавшим. Или наоборот, рвать когти как можно дальше в глухую тайгу. Где из цивилизации только линия лэп и заброшенный пионерлагерь. Хотелось сделать что-то, не важно что, лишь бы не лежать без дела на этой полке. Глупости. Логика и здравый смысл подсказывали, что ломиться в сторону города – абсолютно провальная затея. Пока неизвестно, куда прилетел ядерный подарок, неизвестна зона разрушений, да даже радиационная обстановка за пределами поселка неизвестна. Тем более ветер в любой момент может поменять направление, и тогда мне обеспечен стильный, но смертельный загар. С другой стороны, вечно сидеть на одном месте тоже не получится. С момента удара Буров так и не показывался, поговорить толком не удалось. Не думаю, что запасы в бомбоубежище рассчитаны на серьезный срок, да и некомфортно отсиживаться. Все-таки спасатель какой-никакой. Однозначно в город нужно, но не сейчас, день может два. Выйти к спасательным формированиям, предложить помощь, разведать обстановку. Завалы, пожары, огромное количество пострадавших. Наверняка каждый человек сейчас на счету. Или все же уезжать в сторону Абакана и менее населенных районов. С такими мыслями я провалился в короткий и тревожный сон. Подъем! Мужики быстро за химзащитой в коридор раненых принимать! Серега, дозиметр, сайн накопительный возьми, давай за мной! Перевязочную приготовьте! Чистых сразу туда, остальных пока на обработку. Да хоть чем, только быстрее! Кто? Откуда? Хрен их знает! Там два автобуса и Скоряк только что приехали! Я подскочил и с размаху впечатался головой в потолок. Матеряй спрыгнул с нар и побежал в коридор. Щукин и Алан рванули за мной. Диман, че там? Заволнованно спросил Константиныч. Да пока не вижу, подожди! В полумраке коридора мелькали лучи фонарей. Местные тащили в сторону входа складные армейские носилки. И у некоторых на боку висели древние, еще советские санитарные сумки защитного цвета с ярко-красным крестом. Проталкиваясь через толпу, мы добрались до тамбура. Обе двери были открыты. Стоявший на входе дозиметрист в простеньком респираторе и с доисторическим дозиметром ДП-5В Кричал кому-то на улицу. «Чисто! Тут пока чисто! У автобусов тоже! Второй только фонит немного!» «Погнали наверх, раз там чисто!» Предложил Щукин, и мы торопливо побежали вверх по лестнице. Выскочив на улицу, я в первую очередь посмотрел на небо, потом на часы, потом снова на небо. Шестнадцать сорок пять. Темень дикая, не видать ничего толком дальше собственных рук. В горле запершило, и будто появился какой-то комок. Я вдохнул, выдохнул, закрыл и снова открыл глаза. Никакого эффекта. Комок стоял колом, а в груди расползался неприятный холодок. Вокруг творился полный швах, и в центре всего этого стояли мы, растерянно осматриваясь по сторонам. Из второго автобуса, стоявшего чуть в стороне, вытаскивали раненых на складных брезентовых носилках. У многих из них на глазах белели свежие повязки, руки и ноги забинтованы. Видимо, световая волна, уже будучи на спаде, шарахнула по автобусу. По правде сказать, я до конца не понимал, как он сюда вообще доехал. Кузов новенького и совсем недавно белоснежного нефаза почернел до середины, краска вздулась и потрескалась. Оконные стекла в задней части отсутствовали в принципе. Относительно целая передняя часть, моргавшая аварийкой, резко контрастировала с поврежденной, добавляя сюрреализма и в без того страшную картину. Шофер, немолодой мужик в клетчатой рубашке, сидел на пороге водительской дверцы и, обхватив забинтованную голову одной рукой, другой отмахивался от паренька в синей куртке с надписью «Скорая помощь на спине». А что там возле самой скорой? Мы подошли к новенькому соболю, возле которого крутилась перед раскиданной санитарной укладкой молоденькая девушка-фельдшер. Сильно долбанула. Она, словно не услышав вопроса, продолжала колдовать над пластиковым оранжевым чемоданом. «Девушка, вы меня слышите?» «А?» Удивленно посмотрела, вскинув брови, взгляд уставший и потерянный. «Я спрашиваю, что случилось? Вы откуда вообще едете?» «Из города». Фельдшер отвела взгляд, нервно теребя в руках одноразовую перчатку. «Мы ехали в самом конце колонны, автобусы и наша бригада сопровождения. Когда взорвалась, вспышка была сильная. В том автобусе аж стекла повылетали, людей посекло сильно, загорелось что-то. Водитель другого автобуса помог потушить и завести двигатель, но холодно ушла уже. Кто-то из пассажиров сказал, что тут бункер старый есть. Вот мы и сюда, и... А тут вы... У нас перевязка кончилась, укладка пустая почти. Слава богу, что вы здесь!» «Настя, давай, помогай!» Позвал ее кто-то, и она, торопливо скидав укладку все, что попалось под руку, побежала к уложенному входу в командный пункт носилка. На рукав моей куртки упали несколько странных желто-серых хлопьев, потом еще и еще. Пару секунд я пытался сообразить, что это за хлопья и почему они так странно пахнут. А когда сообразил, сдрогнул. Это был пепел. Глава восьмая. Савельев, Аллан и Щукин. Территория бывшего Затоки Дровой. 15 июня, понедельник, 17 часов 0 минут. Радиационный фон 29 микрорентген в час. Задумчиво глядя на автобусы, я рискнул сделать первые выводы о масштабах случившейся катастрофы. Судя по тому, что одной машине досталось крепко, а вторая выглядела относительно нормально, не считая царапин и вмятий на боках, световое излучение настигло их на внушительном расстоянии от места взрыва. Если мнение изменяет память, температура светящейся области непосредственно в эпицентре ядерного взрыва может колебаться в районе 5-7 тысяч градусов, а сам световой импульс держится от доли секунды на нескольких десятков секунд. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать огромное количество пожаров, ослепить и обеспечить фирменным загаром не успевших вовремя укрыться людей. Воздействие светового излучения снижается в зависимости от рельефа местности, плотности городской застройки, да и вообще укрыться от него можно практически за любым непрозрачным препятствием. Жаль, не спросил у фельдшера, где именно они ехали, когда произошел взрыв. Можно было бы прикинуть, правда очень примерно, куда пришелся удар. Вдруг по городу вообще не попали. Пепел кружился крупными хлопьями, будто первый снег наступающей ядерной зимы. Воздух постепенно наполнялся запахом гари. Черное от дыма небо на севере, там где находился город, полыхало ярко-оранжевым заревом, а в противоположной стороне еще проглядывалась быстро исчезающая, узенькая полоска пронзительной вечерней синевы. В свете зарево автобусы, скорые и сновавшие вокруг них люди, выглядели как-то нереально, гротескно, будто нарисованные жирным карандашом на пожелтевшей от времени бумаге. «Че делать будем, пацаны?» Тихо поинтересовался Щукин. «А что делать? Снимать штаны и бегать, Макс?» Нервно ответил Алан. «Надо обратно вниз спускаться и ждать, пока обстановка хоть как-то прояснится». «Надо!» Задумчиво протянул я, косясь на стоявшую неподалеку газель. «Кажется, Щукин оставил ключи в замке, а выключил ли зажигание? Если нет, электромагнитный импульс мог сжечь к чертовой матери всю проводку. Хотя при наземных ядерных взрывах он вроде бы относительно слаб. В том, что взрыв был именно наземным, я не сомневался. «Слишком уж быстро затянуло небо, да и бахни бы и головка даже километрах в четырех от земли, вокруг нас сейчас все бы полыхало». «Диман, ты чего так на машину уставился? Задумал чего?» Спросил Алан. «Да нет, просто думаю, не погорела ли в ней электрика после взрыва». «Точняк!» — протянул Алан. «Думаешь, электромагнитный импульс ее... того?» «Надеюсь, что нет». Я осторожно стряхнул пепел с рукавов и тряхнул головой. «Я могу проверить по возможности», — предложил Константиныч. «Сам знаешь, меня хлебом не корми, дай в какую-нибудь корыть поковыряться». «Успеется», — кивнул я. «Пойдемте пока вниз, тревожно тут как-то». Пройдя дозиметрический контроль, мы спустились в коридор и почти сразу столкнулись с Буровым. Подполковник выглядел спокойно, пожалуй, даже слишком, однако, подойдя ближе, я уловил резкий запах корвалола. «О, орлы, вы ведь тоже представители разных ведомств, так сказать. Давайте-ка за мной, мы там собрались с мужиками, обсудим дальнейший план действий, так сказать». Мы прошли в небольшой зал со сводчатым потолком, плакатами по гражданской обороне на стенах и длинным деревянным столом, вокруг которого сидели люди. Несколько мужиков в старом камуфляже, видимо, сослуживцы Бурова, двое спасателей и парнишка в синей куртке скорой помощи. Сам подполковник занял место во главе стола, перед несколькими телефонными аппаратами и безжизненным монитором компьютера. Сел, достал сигареты и жестом пригласил нас садиться. «Что могу сказать, товарищи?» Начал он закуривая. «Произошел ядерный удар. Причины неизвестны, да и значения они уже не имеют. Самое важное сейчас – понять, как нам быть дальше, какие меры принять, как выстраивать дальнейшую деятельность». КП выполнил свою задачу полностью, защитив максимально укрываемых от поражающих факторов. На данный момент, включая пассажиров автобусов, в том числе и тяжелых, у нас 245 человек. Учитывая наличие продовольственного запаса, питьевой и технической воды, ресурсы дизельной электростанции и фильтровентиляционных установок, мы можем обеспечить всем этим людям недельное безопасное пребывание на объекте. Если урезать продуктовое удовольствие по максимуму и перевести инженерно-технические системы в режим жесткой экономии, мы увеличим срок пребывания примерно до трех недель. Беспокоит меня вот что. Даже трех недель критически мало для нормальной оценки обстановки на поверхности. Сейчас радиационный фон в пределах допустимой нормы. Разрушений в поселке практически никаких. Но никто не знает, что произойдет через день-два. Как изменится ветер? Где выпадут радиоактивные осадки? Неизвестен даже предполагаемый район удара. Телефоны молчат, В связи нет совершенно никакой. Думаю, нет смысла говорить про радиостанцию. Ее в ближайшие дни можно не трогать. К чему я это все? Нам нужно провести разведку. Выяснить характер сложившейся ситуации, понять, сможем ли мы безопасно вывести людей на поверхность. И если сможем, то когда? У нас почти полсотни раненых. Здесь их держать никакого смысла. Нужны соответствующие условия. А в поселке есть недавно отремонтированная больница. В общем, по поводу разведки. Семен Анатольевич, вам слово. Один из спасателей кивнул, судя по форме гражданский, из противопожарной охраны Красноярского края. Благодарю, товарищ подполковник. Сразу хочу сказать, идею мы с ребятами придумали буквально минут пять назад. Поэтому подробный план чуть позже. В общих чертах дело обстоит так. Мы хотим попробовать прорваться в Красноярск. Ну или максимально близко к нему. Это похоже на самоубийство, Семен Анатольевич. Заявил кто-то из военных. Это необходимость. Твердо ответил спасатель. Тем более, личный состав пожарной части в полном составе поддержал идею. У нас в наличии две тяжелых автоцистерны, штабной автомобиль повышенной проходимости. Фонари, боевая одежда, изолирующие противогазы. Лучше нас с этого все равно никто не сделает. Поддерживаю. Кивнул Буров. Обеспечим группу дозиметрами, питьевой водой и продуктами по возможности. Не думаю, что удастся справиться с задачей быстро. Спасибо, товарищ подполковник. Еще один вопрос, который хотелось бы поднять личный состав. Половина людей в отпусках, у меня шесть человек. Если где-то будет жарко, не справимся. А жарко будет, уверен. Добровольцы. Вырвалось у меня. В горле немного пересохло. Щукин удивленно посмотрел на меня. Алан тихо выругался. Семен Анатольевич кивнул. Имею опыт. Продолжил я. Могу быть полезен. Командуйте, Семен Анатольевич. Я тоже в теме. Немного подумав, поддержал меня Макс. Если честно, я не уверен. Пожал плечами Алан. Опыта по части борьбы с огнем не имею, да и... Не нужно геройствовать. Остановил я его. У тебя тоже будет задача, причем не менее важная, чем наша. Газель. Догадался товарища, благодарно улыбнулся. Именно. Кивнул я. Машина нам в любом случае понадобится, так что приведи в порядок по максимуму. Семен Анатольевич поднялся, прихватив со стола кожаную папку. Товарищ подполковник, двоих хватит в принципе. Разрешите готовить технику к выезду? Выполняйте. Аппетит отсутствовал напрочь. Я задумчиво ковырялся одноразовой ложкой в банке гречневой каши с говядиной, периодически выуживая хиленькие кусочки мяса. Упаковку с каменными галетами даже трогать не стал. И так не все зубы на месте, к чему лишний раз рисковать, пытаясь разгрызть детище армейской пищевой промышленности. Мак же, наоборот, уплетал за обе щеки банку тушенки, хрустел галетами и вообще выглядел довольно бодро. Алан, расправившийся со скромным обедом первым, уже посапывал на полке. После совещания Семен Анатольевич сообщил, что зайдет за нами через пару-тройку часов, прихватил респиратор и ушел на поверхность пожарную часть. Стариной решил тряхнуть Диман. Спросил Щукин, отодвигая от себя пустую консервную банку. Соскучился по мигалкам и прочему? Дело добровольное, Макс. Ответил я, пожав плечами. Ага, добровольное. Тебе, дурака, даже за пивом ночью отпускать опасно. Помнишь, как ты в каске и в халате в ларек ломился, перекрыт и наглухо? Ой, иди ты лесом, продавщица просто задремала. Пиво-то в итоге нам же продали. Я ухмыльнулся и все-таки попытался отгрызть кусок галеты. Получилось так себе, один из передних зубов предательски заныл. Не, вообще идея хорошая, протянул Щукин. Мало того, что обстановку в городе пробьем, так еще, может, и разживемся чем полезным. Да и в целом, стрёмно в погребе сидеть, атмосфера тут эта, гнетучая, во! Еще не факт, что мы до города доберемся. Доберемся, у них пожарные части Уралы матерые, таким вообще дорога не особо нужна. Вы там это, надолго не задерживайтесь? Пробубнил Алан. Продудить, что снаружи творится, я только в книжках читал, но из книжек сделал важный вывод. Выживать со знакомыми мужиками комфортней, чем с незнакомыми, вроде как тыл безопасности. Ты за тыл не переживай, хохотнул Макс. Могу тебе старый бронежилет из Газели принести. Если его перевернуть, получаются такие труселя, бронированные типа, и в тыл твой никто не пробьется. Кстати, Газелью и правду займись, напомнил я. Она вместительная, живучая и с мигалками, полезная, короче, с какой стороны не посмотри. Те лишь бы мигалки! Ткнул меня в плечо Щукин. Ближе к девяти часам вечера в зале для укрываемых появились Буров и Семен Анатольевич. Пожарный уже был в боевой одежде, а на широком поясе висел дорогой немецкий шлем с двойным защитным забралом и прикрепленным светодиодным фонарем. Из непривычного взгляду снаряжения я отметил серебристый цилиндр накопительного дозиметра на клапане кармана для радиостанции и перекинутую через плечо противогазную сумку. «В принципе, все готово, парни, можем выдвигаться», — сообщил он. Мы с Максом тихонько, чтобы не разбудить уснувших людей, собрали свои рюкзаки, взяли оружие и вышли в коридор. «Бывайте, Ктиандр Хреновый!» напутствовал нас Константинович и заворочился на полке, устраиваясь поудобней. «Вы, главное, аккуратней там, Семен», — попросил Буров пожарного, когда мы подошли к гермодверям. «Если поймете, что дальше двигаться возможности нет, разворачивайтесь идуйте обратно, замерьте фон, визуально оцените ситуацию максимально подробно, и не лезьте на рожон. Я твоим передал пару ружей Сайгу, уж чем могу, как говорится. У ребят вот тоже огнестрел есть, надеюсь, не пригодится. Дозиметры на машинах закрепите, только так, чтобы не отвалились. «А вы, парни, молодцы! Уважаю!» Подполковник повернулся к нам и одобрительно кивнул. «Не каждый на такое согласится. Я бы и сам поехал, но у меня тут люди, как я их оставлю? В общем, не пуха вам, возвращайтесь живыми!» Подполковник открыл гермодверь, крепко пожал нам руки и отошел в сторону. Пройдя тамбур, мы вышли на лестницу. Дверь за спиной захлопнулась, глухо повернулись запоры. Все понеслось, навстречу приключениям, блин. Наверху уже окончательно стемнело, а пространство вокруг обильно присыпало пеплом. Он до сих пор кружился в воздухе, словно стайки назойливых мух на фоне дрожащего оранжевого зарева. Резко пахло гарью и чем-то еще, но запах упорно не хотел вызывать в мозгу нужных ассоциаций. Автобусы отогнали подальше от спуска в бомбоубежище. Их темные силуэты замерли возле здания бывшего штаба ракетной дивизии. Семен Анатольевич стряхнул с волос хлопья пепла, натянул на голову под шлемник. Следуя его примеру, я надел кепку, а Щукин спрятал густую шевелюру под капюшоном. Покинув территорию командного пункта, мы двинулись через темную промзону в сторону поселковой пожарной части. Фон тут пока нормальный, сообщил пожарный, подкуривая сигарету. Но рисковать не стоит, успеем еще. Какой вообще план действий, поинтересовался я. План простой, ответил Семен Анатольевич. «Выйдем на трассу, прокатимся в сторону Красноярска. Если удастся доехать хотя бы до Солонцов, отправим штабную машину и дозиметристы обратно, чтобы передали буровую информацию. Сами же попытаемся оказать спасательным подразделениям посильную помощь, ну и оценить обстановку непосредственно в городе». «Если там будет кому помогать», скептически заметил Макс. «Уверен, что будет», ответил пожарный. «Вы на пожарках вообще работали когда-нибудь?» «Было дело», кивнул я. А с Максимом одно время даже в добровольной пожарной охране трудились. «В ДПО, что ли?» «Ага, именно там». В гараже пожарной части, освещенном светом групповых фонарей, вовсю кипели подготовительные мероприятия. Штабной Соболь загружали запасными баллонами для изолирующих противогазов, санитарными укладками, дегазационными комплектами. «Надо отдать мужикам должное». Кедровские пожарные основательно подготовили технику к разведывательному выезду. Помимо экипировки и пожарно-технического вооружения, регламентированного нормами табельной положенности, на верхних надстройках автоцистерн закрепили еще и канистры с топливом. Все щели на окнах и форточках аккуратно проклеили скотчем, а с пассажирской стороны на каждой машине вывели зонды пылевых дозиметров. Сами дозиметры расположились в кабинах. Две тяжелых автоцистерны на базе «Уралов» выглядели теперь как самый настоящий транспорт судного дня. Никогда бы не подумал, что снова придется сесть в пожарную машину, тем более при таких обстоятельствах. «Ну что, товарищи, все в сборе?» Семен Анатольевич окинул собравшихся взглядом. «Помимо нас в боксе находилось шестеро уже экипировавшихся пожарных и двое водителей в армейских костюмах химзащиты. Не густо, конечно. Поставленную задачу вы прекрасно знаете», — продолжил пожарный. «У нас небольшое пополнение из числа укрывшихся на КП. Ребята кухню вроде знают, но по возможности помогайте бойцам, приглядывайте за ними». «В общем, прошу любить и жаловать. Обеспечиваем пополнение всем необходимым, занимаем места согласно боевому расчету и организованной колонной выдвигаемся на Красноярск». «Что касается водителей, АШа идет первым, а Цэшки за ним». «На трассе держим дистанцию, внимательно смотрим по сторонам. При нормальном радиационном фоне скорость 60 км, а если фон растет, соответственно, ускоряемся». «Помните, радиосвязи сейчас у нас нет. Подаем сигналы фарами и с гухой. Сухую и ближайшие поселки проходим без остановок. Вообще не останавливаемся, если нет крайней необходимости. Старшие машин, максимум внимания на дозиметры. Следим за фоном постоянно. Вопросы». «Вопросов ни у кого не возникло. Пожарные вообще выглядели совершенно спокойно, будто готовились к обычному выезду. Может, кого-то такое поведение удивило бы, но я прекрасно понимал, что к чему. Ребята просто выполняли свою работу, ведь ни в какой инструкции не сказано, что если противник нанесет ядерный удар, можно расходиться по домам. Ты просто работаешь дальше, делаешь, что умеешь, что должен. Иначе нельзя». «Боевую одежду пожарных нам подобрали по размеру, что не могло не радовать. В свое время я потратил довольно много нервов из-за коротеньких штанов и неимоверно огромной куртки. Одевшись, я затянул пояс, поправил кобуру с топориком, прицепил к карабину краги, нагнулся в разные стороны, присел. Ничего не давит, не тянет. Жить можно». «Илиотовский шлем ШКПС» тоже радовал. Новенький, муха не сидела. «Из забрала без царапин, и под шлемник огнеупорный внутрь вложен. Красота! Отрывай бирку и пользуйся. Теперь подсумок с противогазом и ружье на одно плечо, поисковый фонарь на другое. Макаров... Черт, неувязочка!» «Ладно, травмат пока в карман. И накопительный дозиметр туда же. Мак собирался чуть дольше, но в целом на сбор у нас ушло пять минут». Водитель открыл ворота бокса. Пятеро бойцов первого отделения уже заняли места в своей машине. Конечно, по регламенту посадка личного состава осуществляется строго на фасаде части, после того, как техника уже выехала. Но сегодня регламент слегка отходил на второй план. Мы подошли ко второму Уралу, возле которого курил Семен Анатольевич. «Готовы?» Поинтересовался он, внимательно изучив наш внешний вид. «Всегда готовы!» Кивнул я. «Как пионеры!» Хмыкнул Макс. «Старшие вашей машины, Самсонов Юра, со всеми вопросами к нему я поеду в штабном. Сухих рукавов, мужики!» Мы загрузились на заднее сиденье просторной кабины боевого расчета. Мощный двигатель Урала взревел, и цистерна, дернувшись, тронулась с места. Глава девятая. Савельев и Щукин. Федеральная трасса Р-255 «Сибирь». 15 июня, понедельник, 22 часа 20 минут. Радиационный фон 38 микрорентген в час. Колонна пожарной техники проскочила погруженной в темноту кедровой и выехала на бетонку, ведущую к федеральной трассе. Включенные маячки отбрасывали тревожные синие блики на замерзшую с двух сторон тайгу. Дворники мерно ползали по стеклам, счищая продолжавший сыпаться пепел. Самсонов, сидевший на переднем пассажирском месте нашего Урала, не отрывал взгляд от шкалы дозиметра, однако стрелка продолжала оставаться в крайнем левом положении, лишь изредка вздрагивая. Из-за высоких деревьев, обступивших бетонку, зарева, видно, почти не было. Уверенно и спокойно урчал мощный двигатель, немного клонило в сон. И вообще складывалось обманчивое ощущение, будто ничего плохого не случилось. Ощущение пропало, как только впереди замаячил поворот на трассу, который встретил нас перевернутой, смятой легковушкой, и стоящим чуть в стороне микроавтобусом с раскуроченным боком. Вокруг машин были раскиданы рюкзаки, дорожные сумки и какие-то кучи тряпья. Почему-то мелькнула мысль, что это вовсе не тряпье. Но я ее быстренько отогнал. Если переживать по поводу всего подряд, надолго меня не хватит. Факт. Шедшие впереди Соболь с Уралом аккуратно объехали место ДТП и, включив левые поворотники, свернули в сторону города. Водитель вопросительно посмотрел на Самсонова. «Не останавливайся, Олег!» Покачал головой старшей машины. «Продолжаем движение!» «Бонит?» — сухо спросил водитель. «Немного скачет, но в пределах», — ответил Самсонов. «В любом случае, рано пока рисковать». Первые километров пятнадцать ничего интересного нам не встречалось. Пустынная федеральная трасса, темные, будто вымершие деревни и поселки вдоль нее. Зарево пожара вдалеке чуть подрагивает, застелив весь горизонт. Только пепел кружится в свете фары, запах гари настырно лезет в ноздри. «Ох, елки!» — крикнул вдруг Самсонов. «Мужики, гляньте! Справа на обочине!» Водитель притормозил, а мы приникли к окну. «Вот уж правда, елки! Иначе не скажешь!» На обочине стояли две патрульные машины ДПС. Стекла и люстры разбиты, колеса спущены. На дверях темнеют странные разводы, а самое неприятное — множество пулевых отверстий. «Ядрить по ним отработали!» — удивился Щукин. «Будто с пулемета разобрали. Интересно, сами гайцы живые?» «Сомневаюсь, Макс. Взгляд ухватил что-то очень похожее на желтые сигнальные жилеты. Чуть в стороне от патрульных машин, но и я тяжело вздохнул». В районе Емельянова на трассе стали попадаться брошенные автомобили. Сначала немного, но чем ближе мы подъезжали к поселку, тем больше их становилось. Легковушки, автобусы, грузовики. Почти у всех, кроме дверей и багажников, открыты капоты. Подозревают технику, угробил электромагнитный импульс, и многие, не сразу сообразив, в чем дело, безуспешно пытались запустить двигатели. Трасса сделала небольшой изгиб, сразу за которым пожарные машины неожиданно влетели в облако дыма и пыли. «Бляха-муха!» — скрикнул водитель, ударив по тормозам и включив дальний свет фар. Зад идущего впереди Урала опасно приблизился к нашей цистерне, но почти сразу отдалился, набрав прежнюю дистанцию. Теперь его практически не было видно из-за затянувших трасс у клубов дыма. «Фон немного поднялся», — сообщил Самсонов. «Похоже, пыль грязная». «Пока в пределах нормы», — спросил я. «Да, но медленно растет. Олег Андреевич, давай побыстрее, наших почти не видно». «Да как быстрее, Юр? Они вон машины объезжают, вся дорога забита». Я бездумно смотрел в окно. Пейзаж снаружи не вызывал абсолютно никаких позитивных мыслей. Темнота, дым, километровые столбики, какие-то указатели, отцветы далекого зарева. Показался, и тут же исчез силуэт пассажирского автобуса, следом смятый обетонный отбойник Приора. «Интересно, где сейчас люди, которых удар застал на дороге?» «По идее, вокруг густо застроенный частный сектор, а в расположенном неподалеку международном аэропорту, насколько мне известно, есть бомбоубежище и куча подземных технических сооружений, способных обеспечить на какое-то время безопасность для укрываемых. Наверняка первые несколько дней люди будут отсиживаться, где могут, а потом, когда дым рассеется и потухнут пожары, выберутся наружу. Вот тогда и начнется пресловутое выживание, так активно обсуждаемое до недавнего момента на всяких тематических форумах в интернете. Часть меня продолжала активно протестовать против такого варианта развития событий. До Красноярска еще километров 20, возможно, там все не так уж плохо. Может, и власть сохранилась, и порядок, хотя зарево приближалось, увеличивалось в размерах и как бы намекало, что позитивная часть меня сегодня явно в проигрыше. «Что-то Сергей штормозит», — удивленно сказал водитель. Второй Урал действительно сбросил скорость, остановился и заморгал аварийкой. «Встань рядом, я схожу, гляну, что у него», — попросил Самсонов. «Составлю компанию», — предложил я. Юра согласно кивнул головой. «Может, я с вами?» — заерзал Макс. «Мало ли че там». «Сиди, боевик, подтянешься со стволом, если кипиш начнется». Успокоил я Щукина и, надев каску, выпрыгнул на дорогу. Хотелось бы сказать что-то вроде. Оказавшись на улице, я полной грудью вдохнул свежий и бодрящий вечерний воздух. Но нет. Я пожалел, что не надел изолирующий противогаз. Резкий запах горящего дерева, пластмасса и еще непонятно чего шарахнул по легким. А глаза моментально заслезились. Зажмурившись, я на ощупь добрался до капота нашей машины и, приоткрыв один глаз, определил по светоотражающим полоскам на боевке местонахождение Самсонова. Старший машины быстро шагал в сторону штабной газели, за которой виднелись включенные красно-синие мигалки. «Гаишники, что ли? Охренеть! Как у них только машины завелись!» Дорога перед нами оказалась перекрыта двумя патрульными грантами и лентой с шипами. Полицейские вроде бы называют эту ленту ласковым именем «Диана». И вот сейчас Диана недвусмысленно намекала на то, что проезд дальше закрыт. Возле полицейских машин стояли пятеро гаишников, все с автоматами в бронежилетах, лица замотаны чем попало, у кого-то даже форменной голубой рубашкой. За импровизированным блокпостом угадывался силуэт стационарного поста ДПС. Значит, город совсем близко. «То есть у вас вообще никакой информации нет?» Выяснял Самсонов у одного из гаишников, видимо, старшего. «Ни информации, ни связи, вообще ничего нет!» Отмахивался тот. Последний приказ был – дорогу перекрыть после прохождения автобусов. Потом тишина. Только сигнал «Атом» передали, а дальше дежурная часть уже отвечать перестала. «Мы машины отогнали за здание поста, клеммы скинули с аккумуляторов, иначе хрен бы завели потом». «И с тех пор тут стоите?» Удивленно спросил я. «А есть варианты?» Полицейский стянул с лица повязку и сплюнул на асфальт. «Ждем, пока наши из Емельянова вернутся. Там в отделе полиции есть мощные радиостанции и противогазы. Ну и порядок пытаемся поддерживать. Шуганули молодежь какую-то с ружьями». «Два экипажа отправляли?» Мрачно спросил подошедший Семен Анатольевич. Гаишник внимательно посмотрел на него и молча кивнул. «Можете не ждать. Дальше по трассе они на обочине стоят. Расстреляли ребят в общем». «Суки!» Выдохнул Гаишник и, нервно сглотнув, поправил повязку на лице. «Вы не стойте тут, валите!» Посоветовал ему Самсонов. «Подальше, в сторону Малого Кемчуга. Там от вас больше пользы будет, вы в эвакуационных лагерях. Бензина не хватит!» Глухо бросил полицейский. «Да не факт, что доедем!» «Пешком идите, значит. Главное подальше, пока светиться не начали, как жилетки ваши». Пока притихшие Гаишники сматывали Диану и грузились в машины, на трассе появилось смазанное дымом пятно света, быстро приближающееся со стороны города. Спустя минуту к нам подъехал древний ЗИЛ-130. Из-за равномерного слоя грязи и копоти я не сразу сообразил, что капот грузовика когда-то был красным, а посередине имелись две белые полосы, характерные круглые пеналы для напорно всасывающих рукавов на крыше, фароискатель, оплавленная едва моргающая люстра. «Мать моя, это же пожарные из города!» Пассажирская дверь 130-го распахнулась, и оттуда вывалился мужик в абсолютно черной боевке, черной каске и с таким же черным лицом прокашлялся, смачно сплюнул и решительно зашагал к нашим машинам. «Майор Колесников, СПТ!» Хрипло представился он. «Вы откуда, Орлы?» «111-я пожарная часть Кедровой», — удивленно ответил Семен Анатольевич. «Шахматов, начальник части?» «О, мля, бочки полные у вас!» «Так точно!» «Вы, мужики, вовремя! Ох, как вовремя, мля! Давай по машинам и за нами! Дополнительные силы сейчас как воздух нужны, там звездец!» «Чего стоим?» Гаркнул Семен Анатольевич. «Команду не слышали! Быстро по машинам!» Возле города дым немного рассеялся. Вдалеке показались едва различимые силуэты новостроек микрорайона Покровка, чуть правее высотки Октябрьского. Город на месте хотя бы частично. И этот факт меня приободрил. Куда менее приятно выглядел огромный, медленно опадающий гриб, резко выделяющийся темным контуром на фоне оранжевого зарева. «Ты глянь, Диман!» — сокрушенно протянул Макс. «Я лишь помотал головой, силой желания что-то говорить не нашлось. Фон чуть выше нормы, держится стабильно». Самсонов задумчиво постучал пальцем по стеклу, закрывавшему шкалу дозиметра. «Либо ветер унес все в другую сторону, либо прибор накрылся». «Надеюсь на ветер», — пробормотал я, поправив каску. «Надеюсь». Зил впереди свернул на парковку перед недавно открывшимся торговым центром. Ударная волна неплохо прошлась по недавно отстроенному Ашану, частично сорвала сайдинг и рекламные вывески со стен, завалив ими припаркованные автомобили. В дальней части парковки, куда уверенно тащился 130-й, виднелись несколько надувных палаток-модулей, оперативные «Газели» и «КамАЗ» дизельной электростанции. Наши машины остановились прямо перед палатками. Колесников подошел к Соболю, махнул рукой в сторону одного из модулей. «Видимо, нам туда», — предложил Самсонов. Внутри модуля ярко горели лампы дневного света, запитанные, видимо, от мобильного генератора. Несколько столов, подробная карта левого берега, пестрящая стрелками, пометками и надписями, под потолком электронное табло с цифрами 48 и 4 микрорентген в час. Практически верхний предел допустимой дозы, но не смертельно, пока не смертельно. На стульях возле карты сидели несколько пожарных в закопченной боевой одежде и с разводами сажи на лицах. Судя по позывным, нанесенным светоотражающей краской на шлемах, командный состав из краевого ГУ МЧС. Щурясь от непривычно яркого света, я, не дожидаясь приглашения, уселся на свободный стул. «Александр Владимирович, тут подразделения из кедрового прибыли», — доложил Колесников. «Их бы в курс дела вести, да по возможности фронт работы обозначить». «Это хорошо, что прибыли», — устало ответил Александр Владимирович, поднимая со стула. «Полковник внутренней службы Седов, исполняющий обязанности начальника главного управления». «Седов, знаю, не понаслышке. На счету этого высокого и крепкого мужика с короткой армейской стрижкой не один десяток сложнейших пожаров и чрезвычайных ситуаций. Правда, начальником ГУ из-за дерзкого нрава и прямолинейности в общении с руководством он так и не стал. «Интересно, куда нынешний начальник делся, если сейчас Седов его обязанности выполняет?» «Техники, сколько у вас? Две единицы вроде». Поинтересовался Александр Владимирович, подходя к карте. «Так точно, две тяжелых цистерны и штаб», — ответил Семен Анатольевич. «Мы в город рванули сразу, как только смогли. Штаб обратно в кедровый хотим отправить, чтобы обстановку передали, а цистерны, думаю, тут пригодятся». «Это верно. Обстановка, если коротко, следующая. Рванула на правом берегу, возможно, в районе горы Абатак или поселка Маганск. Точный район удара пока определить невозможно. Но, думаю, мы говорим о расстоянии примерно 10-15 километров от города. Электромагнитный импульс первые же секунды вывел из строя всю энергосистему, в том числе оставив нас без связи. И 30% техники, находившейся в момент взрыва на выездах. Цветовое излучение, в свою очередь, спровоцировало огромное количество очагов сгорания. Частный сектор в Николаевке и Покровке. Крыши домов и декоративные панели на стенах новостроек. Тайга в горах на правом берегу полыхает стеной. Ранг пожара, как вы понимаете, определить не могу. Не существует таких рангов. Больше всего городу досталось от ударной волны. Предполагаю, что разрушения на правом берегу катастрофические. От района завода Кроссфарма и до улицы Мичурина точно. Более подробной информации пока нет. Четвертый мост снесло вместе с железнодорожным. Коммунальный разрушен со стороны матроса водоострого отдыха. Про Октябрьский мост не знаю. Разведка оттуда еще не вернулась. Связь с подразделениями, дислоцирующимися на другом берегу, отсутствует. Части из советского района, в том числе объектовые, на нас тоже не выходили. Центр города и Октябрьский район не так сильно пострадали от ударной волны. Но основная проблема – это пожары. Конкретно здесь и сейчас силы и средства доступных нам подразделений заняты оперативной разборкой образовавшихся завалов, защитой от огня негорячих зданий. Ищем пострадавших, тех, кому еще можно оказать помощь, формируем колонны всей доступной техники и готовим организованную эвакуацию спасенных. Задач по тушению горячих зданий и кварталов мы не ставим. Ресурсов для этого у нас физически нет. Поэтому ищем людей везде, куда доберемся. Максимально сдерживаем дальнейшее развитие пожаров на время эвакуации. Не лезем в районы с повышенным радиационным фоном. Такие районы есть, и мы никому не сможем помочь, если нахватаем рентген сами. Вопросы. А что с водоисточниками? Живые гидранты хоть где-то остались? Тихо спросил Семен Анатольевич. «Только река Качи. Воды в гидрантах нет», — коротко ответил Колесников. Я, конечно, предполагал, что дела в городе обстоят не очень, но о таком не очень даже не думал. Что он там сказал насчет правого берега и ударной волны? Катастрофические разрушения? «Товарищ полковник, разрешите вопрос». Я поднял руку и, дождавшись, пока Седов посмотрит на меня, спросил. «А сколько вообще людей успели эвакуировать?» «Не так много, как могли». Полковник поморщился и продолжил. По нашим данным, с левого берега успели вывезти около 60 тысяч человек. Эвакуация правого началась позже. По плану, автобусы оттуда должны были выйти на Железногорск и Уяр, но ушли или нет, сказать не могу, не знаю. В общей сложности, примерно 100 тысяч, плюс мы вот сейчас пытаемся вывозить людей. «Сто тысяч человек из миллиона с лишним». Я прикрыл глаза и откинулся в кресле. Интересно, сколько моих друзей, знакомых, коллег оказались в списках погибших. А кто из них смог выбраться из города? В висках ощутимо забухал пульс, и я медленно вдохнул, пытаясь прийти в норму. Говорил же себе не нервничать. Раскиснуть можно будет потом в спокойной обстановке, а сейчас найдутся дела поважнее. Глава десятая Савельев и Щукин, город Красноярск, Октябрьский район. 15 июня, понедельник, 23 часа 40 минут. Радиационный фон, 49 микрорентген в час. Я никогда не считал себя настоящим пожарным. Большую часть службы я провел либо на лекциях в детских садах и школах, где рассказывал подрастающему поколению об основах противопожарной безопасности, либо в кабинете, занимаясь нудной и малополезной бумажной работой. На нескольких выездах мне, конечно, довелось побывать, когда наше подразделение задействовали как дополнительные силы, но этого было критически мало, чтобы говорить об опыте и профессионализме. Поэтому, когда наш Урал с включенными проблесковыми маяками выезжал с парковки торгового центра, я испытывал нехилый мандраж. Ладони ощутимо потели, а в ногах ощущалась предательская слабость. Куда я прусь, идиот? Там же радиация, огонь, завалы, жить надоело! Однако прусь же. И Макс рядом тоже заднюю не включил, только сопит напряженно, да подшлемник постоянно поправляет. «Нормально?» Я хлопнул товарища по плечу. «Пойдет!» — кивнул Щукин. «Рожа чешется, подшлемник синтетика сплошная!» «Ну ты и неженка!» — нервно хохотнул я. «Извини, не верблюжья шерсть!» Автотестерна резко дернулась, вильнула в сторону. Выругавшись, водитель выкрутил руль и притормозил, съезжая на тротуар. «Чего там, Олег Андреевич?» — поинтересовался Самсонов. «Табор цыганский, мля!» — махнул рукой водитель. «Проползу, дальше двинем, не разъедемся!» «Цыганский?» — уточнил я и придвинулся к окну. «Ох ты ж!» В сторону выезда из города навстречу нам двигалась разношерстная процессия, с первого взгляда действительно напоминавшая цыган. Впереди, моргая аварийкой, медленно ехала сильно просевшая бортовая газель с удлиненным кузовом до отказа забитому людьми. Позади еще несколько старых отечественных легковушек и один полицейский УАЗ-сопровождение. «Только они и завелись», — тихо сказал Самсонов. Следом за машинами брели люди, изможденные, с замотанными тряпьем лицами, практически безручной клади они тянулись по дороге бесконечной вереницей. На многих белели бинты свежих повязок, кого-то несли на носилках, кого-то просто на руках. Мужчин почти не было видно, в основном женщины, дети, пенсионеры. Увидев пожарные машины, некоторые оживились, замахали руками. От толпы отделилась фигура и, покачиваясь, подошла к нашему Уралу. Олег Андреевич посмотрел на Самсонова. Тот молча кивнул, и водитель опустил стекло. «Сыночки, ну что же это творится?» Раздался с улицы неожиданно звонкий голос пожилой женщины. «Я ребенок войны, ветеран труда, всю жизнь работала, чтобы вы все хорошо жили. А они, они же ракетами по людям, разве можно так?» Женщина закашлялась, а я стиснул зубы, пытаясь держать подступившие слезы. «Черт, да какая разница, сколько пожаров я потушил? Сейчас я здесь и должен попробовать сделать хоть что-то, хоть кому-то помочь!» «Вы проходите, проходите дальше!» Олег Андреевич высунулся из кабины и протянул свою флягу с водой. «Вот, возьмите, идите, тут недалеко сборный пункт, там врачи, психологи сейчас!» «Спасибо, спасибо тебе, родненький, воду забери, лучше в городе кому-нибудь отдашь, я протяну!» «Что же это творится?» Пробормотал Юра и, оцепив с панели микрофон громкоговорителя, с хрустом вдавил кнопку включения. «Граждане, убедительно прошу сместиться в сторону и освободить проезд пожарной техники. Дальше по дороге находятся сборные пункты, где вам окажут всю необходимую помощь и эвакуируют в безопасную зону. Пожалуйста, освободите проезжую часть, граждане!» Автотестерны потихоньку двинулись вперед. Люди остановились, прижались к обочине и внимательно разглядывали нас, будто стараясь запомнить. Я тоже вглядывался в лица, но не мог разобрать ничего, кроме копоти, самодельных масок и страха. Страха в десятках, сотнях глаз моих земляков, лишенных всего поворотом пары ключей на никому неизвестном командном пункте. «Лера!» Какой-то мужчина бросился к Уралу и забарабанил кулаками в дверь. «Лера Яковлева! Найдите ее, мужики! Она в сервисе администратора возле космоса! Яковлева! Найдите, мужики! Умоляю вас!» Олег Андреевич что-то ответил, кивнул. Я не выдержал и отвел взгляд, тупо уставившись в перегородку кабины. «Красноярск, мужики! Может, через пару минут, а может, через несколько часов», сообщил Самсонов. «Честно говоря, счет времени после увиденного на дороге я потерял абсолютно. Сейчас переговорю с отцами-командирами из местных, узнаем фронт работ». Нашему отделению совместно с сильно поредевшими подразделениями первой пожарно-спасательной части поставили задачу пробиться к жилому массиву на улицах Мечникова и Красномосковской. Вариант подъезда по дорогам отпадал сразу. Надземный пешеходный переход и железнодорожный путепровод на проспекте Свободном рухнули в момент удара, образовав со всех сторон непроходимую мешанину из бетона, металлоконструкции и искореженных автомобилей. Добраться до района поиска пострадавших можно было только, минуя склады и промбазы. Город горел. Количество пожаров, бушевавших на улицах, росло в геометрической прогрессии, а подразделений, пытавшихся локализовать самые крупные очаги возгораний, больше не становилось. Последние несколько часов мы посильно разбирали завалы, прокладывали рукавные линии, помогали таскать складные брезентовые носилки с пострадавшими к подъезжающим один за другим армейским грузовикам. Приходилось валить бетонные секции с заборов, растаскивать лебедками пожарных машин строительную технику, фактически прорубая дорогу к жилым домам. Изредка удавалось дать себе немного отдыха, чтобы жадно приложиться к пластиковой бутылке с водой, или в очередной раз сменить накопительный дозиметр. Радиционную обстановку пока еще старались контролировать. Ребята из дозиметрической службы умудрялись оказываться на своих черных от копоти уазиках везде и сразу. Правда, приезжали они все реже, а снимая показания с использованных дозиметров, с каждым разом выглядели все мрачнее. Время подвоза воды критически возросло из-за полного отсутствия исправных гидрантов и заставленных брошенным транспортом дорог. Как только на одном из направлений пламя более-менее удавалось локализовать, вода в цистернах заканчивалась, и оно вспыхивало с новой силой. Чуть получше дело обстояло с доставкой запасных баллонов к дыхательным аппаратам, но что-то мне подсказывало, что долго так продолжаться не будет. Конечно, есть некоторый запас баллонов, которые насобирали по уцелевшим пожарным частям, но вряд ли остались действующие базы газодымозащитной службы, способные эти самые баллоны перезарядить. Поэтому в аппараты мы старались не включаться без крайней необходимости, хоть такая необходимость и возникала постоянно. На складах горела лакокрасочная продукция, бытовая химия, черт его знает что еще. Иногда попадались скорчившиеся, обгоревшие тела, один вид которых заставлял желудок сжиматься в животном позыве. Легкие постоянно сводило от хриплого кашля. Не приглядывался, но подозреваю, что к моменту, когда мы пробились таких жилым домам, я уже вовсю отхаркивал сажу. Макс постоянно держался неподалеку от меня. С тушением реальных возгораний он вообще был знаком лишь теории. Однако быстро освоился и спустя пару часов работы на складах орудовал стволом высокого давления, не хуже любого пожарного. Пару раз его, правда, тошнило при виде тел погибших, но ничего зазорного в этом не было. Естественная реакция организма человека, не привыкшего к подобному зрелищу. На исходе третьего часа мы повалили бампером автоцистерной бетонный забор, отделявший промбазы от железнодорожной ветки, и вышли к пологому склону, на вершине которого виднели силуэты девятиэтажек. Коридор, который мы прорубили через территорию складов, получился достаточно внушительным для того, чтобы подогнать эвакуационную технику прямо к железнодорожным путям. В том, что в домах наверху остались люди, сомневаться не приходилось. С нескольких балконов нам моргали фонариками, а с крыши пару раз рванулись в небо сигнальные ракеты. Самсонов сбегал к пожарной машине и вернулся с мощным громкоговорителем. «Граждане, сохраняйте спокойствие! Соберите минимум необходимых вещей, документы, намочите полотенца, тряпки, защитите ими органы дыхания и выходите во дворы! Помощь уже рядом!» Вскоре подъехали несколько КАМАЗов и пассажирский автобус. Из головной машины выгрузились солдаты со складными носилками и санитарными сумками. Невысокий плечистый майор с петлицами медицинской службы на воротнике кителя подошел к нам. «Еременька, командир сводного аварийно-спасательного формирования!» Представился он, стягивая простенький советский респиратор. «Как предполагаете выводить людей?» «По склону, там должны тропинки быть», — ответил Самсонов. «Нужно больше света на саму склон, темень дикая». «Свет сейчас организуем», — кивнул майор. «Радиационный фон растет, больше полтинника, к утру, думаю, еще выше будет, времени очень мало». «Мы не знаем, сколько там людей», — Самсонов пожал плечами. «Может затянуться». «Ясно. Тогда мы поднимемся к домам сами, выведем людей к машинам. Ваши сейчас второй коридор рубят чуть дальше. Почти закончили. Отдохните немного, и так на чертей похожи. Все, что могли, вы уже сделали». Возле палаток я скинул прямо на асфальт осточертевшую тяжелую боевку и умылся водой с канистрой, которую притащили спасатели. Устало, опершись на борт автоцистерны, отыскал в кармане мятую пачку Бонда и, вытянув сигарету, с наслаждением закурил. Макс тоже избавился от пожарной экипировки и притопал ко мне. «Давай, делись никотиновыми палочками», — потребовал Щукин. «Забирай». Я протянул ему пачку, в которой оставалась пара сигарет. «Вот и пригодились знания, пожарный блин». Щукин уселся на подножку и глубоко затянулся. «Местные говорят, скоро колонна пойдет на Козульку. Типа спасать больше некого, решили вывозить всех, кого нашли». «Местные много чего говорят. Я пожал плечами». «Слухи, сам знаешь, какая штука, тем более в таких условиях». «Это точно». Макс задумчиво почесал бороду. «Еще говорят, колония есть поблизости, напротив хлебозавода. Так вот, туда, короче, броня зашлась часик назад. Два беттера, забитых тяжелыми, без знаков различия. Минут десять на территории активно стреляли, потом бахнуло что-то и все. Когда пожарюги туда сунулись, их вояки послали куда подальше, а ворота беттером перегородили. Такая петрушка». «Ожидаемо». Я пожал плечами, отщелкнул в сторону окурок. В случае масштабных заварок в СИН, как правило, разбегается. Один знакомый рассказывал про всякие системы, которые свет и воду в колониях отключают на пару дней в случае ЧП, пока спецназ ведомственный не подтянется. Вот и вся подготовка. Не готовы они к такому, вот другие и чистят. «Чистят?» – удивился Макс. «А ты как думал? Дай заключенному оружие и полную свободу действий, и подумай, чем это закончится». «Да как-то не хочется думать, Диман». Щукин поежился. «Лучше валить отсюда нафиг». «Это правильно», – кивнул я. «Фон тут пока терпимый, но если ветер дунет, то охренеем». «Однозначно». Макс растоптал окурок и надолго приложился к фляге с чистой водой. «Чистой, надеюсь». Учитывая, что для города нормальный радиационный фон 15-20 микрорентген в час, а порог безопасности для людей где-то в районе 30. Нынешние 50 с хвостиком вряд ли ассоциировались со словом «чистое». В любом случае, годовую дозу мы уже хапнули, если не больше. Конечно, волосы не выпадут и кожа не облезет, но в будущем, возможно, неприятные осложнения. Если это будущее вообще наступит. Пока что все факты говорили о том, что своего будущего человечества лишилось самым тупым и очевидным способом – обоюдным ядерным ударом. В том, что удар был именно обоюдным, я почему-то не сомневался. Краем глаза я заметил полковника Седова, уверенно шагающего в сопровождении нескольких офицеров к штабной палатке. «Пойдем-ка узнаем, что командование планирует», – предложил я, и мы торопливо двинулись следом. В сложившейся обстановке единственным верным решением считаю полное прекращение поисково-спасательных работ. Александр Владимирович устал, облокотился на стол и вздохнул. «Техника работает на износ, про людей я вообще молчу, радиационный фон растет, продукты горения в воздухе. Необходимо выводить личный состав из пораженных районов и начинать эвакуацию. С момента удара мы вытащили из жилых районов около трех тысяч человек. Чуть меньше вышли к нам самостоятельно. Считаю, что это предел. Сделали все, что смогли. Антон Евгеньевич, что с техникой?» «За время работ потеряли 10 единиц безвозвратно. Насосы и двигатели в основном. Пыли в воздухе много, выходят из строя. При эвакуации людей из делового центра на космосе завалился подъемник АКП-50. Водитель погиб и двое спасателей, которые на высоте находились. Остальные машины работают на пределе, но долго их не хватит. Топливо заканчивается, заправляться негде». «Я понял», – кивнул Седов. «Отправляйте посыльных командирам подразделений. Пусть прекращают работу и выдвигаются сюда. Пострадавшие как? Сергей Михайлович обеспечили временное пребывание». «Так точно, товарищ полковник», – кивнул пожилой майор. «Временно разместили на подземной парковке торгового центра. Водой и продуктами питания обеспечили оттуда же. Отдельно разместили раненых и получивших определенные дозы облучения. Оказана первая доврачебная помощь. По спискам 2820 человек, из них 740 – дети. «Начинайте готовить людей к погрузке. В первую очередь, дети и женщины. Мужчины, кто покрепче, пешим порядком. Транспорт готов?» «Так точно, все готово, заправлено. Водители ждут команды». «За два часа успеете сформировать колонну?» «Успеем». «Отлично, тогда на этом закончим. Готовимся к эвакуации. И спасибо за все, мужики». «Мы стояли возле нашего Урала. За ночь машина покрылась равномерным слоем копоти и лишилась переднего бампера вместе с лебедкой. Водитель, балансируя на какой-то торчавший из-под крыла железяки, копался под капотом. «Зараза, блин, вот ведь сулочь!» Пыхтел он. «Юр, ну если до Кедрова дотянет, мы ее делать запаримся». «Что там, Олег Андреевич?» Поинтересовался Самсонов. «Да все и сразу, Юр. Заведется уже, чудо будет». «А где вторая машина?» Спросил я. Семен Анатольевич и его отделение я не видел с того момента, как мы отправились на отдых. «Анатольевич с ребятами у медиков», ответил Юра. «Полыхнуло что-то конкретное на их направлении. У всех ожоги, но не очень серьезные. Цистерна сгорела, правда, не успели отогнать. «Живые и хорошо», – кивнул я. «Многие сегодня таким похвастаться не смогут». На трассе уже вовсю формировали колонну для эвакуации выживших. Впереди посвистывал мощным газотурбинным двигателем К-700 с бульдозерным отвалом. К нему стягивались армейские грузовики, рейсовые автобусы, скорые. Откуда только спасатели достались только техники? Где взяли топливо? Мне казалось, что после электромагнитного импульса машины вообще должны были остаться считанные единицы. Неприятнее всего было смотреть на людей в окнах автобусов, растерянные, отрешенные, в один миг лишившиеся всего. Чем дорожили и ради чего просыпались каждое утро? Что их ждало теперь? Полевой быт, распорядок дня, постоянные болезни, голод и неизвестность. Я тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. «Что дальше делать, думаете?» – спросил нас Юра. «Да в любом случае нужно будет отсидеться какое-то время, может, даже в Кедровом», – предположил Макс. «Я потом, наверное, к своим попробую двинуть в Бакан. Погнали со мной, Диман». Я только развел руками и ухмыльнулся. Варианта двигаться в Комсомольск к маме с бабушкой пока явно не предвидится. Путешествие в Норильск к отцу – вообще безумие в нынешних условиях. А вот задержаться в Кедровом, наверное, стоит, да и в Красноярске пару мест посетить не помешает, причем желательно как можно быстрее. Главное – мародеров опередить. Они имеют свойство очень быстро появляться при любой чрезвычайной ситуации. «Мне нужно кое-какие дела провернуть». Осторожно начал я. Туда заехать сюда, да и вообще почву прощупать. «Диман!» – осуждающе протянул Щукин. «Давай, может, как-нибудь попозже?» «Дай мне сутки, Макс. С собой тащиться не заставляю, но бонусы будут. Факт. Помрешь ты там один, и могилку тебе никто не обустроит уютную». Щукин в сердцах сплюнул и, достав из кармана нераспечатанную пачку сигарет, протянул мне. «На вот тебе взятка, за то, чтобы взял с собой». «Должностному лицу, Максим Дмитриевич, а-та-та!» – ухмыльнулся я. «А с ноги по помидорам нормальная взятка будет». «Ладно», – примирительно подняв руки, сказал я. «Сутки попиратствуем и назад, главное, чтобы в кедровый назад пустили». «Будете фонить, не пустим», – улыбнулся Юра. «Но подумаем, если чего-нибудь полезное притащите, у нас теперь все дефицит». «Договорились». За спиной чихнув и задрожав всем корпусом, завелся Урал. «Прыгайте, ёптать, пока он опять не заглох!» – прокричал водитель. Мы обнялись с Юрой и крепко пожали друг другу руки. Автотестерна взревела и, дернувшись, медленно тронулась с места. Я проводил ее взглядом, машинально отрывая сигареты. «Надо же, парламент!» «Губа не дура, Макс!» «Шикуешь?» «Делись давай, взяточник!» Сунув сигарету в зубы, я щелкнул зипы и глубоко затянулся. Крепкий табачный дым дал по легким, вызвав новый приступ кашля. Макс тоже закурил, и мы уверенно двинулись к палаткам спасателей. Одиноко стоявший возле них дизельный ленд-крузер главного управления, который вряд ли уже кому-то пригодится, явно заслуживал внимания. Оказавшись за рулем ведомственного крузера и устало откинувшись на спинку комфортного сидения, я крепко задумался о том, что, собственно, планировал провернуть. Вопрос машины решился просто. Двери крузака закрыть никто не потрудился, а ключи нашлись в замке зажигания. Судя по выпотрошенному бардачку и толстому слою пыли на лобовом стекле, вряд ли кто-то собирался воспользоваться внедорожником в ближайшее время. Меня больше беспокоило отсутствие дозиметра и внятного плана действий. Для начала имело смысл попасть в район моего дома. Есть там в гаражном массиве интересные склады, терзавшие мое любопытство уже не первый год. Достав из кармана куртки телефон, я дождался, пока с экрана исчезнет приветственная заставка, и ткнул пальцем в иконку дубль ГИСа. Скинув яркость экрана до минимума, чтобы не садить батарейку, отыскал на карте торговый центр, возле которого мы находились, и прикинул, каким образом лучше добираться до своего района. Проезд через центр города, равно как и через большинство объездов, по понятным причинам невозможен. Значит, надо по-другому. Единственный подходящий вариант – Северное шоссе, которым местные частенько пользуются, чтобы объехать вечерние пробки. Шоссе проходит по самой окраине города, а потом выскакивает практически куда нужно. Логика подсказывала, что серьезных разрушений и препятствий по пути можно не ждать, хотя загадывать себе дороже. Обстановка вокруг, мягко говоря, нестабильная. Дома, кстати, лежит в шкафу простенький бытовой дозиметр, который я планировал подарить бабушке для измерения радиационного фона всевозможных помидоров и яблок на рынке, и о котором, собираясь в попыхах, совершенно забыл. Ну и мысль о брошенном рюкзаке не давала покоя, точнее, об удобной армейской разгрузке, оставшейся в нем. Не на войну ведь собирался, когда драпал. Ладно, сначала заскочим домой, а дальше по ситуации. При ободрившись, я собрался было выключить телефон, но на глаза попалось висящее в углу экрана оповещение о входящем сообщении. Искренне надеясь, что это непрочитанная смс-рассылка от МЧС или какой-нибудь ненужный спам, я зашел в раздел сообщений. Непрочитанных сообщений было два. Одно действительно от МЧС, его я даже читать не стал. Толку-то теперь. А вот второе, второе пришло еще утром от человека, не появляющегося на горизонте моей скучноватой жизни уже третий год. Судя по времени, прилетело оно минут через пятнадцать после того, как я свалил из дома. Сообщение не отличалось красноречивостью, отправитель не удосужился даже поздороваться. Собственно, там было всего три слова. Ты, блядь, где? Глава одиннадцатая. Савельев и Щукин, город Красноярск, Октябрьский район. 16 июня, вторник, 5 часов 45 минут. Радиационный фон, 62 микрорентгена в час. Двигатель завелся сразу и уверенно заурчал на холостых оборотах. Стрелка приборной панели сообщила, что бензобак практически полон, а душа порадовалась автоматической коробке передач. Не люблю механику и все тут. С машиной мне сегодня повезло. Факт. Разобравшись с непривычными органами управления, я включил дворники, перевел кондиционер в режим рециркуляции воздуха и осторожно тронулся с места. «Диман, ты давай аккуратней, газу подай немного, а то еле ползем», – напутствовал меня Макс. «Может, я за руль сяду?» «Фигушки», – решительно заявил я. «Дай порадоваться ребенку». До этого мне не доводилось сидеть за рулем ленд-крузера, поэтому нужно было немного привыкнуть к тяжелой и мощной машине. Выехав с парковки, я обогнал уже начавшую движение колонны эвакуационной техники и осторожно покатил в сторону нужной мне дорожной развязки. Появление встречного транспорта не ожидалось, поэтому я врубил дальний свет фар, а для пущей уверенности еще и спецсигналы. «А я говорил про мигалки», – хохотнул Щукин, – «слабость у тебя к ним нездоровая». «Нет у меня никакой слабости», – пробурчал я. «Ты бы лучше песню спел какую-нибудь для настроения, а то по радио нынче не крутят ничего». «Диман, смекалка – это вообще не про тебя походу». Макс ткнул пальцем в приборную панель. Я покосился на магнитолу, из которой торчала моргающая красным огоньком флешка и стукнул себя по лбу. «Действительно, ну-ка посмотрим, что там генералы слушают». Пролистав с десяток неимоверно печальных и похожих, словно близнецы композиции в стиле «русский блатняк», я услышал знакомый гитарный перебор, ухмыльнулся, прибавил громкости. Вот это вполне себе подходит. «Когда идет дождь, когда в глаза свет, проходящих мимо машин и никого нет». Хрипло пел из колонок Юра Шевчук. «На дорожных столбах венки, как маяки, прожитых лет, как ты в пути». Свернув на развязке в нужный съезд, я добавил двигателю оборотов и крузер устремился по пустынному северному шоссе, разрезая дым светом фар. Макс дремал, уронив голову на грудь, в зеркалах заднего вида мерцало зарево пожаров. А я, подкурив сигарету, подпевал Шевчуку и внимательно следил за дорогой. Старенький японский микроавтобус стоял посреди дороги, перекрыв обе полосы и тускло моргал аварийкой. Чертыхнувшись, я прижался к обочине и остановил машину, предусмотрительно не заглушая двигатель. За микроавтобусом, освещенным светом фар, кто-то зашевелился. «Диман, это чё там?» Сонным голосом поинтересовался Щукин. «Пока не знаю», — нервно ответил я. Настроение общаться с незнакомцами на дороге, а тем более покидать уютный салон крузера не было совершенно. На дорогу, покачиваясь, вышел мужик в камуфляжной куртке и ярко-красной арафатке, натянутой до самых глаз. За спиной у мужика виднелся необъятных размеров рюкзак, а в руках штуковина, подозрительно похожая на обрез, стволы которого смотрели прямо на наш внедорожник. Вот оно, типичный мародёр, судя по виду. Только этого нам сейчас не хватало. Я покосился на автомат Щукина, но друг покачал головой. «Долго, Диман, муторно. Мужик срисует Ксюху и угостит нас дробью. Даже здрасте сказать не успеем». «С пистолетом шансов больше», — согласился я. Нащупав, Макаров в кобуре под курткой опустил вниз флажок предохранителя и взвёл курок. «Патрон в патроннике есть, это я помню точно. Теперь ждём». «Может, это и не мародёр вовсе, а какой-нибудь перепуганный дачник». Дачник тем временем встал прямо перед крузером, деловито перехватил одной рукой обрез, а второй нетерпеливо мне помахал. Помедлив, я открыл дверь и высунулся наружу. «Куда летим, уважаемый?» Вполне себе вежливо поинтересовался мужик. «Надо же, уважаемый. Ладно». «МЧС России, что же вы, уважаемый, проезду спецтранспорта-то мешаете?» «МЧС!» Мужик противно заржал, не опуская обрез. «Так а толку от вас теперь?» «Это не вам решать». Твёрдо парировал я. «Машину уберите с дороги, сейчас колонна пойдёт». «Колонна!» «Ха-ха-ха!» Мужик не переставал ржать, судя по поведению, он явно был под чем-то. Никогда не любил наркоманов и иже с ними. Общаться с неадекватными – немой конёк. «Короче, спасатель, Бог велел делиться с ближним, ха! Так что давай, выгребай, чего там у тебя полезного есть. Или нет, стой. Тачка у тебя клёвая. Вали-ка сам отсюда, целее будешь». «А если не свалю?» Поинтересовался я. «Ну тогда извиняй!» Мужик скинул обрез и шарахнул воздух. Выстрел ударил по барабанным перепонкам. А дальше всё было как в тумане. В моей руке появился травматический Макаров. Очень тихо по сравнению с обрезом хлопнули два выстрела. Мужик резко дёрнул головой, сдавленно охнул и мешком повалился на асфальт. Я ошарашенно перевёл взгляд с пистолета на замерзшего мародёра. Надо сказать, ничего общего с фильмами, где бравые супергерои валят противников направо и налево. Пистолет просто пару раз дёрнулся в руке. Не было ни ярких вспышек выстрелов, ни криков умирающего врага. Ничего. В магазине стало двумя патронами меньше, а я, кажется, только что убил человека. «Диман, ты этому пассажиру прямо в жбан попал», сообщил подбежавший к мужику Макс. «Наглухо походу, тут разворотило всё. У тебя точно травмат?» «Патроны, дореформенные», пробормотал я. А потом меня стошнило. Я скрючился, опёршись рукой на капот ленд-крузера и расстался со съеденным ещё на командном пункте консервами. Однако рвотные позывы не прекращались. «Сука! Да я же убил человека, твою мать!» Пытаясь отдышаться, я плевался желудочным соком и поглядывал краем глаза на мужика, которого только что завалил. «Я убил сраного мужика! Да, блядь, как так-то?» С другой стороны, мужик имел все шансы ухлопать меня. Либо убьёшь ты, либо убьёт тебя. Снова промелькнуло в голове. Жестоко. Но, видимо, то, что было жестоко ещё с утра, теперь стало совершенно нормальным. Я выдохнул, вытащил из кармана сигареты, сплюнул и подошёл к трупу. Возможно, если бы дело было в тире, а вместо мужика оказалась бумажная мишень, меня бы похвалили за невероятно меткое попадание из древнего травматического Макарова. Но вокруг замерла опустевшая промзона, затянутая дымом, а вместо мишени с гротескным изображением бородатого террориста на асфальте лежал покойник с крайне неаккуратной дыркой на месте правого глаза и оплывшей фиолетовой гематомой посреди лба. «У тебя ствол косит вправо и вверх», задумчиво произнёс Макс, разглядывая покойника. Стараясь не думать о том, что покойником мужик стал по моей вине, я подобрал обрез, повертел его в руках и замер с идиотской ухмылкой. Маркировка «СО» и надпись «Брат-2» на стволе недвусмысленно намекнули на то, что обрез сигнальный. Охолощенный, бутафорский бляха-обрез. Кому вообще в голову пришла идея делать холостые обрезы? Понятно, мужик решил взять безобидных спасателей на понт, а в итоге получил две резиновые маслины в лицо. Но, блядь, «Брат-2», какого хрена мужик? Забросив бесполезную игрушку подальше в кусты, я склонился над трупом и принялся стягивать с него рюкзак, стараясь не запачкаться в крови. «Прям как в Теркове, да? Завалили дикого, блин!» Щукин достал фонарик и подсветил неудачливого мародера. Круг света на асфальте заметно подрагивал. Нервничает Макс, хоть и виду не подает. О морально-этической стороне вопроса я, забирая рюкзак, несколько беспокоился. Хотя в любой книжке про ядерный апокалипсис «Герои никогда не гнушаются поживиться личным имуществом убитых, тащат все вплоть до ботинок». С такими мыслями, проще от которых не становилось, я перетащил рюкзак, который оказался довольно тяжелым к лэнд-крузеру, и закинул его на заднее сиденье. Вернувшись к микроавтобусу, залез за руль, повернул ключ в замке зажигания. Двигатель, немного побрыкавшись, запустился. На панели ярко загорелась оранжевая лампочка со значком бензоколонки. Понятно, почему мужик решил отжать у нас машину. Отогнав микроавтобус на обочину, я махнул рукой мрачно курившему на обочине Максу и вернулся в крузер. Руки на руле заметно дрожали, а успокаивающая магия песен Шевчука, душевно певшего теперь о том, как он едет на родину, больше не работала. Перед поворотом к мосту, ведущему на улицу авиаторов, впереди появились фары встречного транспорта. Я переключился на ближний свет, включил спецсигналы и прижался ближе к обочине. «Большое что-то», — сказал Макс. «Медленно едет». «Это точно», — кивнул я. «Может, грузовик какой?» «Да лишь бы не мразить, типа той, что у микроавтобуса тусовалась». Макс достал стоявший между сиденья КСУ и положил на колени. Фары приближались, и спустя минуту мы действительно увидели грузовик. По дороге ползла скания с прицепом, украшенным эмблемами транспортной компании, деловые линии. А за ней... За ней на северное шоссе с моста тянулась огромная колонна всевозможного автотранспорта. Большегрузы, автобусы, аварийки коммунальных служб, самосвалы, вдалеке моргали синие маячки специальной техники. «Ох ты, ёвт!» — протянул Щукин. «И тут эвакуируются. Ты смотри, сколько их!» «Главное, что эвакуируется!» — тихо сказал я. «Значит, есть кому эвакуироваться. Это хорошо». Скания моргнула фарами и остановилась. Пассажирская дверь открылась, и из кабины выпрыгнул невысокий крепкий мужик в камуфлированном бушлате. Поправил на лице респиратор и побежал в нашу сторону, размахивая руками. Немного помедлив, я опустил стекло и высунулся наружу. «Мужики! Мужики, тормозните!» «Что такое?» — спросил я. «Осипов Александр Витальевич!» — представился мужик. «Я начальник отдела ГОЧС с алюминиевого завода. Что там дальше по дороге? Проехать сможем?» «Сможете!» — ответил я. «Савельев МЧС, мы с Солонцов едем, оттуда уже ушли колонны с эвакуированными из Октябрьского района». «Эвакуированными? Много вывезли?» — выдохнул Осипов. «1006!» — прикинул я, вспоминая данные, которые озвучивал полковник Седов. «А у вас что? Много народу?» «Больше, гораздо больше. Я сначала заводские смены пытался из города вывезти по инструкции, а когда на улице Воронова выехали...» Александр Витальевич стянул респиратор и принялся теребить окладистые усы. «Тысяч десять набралось! За ночь! Не бросать же их там! Благо на заводе техники много забирали, транспортные компании, фуры отдали, которые завелись. Но все равно многие пешком идут. В прицепах женщины и дети в основном». Я пригляделся к Скании. На тенте прицепа синей краской были выведены огромные буквы. «Люди». В горле снова образовался неприятный ком. «Выезжайте спокойно. Дорога чистая». С трудом выдавил я. «Сворачивайте на Емельянова и все время прямо. Километров через пятьдесят-шестьдесят должны быть лагеря беженцев. Может, кого-то из спасателей раньше встретите». «Хотелось бы раньше», — кивнул Осипов. «Если ветер изменит направление, даже думать не хочу. А спасатели с нами тоже есть, так что не пропадем». «Спасатели?» — оживился я. «Еще кто-то из городских уцелел». «Да». Александр Витальевич чуть улыбнулся. «Объектовые пожарные части «Русалы» и «ТЭЦ-3» в полном составе. Почти вся семнадцатая часть космонавтов. Два отделения из четвертой. Плюс карет скорой помощи с подстанции советского района штук десять». «Все не так плохо», — я улыбнулся в ответ. Бортовой грузовик, стоявший за Сканией, требовательно засигналил. «Пора нам». Растерянно пожал плечами Осипов. «А вы куда? Может, с нами?» «Да нет, у нас еще дела». Я протянул Александру Витальевичу ладонь, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Ну, смотрите, если какая помощь нужна будет, в планете сейчас что-то вроде сборного эвакуационного пункта. Ребята хорошие, военные в основном. Они там какое-то время пробудут, хотят еще людей подождать». «Добро, спасибо. Езжайте, Александр Витальевич, как можно быстрее. Я спасателям в колонии передам по поводу лагерей, чтобы тоже в курсе были». «Бог в помощь!» Дальнейшая дорога до дома, вопреки ожиданиям, не вызвала особых затруднений. Машин на проезжей части практически не было, людей уже тоже. Все, кто имел желание и возможность, шли сейчас в колонии, растянувшись аж до перекрестка Комсомольского проспекта и улицы 9 Мая. Остальные, наверное, надеялись переждать случившееся по квартирам и подвалам. Жилые кварталы погрузились во тьму, ставшее привычным зарево, стоящее над городом из-за плотной многоэтажной застройки советского района практически не вызывало тревожных ощущений. Казалось, будто в районе просто отключили свет, и даже дым, больше похожий сейчас на туман, выглядел как-то обыденно. В последнее время из-за выбросов на многочисленных предприятиях и производствах в городе частенько водили режим черного неба. Поэтому внезапно накрывшая улицы неестественная дымка не считалась у местных жителей чем-то из ряда вон выходящим. Конечно, если приглядеться, можно заметить, что в окнах домов практически не осталось уцелевших стекол. Газоны и парковки засыпаны шифером, сорванным с крыш ударной волной, остатками окон и храм и рекламных конструкций, однако приглядываться мне не хотелось. Свернув на знакомый с детства проспект Металлургов, я продолжал раздумывать над тем, дожидается ли меня дома отправитель гневного сообщения. Скорее всего, нет, но наверняка там найдется еще одно послание. Припарковался я на привычном месте, которое в кои-то веки занял не служебный Ларгус, а машину чуть более представительского класса. Закрыл двери на ключ, подергал на всякий случай ручки, и мы с Максом торопливо зашагали к подъезду. Смысла ставить ленд-крузер на сигнализацию, равно как и пиликать ей на весь двор, не было, только лишнее внимание привлечем. Весь короткий путь до подъезда меня не покидало ощущение, что за мной наблюдают изо всех окон сразу. Мерзкое ощущение, надо сказать, заставляет волосы на затылке шевелиться, а ноги шагать быстрее. На ощупь, поднявшись по лестнице, я достал фонарик, включил и, прикрывая рассеиватель ладонью, отпер входную дверь. Зайдя в квартиру, замер, прислушался. Гробовая тишина, только Щукин за спиной сопит напряженно. Даже вода из крана на кухне не капает, видимо, потому что ее там нет. Заперев дверь, я тихо заглянул сначала в ванную, потом на кухню, осмотрел зал, выглянул на балкон. Удивительно, но стеклопакеты пластиковых окон уцелели, что нельзя было сказать о некогда застекленном балконе. Большая часть хиленькой деревянной конструкции просто исчезла, обнажив оранжевое небо. Оранжевое небо. Сразу вспомнилась песенка про оранжевое настроение. Не знаю, как Макс, но я свое настроение охарактеризовал как коричневое. «Че, Диман, я в кресло упаду пока?» Спросил Макс и, не дождавшись ответа, свалился в уютную советскую ракушку. Главную достопримечательность моей гостиной. «Жопу бы хоть отряхнул, варвар!» Проворчал я. «Ладно, сначала дозиметр. Покопавший шкафу я нашел синюю коробочку с надписью «Соекс» и торопливо распаковал. Внутри обнаружился непосредственно дозиметр. Маленький, ярко-желтый, с небольшим экраном и тремя кнопками. Зарядное устройство и... Мизинчиковые батарейки. Две штуки. Прикольно. Зачем тогда зарядка, если в комплекте батарейки, а не аккумуляторы? Надеюсь, живые. Так, отлично, экран загорелся. Режимы, сохраненные, это не то. Вот оно. Калибровка. Поиск пошел. Ммм, интересно. Если я правильно понял, цвет экрана меняется в зависимости от опасности окружающего радиационного фона. В моем случае экран остался зеленым, а внизу появилась ободряющая надпись «В норме». Сам фон в квартире держался на уровне 25-30 микрорентген в час. Хоть что-то хорошее. Да и я особо не светился. Дозиметр наверняка сообщил бы об этом. Теперь осталось найти послание, которое наверняка где-то есть. А потом, если ситуация позволит, можно и вздремнуть напоследок. Чуток. На родной-то кровати. Тем более, глаза слепаются, а измотанное тело гудит, как трансформаторная будка. И, кстати, рюкзак с экипировкой. Я прошел спальню и замер, тупо пялись на пол. На всякий случай обвел комнату лучом фонаря, снова посмотрел на пол. Станкового ермака нигде не было. Художественный фильм спиздили. Хохотнул за спиной Щукин. Вот уж действительно. Глава 12. Савельев и Щукин. Город Красноярск. Октябрьский район. 16 июня, вторник. 8 часов 40 минут. Радиационный фон 79 микрорентген в час. Вопреки ожиданиям, поиски посланий в доме успехом не увенчались. Помимо станкового рюкзака исчезли два поисковых фонаря, 50-метровая веревка и газодымозащитный комплект из шкафа в спальне. Входная дверь следов взлома не имела, но как раз в этом моменте ничего удивительного не было. У неожиданного гостя, а если быть точнее, гостей имелись свои ключи. Старый запасной комплект, о котором я уже и не вспоминал. Удивительней было то, что никаких попыток связаться со мной, кроме утреннего сообщения, не предпринималось. Ну да ладно, надеюсь, вещи сослужат моей закадычной подруге добрую службу. Она и без них неплохо бы справилась. С навыками прикладного выживания там все хорошо. А так будет еще и чуть больше шансов добраться до безопасного места, не попасть в переплет. Надеюсь, справится. Нам же с Максом следовало немного отдохнуть и перекусить, прежде чем двигаться дальше. Ревизия моего холодильника и до событий последних двух дней представляла из себя жалкое зрелище. Завтракал я растворимым кофе, обедал весьма приличной заводской столовой. А ужинал полуфабрикатами из ближайшей пятерочки, поэтому на полках обнаружились лишь баночка плавленого сыра, пара сосисок и початая упаковка размороженных вареников. В качестве приятного бонуса нам достались две бутылки теплого пива. Вот знаешь, Диман, я как-то не так себе жизнь заводских инженеров представлял. «Сообщил мне Щукин, дожевывая последний вареник. Приготовить их нормально мы не смогли по причине отсутствия воды и газа, поэтому жевали в том же виде, в котором достали из упаковки». «Ты просто в нашей столовой не был», — отмахнулся я. «Там куру так готовили, закачаешься сыром, ананасами, грибами. Эх!» «Слушай, я тебе сейчас точно с ноги по помидорам пропишу», — задумчиво разглядывая сосиску сказал Макс. «Нет тебе истинного русского гостеприимства. Я ж типа гость, гость. А где тогда хлеб сольный и всё такое? Я там сухой паёк на кухне видел. Может, вскроем?» «Он просроченный». Я покачал головой и макнул остатки сосиски в плавленный сыр. «Говорят, если просрочку вскрыть, там консервы повзрываются». «Сильно просроченный? Года три стоит. А нахрена он тебе вообще нужен?» «Ну, я задумался. Там же всякая мелочёвка полезная. Сухой спирт, горелка, спички. Отстань, короче, стоит себе и стоит. Можешь вскрыть, сходить, если хочешь. Только на всякий случай предупреждаю, воды в унитазе нет». «Понятно всё с тобой, Куркуль». Щукин хохотнул и залпом допил пиво, улёгся на диван. «Отбой, короче. Поели, теперь можно и поспать». Перед выездом мы решили пополнить запасы продовольствия в дворовом магазинчике. Продуктовый павильон встретил разбитыми витринами и практически пустыми полками. Раскуроченный сигаретный шкафчик и опустевшие холодильники для пива окончательно испортили без того паршивое настроение. Сбывались самые неприятные ожидания. Люди потихоньку начинали мародёрствовать. «Неплохо тут всё почистили», – заключил Макс, осматривая содержимое стоявших у прилавка коробок. «Даже просрочку утащили». «То ли ещё будет», – вздохнул я. «Думаю, в других магазинах у дома та же картина». Во всём павильоне остались только пара творожных сырков и несколько пачек дешёвых сигарет на полу. Рассовав добро по карманам, я заглянул в подсобное помещение и тихо выругался. На полу лежал труп. Я посветил на него фонариком, и желудок предательски скрутило. Лицо добродушного продавца с Ближнего Востока, всегда готового продать бутылочку пива после одиннадцати или одолжить пачку пельменей до зарплаты, было до неузнаваемости изуродовано ударами тяжёлого тупого предмета, а сам предмет, испачканный кровью кассовый аппарат, валялся рядом. Не хотелось верить, но, скорее всего, несчастного продавца забили до смерти те же люди, что каждый вечер заходили к нему за продуктами. Следующим местом интересным для посещения стал расположенный возле дома районный травмпункт. Костыли и гипс нас мало интересовали, а вот перевязочные материалы и средства для дезинфекции в ближайшее время наверняка станут на вес золота. Судя по всему, у крыльца двухэтажного кирпичного здания травмпункта произошла неслабая заварушка. Помимо привычной скорой, тут сейчас стояли две полицейские гранты и изрешечённая пулевыми отверстиями витара. «Охренеть!» – тихо сказал Щукин, разглядывая внедорожник. «Неплохо мужики зарубились! Тут в кровище всё!» «У полицейских не лучше!» – добавил я. Патрульные машины буквально выпотрошили, утащили даже домкраты из багажников. Бензобаки ожидаемо тоже оказались пустыми. Единственной относительно полезной находкой оказался магазин от пистолета Макарова с тремя патронами. «Удачно завалившееся под водительское сиденье второй гранты. Относительно полезный, потому что травматический пистолет боевыми патронами, как известно, не стреляет, а сам магазин мне вряд ли пригодится по причине отсутствия запаса патронов травматических. Однако в карман я его всё равно всунул, мало ли». «В скорике пусто, не осталось ни хрена!» – крикнул Макс, выбравшись из газели. «Баллон только кислородный, ну и афиг знает, как им пользоваться!» «Не знаешь, не трогай!» – ответил я. «Вдруг жмыхнет!» «Да я и так одним глазком глянул! Блин, когда они тут войну-то устроить успели?» «Наверное, сразу после удара. Я пожал плечами и закурил. Главное, что сейчас тут, кажется, никого нет». Попросив Макса подогнать крузер к крыльцу травпункта, я снял с плеча помпу и немного помедлив шагнул внутрь здания. Пустое приёмное отделение дыхнуло в лицо прохладой и резким больничным запахом. Включив фонарь, я осторожно пошёл по коридору, заглядывая в кабинеты. Почти все двери выломаны, по полу разбросаны документации и офисная техника. Зная контингент своего района, я предположил, что местные в первую очередь искали здесь медицинский спирт или наркотические препараты из списка А. Во всяком случае, трупов нет, и это уже хорошо, хотя на кафеле кое-где виднелась кровь, а в паре мест валялись пистолетные гильзы от того же Макарова. Заглянув в несколько кабинетов, я насобирал по стеклянным шкафчикам с десяток флаконов хлоргексидина, перекись и немного бинтов россыпью. Перед дверью рентгеновского кабинета я задержался, чтобы достать сигареты, и вдруг услышал странный, едва заметный звук, словно за дверью кто-то тихонько всхлипнул. По спине пробежали мурашки. Любое недавно покинутое людьми медицинское учреждение в принципе вызывает у случайного посетителя не самые приятные ощущения. Спасибо многочисленным фильмам ужасов. А если в темноте вдруг кто-то всхлипнет? Забыв про сигареты, я жал рукоять ружья и медленно потянул дверь на себя. Луч фонаря выхватил из темноты стол, над которым нависла огромная рентгеновская установка. Кроме стола, пары стульев, алюминиевого ведра с бахилами и двери в коморку рентгенолога, в кабинете ничего не было. Советский грязно-желтый кафель на стенах и стоптанный сотнями ног линолеум на полу. Ничего такого, чего не должно быть в подобном кабинете, кроме, пожалуй, человека в синем больничном костюме с рентгенозащитным фартуком на коленях, который сидел на столе, закрыв лицо руками, и, кажется, плакал. Плечи его подрагивали, а всхлипывания сквозь ладони слышали все чаще. На мое появление он никак не отреагировал. «Эй, мужик!» Тихо позвал я. «Мужик, ты чего?» «Уходи!» Ответил он, не убирая ладони от лица. «Уходи! Ты грязный!» «Грязный?» Переспросил я, на всякий случай подняв ствол помпы. Передо мной явно сидел какой-то псих, а общение с психами редко проходит без лишних хлопот. «Понишь ты, говорю!» Пояснил мужик, сложив руки на коленях. Красные опухшие глаза на осунувшемся посеревшем лице говорили о том, что сидит он тут не первый час. «Не волнуйся, все в порядке. Я все-таки достал сигарету и закурил. Мужик, видимо, местный рентгенолог, агрессии пока не проявлял, и я решил продолжить беседу. «Ты чего тут сидишь-то?» Мужик внимательно посмотрел мне в глаза и, прищурившись, ответил. «Здесь сейчас самое безопасное место. Это единственное, в чем я еще уверен. Дай закурить». Протянув ему сигарету, я глубоко затянулся. «Да уж, неожиданная встреча, блин. Надо бы сваливать отсюда. Хрен знает, что бывшему врачу в голову взбредет. Если тебе нужно чего, ты бери, не стесняйся». Врач слез со стола и вытащил из-под него спортивную сумку. «Я тут подсобрал, но что-то не хочу никуда выходить. Что там? Перевязка, жгуты, кое-что по бейсболам, ну, которые в аптеках не достать. Наркоманы ночью вломились, искали препараты. Пришлось отогнать». «Их кровь на полу», — спросил я. «Чем ты их так?» «Когда автобусы уезжали, кому-то места не хватило, драка началась, полицейского забили толпой, а пистолет никто прихватить не додумался. Я помочь ему хотел, только там без вариантов уже было. Голову проломили. Потом еще снаружи стреляли сильно, но я не выходил, не знаю, что там было». Услышав про пистолет, я напрягся. Заметив это, рентгенолог вынул из кармана брюк ПМ и положил на стол. Затвор пистолета замер в крайнем заднем положении. «Не парься, пустой он. Меня, кстати, Вадим зовут». «Дима». Обошлись без рукопожатий. Вадим посмотрел на меня, словно задумавшись, кивнул и снова уселся на стол. «Дим, слушай, услуга за услугу, поможешь». На секунду я почувствовал себя персонажем компьютерной игры. Не успел произойти ядерный удар, как на меня посыпались всякие сомнительные квесты. Хотя в случае с рентгенологом все оказалось проще. Намного проще. «Я отдаю тебе сумку, забирай и уходи». «А что взамен?» «Патрон для... для этого пистолета». «Договорились». «И много ты с одним патроном навоюешь?» Спросил я, смутно догадываясь, что задумал Вадим. «Мне хватит». Пытаться отговорить врача, уж тем более задерживаться здесь я не собирался. В конце концов, выживание – дело добровольное, и каждый сам решает, хочет он выживать или нет. Вадим вот не хотел. Я вынул из кармана найденный магазин и бросил рентгенологу. Взяв с пола сумку, закинул на плечо. И, не оборачиваясь, торопливо вышел из кабинета. Подходя к машине, я услышал, как в здании травпункта грохнул выстрел. «Это что такое?» – удивился Макс. «Все окей?» «Да нормально», – сухо ответил я, забросив сумку на заднее сиденье. «Подожди минутку, я за пистолетом схожу». «За пистолетом?» «Потом расскажу». Этим утром рассвет не наступил. Затянутое дымом пространство за окнами лэнд-крузера лишь немного просветлело, превратив ночь в тревожные непроглядные сумерки, из которых выплывали силуэты фонарей, дорожных знаков и неработающих светофоров. Мощные противотуманные фары особо не помогали, чтобы не протаранить брошенные посреди дороги автомобили, ехать приходилось медленно и практически вслепую. Иногда впереди на пределе видимости мелькали фигурки людей, торопливо пересекающих проезжую часть, а на Комсомольском проспекте по встречной полосе неторопливо проползла колонна из нескольких машин радиохимической разведки, ослепив нас светом поисковых прожекторов. Головной БРДМ поморгал фарами, ухмыльнувшись, я ответил ему аварийкой. «Работают мужики, ты погляди!» улыбнулся Макс. «А куда они денутся? Им работы на год вперед теперь хватит». По явлению колонны я даже обрадовался. Если военные есть и они не драпают, а целенаправленно едут куда-то вглубь города, значит, есть и армия. Возможно, ненадолго, но порядок какое-то время наверняка будет сохраняться, а время мне было необходимо. Это в книгах главные герои сразу после ядерного удара начинают оборудовать себе убежище, воевать с мародерами и строить на руинах городов новую жизнь. Подготовленного и укомплектованного схрона в тайге у меня не имелось, перспектива сидеть в лагере для эвакуированных тоже не радовало. Короче говоря, засада со всех сторон. Последняя колонна с эвакуированными давно ушла и трасса встретила нас гнетущей пустотой. Я позволил машине немного разогнаться. Бульдозер, шедший перед автобусами, неплохо расчистил дорогу от брошенного транспорта. До кедрового прем, зевая, поинтересовался Макс. Ну а куда еще? Можно было, конечно, в пару оружейных магазинов заскочить, но если даже ларек дворовый обчистили, там точно ловить нечего. Ты же хотел у себя на районе какие-то склады ментовские пошрудить. Бляха, точно! От досады я резко ударил по тормозам. Щукин по инерции полетел вперед, успел закрыть руками лицо и громко ойкнув врезался в панель. Ты че творишь, шумахер? Возмущенно спросил он, потирая ушибленный лоб. Раньше-то напомнить не мог, «Да я ж не думал, что у тебя с памятью проблемы!» Макс насупился и достал из кармана пачку сигарет. Последние мозги чуть не вылетели, блин! «Ладно, хрен с ними со складами», вздохнул я. «Забыли, так забыли, потом, может, скатаемся». «Ты ко мне в Туву так пять лет собирался прикатить!» «С отпусками проблемы были, я тоже вытащил сигареты. Зато теперь когда угодно поехать могу». Часы на приборной панели показывали 9 часов 30 минут, и меня, спавшего, всего пару часов начинало клонить в сон. Чтобы немного взбодриться, я включил магнитолу, нашел более-менее энергичный трек и сделал погромче. Салон наполнился звуками модной попсовой мелодии, пальцев так застучали по рулю. Позади осталась развязка, ведущая к аэропорту Емельянова. Хитрый Щукин снова задремал. Может, надо было его за руль посадить? Хотя внедорожник мне нравится, во всех отношениях приятный автомобиль. Управляется хорошо, комфорт на уровне. Если Алан успел подшаманить полицейскую газель, у нас вполне себе неплохой автопарк получится. Вот только где искать бензин для всей этой радости. Крузер наверняка прожорливее отечественного микроавтобуса будет. Размышления прервал внезапно появившийся на дороге блокпост не стихийное нагромождение мусора и разбитых машин, а вполне себе капитальное сооружение из бетонных блоков, возведенное по всем правилам военной науки. Слева от блокпоста стоял БТР-80 с эмблемами Росгвардии, включенные фары-искатели и стволы башенных пулеметов были направлены прямо на дорогу. Чуть стороне угадывался силуэт бронеавтомобиля Тигр, а за ним мать моя вертолет. Белый Ми-8 с оранжево-синей полосой и надписью МЧС России на хвостовой балке. Чертыхнувшись, я сбросил скорость и остановился перед бетонными блоками, расставленными перед постом в шахматном порядке. Как-то быстро гвардейцы очухались. Неужели город оцеплен? Если так, то ведь им кто-то отдал на это приказ. И что нам теперь делать? Ладно, будем сохранять спокойствие и действовать по ситуации. Моему появлению на блокпосте явно не обрадовались. Из бронетранспортера высыпали вояки и, растянувшись цепочкой, взяли ленд-крузер на прицел. Опа! Пробормотал Щукин, потирая заспанные глаза. Пиз... Выходим из машины с поднятыми руками! Приказал усиленный громкоговорителем суровый голос. По глазам долбанули стробоскопы тактических фонарей, установленных на автоматах бойцов. Вылезаем? Спросил Макс. А чего еще делать? Ствол тут оставь только. Зажмурившись, я выложил на сиденье ПМ, проверил в кармане служебное удостоверение и, открыв дверь, медленно вышел наружу, поднимая руки. Подбежавшие гвардейцы ловко и бесцеремонно прижали меня лицом к машине, пинками посадив чуть ли не на шпагат. С Щукиным, судя по сдавленным матом, случилось примерно то же самое. Сопротивляться я даже не пытался. Уверен, в случае малейшего неповиновения эти ребята запросто наделают во мне лишних дырок и скинут на обочину. Кто такие фамилии и документы? Гаркнул прямо в ухо один из вояк, видимо, старший. Повернуться мне не давали, надежно прижав голову к холодному стеклу. Савельев, МЧС. Ответил я максимально спокойно. Удостоверение в куртке в кармане. МЧС, говоришь? Ваши давно из города ушли. Харченко, проверить его документы. Есть. Кто-то, видимо, тот самый Харченко нагло залез в карман моей куртки и выудил оттуда корочки. Так точно, товарищ майор, МЧС, прапорщик, второй из полиции. Дай гляну. Так, понятно. В городе что делали, прапорщик? Проводили работы по эвакуации пострадавших совместно с главным управлением и добровольными аварийно-спасательными формированиями, потом домой ездил, хотел проверить, как там и что. Ясно, отойти от машины, Харченко, неделин, досмотреть транспорт. Формальность, прапорщик, не надо напрягаться, досмотрим машину, езжайте следом за своими. Не напрягайтесь. А я напрягался, черт возьми. В машине оружие, хрен знает, какие препараты в сумке рентгенолога и рюкзак мародера, содержимое которого вообще большая загадка. Надо было раньше приготовиться, рассовать все хотя бы в багажник, проверить чертов рюкзак. Бляха, вот мы два дурака, эти ребята явно продолжают руководствоваться законодательством и вряд ли поверят, что ПМ и КСУ нужны нам просто для самообороны. Тут огнестрел, товарищ майор! Крикнул кто-то из бойцов, заглянув в машину. Кажется, сейчас нас будут бить. Кто-то из выживальщиков с Ютуба советовал в таких случаях внутренне напрячься и приготовиться к ударам. Тяжелый ботинок прилетел прямо в живот. Понятно, что ни напрячься, ни приготовиться я не успел. Согнувшись пополам, попытался восстановить дыхание, но еще один удар по лопаткам повалил меня на асфальт. Товарищ майор, тут в рюкзаке... Прапор, ты вообще адекватный? После этих слов ботинок прилетел мне по ребрам, правда, чуть слабее, чем до этого. Слабее, потому что пинавший меня неистово заржал. Другие бойцы постепенно присоединились к нему. Лежи, не вставай, сейчас будем решать, что с вами делать. Мать моя в кедах, да что же там такое в рюкзаке? Взрывчатка, деньги? Вот ведь дебил сам себя подставил. Автомобильный гудок с другой стороны блокпоста отвлек гвардейцев. Несколько человек, вскинув автомат, и побежали туда, двое остались, держа нас с Максом на прицеле. Мужики, прохрепел я, что там за хрень в рюкзаке? А то ты не знаешь, молча лежи, епта. Ладно, лежу, молчу. Из-за бетонного блока вдруг выскочила дворняга, и подбежав ко мне, принялось деловито обнюхивать, радостно виляя во все стороны хвостом. А ну-ка быстро в машину, ты где там? Раздался подозрительно знакомый голос. Я приподнял голову и увидел приближающиеся ноги в берцах и штанах от бунта Сверовского флекторна. Да ладно! Удивился обладатель знакомого голоса из-за бугорного камуфляжа, увидев меня. Павел Юрьевич, что этот дурак натворил? Знакомый, поинтересовался майор. Более чем, весело ответил голос. О, Максимка, привет! Здорово, Сань! Недовольно буркнул с асфальта Макс. У него стволы в машине и огромный рюкзак с коктейлем виноградный день. Чего? Савельев, у тебя вообще все плохо? Я деликатно промолчал. А что тут скажешь? Павел Юрьевич, может отпустите этих дурачков, они безобидные. Да, три года прошло, а ничего не поменялось. Вставайте и валите отсюда, пока не передумали. Спасибо, мужики. Я отряхнулся, поправил форму, ребра ощутимо побаливали. Даме спасибо, скажите, алкаши, ухмыльнулся майор. Глава 13-я Савельев, Щукин и Саша, Емельяновский район, 16 июня-вторник, 10 часов 20 минут. Радиационный фон 45-280 микрорентген в час. В первые несколько суток одним из опаснейших поражающих факторов ядерного взрыва являются осадки на следе радиоактивного облака. Как известно, пресловутый ядерный грипп поднимает вверх воздух, нагретый взрывом, закручивает его вихрем и вытягивает за собой эдакую ножку, столб дыма и пыли с поверхностей. Достигнув максимальной точки подъема, края вихря охлаждаются, вытягивая его и образуя огромное облако, обильно напитанное влагой. Влага, в свою очередь, не задерживается в облаке надолго. Спустя некоторое время микроскопические частицы радиоактивной пыли соберут на себя весь водяной пар и, немного охладившись, рванут к земле, обрушиваясь ливневыми дождями на пострадавший от взрыва район. На пути следования облака они потушат значительную часть наземных пожаров, но вот человеку, попавшему под такой дождик, придется не сладко, и зонтик или дождевик ситуацию не спасут. Я стоял на балконе добротного двухэтажного коттеджа, расположенного на небольшом пригорке, курил и задумчиво смотрел в сторону города. Зарево от пожаров утихло, опустилось к земле, прижатое дымом. Ядерный гриб практически исчез, смешавшись с тяжелыми грозовыми облаками. Высоко в небе облака рассекали вспышки молний и зорниц, следом за которыми раскатисто и глухо гремел гром. После каждой вспышки я, как в детстве, начинал отсчитывать секунды до нового раската, попутно прикидывая, накроет ли нас радиоактивная гроза. Во дворе коттеджа лениво мотался на вкопанном в землю столбике флюгер, поразительно точно изображавший легендарный кукурузник Ан-2. Нос самолета с медленно вращающимся пропеллером смотрел прямо на город. Это наводило на мысль о том, что облако относит куда-то в сторону Шарыпово или Ужура. По Ужуру, кстати, тоже вполне могло прилететь. Там ведь находилась крупная дивизия стратегических ракетчиков. Кажется, тополя или что-то поновее наземного базирования. Блин, вот бы узнать хоть немного о том, что случилось. Понятно, что ядерная война, но сколько конкретно боеприпасов упало в нашем регионе, а в стране? Успели ли мы ответить, сработала ли легендарная мертвая рука? Может, в Подмосковье во все орудуют натовские миротворцы? Или, наоборот, десантные корабли и состава нашего военно-морского флота уже уперлись тупыми мордами в песчаные пляжи побережья Калифорнии? Вопросы. Куча вопросов, а ответов не предвидится. Порыв прохладного, пахнущего гарью ветра коснулся лица. Я потушил сигарету и торопливо достал из кармана дозиметр. Включил, проверил показания. Норма. Пока что норма. Коттеджный поселок вокруг хранил безмолвие и темноту. Только на первом этаже дома периодически что-то падало, возмущенно гавкал пес и слышался отборный мат Щукина. Плотно закрыв балконную дверь, я осторожно спустился по лестнице, освещая ступеньки фонариком и зашел в просторный холл, заваленный сумками, рюкзаками, коробками и канистрами. Среди прочего виднелся и мой пропавший из квартиры станковый рюкзак. «Почему мне кажется, что ты обнесла какой-то армейский магазин?» Спросил я, осматривая коробку с индивидуальными рационами питания. «Надо же, срок годности в порядке, еще и усиленный вариант, в каждом ИРП чуть больше двух килограммов еды». «Потому что тебе не кажется, Савельев, помоги лучше рассортировать все это барахло». «Так точно, товарищ командир». Ухмыльнувшийся, вскрыл коробку и принялся извлекать из нее сухие пайки. «Сань, а тебе кожанка летная зачем?» поинтересовался Щукин, разглядывая добротную куртку, лежавшую в одной из сумок. «Она в машине уже с полгода болтается, Пашка где-то достал», ответила девушка. «Ну так-то это крутая штука». Макс не выпускал куртку из рук, так и порываясь примерить. «Скажи уже, что нравится и забирай», хмыкнула Саша, не отрываясь от процесса сортировки. «Вот это от души», обрадовался Щукин. «Должен будешь, как земля, колхозу». «Саша моя бывшая девушка, ее я меньше всего ожидал встретить после ядерного удара. Как-никак замужем давно в солидной фирме работает. Что-то связанное с дизайном мебели, если не ошибаюсь. Однако, когда все началось, она, оказывается, не теряла времени даром, а основательно готовилась. Слишком основательно, я бы сказал, учитывая то, что полезное для выживания добро умудрилось насобирать везде, где только можно, не обойдя стороной даже мою холостяцкую берлогу. В свое время наши пути разошлись во многом из-за моей неуемной тяги к приключениям и алкогольными возлияниями и Сашкиного характера, взрывного и термоядерного, как американская баллистическая ракета Trident 2. С тех пор особого общения мы не поддерживали, но сегодняшнее ее появление стало весьма эффектным и своевременным. Оказывается, Павел Юрьевич, майор с блокпоста, бывший сослуживец и хороший друг Сашкиного отца, который помог девушке выбраться из города, снабдив к тому же пистолетом Ярыгина с боекомплектом и бензином. Связи решают, короче говоря. Честно говоря, чувствовал я себя достаточно неловко. Каждый здравомыслящий мужик, как мне думается, мечтает появиться перед бывшей девушкой на дорогой тачке в деловом костюме и с симпатичной спутницей на переднем сидении. Я же предстал лежащим под дулами автоматных стволов на угнанной ведомственной машине и с рюкзаком забитым дешевыми слабоалкогольными коктейлями. Более позорную ситуацию придумать сложно. Если бы жизнь была книгой, я бы от души зарядил ее автору по известному месту за такие повороты сюжета. И пусть я никогда не рассчитывал на восстановление отношений, но неужели нельзя было как-то более героически подать мое появление. Лэнд Крузер мы решили бросить. Уговаривали меня долго, я упирался, топал ногой, но в итоге сдался под натиском неоспоримой логики. Мощная машина, но слишком уж прожорливая и приметная. Бросили мы и рюкзак с виноградным днем. Сам я никогда не пил такое пойло. Сомневаюсь, что Мак с Аланом его оценили бы. Хотя насчет Алана имели сомнения. Тяжело вздыхая, я перекинул наши пожитки в Сашин Форестер. В итоге всю дорогу до коттеджа, в котором обосновалась девушка. Я выслушивал долгую тираду о том, какой я не самостоятельный, что выжил скорее всего случайно, а естественный отбор в этот момент просто вышел покурить, и что без нее меня скорее всего завалили бы на месте как мародера. В сторону Макса по понятным причинам особых обвинений не было, к тому же он снова дрых, теперь уже на заднем сидении. Я же скромно молчал, понимая, что мою задницу вытащили из невероятного дерьма. Есть вещи, которые с годами не меняются. А еще есть вещи, которых не ожидаешь совершенно. Дворняга, обнюхивавшая меня, пока я загорал на асфальте, при ближайшем рассмотрении оказалась тем самым псом, которого три года назад мы отправили в деревню на постоянное место жительства. Не знаю, как Саша его нашла, на все вопросы она отмалчивалась, хитро улыбаясь. Однако Декстер, так звали пса, за прошедшие годы заметно окреп, увеличился в размерах и походил теперь на смесь волка и овчарки с белым треугольником шерсти на груди. Пес признал меня сразу, высунув голову с острыми торчащими в разные стороны ушами между передних сидений. Он терся мою руку мокрым носом, будто успокаивая и призывая не слушать эту безумную женщину. Разбирая содержимое багажника Форестера и перетаскивая его в дом, я тихо поражался Сашиной запасливости. Несколько новеньких тактических рюкзаков, легкая хайкинговая палатка, запас сухих пайков и питьевой воды, пара канистр с бензином, баул с альпинистским снаряжением. Помимо всего прочего, обнаружился здоровенный пакет собачьего корма и несколько бутылок джина. Воспользовавшись моментом, пока Саша выбирала себе ранец поудобней, я распотрошил свой станковый карманов нормальную разгрузку. Скинув пропахшую дымом форму спасателя, я натянул свитер и любимые тактические брюки. Фу, они же стрёмные, висят как мешок, прокомментировала мои действия Саша. Какие есть, оригинал, между прочим, не китайские. В чёрный рюкзак загляни, там афганка твоя, выглядишь как бомж со страйкбольного полигона. Однако, кажется, обнося мою квартиру, обо мне даже подумали. Занятно и похвально, я с удовольствием надел удобную советскую хбшку песочного цвета с кучей карманов. Перестановку больше не делай, перетащил мебель опять, запарилась твою форму искать. Недовольно пробубнила Саша. Спасибо. Кивнул я, улыбнувшись. Ты это, как резервист на военных сборах выглядишь, сообщил Макс, красовавшийся перед зеркалом в лётной куртке. Такой, знаешь, старый перец, которому повестка на завод вдруг пришла. Ой, да ну вас, одной штаны не угодили, другому афганка. Возмутился я. В штанах ты вообще на престарелого рэпера похож, хохотнул Щукин. Тактически, тактически, шляпа какая-то китайского пошива, будто с мёртого гуфа сняли. А с ноги по помидорам, угрожающе поинтересовался я. А чужие фразы тырить нехорошо. Когда большая часть вещей была наконец разложена по рюкзакам и перетащена нашими с Максом усилиями обратно Форестер, мы усели за обеденный стол. Я вскрыл один из сухих пайков и, разложив его содержимое на столе, принялся с аппетитом уплетать галеты с яблочным повидлом. Галеты оказались вполне сносными, во всяком случае не такими дубовыми, как те, что пришлось отведать в бомбоубежище. Не надоело сухомятку свою точить? Поинтересовалась Саша. Я тут своему блины готовила с мясом, в самолет не взял, будешь? Давай, кивнул я. А твой где? В Японию вчера утром улетел, как раз перед тем, как все это началось. Надеюсь, долетел. Ага, надеюсь. Открыв контейнер с блинами, я намазал их томатной пастой. Черт, вкуснотища какая! Такое ощущение, что тысячу лет не ел домашнюю еду. Декстер, лениво посапывавший под столом, почуял запах блинов и высунул любопытную мордаху, требуя угощения. Ты как обычно, покачал головой я, протягивая псу недоеденный блин. Не корми собаку со стола. Ладно, ладно. Вы такие милые, я прям не могу. Щукин ухмыльнулся и, не дожидаясь реакции, сунул в рот аж два блина сразу. Мы предпочли его проигнорировать. Так какие у тебя планы? поинтересовался я, когда с едой было покончено. Не знаю еще. Пожало плечами Саша. Пока что тут покручусь, потом, наверное, рвану в Владивосток. Там паром раньше до Японии ходил. Пашку в любом случае нужно найти. Это хорошо, что план есть, даже если он предполагает вторжение на территорию другого государства. Ухмыльнувшись, сказал я. Интервенция, тема пацанская, мне нравится. Поддержал шутку Щукин. Сами-то что думаете? Спросила Саша. А ничего, тут в какую сторону ни глянь, везде так себе перспективы. Отец в Норильске, мама с бабушкой в Комсомольске. Достав сигарету, я покрутил ее в пальцах и продолжил. Вот смотри, рвану я, скажем, в Енисейск, а там что? Правильно, полюс. Армейская РЛС, причем одна из лучших. Туда наверняка ракета прилетела. Поеду в Ужур, а там ракетчики стратегические, их тоже по-любому накрыли. Про Новосибирск я вообще молчу, там стратегических объектов гора. Будете по местным деревням мотаться как Петька с Чапаевым? Пока что других вариантов не вижу. Недалеко отсюда, в Кедровом бункер есть годный, местные оборудовали. Там сейчас Алан дожидается. Доберемся туда, будем думать дальше. Макс вон вообще к нему в ТВ предлагает прорываться. А чем тебе ТВ не вариант? Щукин приподнял бровь. Толобов там хватает, конечно, зато целей для ядерных ударов вообще нет, плюс катер имеется, делянка своя. А Ланчик что, тоже с вами? Перебив Макса обрадовалась Саша. А чего он в бункере сидит? Спасение человечества это не по его части, к тому же мы ему другую задачу нарезали. Тогда на первое время нужен схрон, продолжила рассуждать девушка, задумчиво постукивая по столу пачкой сигарет. Место, где можно хранить всякие запасы, отсиживаться, ну и вообще жить. Причем такое, про которое не знает никто. Переждем какое-то время, дальше видно будет. Есть какие подземелья на примете? Подумаю, кивнул я. Тут раньше дивизия ракетная была, в лесах чего только не понатыкано. По факту нам надо только помещение найти, а дальше уже само пойдет, оборудуем, на первое время хватит. Мне кажется, Алан будет не очень рад моему появлению, улыбнулась Саша. Рад, не рад, я устало потянулся и отхлебнул минеральной воды из бутылки. Какая разница, подумаешь, познакомила пацана с подругой однажды, а он приболел потом чуток. Чего? Макс не выдержал и заржал в голос. Ну, затемпературил малость, уточнила Саша. И вообще, пойдемте покурим, что ли, а то столько новостей за раз рехнуться можно. Гроза на горизонте набирала обороты. Казалось, пожары в городе практически прекратились, зато запах гари усилился в разы. Порывы ветра трепали во все стороны несчастный флюгер во дворе, ворочали деревья, поднимали, закручивая вихрем прошлогоднюю листву. Соекс предупредил меня о незначительном повышении радиационного фона. Неплохой дозиметр, а главное самостоятельный. Лежит себе в нагрудном кармане, есть пить не просит, зато срабатывает когда нужно. Закурив, мы уселись на стоявшие на балконе пластиковые стулья. Надо твою машину в гараж перегнать, предложил я. Думаешь, дождь будет? Может быть, в любом случае, на улице лучше не оставлять. В подтверждении моих слов, где-то на окраине поселка грохнул выстрел, со звоном посыпало стекло. Сюда вряд ли сунутся? Ехидно заметила Саша. Это почему? Дом Павла Юрьевича, он тут всяким любителям залезать в чужой огород, знатно задницей солью подпортил свое время. Да если и сунутся, нам есть чем их встретить. Мак солидно похлопал рукой по ствольной коробке своего АКСУ. Тем более стреляли с мелкашки какой-то, вообще пофигу. На деревянные перила балкона что-то шлепнулось, потом еще и еще. Дозиметр в кармане тревожно пискнул. Потушив сигарету, я уставился на перила, по которому расползались, быстро впитываясь маслянисто-черные капли воды. Воздухе резко запахло озоном. Бляха! Выдохнул я. Пойдемте-ка в дом. Вскочив со стульев, мы рванули в комнату. В ту же секунду дробно застучало по крыше. Струйки воды побежали по оконным стеклам. Сверкнула молния, небо отозвалось громовым раскатом. Проверив, надежно ли закрыты окна и двери в доме, я уселся в кресло и еще раз проверил показания дозиметра. Явно получше, чем снаружи. Саша, задумавшись, смотрела в окно. Макс расположился за столом и с поистине буддийским спокойствием на лице снова что-то жевал. Да уж, такую грозу от прошлого вряд ли оценил бы. Глава 14 Савельев, Щукин и Саша Емельяновский район 16 июня вторник 10 часов 20 минут Радиационный фон 7350 микрорентген в час. Вы когда-нибудь жалели о том, что вышли на улицу без зонтика или дождевика, а непогода испортила вам прическу или новый костюм? Абсолютно будничная ситуация, случавшаяся с каждым. Сейчас я искренне сожалел о том, что у меня нет огромного куска брезента или на худой конец подземного коридора прямиком до бомбоубежища в Кедровом. Дождик, пока еще только моросивший по стеклам, в самое ближайшее время готовился стать настоящим ядерным ливнем. И что-то мне подсказывало, добротный коттедж вряд ли станет надежным укрытием отрезка повысившегося радиационного фона. А гроза быстро движется? Спросила Саша тревожно глядя наружу. По идее не должна, ветер в другую сторону дул. Пожал плечами Макс. Надеюсь, не быстрее, чем мы доедем до Кедрового. Приняв довольно авантюрное решение, я вскочил с кресла и рванул к лестнице. Что ты задумал, Савельев? Крикнула мне вслед Саша. Мы ее обгоним. Что? Но я уже летел вниз, перескакивая ступеньки. Большая часть вещей дожидалась в Форестере. В холле остались наши рюкзаки и пакет с собачьим кормом. Декстер проводил меня взглядом и недовольно гавкнул. Тоже мне. Забыл, поди, как сам носился по квартире вечерами напролет, когда был щенком. Схватив обе руки по сумке, я накинул куртку и выбежал на улице. Уже возле машины я почувствовал, как на лицо упали несколько холодных капель. Поморщившись, сопротивным писком, чертовски странное и неприятное ощущение понимать, что вода, обычная дождевая вода может быть смертельно опасной. Когда доедем до Кедрового, нужно будет как следует умыться, а куртку, накинутую поверх афганки, скорее всего, придется выбросить. Жалко, неплохой все-таки софтшелл четыре с лишним года отходил. Дождь вроде пока не разошелся, при должном везении есть все шансы успеть в бывший военный городок, до того, как зарядит по полной. В том, что зарядит, я не сомневался. Небо вдалеке выглядело так, будто его разрывали залпы сотен салютов, гремящих, рвущихся, полыхающих в облаках. Так какого хрена мы делаем? Саша развела руками и многозначительно посмотрела на меня, когда я подхватил последний рюкзак и пакет корма. Валим, Сань, очень быстро валим, ты за рулем. Я? Твоя ж машина, тем более я быстро ездить не люблю. Теоретически я тоже могу, предложил Щукин. Вот уж хрен тебе, возмутилась Саша. Машина и правда моя. Закидав шмотки в Субару, я вернулся в дом и окинул взглядом прихожую, сорвал с вешалки кожаный плащ, подумав, прихватил оттуда же старый пуховик и садовую панаму. Саня с Декстером внимательно следили за моими действиями. Предусмотрительный Щукин плечи всорваны с кресла плед. Сейчас забудь все, что знал о моде. Попросил я Сашу, игнорируя удивленный взгляд, накинул на нее пуховик. Водрузил на голову панаму, опустил до подбородка москитную сетку, отойдя на пару шагов, критически осмотрел получившийся костюм. Честно говоря, на надежную защиту от радиации он не походил. Совсем, вообще. Но вот для того, чтобы добежать до машины вполне сгодится. Значит, смотри, бежишь так быстро, как только можешь, прям со скоростью света, главное, куртку перед машиной скинуть не забудь, и шляпу. Макс, ты в своем костюме рыночной бабки не отстаешь от Сашки ни на шаг и страхуешь при необходимости. А Декстер? Тревожно спросила девушка. Беги, давай. А что, Декстер? Я накинул на пса пальто, на удивление он не попытался вырваться или скинуть тяжелую тряпку. Дождь усиливался, еще немного и он превратится в ливень. Подхватив собаку на руки, я тихо выругался, отъелся, зараза, три года назад он был в разы легче. Декстер высунул морду из-под воротника пальто, лизнул меня в нос и спрятался обратно. Не за что, дружище. Второй раз я тебя бросать двигатель Форестера, раздались два нетерпеливых гудка. Ну, побежали. Чуть не поскользнувшись на крыльце, я что было сил рванул к машине, щурясь и стараясь не дышать висящей в воздухе водяной взвесью. Попутно прикидывал, с какими вещами гарантированно придется расстаться на пункте дозиметрического контроля в убежище. Наверняка это будут берцы, куртка, кепка. Да плевать, лишь бы не волосы. И не кожа, еще немножко почти добежал. Блин, руки мокрые и под кепкой тоже влажно. Черт, черт, спокойно, главное, как следует отмыться. Задняя дверь Субару приоткрылась, я распахнул ее локтем и отбросив пальто закинул салон притихшего Декстера. Обежав машину, похлопал по карманам куртки, убеждаясь, что ничего в ней не оставил и с сожалением стянул любимый софтшелл. Прыгнул на переднее пассажирское сидение, поправил разгрузку. Рванули Сань до трассы и налево. За проезд плату передаем. Картина нахмурилась Саша, мы с Щукиным не сговариваясь протянули ей по сигарете. Другое дело. Взрывев мощным двигателем Форестер пробуксовал, разбросав стороны комья земли и рванул с места. Мир после ядерного удара представлялся мне немножко по-другому. Почему-то как типичный читатель дешевых романов и любитель блокбастеров с посредственным сюжетом. Я представлял себе выжженные деревни, рухнувшие опоры линий электропередач, трассы, заставленные обгоревшими остовыми автомобилей, навечно вставших в десятибальные пробки. Нет, все это было, но не повсюду, а только в районах, по которым пришлись удары нашего извечного заокеанского оппонента. За окном Субару мелькали аккуратные и уютные коттеджи, припаркованные возле них автомобили, деревья, сады. Вот продуктовый магазин, выкрашенный ярко-желтой краской, возле него замер грузовик с надписью «Молоко» на пузатой цистерне. Старенькая, но добротно отремонтированная двухэтажная школа, над входом чуть колышется от пока еще легкого ветерка государственный флаг. Глядя на пейзаж снаружи, можно было сколько угодно обманывать себя, уверять, что сейчас раннее утро или поздний вечер, что ничего не случилось, а в поселке просто отключили свет из-за очередной аварии на сетях. Капельки дождя привычно разбивались, а лобовое стекло, подвеска уверенно и мягко принимала на себя неровности дороги, из магнитола тихо пела проточку, что снова стала горяча бессмертная группа чаев. Только вездесущий запах гари и тревожный писк дозиметра напоминали, что окружающий мир в привычном его представлении и понимании доживает свои последние месяцы, а горячие частицы со временем станут куда опаснее любой горячей точки. Пройдет совсем немного времени, и теплый июнь сменится зимой, которая заметет дороги и спрячет под слоем снега и льда опустевшие развороченные мегаполисы. Но это все потом, а сейчас Саша уверенно вела машину в сторону развилки на Кедровой, а я прикидывал в уме, какую примерно дозу мы поймали, пока бежали до машины. Цифры не складывались, мысли цеплялись одна за другую, а лицо и руки в тех местах, куда попала дождевая вода, как будто слегка пощипывала. Фантазия, конечно, шутка сознания, но все равно не очень приятно. Машину жалко. Саша притормозила, ловко сбросила передачу, и Форестер выскочил на федеральную трассу, снова набирая скорость. Хрен знает, сколько на нее копили, теперь ведь бросить придется. Сначала померяем, успокоил я ее. В бомбоубежище дозиметры чуть серьезнее моей пищалки, может, все не так плохо. Технику же можно деактивировать, это еще в старых учебниках описывалось. А там навесы или гаражи есть? Найдем, куда поставить, не парься, народу там куча, правда. Да и фиг с ними, в тесноте, зато без радиации, к тому же есть у меня хитрый план капкан. Какой? Заинтересовалась Саня. По-любому спереть что-то задумал, хохотнул с заднего сидения Макс. Иди ты, отмахнулся я. Жители поселка какое-то время потусуются в убежище, а потом, скорее всего, свалят в сторону Абакана. Ну или куда там эвакуированных вывозили, в Кедровом им ловить нечего, значит. Вот нам и готовый схрон, закончил мысль Щукин. Думаешь, никто, кроме нас, не захочет отжать себе бункер? Саша скептически приподняла бровь и посмотрела на меня. Будем решать проблемы по мере их поступления. Давай сначала доедем. Когда до Кедрова оставалось километров десять, мы, наконец, оторвались от грозы. Видимость на трассе стала чуть лучше, такой дымки, как прошлой ночи, уже не было. Промелькнули выстроившиеся вдоль дороги домики поселка сухая, такого же тихого и пустынного, как и другие попадавшиеся по пути. Перед поворотом на Кедровой Саша притормозила, а я смог внимательно рассмотреть место ДТП, замеченного еще вчера. Удивило то, что искореженные легковушку и микроавтобус кто-то аккуратно перетащил на обочину, а трупы и разбросанные по дороге сумки куда-то пропали. Успели похозяйничать в этих местах, видимо, Буров порядок наводил. Под колесами ритмично застучали стыки раздолбанных бетонных плит. Оказавшись на знакомой армейской бетонке, я почувствовал себя спокойно и практически умиротворенно, как будто возвращался не в темное сырое бомбоубежище, а домой. Дальше куда? На перекрестке после будки направо и прямо в горку, чуток совсем осталось. Свернув у знакомого поста военной автоинспекции, мы выехали на финишную прямую. Надо сказать, грозу мы уделали, то ли мощный турбированный двигатель помог, то ли с водителем повезло. Впереди показались фары встречной машины, нам несколько раз настойчиво поморгали. Дальний выключи, Саш, ослепила чувака, подсказал я. Мимо медленно проехали два армейских Камаза и Тигр с крупнокалиберным пулеметом на крыше. «Нихрена себе, чувак», удивилась Саша, «мы точно туда едем?» «Точно», кивнул я, «видимо, Буров уже движухи какие-то мутит». «Буров?» уточнила девушка. «Да, подполковник бывший», ответил Макс, на коленях у которого вовсю сопел Декстер. «Он там типа начальник, комендант убежища, короче». «А это кто?» В зеркале заднего вида появились и начали стремительно приближаться характерные фары УАЗика. Преследователи неистово моргали дальним светом и аварийкой. «Хрен его знает», тревожно ответил я, вытащив из кубуры травматический пистолет. Декстер, словно почувствовав мое волнение, сполз колени Щукина и забился между сидений. «Терпилы какие-то прицепились», процедил Макс, протягивая мне КСУ. «Возьми автомат, Диман, тут сзади места мало, не развернуться. Саш, ты главное не тормози». «Останавливаться я точно не собираюсь». Саша решительно вдавила педаль газа и Субару дернулась, набирая скорость. «Давай, Сань, почти на месте». По зеркалу заднего вида с моей стороны что-то чиркнуло и оно отлетело, стукнув напоследок по двери. «Они еще и стреляют. Какого хрена?» «Это было зеркало?» крикнула Саша. «Да, суки!» «Не спорю». Сняв автомат с предохранителя, я опустил стекло и постарался зафиксировать оружие для стрельбы по преследователям. Как у героев боевиков это так ловко выходит?» Отстегнув ремень безопасности, я высунулся наружу и дал короткую неприцельную очередь. Преследователи вильнули. «Ладно, ствол чуть пониже. Очередь!» Приклад толкнул в плечо, левая рука на цевье напряглась, компенсируя отдачу. «Попал!» Одна фара уазика лопнула, его еще сильнее мотнуло в сторону и, кажется, он начал тормозить. «Попал?» «Попал, бляха!» Позади громыхнул выстрел, заднее стекло Форестера покрылось паутиной трещин. Однако догонять нас больше никто не собирался, уазик прижался к обочине и остановился. «Да блин, еще и стекло!» возмущенно выкрикнула Саша. «Где там твой поворот?» Кстати, да, поворот. Белая будка бывшего КПП на въезде в поселок стремительно приближалась. Прямо за ней был небольшой пятак, а дальше проезд к командному пункту. Дорогу прямо перегораживали бетонные блоки, которых точно не было прошлой ночью. «Тормози!» заорал я, судорожно пытаясь пристегнуть обратно ремень безопасности. Дальше все было, словно в замедленной съемке. Щелкнула застежка ремня, Саша дернул ручник, выворачивая руль. Виска резины, колеса с моей стороны оторвались от земли. Дорога перед капотом угрожающе накренилась, что-то заскрежетало, а потом мне в лицо выстрелила подушка безопасности. Снаружи раздался характерный скрип уазовских тормозов, бахнули два ружейных выстрела и практически сразу несколько автоматных очередей. Кто-то закричал, снова выстрелы, маты. Я попытался пошевелить головой и хотя бы понять, в каком положении нахожусь, но в затылке что-то звонко щелкнуло, и я почувствовал, как стремительно проваливаюсь в темноту. Вещь на воду! Глава пятнадцатая поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РД РВСН. 16 июня, вторник, 16 часов 30 минут, радиационный фон 40-75 микрорентген в час. Вам когда-нибудь приходилось просыпаться среди ночи с ощущением непонятной тревоги и понимать, что с вашим телом не все в порядке. Странная легкость или тяжесть, вязкое ощущение присутствия чего-то чужого, невообразимо страшного и неправильного. Буквально в метре за спиной или в соседней комнате вы пытаетесь скачать, проснуться, закричать, но тело не слушается, а из горла вырывается едва заметный хрип. Может быть, вам даже удастся встать и добраться до выключателя, но вот ведь странность. Кнопка никак не хочет нажиматься, свет не загорается, а чувство тревоги нарастает, заполняет разум, пока вы наконец не распахиваете глаза, шумом хватая ртом воздух и пытаясь унять сумасшедшее сердцебиение. Вы в своей постели, хотя мгновение назад стояли у выключателя в другом конце комнаты, кончики пальцев рук слегка покалывает, посторонних квартир нет, и сейчас вы в этом абсолютно уверены, снова ложиться спать немного страшновато, вдруг кошмар повторится, и вы шлепаете на кухню, пьете ледяную воду из-под крана или курите у окна, устаявшись на моргающий желтым глазом светофор вдалеке. Минут через 30, окончательно успокоившись, сможете вернуться под одеяло и спокойно спать дальше. Одни считают, что так проявляется сонный паралич, другие уверены, будто душа выходит из тела и отправляется бродить по квартире сама по себе. Процесс происходит постепенно размеренно, гораздо неприятнее, когда мощный удар вышибает душу из тела начисто за секунду. Думать не получается, вокруг кромешная темнота. Хочется закричать, но не ощущаешь ни голосовых связок, ни тела в целом. Молчаливое ничто и абсолютное нигде. Тем не менее, я упорно продолжал кричать или верил в то, что кричу. Где промелькнувшая перед глазами жизнь? Где свет в конце тоннеля? Не мог же я просто так взять и помереть? Последнее, что помню, летящий в лицо кусок пластика с надписью «СРС Айрбак». А потом... А что потом? Чтобы закричать, нужно вдохнуть. Чем вдохнуть? И как закричать? Значит ли эти мысли, что я жив? Тихо, тихо, не ори. Настя, дай Аминазин, живо! Хватая ртом воздух, я огляделся по сторонам. Небольшая комнатка с одинокой лампочкой над дверью, стеклянные медицинские шкафы вдоль стены. Пара стульев и больничная кушетка. На одном из стульев сидел пожилой небритый мужик в очках с толстыми стеклами и синей куртки фельдшера скорой помощи. Кушетку собственно занимал я. Очнулся, уже хорошо. Сколько пальцев показываю? Мужик показал мне три пальца, потом один, потом четыре. Я старательно называл числа, морщись от боли. Голова раскалывалась, к тому же немного поташнивала и безумно хотелось курить. Ладно, вроде бессильного сотряса обошлось, кивнул мужик. Как звать тебя, помнишь? Савельев Дмитрий Владимирович, давно я так валяюсь. Не особо, башкой ты знатно приложился, сначала думали помер. Я рану обработал, швы наложил, жить будешь короче. Спасибо, док. Я потрогал свежую повязку на голове, пытаясь оценить масштаб полученных увечий. Нащупал здоровенный кусок марли на лбу, приклеенный пластырем, под ним ощущалась внушительных размеров шишка. А остальные, парень, девушка, спросил я, и пес. В порядке они, улыбнулся врач. Буров собаку пускать не хотел, но характеру мадам, прямо скажем, уговорила его короче. Где они? Да ты не торопись, ждут тебя твои друзья в зале для укрываемых. Полежи минут двадцать, сейчас Настя успокоительное принесет. Я бы не советовал резко вставать, и это, там тапки у шкафа. Наденешь, берцы твои выкинули, фанели здорово. Глядите, это же мальчик со шрамом на лбу. Алан встал с лавки и похлопал меня по плечу. Смотрю, соскучился. Чуть улыбнувшись, поинтересовался я. Ага, так скучаю, что все руки в мозолях, хохотнул Алан. От газели вашей дурацкой, а не от того самого. Что-то я не заметил в ней особых изменений, ухмыльнулся Макс. Стоит, где стоял и даже под навес не загнал. А ты сходи, проверь, заводится с полоборота ласточка. Диман, у меня вопрос. Алан хитро прищурился и посмотрел на меня. Ты же за шмотками уезжал, а привез девушку. Почему у тебя все не как у белых людей? Обе его девушки у него в карманах, ехидно заметила Саша. Ты как, Дим, живой? Относительно. Я пожал плечами и потрепал за ухом подбежавшего Декстера, радостно завертевшегося вокруг моих ног. Кто-нибудь расскажет, что там на дороге произошло? Я что-то не особо сообразил. Да че там соображать? Щукин болезненно поморщился и потер явно ушибленное плечо. Группа лиц, решивших по-быстрому потрясти гражданский транспорт на наличие полезности, тусовала себе на обочине. Когда по дороге шла военная колонна, они, понятное дело, в лесочек отъехали. А вот от такого лакомого куска, как Сашкин субар, удержаться не смогли. Не ожидали, что по ним с автомата лупить начнут, труханули. Потом увидели, как мы с дороги слетели. Ну и решили начатое закончить. Так, я поморщился, в висках ощутимо пульсировало. А дальше чего было? А дальше постовые их в пять стволов разобрали, четверых двусотых оформили, УАЗик у них крутой был, для всякого бездорожья подготовленный, жалко сгорел. Разобрали ты из чего? Я напрягся, пытаясь вспомнить, было ли у кого-то из местных серьезное огнестрельное оружие? Вроде не было же. Так это? Алан пнул ногой внушительный баул защитного цвета, стоявший у нар. Мобилизация тут случилась, пока вас не было. Какая к чертовой матери мобилизация? Обычная? Друг пожал плечами и хитро ухмыльнулся. Я вот теперь снова гвардии рядовой, даже справка имеется. Как выяснилось, за время нашего отсутствия произошло довольно значимое по местным меркам событие. В расформированный военный городок вернулась армия. Вернулась, правда, не в качестве дивизии стратегических ракетчиков, все было поскромнее. Несколько груженных КАМАЗов, пара бронетранспортеров, машины радиохимической разведки и связи, а также полноценный мобильный госпиталь. Появление несокрушимой легендарной неслабо подняло боевой дух местных жителей, по большей части являвшихся офицерами запаса. Вояки, в свою очередь, сноровисто развернули госпиталь, обустроили полевую кухню и начали экстренную всеобщую мобилизацию. Из рассказа Алана я понял, что мобилизация заключалась в заполнении простенькой анкеты на тему «служил, не служил», проверки мобилизуемого по какой-то базе данных и выдачи под роспись огнестрельного оружия, боекомплекта и необходимого минимума солдатского снаряжения. Минимум этот, судя по экипировке моих друзей, был довольно разнообразен. Алан щеголял в новеньком БШ-116 из комплекта ратника, маг же безуспешно пытался отрегулировать ремешки допотопного и жутко неудобного разгрузочного жилета БШ-92. Некоторые обитатели бомбоубежища вообще довольствовались допотопными брезентовыми подсумками на ремнях, поэтому ребятам еще повезло. Видимо, военные грузили в спешки и закидывали в КАМАЗы все подряд, а может, просто не посчитали необходимым экипировать резервистов вооруженных сил единообразно. Зато за спинами у товарища висели семьдесят четверки, явно не новые, но с виду вполне приличные и ухоженные. А Сашка чего без подарков? Я посмотрел на девушку, оставшуюся в своем неизменном бундесверовском флекторне. Савельев, ты совсем что ли? Я вообще-то в армии не служил, если ты забыл. Кто эти мне подарки даст? Ладно, ладно. Я примирительно поднял руки. Не подумал, извини. Кстати, раздача пирожков еще не закончилась. В смысле? Не сообразил Щукин. Ну, мобилизация это, уточнил я. А, да вроде нет, сгоняй к дежурному, который на входе, там с ним майор трется, здоровый такой, как пельмень. Он за все эти дела отвечает. Я взял АКСУ Макса, вытащил из кобуры трофейный ПМ и протянул все это добро Саше. На вот, владей, я пойду еще чего-нибудь добуду. Пользоваться что-то умеешь. Сам же учил, фыркнула девушка. Но если прострелю тебе чего-нибудь, я не виновата. А хозяин автомата спросить, возмутился было Щукин. А тебе второй нафига? Поинтересовался я. Ладно, разрешаю, усмехнулся друг. Пусть гоняет, может, по Субарю своему вздыхать перестанет. Так, Щукин, возмутилась Саша. Ты вот эту тему не поднимай даже. Молчу, молчу, поднял руки Макс. И вообще, он же ездит, ездит, а так молоточком подправить, стекло скотчем заклеить, гонка будет. Щукин! Майор, которого Макс обозвал пельменем, больше был похож на уставшего и грустного бульдога. Соседнее кресло, которое занимал дежурный, сейчас пустовало, и майор в одиночку перебирал кипу исписанных мелким почерком бумаг. Разрешите? Поинтересовался я, пытаясь придать своему телу некое подобие стойки смирно. Получилось, на мой взгляд, приемлемо, только ярко-фиолетовые резиновые тапки портили картину. Присаживайтесь, кивнул майор. По поводу мобилизации? Так точно, кивнул я, скривившись от боли в многострадальной голове. Майор Кудряшов. Представился он, когда я уселся. Фамилия, имя, военнообязанный, где проходили срочную службу, служили по контракту. Я подробно ответил на все вопросы. Кудряшов что-то почиркал на листке, а потом достал из-под стола ноутбук. Обычный, вполне живой ноутбук, от вида которого за последние несколько дней я настолько отвык, что впал в некий ступор. Майор тем временем сноровисто застучал по клавиатуре, что-то бормоча себе под нос, прищурился, надел очки и часто закивал, продолжая бормотать. «В рядовой запасу получается», уточнил он, оторвавшись от экрана. «Получается, да», согласился я. «Но в МЧС было спецзвание прапорщика внутренней службы». «Так кто в МЧС?» пожал плечами Кудряшов. «Да ладно, чего вы напряглись. Напишу, прапорщик, с меня-то не убудет. Вы пока анкету заполняйте». Майор протянул мне анкету, состоявшую из дежурного набора вопросов, уместившегося на одной стороне листа, а сам принялся заполнять другой документ на листке поменьше. Заполнив, повернул и бахнул в нижний угол квадратную печать. «Вот, держите, товарищ прапорщик. Вы теперь официально мобилизованный, так сказать. Ершов!» Из глубины коридора материализовался худющий и невероятно высокий ефрейтор-срочник. «Вызывали, товарищ майор?» «Да, вызывал. Вот тебе талон. Дуй до вещейков и тащи товарищу прапорщику необходимое. Размер формы». Кудряшов прищурился и пару секунд изучал меня внимательным взглядом. «Размер пятьдесят, рост пять», заключил он. «Обувь требуется». «Улыбается зараза. Видимо, тапки мои понравились. Но куда деваться, старые берцы ко мне точно не вернутся». «Сорок третий», подсказал я. «Все слышал, Ершов. Давай мух и епт. А вы пока тут подождите, он у нас скоростной». «Спасибо, конечно». Я замолчал, раздумывая, стоит ли задавать майору неудобные вопросы, да и неудобные ли они, учитывая сложившуюся вопрос, товарищ майор. Набравшись наглости, спросил я. «Слушаю». Худряшов приподнял бровь, но сильного интереса явно не проявил. «Вся эта конетель с мобилизацией и прочим, зачем она нужна? Неужели это централизованные мероприятия и соответствующие приказы имеются?» Майор хмыкнул. «Вопрос хороший, товарищ прапорщик. Отвечаю, мобилизация проводится по инициативе командования городского гарнизона, силами непосредственно гарнизона и того, что осталось от пункта приема молодого пополнения. Никаких приказов по линии Министерства обороны мы не получали, да и связи с ними не имеется. Действуем на свое усмотрение и под свою ответственность». «Тогда для чего вы вооружаете людей?» «Поясняю». Майор посмотрел на меня, как на несмышленого ребенка. «Мы считаем, что лучше дать руки резервистов оружия, восстановить их в званиях и предоставить подтверждающие документы, чем ждать, пока люди одичают и превратятся в зверье мародеров. Они уже превращаются там в городе. А человек военный, даже если он на гражданке давно, устроен так. Родина дала автомат, призвала в строй, значит, вести себя нужно соответствующим образом. Присягу ведь никто не отменял, какой-никакой порядок организуют, да и нам тоже особо не в радость возить с собой кучу стволов и снаряжения. Боевых офицеров носил сводное подразделение человек пять, остальные срочники, которые, дай бог, свои три патрона на полигоне успели отстрелять. Разумно, а тут как оказались, поинтересовался я. Это же военный городок, тут каждый второй в запасе, двух зайцев убиваем и оружие в надежные руки передаем и сами с кучей стволов дальше не едем. «Уверены, что в надежные?» «Уверен». Кудряшов похлопал рукой по крышке ноутбука. «Мы ведь и должны были заниматься мобилизацией только в другом месте, не здесь, так что база по краю имеется, судимые и прочие неблагонадежные максимум по штык ножу получат, только прапорщик одна просьба». «Какая?» «Не знаю, насколько все это затянется, поэтому в справке и мобилизационном предписании указана наша войсковая часть, которая за солнечным дислоцировалась. Командует вами формально». Майор пробежал взглядом по экрану ноутбука и чуть скривился. «Капитан Данилин, Андрюха, искать его не обязательно, погиб вчера, но в списках числится, так оно проще будет, поверь». «А по поводу просьбы моей, говном не стань, время сейчас для этого подходящее, не сговнись». «На этом все, будут вопросы, ищи меня». «Товарищ майор, Ершов, запыхавшийся и согнувшийся под тяжестью моей будущей экипировки, возник в проходе. «Тут все согласно норме и положенности, проверьте и распишитесь». С подарками мне сегодня явно повезло. В туго забитом вещмешке обнаружились такая же афганка, как у меня, два комплекта нательного белья, простое и с начесом, портянки, связка подворотничков, армейские фляга с котелком, пара форменных кепи с офицерскими кокардами, портупея, кусок твердокаменного мыла со звездой, расческой и офицерский планшет. Судя по стойкому складскому запаху, этот замечательный набор скомплектовали лет 30 назад и отложили до лучших времен. Что ж, лучшие времена настали, очевидно, зато берцы новенькие, явно не из-за кромов длительного хранения и сидят идеально. Вишенкой на тортике стала новенькая 74-ка со складным прикладом и две тяжелые бумажные упаковки с патронами. Если мне не изменяет память, в каждой упаковке 120 штук. Не очень большой запас, конечно, зато безвозмездно. Даром, то есть. Разгрузочного жилета на меня не хватило, зато магазинов отсыпали аж 5 штук. Жирно получилось, короче говоря, жирно и вкусно. Буров появился примерно через полчаса после того, как я забил крайний магазин патронами. Подполковник выглядел крайне мрачно и озадаченно, в руках у него была картонная папка для документов. Пройдя мимо рядов нары лавок, он перекинулся с кем-то парой коротких фраз и подошел к нам. «Рад видеть в полном составе, ребята. Дим, ты как?» «В норме, товарищ подполковник», ответил я. Буров кивнул и похлопал меня по плечу. «Вы молодцы, хорошо в городе потрудились, рад, что вернулись живые. Пойдемте, у нас что-то вроде совещания намечается, нужно обсудить рабочие моменты». В этот раз в импровизированном зале для совещаний собралось куда больше народа. За спиной Бурова висел подробный план кедрового и его инженерных сетей, стол был завален бумагами. Заняв свободные места, мы расселись за столом. Краем глаза я заметил Декстера, который юркнул под стол и изрядно повозившись за тих. Подполковник внимательно оглядел собравшихся. «Товарищи, мы все знаем результаты выезда в Красноярск наших пожарных. Кроме того, имеется определенная информация о характере применения противникам оружия массового поражения». Буров тяжело вздохнул, немного помолчал и продолжил. «Ситуация в городе критическая. Идею о том, чтобы перебраться туда, можно забыть. Радиационный фон растет, особенно сильно он подскочил после выпадения осадков. На данный момент оставаться в поселке, даже в бомбоубежище, становится опасно. Поступило предложение вывозить людей на пункты временной эвакуации в район поселка Козулька и далее на Абакан. Оставаться возле Красноярска, это примерно как сидеть на пороховой бочке. Товарищ майор, поделитесь информацией». Уже знакомый мне майор Кудряшов кивнул, обвел взглядом собравшихся. «Как сказал товарищ подполковник, ситуация критическая». Начал он. «Дело не только в колоссальных потерях среди мирного населения, масштабных разрушениях и растущем радиационном фоне». «Куда уж хуже-то?» Тихо поинтересовался кто-то из присутствующих. «Есть куда». Кудряшов прочистил горло и продолжил. «Перед выездом из города наши химики обнаружили в воздухе некоторое повышение предельно допустимой концентрации боевых отравляющих веществ, в частности хлора. Правый берег реки Енисей в черте города, помимо дыма, частично затянут туманом. Странным туманом, происхождение которого определить затруднительно. Кроме того, наблюдаются проблемы с радиосвязью. Мы не можем установить связь между двумя машинами в колонне, зато периодически ловим в эфире тех, кого там в принципе быть не может по причине большого удаления отсюда. Переговоры отрывочные, общую картину понять нельзя, но они есть. По дороге сюда, к примеру, мы зафиксировали радиообмен пожарных подразделений Комсомольска на Амуре, и это не единичный случай. Собравшиеся в зале оживленно зашептались, при упоминании Комсомольска у меня внутри все сжалось, но перебивать майора и задавать вопросы я не решился. Из всего сказанного следует, что противник применил не только тактическое ядерное вооружение, но и химическое оружие, к слову, запрещенное во всем мире, и, вероятно, имело место применение неких средств радиоэлектронной борьбы, вызвавших аномалии в радиоэфире. Точнее сказать, я не могу, некомпетентен в этом вопросе. Выводы, думаю, сделайте сами. Предлагаю переходить к вопросу транспортировки гражданского населения и личного состава. Я переговорил с Антоном Геннадьевичем, ответил Буров. Кто не знает, это начальник автоколонны районного ДРСУ, Антон Геннадьевич, вам слово. Спасибо. Кивнул плотный невысокий мужчина в синей спецовке. Что могу сказать, в гараже ДРСУ есть четыре камаза, вахтовки и падик для дежурных смен. Если потесниться, поместятся все, но запасов топлива у нас нет. Обычно мы по талонам заправлялись на заправках. Остаток в баках, конечно, имеется, но небольшой. Неделю назад рабочих развозили по участкам. Считаю, нужно добраться до машин, понять, сможем ли мы их использовать. Топливо нам понадобится, добавил Буров. Плюс один из автобусов, приехавших после удара, тоже можно задействовать. «Всю технику, которая была на ходу, мы перегнали в боксы у здания бывшего штаба, так что сильно фонить она не будет». «А Субарик тоже перегнали?» тихо спросила меня Саша. «Блин, Сашка, откуда я знаю?» Зашипел я. «Подожди». Буров кинул на Сашу неодобрительный взгляд. «Кроме того, пока мы готовим людей и технику, нужно отправить кого-то в Козульку, предупредить о нашем приезде. С этим разберемся чуть позже. Сейчас необходимо добраться до гаражей дорожников, найти машины и топливо. Антон Геннадьевич, заправка от РСУ далеко? Километров пять по трассе», ответил дорожник. «Даже чуть меньше». «До нее ваши машины дотянут?» «Вполне». «Ну и хорошо, было бы топливо, как его выкачать придумаем». «Товарищ подполковник, разрешите вопрос?» Поднял я руку. «Да, конечно». Учитывая выпадение на поверхности радиоактивных осадков и повышенный фон, каким образом мы доберемся до ДРСУ». «Отличный вопрос». Буров едва заметно улыбнулся. «Как вы знаете, когда-то наша ракетная дивизия была лучшей в своем роде, и помимо ракетных установок шахтного базирования имела на вооружении боевые железнодорожные ракетные комплексы, сокращенно БЖРК». «Не надо недовольных взглядов, товарищи ракетчики. Гриф секретности давно снят, да и условия у нас чрезвычайные. Суть в чем, помимо КП, на котором мы находимся, существует обширная сеть подземных сооружений коммуникаций, не только под бывшим военным городком. Есть поттерны, это такие специальные коридоры, уходившие на некоторые пусковые позиции, в том числе и на базу хранения элементов БЖРК. База находится по другую сторону трассы в тайге, но на базу нам не нужно, ДРСУ расположено гораздо ближе, и что самое главное, километрах в полутора от Поттерны, ведущей к базе. Там же есть и аварийные выходы, можно подняться на поверхность и в темпе вальса, а еще лучше в костюмах химзащиты добраться до гаражей. А там за столько лет ничего не обвалилось, спросил Макс. Тем более после расформирования многие подземные объекты обычно рекультивируют. Конкретно здесь взрывали и затапливали в основном ракетные шахты, поморщившись ответил Буров. А по поводу состояния Поттерн и возможности прохода по ним, я как раз и хотел к вам, ребята, обратиться. Вы же не случайно оказались на КП перед самым ударом. Поверьте, я знаю, кто такие диггеры, и мне кажется, лучше вас сейчас никто с этими подземельями не разберется. Глава шестнадцатая. Поселок городского типа Кедровый, бывший КП 36 РД РВСН 16 июня вторник 18 часов 50 минут радиационный фон 35-60 микрорентген в час. Многие считают, что исследование заброшенных подземных коммуникаций увлекательное и совсем не опасное дело. почему-то никто не думает о том, что под землей может в принципе случиться все, что угодно. Начиная от банального обрушения, подмытых грунтовыми водами сооружений и заканчивая скоплением метана или углекислого газа. Причем, если метан сообщает о своем присутствии весьма неприятным запахом, углекислый газ вообще никак себя не выдает. горе-исследователь начинает чувствовать усталость, легкое головокружение, а потом незаметно теряет сознание. Практика подземных путешествий знает не один десяток подобных случаев, поэтому лезть в первый попавшийся люк, радостно размахивая фонариком и строительной каской, исписанный со всех сторон словом «диггер» – последнее дело. Любому спуску, пусть даже самому рядовому на первый взгляд, предшествует подробная разведка, поиск информации, определение возможных источников опасности. Далее подбор необходимого снаряжения, основного и запасного фонаря, комплектование аптечки первой помощи. Вообще процентов 80 того, что принято называть в народе «диггерство» – это кропотливый информационный труд, сбор данных, подготовка. Я не говорю о любителях залезть на заброшенную стройку и сделать пару десятков однотипных фотографий на фоне подвальной стены и унылого пейзажа. Речь идет о чуть более серьезных вещах, поэтому после того, как Буров поставил достаточно деликатную задачу разведать состояние подземных коммуникаций бывшей дивизии, мы с товарищами крепко задумались. С одной стороны, тема армейских катакомб в этом районе и раньше была для нас довольно интересна, с другой, хрен его знает, что там сейчас внизу. Взяв пару часов на размышления, мы удалились в зал для укрываемых и принялись обсуждать предстоящую вылазку. «Просто пройдем максимально вглубь, посмотрим этот аварийный выход», предложил я. «Попробуем открыть и назад, дальше пускай уже местные головы греют». «То есть ты не горишь желанием вялого нуклида наверху поймать?» хохотнул Макс. «Пока не особо, мне еще этот, генофонд улучшать надо». «Генофонд салфеток?» прищурилась Саша. «Ну хватит, если ты обиделась из-за того, что мы тебя не берем». «Да ты меня и так никогда не брал в эти свои вылазки». «Ладно, ладно, я примирительно поднял руки». «Пойдешь с дозиметром, я объясню, как он работает, только собака останется здесь». Алан с Максом многозначительно посмотрели на меня, проигнорировав их взгляды, я продолжил. «Скорее всего, там обычная паттерна, такая же, как на любой ракетной позиции, только длинная». «А вентиляция?» спросил Макс. «Вряд ли она все эти годы работала». Буров говорил, что там это естественным путем происходило, приточная вентиляция, наверное, ну и камеры вентиляционные были, да, схему, которую он дал, очень общая короче схема, невнятная. «Думаю, пару дыхательных аппаратов нужно взять», предложил Щукин. «Или ГДЗК, я их тут в одном хитром месте углядел». «ГДЗК, это же всего полчаса работы, я покачал головой, или меньше, не помню уже». «Ну, нам же не нужно будет весь день не ходить», пожал плечами Алан. «Если что, у меня размер противогаза третий, решайте, отцы командиры, я пойду пока чай попью». Алан удалился вглубь зала, туда, где у нескольких тройников уютно светился синий подсветкой электрический чайник. «Короче», подытожил я, «защита органов дыхания, ГДЗКшки, фонари, возьмем пожарные поисковые, а как запаски любые другие, бахилы от ОЗК пригодятся, местами может быть подтоплено». «Лом, Дим», предложила Саша. «Лом», удивленно переспросил я. «Ну, вдруг там обвалится что-то?» Саша пожала плечами. «Пригодится же?» «Ладно, лом, Макс, стопай до Бурова, рожай ГДЗК, четыре штуки, я дерну Константиновича, найдем лом и будем собираться потихоньку». Алан склонился над столом возле чайника и зачем-то переливал кипяток из граненого стакана в кружку. В воздухе пахло малины и какими-то травами. Рядом с кружкой лежал кусок мокрой марли и непонятно откуда появившееся сито. «Ты чего тут химичишь?» поинтересовался я. «Чай, Диман, это чай, настоящий, не то что дрянь из пакетиков. Термос есть?» «Есть в рюкзаке, а где ты этот чай достал?» «Местные угостили». Алан кивнул на двух пенсионеров с интересом наблюдавших за его действиями. Несмотря на солидный возраст, у обоих на коленях лежали охотничьи двустволки. «Степаныч в прошлом году собирал хороший чаек, бодрит», сообщил один из стариков, второй, видимо, тот самый Степаныч хитро улыбнулся. «Вы, сынки, побольше берите, чай он от любой беды завсегда убережет». «Спасибо, отцы», кивнул я сомнением, поглядывая на темно-коричневую жидкость. «А переливаешь ты его туда-сюда нафига?» поинтересовалась Саша. «Да там всякая дрянь плавает, трава, листочки, ягоды даже попадаются». Алан отхлебнул немного из кружки и зажмурился. «Хорош чаек, ох, хорош, будете?» «Воздержусь», помотала головой Саша. «Я как-то не очень эти травяные сборы люблю». «Попозже, пожалуй», отказался я. «Сначала за тобой понаблюдаю, мало ли». «Сразу видно, не понимаете ничего», ухмыльнулся Алан. «Любите лихимии, блин, вот поэтому у тебя, Диман, морщины по роже и прут». «Какие еще морщины?» Мы собрались в небольшом закутке перед ржавой герметичной дверью, не такой мощной, как на входе в бомбоубежище. На стене возле двери красной краской через трафарет было выведено «Соор 12-800 метров, Соор 15-2500 метров, Соор 17-2900 метров, Соор 1-5500 метров». «Охренеть, это типа там 5 километров тоннелей?» присвистнул Макс. «Ну, так далеко нам, к счастью, не нужно». Выдохнул я, представив 5-километровый подземный переход по неизвестным катакомбам. Трасса примерно в 2-х километрах отсюда, то есть в районе сооружения под номером 15. Если не возникнет осложнений, управимся быстро. Проверьте, мы ничего не забыли. Тщательный осмотр снаряжения явных косяков не выявил. Мощные пожарные фонари, сумки с чулками от ОЗК, чехлы с ГДЗК на поясах, разгрузочные жилеты у Аланы и Щуки на автоматы, у меня ПМ и лом. Саша деловито щелкала кнопками дозиметров, в который раз изучая нехитрые настройки. Рюкзак взял только я, в нем хранилось самое ценное. Несколько аварийных рационов питания, аптечка и термос с волшебным чаем Алана. Если бы не знал, какая жуть творится на поверхности, решил бы, что попал на какую-нибудь ролевую страйкбольную игру по мотивам одной известной вселенной. «Давайте там аккуратней», попросил Буров, открывая гермодверь. «Чем мог, помог, сам всех деталей об этих ходах не знаю». «Разберемся», махнул рукой Щукин. «Ждем свистями, удачи». Патерна дынула в лицо затклым и в то же время влажным спертым воздухом. Лучи фонарей осветили стены с облупившейся штукатуркой, ржавые плафоны ламп под потолком и толстые косы кобелей, уложенные вдоль стен. «Смотрите, в лампочках вода!» удивилась Саша с интересом осматриваясь вокруг. «Дальше интересней», заверил ее я и тут же поймал обиженный взгляд. «Вот где ты раньше был со всеми этими местами?» «Ну сейчас-то я здесь, ладно, потопали». Мы двинулись вглубь Патерны, большую часть пути все молчали и внимательно прислушивались к подземелью. Где-то капала вода, под подошвами ботинок поскрипывала пыль, атмосфера в таких местах всегда особенная, мне, под землей время останавливается. Только вот выбраться в любой момент на поверхность и отправиться на пригородном автобусе домой теперь не получится. Луч Сашиного фонаря плясал по стенам, несколько раз щелкнула камера ее мобильного телефона. Исследовательница блин, хоть селфи не делает, или делает, куда только выкладывать их собралась. Впрочем, делать Саше замечание я не планировал. Пусть будет небольшой моральной компенсацией за все мои походы по подземельям без нее. Спустя обозначенные 800 метров мы оказались в небольшом помещении. У стены стоял покрытый толстым слоем пыли стол с двумя телефонами. Обычным дисковым и армейским Та-57. Рядом пара стульев и разломанная доска для документации на полу. Паттерна уходила дальше, а слева от стола оказалась массивная гермодверь. На стене возле нее значилось сооружение 12 ответственный старший лейтенант Яковлев А.С. «Народ, может, откроем?» предложил Алан. «Обязательно откроем, и вся подземка в труху». Но потом перефразировал я цитату из фильма ДМБ. «Интересно просто, зачем тут под землей столько всего накопали?» Константинович подошел к столу дежурного и взял с него пыльный журнал. «Че там такое?» поинтересовался Щукин. «Что-то вроде журнала учета», ответил Алан и стер рукавом пыль с обложки. «Учет открытия двери вроде как, и фамилии, кто открывал в какое время». «Занятная дверь, занятная», протянул Макс. «Все-таки надо будет потом глянуть». «Глянем, глянем», кивнул я с плохо скрываемым любопытством. «Да, фото с интересного подземного объекта, конечно, уже никуда не выложишь, и начинающие исследователи не лишатся сна, раздумывая, что за загадочное место опять нашли проклятый Алан Савельевым. Однако дверь определенно стоила внимания в ближайшем будущем». «К следующему сооружению, пятнадцатому, если верить указателям на стенах, мы дошли спустя минут тридцать. Оно оказалось гораздо больше предыдущего, внушительный зал сразу с несколькими дверьми и автомобильный съезд со стекленной будкой дежурного, наглухо перекрытый герметичными воротами. В центре зала, просевший на один борт сто тридцать первый зил с кунгом, изъеденной коррозией и покрытой пылью армейский грузовик смотрелся мощно и немного сюрреалистично, словно призрак давно ушедшей эпохи. Пройдет немного времени и уже совсем другие призраки на поверхности будут напоминать нам абсолютно о других вещах. Метров пятьсот осталось, предлагая немного передохнуть и пообедать, сказал я. Сань, фон есть? Чуть ниже санитарной нормы, ответила Саша. Надо же, быстро учиться, уже и слов умных набралась. Я вытащил из рюкзака аварийные рационы и раздал товарищам, сам же решился выпить немного чая. Странно, но аппетита пока не было. Когда я там последний раз ел, не помню. По всему получается, что давно. Ладно, перекушу, когда вернемся. Прикольная тема, как печенье, сообщил Алан, откусывая кусок от брикета. Только не сухое и пить не хочется. Так это для моряков ништяки, сказал Щукин. Там же типа в море с пресной водой проблемы. Вот, короче, и делают такие штуки. Они дико калорийные, можно на сутки брикет растянуть. А если жрать неделю, чакры так откроются, что офигеешь, добавил я. Проверял что ли? Спросила Саша. Ага, конечно, так открылись, что отгул на заводе брать пришлось. Скрутив крышку с термоса, я налил в нее чай и отхлебнул. Ого, бодрит однако, да и вкус приятный. Вроде как малина с мятой чем-то еще, но горячий зараза. Обжигал язык, я допил, сплюнул какую-то травинку и передал термос ребятам. Пока они доедали, обошел зал, внимательно осматривая каждый уголок. Из зала уходили в разные стороны сразу три гермодвери без каких-либо опознавательных знаков. На двух дверях вместо привычных запоров обнаружились панели с кнопками, похожие на те, что ставили в советские временные домофоны. Интересное кино получается, ни о чем подобном я раньше не слышал. Нужная нам паттерна выглядела не лучшим образом, пол засыпан кусками штукатурки и бетонной крошкой в некоторых местах лужи. Но самые большие опасения вызвала пересекающая потолок трещина, сочащаяся крупными каплями. Хорошо, если это грунтовые воды, а если нет? Сань, натягивай бахилы, хватай дозиметры сюда! Крикнул я, разглядывая трещину, ловко справившись с чулками, Саша включила соекс и подошла ко мне. Ну, такое, заключила она, увидев состояние потолка. А фон, кстати, ничего, нормальный, в смысле фон. Значит, грунтовые. Успокоившись, я позвал остальных, и мы двинулись дальше. Перед простой деревянной дверью в стене паттерны мы остановились. Табличка на двери сообщала, что за ней находится вентиляционная камера, однако воздух в тоннеле был очень сухим и затхлым, а никаких вытяжек или решеток в стене не наблюдалось. Достав из кармана зипу, я попытался ее зажечь. Получилось третьей попытки, но фитиле задрожал слабенький огонек. Это означало, что кислорода вокруг не так много, как хотелось бы. Походу оно, спросил Алан. Видимо, кивнул я. Над нами трасса, ломаем дверь. Дверь подалась лому почти сразу, хрустнуло сохшееся дерево, и мы с Аланом, не рассчитав силу, буквально валились в небольшое помещение, в котором не было ничего, кроме ржавой лестницы. Посветив наверх, я увидел люк с круглым штурвалом посередине. А вот и выход, я на разведку. Скинув рюкзак, я ухватился за весьма ненадежные с виду скобы и стал осторожно подниматься. Скобы скрипели, ходили ходуном, но мой вес пока вполне выдерживали. Добравшись до штурвала, я приготовился приложить максимум усилий, чтобы его провернуть. К моему удивлению, сделал несколько оборотов, пока внутри люка что-то не щелкнуло. Внезапно появилось тревожное ощущение, будто им недавно пользовались. Упершись плечами и затылком в люк, я потянулся на крайней скобе и пыхтя откинул его в сторону. Безумная смесь из запахов дождя, прелой листвы и гари ударила по ноздрям, в глазах потемнело от резкого переизбытка кислорода. Стараясь не свалиться вниз, я выбрался из люка и огляделся. Люк выходил в круглое бетонное строение с приоткрытой дверью. За дверью виднелось мрачное, затянутое то ли дымом, то ли тучами небо, кусок мокрого асфальта или за ним. Отлично, выход есть. Судя по всему, он замаскирован под будку необслуживаемого усилительного пункта. Неприметный грибок, такие частенько попадаются в укромных местах вдоль федеральных трасс. Поборов желание задержаться на поверхности и закурить, я нырнул в люк и спешно спустился обратно. Внизу меня встретили взволнованные и притихшие товарищи. «Вы чего такие хмурые?» спросил я. «Меня всего пару минут не было, все отлично, выход есть, можем назад двигать». «Диман, тут такое дело», начал Макс. «Продолжай». «Короче, пойдем, покажу одну хреновину». «Что-то мне это уже не нравится», сообщил я, отряхивая руки. «Нам тоже не понравилось, тут недалеко, метров десять буквально, вон, видишь, только не свети туда». Сначала я ничего не увидел, но, приглядевшись, заметил под потолком моргающий красный огонек. «Это...» «Камера!» «Камера Глава семнадцатая» Дмитрий Савельев, бывший 36-РД РВСН, 16 июня-вторник, 20 часов 40 минут, радиационный фон 15-35 микрорентген в час. Справившись с неприятным ощущением легкого ступора, я все-таки подсветил фонарем камеру. Обычные, вроде, такие во многих подъездах стоят. Единственное, что вызывало тревогу, камера работала. И само ее присутствие в заброшенных военных катакомбах сильно напрягало. К тому же, чуть дальше виднелась закрытая с виду гермодверь без запоров с внешней стороны. Может, тут находится какой-нибудь правительственный объект, или слухи о полном расформировании здешней ракетной дивизии немного преувеличены. Задумавшись, я не сразу услышал тревожный оклик Алана. «Диман, тут, кажется, потолок трещит». «Что?» переспросил я. «Стоем на тапки, говорю, потолок сыпется». «Бегите к залу с грузовиком, я сейчас». «Давай в темпе, пока он не рухнул». Желание выяснить происхождение таинственной двери побороло здравый смысл, и вместо того, чтобы как можно быстрее покинуть опасный участок паттерны, я рванул гермодвери. Так, поглядим, запоры сняты, уплотнитель почти новый, и петли в солидоле. Мне кажется, или за дверью что-то гудит. Скорее всего, глюки, обычно такие двери не пропускают звуков. Что самое интересное, никаких надписей, указателей или табличек. Просто скромная дверь, с камерой, в подземелье, где уже с десяток лет не появлялись люди. За спиной что-то надсадно хрустнуло и с грохотом посыпалось. Оглянувшись, я увидел в свете фонаря облако пыли, стремительно надвигавшееся на меня. Отчаянно матеря собственную глупость, любопытство, грунтовые воды и советских военных строителей, я побежал навстречу облаку, надеясь успеть свернуть в комнату с эвакуационной лестницей. Успел и даже успел захлопнуть за собой дверь. Завал получился основательным, глухим и непроходимым. Вместе с куском потолка в патерну осыпался внушительный объем почвы, грунта и даже кусков асфальта. Полагаю, наверху образовалась нехилая яма. Дождавшись, пока пыль осядет окончательно, я облокотился на стену и крепко задумался. Положение складывалось отвратительное, единственный путь обратно перекрыт, а перспектива топать назад по поверхности после радиоактивного дождика похожа на извращенное самоубийство. Хрен его знает, какой там сейчас фон, дозиметр ведь остался у Саши. Представляю, в каком состоянии сейчас товарищи. Я хорош, надо ведь было сунуться к этой проклятой двери. Ладно, все самое поганое уже случилось. С одной стороны у меня завал, с другой закрытая гермодверь с камерой. Посередине выход наверх, наличие которого, вот ведь ирония, не радует совершенно. Однако других вариантов все равно нет. У меня есть бахила от ОЗК, а где-то на дне рюкзака спасательное одеяло. Интересно, экранирует ли оно радиацию? Вряд ли вообще создатели одеяла предполагали, что кому-то придет в голову эксплуатировать его в подобных условиях? Самая логичная мысль создать подобие костюма химзащиты из подручных средств. Вот только не думаю, что такого костюма хватит надолго. Ну, вляпался. Может, ломиком завал поковырять? Хотя толку от ломика тут не будет. Экскаватор, возможно, помог бы, но это не точно. Тщательно сантиметр за сантиметром, осмотрев завал, я сделал вывод. Это фиаско. Полнейшее. Достав из пачки сигарету, я закурил, отметив, что зажигалка зажглась с первого раза, видимо, открытый наверху люк обеспечил приток кислорода. Выпустив облачко дыма, я задумчиво посветил на него фонарем. Дым заклубился в ярком конусе света, неторопливо вытягиваясь в приоткрытую дверь эвакуационного выхода. На секунду появилась абсурдная мысль помахать руками перед камерой или постучаться ломом в гермодверь. Мрачно ухмыльнувшись, я выбросил окурок, и в этот момент со стороны двери раздался глухой щелчок, подозрительно похожий на звук проворачиваемого запора. Отложив лом и выключив фонарь, я до боли в пальцах сжал рукоять Макарова, уставившись в темноту. Щелчки повторились еще три раза, кто-то открыл остальные запоры. Едва слышно скрипнули петли, сместившись на всякий случай в сторону, я приготовился подробно и лаконично рассказать, кто я такой и откуда собственно появился, однако меня опередили. В темноте вспыхнула ярко-красная точка, вторая точка появилась у меня на груди. Все, приплыли. Неизвестный появившийся из-за двери прекрасно знал, где я стою, прибор ночного видения у него что ли. Но ведь они не шибко полезны в полной темноте, или я ошибаюсь, и ведь в сторону уйти не успею, а за спиной завал. Какого хрена? Уже не таясь, крикнул я. МЧС, ра... Что-то хлопнуло, неприятно так, не предвещая ничего хорошего, однако на выстрел этот хлопок мало походил, резкий укол в грудь, и тут же все тело будто скрутило в узел. Я сдавленно вскрикнул и выронил пистолет. Клево, тазер, это такой дистанционный электрошокер, которым можно с безопасного расстояния обезурядить нападающего. Редкость для наших мест, в основном подобными штуками американские копы балуются. Что я там говорил, все самое поганое уже случилось, ноги подкосились, и я мешком повалился на пол. Прийти в себя оказалось в разы сложнее, чем после самого паленого коньяка. Перевернувшись на бок, я осторожно приподнял голову и осмотрелся. Меня притащили в небольшую комнату со старыми фотообоями на стенах, какой-то осенний березовый лес, речушка на заднем плане. Подобные украшательства очень любили в конце 80-х годов прошлого века. Под потолком непривычно ярко горят люминесцентные лампы, из мебели только массивный деревянный стол, два довольно дорогих на вид офисных кресла и кожаный диван. Себя я обнаружил лежащим на полу с руками туго стянутыми за спиной. Судя по режущим ощущениям в запястьях, меня скрутили не обычными полицейскими наручниками, а пластиковыми хомутами. Переведя взгляд на грудь, я обнаружил торчащий чуть выше кармана металлический штырек от тазера с обрезанной леской. Добавив к этим неприятным деталям чудовищную головную боль и боль во всем теле в принципе, можно примерно представить себе мое состояние. Матеряя сквозь зубы, я предпринял робкую попытку изменить свое положение в пространстве, а именно сесть. Получилось раза с третьего, перед глазами все плыло, чувствительность кистей рук тоже не радовала, перетянули гады. Знать бы еще, кто такие. Ладно, посидим, подождем. Внезапно идея свалить через эвакуационный выход и вернуться в бомбоубежище по поверхности показалось не такой уж и плохой. Вот только шансы на ее реализацию похоже стремились теперь к нулю. Первый раз дверь открылась примерно через полчаса после того, как я очнулся. В комнату на секунду заглянул мужик в синей форме с незнакомыми мне знаками различия, хмыкнул и тут же исчез. Дверь захлопнулась, я даже не успел выразить свое недовольство по поводу почти онемевших рук и крайне негостеприимного отношения. А спустя еще минут десять где-то в глубине катакомб внезапно раздался мощный взрыв. Комнату а вместе с ней и меня ощутимо тряхнуло с потолка посыпалась штукатурка. Лампы моргнули крепление одной из них не выдержали и она повисла раскачиваясь на проводе. За дверью забегали люди кто-то кричал матерился. Громыхнули еще два взрыва и тут послышались первые выстрелы. Одиночные хлопки пистолетов практически сразу захлебнулись в треске автоматных очередей. Что это за место такое? Они меня тут замуровать решили? И какого хрена вообще творится? Решив что поиск ответов на эти вопросы можно перенести на чуть более позднее время. Я снова упал на бок и шустро попол в сторону стола надеясь укрыться под ним отчего бы то не было. Бой снаружи набирал обороты автоматы работали практически не смолкая. При этом звуки перестрелки с каждой минутной заметно приближались к моей комнатушке. Оказавшись у стола я кое-как заполз под него и замер прислушиваясь. Темп стрельбы паутих теперь периодически раздавались удары и только потом уже короткие очереди или одиночные выстрелы сопровождаемые криками да они там двери ломают. Догадка не обрадовала ведь такими темпами до меня неизвестные любители пострелять доберутся очень скоро одеваться некуда единственное подобие укрытия стол и надежности он точно не отличается. Закрыто! Отрывисто крикнули за дверью ну вот добрались ломаем тяжелый ботинок впечатался в дверь хрустнул и вылетел замок из-под стола было видно что в помещение вошли двое и принялись норовисто его осматривать оба в дорогих немецких ботинках фирмы лова выше колен защищенных навороченными наколенниками из-под стола разглядеть не получалось да я и не пытался толком езжу понятно что это какой-то спецназ все теперь точно конец который раз меня уже эта мысль посещает сейчас они обойдут комнату заглянут под стол обнаружат связанного меня шмальнут пару раз и привет так подходят может попробовать пообщаться с ними хотя с одним уже пообщался а в итоге валяюсь тут кто-то говорил что смерть нужно принимать достойно но на словах все львы толстые зажмурившись я выдохнул и приготовился полностью отдаться воле злодейки судьбы опа глянь какой тут пассажир занятный ни хрена себе его еще и смотали эй ты живой я медленно развернулся и стараясь не делать резких движений выглянул из-под стола надо мной стояли двое бойцов упакованных так что любой обзавидуется новенький зарубежный камуфляж компактный бронежилет с плотно с плотно забитыми разгрузками поверх них радиостанции защитные шлема на одном из шлемов даже экшн камера закреплена наверное интересное кино у ребят получилось вооружение тоже непростое на меня внимательно смотрели стволы специальных автоматов вал ИСР-3М с установленными коллиматорными прицелами и тактическими фонарями лица бойцов естественно скрывали маски несколько мгновений мы изучали друг друга взглядами затем один из бойцов прищурился очень по знакомому прищурился и сказал ну здравствуй мил человек тебя за что так упаковали я сидел на диване и растирал запястья восстанавливая кровообращение крючок от тазера который наверняка зашел глубоко под кожу пока трогать не стал решив заняться им в более спокойной обстановке а вот от предложенной бутылки с водой не отказался случившееся до сих пор не укладывалось в голове не бывает на свете таких случайностей не бывает однако я по-прежнему жив относительно здоров а широкая улыбка снявшего маску бойца в камуфляже без знаков различия радует больше чем многомиллионный выигрыш в лотерею еще бы шанс на жизнь в билетах гослото ни разу не разыгрывали вдоволь напившись я вопросительно уставился на своего неожиданного спасителя даже не спрашиваю откуда мы здесь покачал головой он не отвечу служба такая я понимаю ответил я в любом случае спасибо тебе да не за что тебе просто повезло оказаться не в то время и не в том месте это точно закурим некогда вновь покачал головой собеседник работа еще много ты это выходить будешь не удивляйся ничему то есть тут должны были находиться совсем другие люди не эти думаю поймешь ладно потом потрещим еще я тебя найду слушай не выдержал я один вопрос можно отвечу если смогу если вы здесь значит какая-то власть осталась страна правительство правительство может уже и нет и страны тоже а вот мы никуда не делись есть приказы и задачи которые нужно выполнять в любом случае чистильщики предположил я святая инквизиция улыбнулся собеседник ладно мы сворачиваемся ты сидишь здесь 15 минут потом выходишь и тоже очень быстро валишь а радиация химзащиту здесь найдешь и дозиметр в конце коридора склад левая дверь нам он без надобности я молча кивнул натянув маску собеседник похлопал меня по плечу не кисни потом сядем побазарим по-человечески но бывай мил человек до встречи крепко пожав мне руку собеседник быстро вышел в коридор а я задумчиво уставился на стену с фотографией березы все-таки интересно устроен наш мир казалось бы ядерная война безумная по своим масштабам события а Красноярск как был одной большой деревней так и остался ну никак не ожидал я встретить при таких обстоятельствах закадычного товарища которого не видел уже пару лет а мне говорил перевелся в район работать бумажки перекладывать точно бумажки ага спустя 15 минут я осторожно вышел в коридор и первым делом споткнулся об труп мужика в синей форме заглядывавшего ко мне в комнату судя по нашивкам мужик доблестно трудился в частной охранной фирме с красивым названием сирена вот только конец его карьеры немного подкачал наверное стрелки посчитали надетую поверх форменной куртки дешевую черную разгрузку полноценным бронежилетом другого объяснения напрочь развороченной пулями грудной клетки охранника я не придумал стараясь не смотреть на мешанину из плоти костей окровавленной ткани я все-таки заметил злополученный кислотно-желтый электрошокер закрепленный на поясном ремне убитого да мужик не стрелять тебе больше из тазера беглый осмотр взятых штурмом помещений позволил сделать вывод что сооружение когда-то переоборудовали под бомбоубежище причем необычное А-класса люкс повсюду дорогая мебель оргтехника дорожные чемоданы сумки а еще кислый запах пороховой гари и трупы я насчитал человек 30 точно понимать кто все эти люди и почему их вот так запросто расстреляли пока не особо хотелось хотя причины наверняка были весомые хотелось поскорее покинуть жуткое бомбоубежище вернуться в кедровый к Саше к ребятам к Декстеру наконец они ведь наверняка сейчас возвращаются на КП за людьми инструментом для разбора завалов бляха что за непруха это такая из огня да в полыми не дня без приключений спустя минут десять поисков я обнаружил на разгромленном посту охраны изъятый у меня рюкзак и пистолет а еще склад в котором разжился новеньким костюмом химзащиты и относительно неплохим дозиметром неева сам склад оказался довольно интересным и его точно стоило изучить повнимательней но это чуть позже я уселся на уютный диванчик стоявший свободным от трупа в конце коридора и прикурив сигарету принялся изучать инструкцию к дозиметру путь предстоит непростой почти 3 километра по зараженной радиоактивными осадками местности поэтому нужно основательно приготовиться Глава 18 Дмитрий Савельев бывший 36 РДР ВСН 16 июня вторник 22 часа 10 минут радиационный фон 25 0 микрорентген в час Испытывать судьбу по нескольку раз на дню делая храбрых и в некотором роде безрассудных людей к которым я себя особо не относил приключений на сегодня хватило с избытком как жив остался вообще загадка безумно хотелось завалиться спать в любом маломальски подходящем для этого месте вот только компания из трех десятков покойников определенно смущала еще раз пройдясь по помещениям я пополнил свои скудные запасы парой зарубежных сухих пайков откуда только они взялись мощным диодным фонарем и неплохим респиратором от фирмы 3M что странно ни одного противогаза я не нашел зато нашел внушительный склад провизии несколько баков с питьевой водой и противоударный кейс со спутниковым телефоном который не задумывая сунул в рюкзак зачем такому добру на тортике стал пистолет ерыгина обнаружившийся у какого-то мужика одетого в дорогой деловой костюм бывшему владельцу пэйя теперь точно не пригодится без половины черепной коробки особо не постреляешь зато мне в самый раз рвотные позывы и спазмы в желудке закончились в трупе на пятнадцатом поэтому я без зазрения совести переместил пистолет и два запасных магазина из-под сумка к себе в разгрузку если не ошибаюсь в магазине ерыгина пятнадцать патронов значит на два магазина получается тридцать снаряженный магазин явно не использовался плюс еще пятнадцать неплохо получается очень неплохо особенно по сравнению с моим травматом прежде чем отправиться в путь я сходил в дизельную и вырубил генератор чтобы сэкономить местный запас топлива бомба убежище погрузилась во тьму только над дверьми остались тускло гореть указатели аварийных выходов да в коридоре помаргивали паралюминистентных ламп запитанных неизвестно откуда решив вернуться сюда с товарищами и основательно поживиться когда обстановка наверху стабилизируется я натянул костюм химзащиты мысленно радуясь что это вполне комфортный армейский Л1 затянул ремешки респиратора на затылке и закинув на плечо рюкзак двинул на выход стараясь не обращать внимания на трупы я дошел до герма двери возле которой совсем недавно получил живительный заряд тазера дверь оказалась не заперта включив фонарь я протиснулся в паттерну и направился к аварийной лестнице конечно я мог подождать пока ребята доберутся до Бурова а тот отправит людей разбирать завал ему ведь в любом случае понадобится проход чтобы не гонять людей по поверхности лишний раз однако сидеть и дожидаться спасателей не хотелось совершенно высунувшись на улицу я первым делом проверил показания дозиметра фон повышенный но в целом жить можно тем более в химзащите снаружи ни день ни ночь непонятные сумерки мрачно ползущие над тайгой сковавшись с двух сторон федеральную трассу поблескивает мокрый асфальт резко пахнет озоном и гарью вон и провал яма с неаккуратными краями прямо по центру проезжей части вдалеке виднеется серая полоска бетонного забора ДРСУ а вокруг плотная давящая на уши тишина и никаких следов спецназа интересно где они заходили в бункер хотя это лишний интерес их дела меня точно не касаются я прикинул что до поворота на кедровой мне нужно протопать около километра вдоль трассы потом километра три по бетонке до военного городка не близкий путь тем более в сложившихся условиях может сразу заскочить в ДРСУ и посмотреть что там с техникой или не тратить на это время нужно подумать чтобы стимулировать мыслительный процесс я опустил маску респиратора и с наслаждением закурил гадкая привычка но избавиться от нее все не выходило а теперь и смысла бросать нет здоровый образ жизни надолго покинул наши благодатные края хорошо что додумался переложить сигареты в разгрузку надетую поверх костюма химзащиты и плохо что из оружия у меня только пистолет смущает знаете ли когда у тебя полная разгрузка автоматных магазинов в которые некуда заряжать неловко как-то получается все-таки в ДРСУ соваться не стоит мало ли кто-то может сейчас обитать вокруг-то куча деревень народу с ружьями и карабинами хватает против таких не хочется выходить с одним ерыгином отщелкнув окурок в лужу я потопал в сторону поселка когда я свернул на бетонку дозиметр затрещал чуть сильнее сообщая о повышении радиационного фона потом на пару секунд затих и вдруг снова залился в тревожном треске какого черта я взволнованно посмотрел на экран прибора цифры быстро сменялись одна другой не давая даже примерно определить фон может быть где-то здесь горячая частица и простенький бытовой дозиметр сходит с ума потому что не рассчитан на такие дозы странный шум со стороны разбитого микроавтобуса стоявшего на повороте еще с момента удара заставил меня резко пригнуться и быстро перебежать на обочину достав пистолет я присел и уставился на микроавтобус несколько долгих мудовений ничего не происходило а потом уцелевшая при аварии фары едва заметно моргнула галогенной лампой или мне показалось нет действительно лампа чуть загорелась и потухла моргнула и снова погасла словно в автомобиле разрядился аккумулятор в кабине что-то щелкнуло и прерывисто зашипело ошарашенно глядя на странный микроавтобус я подошел ближе и заглянул в салон с водительской стороны по спине пробежали мурашки подсветка панели приборов и магнитола на секунду ожили загорелся ярко-красный значок требующий проверить пристегнут ли ремень безопасности пассажира магнитола издала несколько булькающих звуков подозрительно похожих на какой-то попсовый хит аккумулятор замкнуло а что вполне себе версия вот только развороченный салон автомобиля вдруг начал медленно наполняться странным зеленоватым свечением которое казалось исходило со всех сторон сразу чертыхнувшись я посмотрел на небо и замер тяжелые свинцовые облака обволакивали с полохи зеленых и фиолетовых оттенков очень похожие на северное сияние но какое мать его северное сияние в этой части сибири бред хотя хрен его знает что там с атмосферой случилось после удара я в этих делах не особо разбираюсь микроавтобус тем временем заморгал аварийкой а я сообразил что нужно как можно быстрее валить словно в подтверждение моих мыслей чудом уцелевшие фары второй разбитой легковушки ослепительно вспыхнули ксеноном айсалона заиграла классика русского рока слишком нереально выглядело происходящее слишком страшно и неправильно не дожидаясь чем закончится непонятное явление я рванул по дороге в сторону военного городка ладони моментально вспотели горло перехватило мешковатый костюм химзащиты мешал бежать ноги путались рюкзак долбил по спине а назойливая песня будто преследовала пробежав метров двести напрочь сбив дыхание я заметил что сияние в небе пропало так же внезапно как и появилось я обернулся и с облегчением отметил что разбитые автомобили снова превратились темные не подающие признаков жизни силуэты интересные дела творятся однако жуть какие интересные что там тот майор говорил о нетипичных видах оружия массового поражения примененного противником ладно обдумывать увиденное сейчас некогда к тому же необычное атмосферное явление кажется убило трофейный дозиметр на экране радостно горели три нолика уверяя меня в том что даже естественный фон вокруг отсутствует напрочь верить в такое было крайне глупо поэтому я торопливо двинулся дальше очень неприятно понимать что вокруг радиация но не иметь никакой возможности узнать хотя бы примерно насколько она сильная да и сама по себе прогулка по мрачной лесной дороге развлечения на любителя внимательно осматриваясь по сторонам я дошел до будки бывшего поста военной автоинспекции и присел передохнуть на бетонный блок тайга вокруг хранила гробовое молчание посидев минутку я собрался было двинуться дальше как вдруг из-за будки раздался подозрительный шорох напрягшись я вскинул пистолет и медленно пошел стараясь тупать как можно тише громоздкими подошвами своего л-1 я аккуратно заглянул за будку и замер из густого кустарника на меня внимательно и изучающе смотрела мордаха маленького волчонка в любой другой ситуации например в зоопарке это показалось бы необычайно милым но посреди глухой сибирской тайги такая встреча не способна вызвать ничего кроме тревоги да что там тревоги страха потому что неподалеку наверняка разгуливают родители мохнатого карапуза прикинув что лучше всего будет переместиться в здание бывшего поста оценить обстановку и наметить пути отхода я медленно попятился назад и сразу и сразу же услышал за спиной глухое рычание волков было шестеро целая стая во главе с крупным коренастым вожаком они медленно обступали меня полукольцом прижимая к обшарпанной кирпичной стене сказать по правде шансов выжить в очередной раз не было 15 патронов в пистолете плюс запасные магазины но ведь и волки не будут стоять как мишени в тире конечно попробовать отбиться стоит животные сейчас наверняка испуганы в этих краях их вообще вроде как раньше не водилось видимо вышли сюда потревоженные ударной волной ядерного взрыва что там советуют делать при встрече с волками в их естественной среде обитания не смотреть в глаза и сохранять спокойствие только вот рычание волка означает что он уверен в своих силах и в принципе готов нападать а нападают волки как правило в трех случаях если они больны бешенством если голодны и если защищают потомство именно на потомство мне не повезло нарваться за зданием поста вожак хищно оскалился прижал острые уши к голове и присел готовить к броску в груди повеяло неприятным холодком скинув пистолет я прицелился вожака бляха а ноги-то дрожат страшно все-таки издав хриплый рык волк бросился на меня и я нажал на спуск первые три пули не достигли резко ушедшего в сторону вожака зато задели кого-то из стаи под отчаянный скулеж раненого зверя я выстрелил еще дважды больше никого не зацепив и полез в оконный проем будки поста по идее там должна быть лесенка на крышу а крыша мне сейчас ох как нужна входная дверь вроде бы закрыта но оконной рамы нет и звери запросто запрыгнут внутрь споткнувшись обросокшийся стол я с матом повалился на пол увлекая за собой неудачно подвернувшийся под ногу предмет мебели вскочив снова выстрелил в окно надеясь отогнать волков и дать себе еще немного времени на оценку обстановки посмотрел наверх люк в потолке действительно имелся причем даже крышка была откинута удача хрен-то там потолок в будке высокий а лестницу либо не предусмотрели изначально либо срезали охотники за металлом дотянуться до края люка я смогу но вот подтянуть тело со своей экипировкой наверх вряд ли получится скорее всего во время этих физических упражнений мне откусит бачок или кусок пятой точки пока я примерялся к люку одна из зверюк попыталась прыгнуть в окно я ответил выстрелом и волк дернувшись свалился на асфальт убил да фиг там вон он длинными прыжками сваливает в кусты зараза сердце бешено колотилось в груди ствол пистолета ходил из стороны в сторону но новых попыток взять штурмом мое укрытие звери не предпринимали пока не предпринимали нужно их отпугнуть но чем выстрелов пистолета волки как я уже выяснил не боятся нужно что-то более громкое например точно скинув рюкзак я рывком открыл молнию и высыпал на пол свои пожитки схватил синий баллон с газом для туристической плитки и замер что теперь газ то есть слава моей запасливости но надо ведь его как-то подорвать подойдя к окну я увидел вожака стаи он стоял на противоположной стороне дороги и внимательно изучал меня наполненными злобой желтыми глазищами не сердись дружок пробормотал я поднимая руку с баллоном не сердись я же просто шел зла вам не желал слегка замахнувшись я бросил баллон на дорогу лишь бы не укатился никуда не укатился звякнул об асфальт и остался лежать на месте так теперь очень аккуратно прицелимся из кустов рядом с вожаком появились еще морды в том числе и того самого волчонка извини малой твоя психика сегодня чуток пострадает выдохнув я совместил целик и мушку на газовом баллоне и выстрелил шарахнуло знатно прошло уже около часа а в ушах до сих пор стоял неприятный звон зато волки ретировались сразу же после взрыва и видимо с концами применив все свои довольно скудные физические навыки и остатки стола я выбрался таки на крышу и все это время просто лежал пялись на небо дозиметр умер окончательно поэтому задумываться о радиации не хотелось нахватаю я на этой крыше как пить дать может даже волосы выпадут буду лысый и модный как розенбаум на гитаре играть не умею правда и пою ужасно зато Саша получит весомый повод для шуток интересно как там она переживает наверное впрочем пора бы привыкнуть я ведь и до войны постоянно попадал в переделки война была ли та война вообще обменялись всем что было в арсеналах и затихли пожинаем плоды глупые человеки срубившие сук на котором сидели еле волоча ноги я добрался до территории командного пункта со стороны оказывается ничего не выдавало тот факт что под землей укрываются люди мертвое здание бывшего штаба с пустыми глазницами окон какие-то хозяйственные постройки техника которая спустя сутки выглядела так словно стоит тут добрый десяток лет дотащившись до разбитого сашкиного форестера я блокотился на него и достав из мятой пачки последнюю сигарету закурил не хотелось думать ни о полученной за последние часы дозе ни о том что будет дальше усталость навалилась такая что хотелось просто спрятаться с головой под одеяло и спать спать пока все это не закончится проснуться дома в своей уютной холостяцкой кровати сварить кофе в медной советской турке покурить на балконе глядя на утопающем в летнем солнце родной спальный район все время с момента удара я куда-то бежал что-то делал и особо даже не допускал мысли о том что привычного мира больше нет и никогда не будет да и ответа на самый главный вопрос тоже нет что дальше то неужели нас правда ждет та самая жизнь после описанная не одним десятком писателей фантастов ай к черту сначала нужно выспаться а дальше посмотрим докурив сигарету я подошел ко входу на кп и несколько раз со всей силы зарядил рукоятью пистолета по гермо двери в тамбуре меня встретил хмурый дозиметрист хмурый потому что показания прибора ему не очень понравились химзащиту с меня буквально срезали и тут же отправили в мусор следом за респиратором разгрузка с рюкзаком получили статус умеренно грязных и были оставлены на специальных стеллажах прихватив из рюкзака спутниковый телефон я отправился в холодный душ оттирать радиацию казенным армейским мылом нужно как можно быстрее привести себя в порядок показаться друзьям которые наверняка тут всех на уши подняли и завалиться спать слишком много событий за последние пару дней теперь еще и сияние это странное фары которые загораются сами собой ладно наверняка всему этому со временем найдется разумное объяснение надеюсь найдется глава 19 Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РД РВСН. 17 июня, среда, 6 часов 30 минут. Радиационный фон 15-30 микрорентген в час. В темной комнате работал только телевизор, закрепленный на стене. Я лежал на диване и бездумно листал каналы. Найти что-нибудь мало-мальски толковое не получалось, да и сменяющие друг друга картинки на экране я даже не пытался разглядеть. Телевизор создавал фоновый шум, без которого на душе становилось совсем гадко. Чего это я так расклеился? Может, сварить кофе и взбодриться? Встав с дивана, я прошлепал на кухню и включил газ на плите. Потянувшись за стоявший на подоконнике туркой, бросил взгляд на улицу и нахмурился. Серая, без намека на просвет в тяжелых облаках неба. Такая же серая дымка, затянувшая район, еще и фонари почему-то не горят. Наверное, у дорожников снова авария где-то случилась. Хмарь какая! Пробубнил я под нос и засыпал в турку молотый кофе. Погода отвратительная, прямо под стать настроению. Оставив кофе на плите, я вернулся в комнату и замер, тупо уставившись на экран телевизора. Картинка там была теперь очень четкая и явно выбивающаяся из общей серой картины вечера. На темно-синем фоне красовалась эмблема МЧС России, а под ней крупным белым шрифтом было написано «Внимание, внимание! Проводится техническая проверка оповещения населения». Чего это они? Я задумчиво почесал затылок. Первый раз увидел эту надпись на экране телевизора, а не во время очередной презентации в управлении. Может, проблема не только с уличным освещением. Найти что ли телефон и позвонить на работу? Там майор Лазарев сегодня дежурит, он-то всегда в курсе всех дел. Кофе в турке радостно забурлил, и я метнулся на кухню, чтобы успеть снять его с огня. Сколько раз уже приходилось оттирать плитку из-за собственной нерасторопности. Выключив газ, перелил бодрящий напиток в кружку через сито, кинул три кубика сахара и потопал обратно. Проверка наверняка закончилась, можно будет посвятить остаток вечера какому-нибудь сериалу. К моему великому сожалению, эмблема спасательного ведомства с экрана никуда не делась, а вот текст был уже совершенно другой. Помните, завтрашнего дня может и не быть. В горле моментально образовался неприятный ком. Помотав головой, я снова посмотрел на экран, ничего не изменилось. Попробовал переключить канал и даже выключить телевизор, но это не помогло, каналы не переключались, а сам телевизор почему-то не погас, даже когда я выдернул его из розетки. Поставив кружку с кофе на стол, я лег обратно на диван, отвернулся к стенке и с головой замотался в плед. Слова одновременно простые и глубокие стояли перед глазами так ясно, будто впечатались в сетчатку. Меня разбудил оживленный спор, разгоравшийся неподалеку. Приподняв голову, я окинул сонным взглядом погруженное в полумрак аварийный хлам помещение зала для укрываемых. Сон, просто сон. Жаль, кофе выпить не успел. Что там за слова были на экране телевизора? Впрочем, не важно. Источник спора обнаружился в нескольких рядах нар от меня. Трое мужиков в спецовках что-то упрямо доказывали подполковнику Бурову, оживленно жестикулируя и периодически показывая руками куда-то на потолок. Буров раздраженно пытался им отвечать, но мужики галдели, как бабки на рынке, и не давали ему вставить ни слова. «Да бляха, ну мы сами видели, можете сами проверить. Нужно идти наверх, может там спасатели нас ищут давно, а мы тут сидим». «Горела она, товарищ полковник, ну какой смысл нам врать-то?» Укрываемые молча наблюдали за перепалкой. Надо бы выяснить, что к чему. Поднявшись, я увидел на стуле рядом с нарами аккуратно сложенную куртку от афганки. Подозрительно чистые берцы и автомат с отомкнутым магазином. Возле автомата стояла абсолютно неожиданная кружка кофе. Как оказалось, остывшего, ну да ладно. Кофеин ведь из него никуда не делся. Быстро выпив бодрящий напиток, я накинул куртку и направился к подполковнику. «Товарищ подполковник, что происходит?» Поинтересовался я. Буров собрался было ответить, но мужики его опередили, начав наперебой рассказывать о событиях последних нескольких часов. Как выяснилось, они занимались обеспечением бесперебойной работы дизельного генератора. Днем кто-то из них зашел в дизельную и увидел, что горит лампа подачи напряжения от внешней электросети. Порядком охренев, дизелист побежал к коллегам, чтобы поделиться странной новостью. Странной, потому что городская сеть прекратила свое существование пару дней назад. Мужики на какое-то время зависли в дизельной, пытаясь понять причину столь странного поведения оборудования. Но переключаться на внешнюю сеть с генератора не рискнули. Вместо этого они дружной толпой побежали к Бурову, чуть не растоптав по пути неудачно вырулившего из своей коморки дежурного радиста. Имевшего, кстати, тоже весьма загруженный вид. Тормознув возле него, дизелисты быстренько рассказали о случившемся, отчего радист загрузился окончательно. Задав пару наводящих вопросов, мужики выяснили, что несколько минут назад радиостанция вдруг начала принимать входящие сигналы на всех частотах. Непонятный шум, треск, обрывки переговоров и даже музыку. И это в условиях, когда радиосигналы в принципе вряд ли могут куда-то проходить. Атмосфера полна пыли, сажи, пепла и черт знает чего еще. Охренев от услышанного окончательно, дизелисты заручились поддержкой связистов, и продолжили поиски коменданта убежища. Бурова они нашли в зале для совещаний, где шло обсуждение последних новостей и планирование выезда к пунктам временного размещения населения. Попросив шумную компанию выйти в коридор, чтобы никому не мешать, комендант проследовал за ними. По итогу разгорелся нешуточный спор, грозивший перерасти чуть ли не в драку. Дизелисты упрямо доказывали, что наверху наверняка работают аварийные бригады, которые уже восстановили линию электропередач, и теперь пытаются связаться по рации с выжившими. Однако подполковник их оптимизма не разделял, мрачно кивая и, кажется, стараясь не взорваться. «А давно вообще все это началось?» Поинтересовался я у дизелистов, припомнив странное свечение в небе и внезапно ожившие автомобили. «Ну, часов шесть назад, может, чуть больше», пожал плечами кто-то. «Можно в журнале посмотреть», предложил радист. «Я все сеансы связи фиксирую, только там непонятно, кто вызывал, но голоса были точно». «Есть там наверху кто-то, точно есть!» «Подождите, подождите!» Я поднял ладони, призывая неугомонных мужиков к тишине. «Примерно шесть часов назад, говорите, а прекратилось, когда...» «Минут через пять-шесть, сложно сказать, мы прифигели немного». «Но сейчас рация молчит, и внешней сети тоже нет, может, телефонную линию еще проверим?» «Думаю, нет смысла ничего проверять», ответил я. «Товарищ подполковник, я ведь был наверху, когда все это началось, вот только никаких спасателей и аварийных служб там не было, было кое-что другое». После моего рассказа дизелисты притихли, а Буров помрачнел еще сильнее. Помассировав указательными пальцами вздувшиеся сосуды на висках, он выдохнул и внимательно посмотрел на техников. «Слышали?» «Давайте-ка по местам несения службы, и чтобы никаких мыслей о выходе на поверхность, пока технику сюда не подгонят». «Разошлись!» «Дим, сам-то как думаешь, что это было?» «Не знаю, товарищ подполковник, может, климатическое оружие?» «Предположил я. Или что-то типа радиоволн, только выглядело один в один, как северное сияние». «А ты до этого северное сияние видел?» «Сомнением спросил Буров». «Только на фотографиях, но очень похоже». «Ясно, еще одна проблема появилась. Ладно, я пойду готовить водителей и охрану. Завал вроде расковыряли, нужно технику из ДРСУ забирать. Убежище, про которое ты говорил, проверять пока не будем. Посмотрим, если останется время». «А телефон, который в кейсе?» «С ним тоже еще не разбирались». Комендант достал из кармана кителя папиросу и повертел ее в пальцах. «Одно могу сказать точно. Телефон непростой. Скорее всего, какая-то защищенная связь. Пойдем, перекурим что ли, а то в голове бардак». «Так ведь нельзя тут, товарищ подполковник». «Фильтры вентиляционные, где вытяжки? Иногда можно». Хитро прищурился Буров. Возвращаясь из фильтра вентиляционной, я обнаружил друзей возле зала для совещаний. Кажется, они давненько меня тут поджидали. Отбившись от Декстера, решившего облизать меня с головы до ног, я обнялся со всеми, и мы потопали в зал для укрываемых. «Ты, Диман, отморозы, конечно!» похлопал меня по плечу Алан, усаживаясь на лавку. «Как там оно на поверхности? Вообще думали, тебя завалило. Щукин, он чуть весь завал не раздолбил». «Да я и раздолбил бы», – обиделся Макс. «Если бы кто-то меня обратно не утащил за инструментом и помощью». «Ничего с ним не случилось», – заключила Саша. «Я же говорила!» «Оптимистично. За кофе спасибо, кстати». «Должен будешь», – ухмыльнулась Саша. «Рассказывай давай, где был, что видел». Я вкратце пересказал историю своего пленения и последующей зачистки бункера, умолчав, однако, о встрече с давним знакомым. Ни к чему ребятам об этом знать. Пока я рассказывал, все завороженно молчали, только Алан периодически хмыкал и качал головой. А когда история дошла до момента с микроавтобусом и легковушкой, даже он удивленно отвесил челюсть. Волки же заинтересовали только Сашу. Макс вообще предположил, что звери ретировались, потому что я не выгляжу достаточно аппетитным. Поделившись еще немного впечатлениями и в очередной раз решив, что я невероятно везучий человек, который за эти дни должен был как минимум несколько раз покинуть этот грешный мир, мы принялись планировать дальнейшие действия. «Смотрите, ребята, скоро все отсюда свалят», начала Саша. «Мне как-то не хочется ехать в какой-то лагерь для эвакуированных и тусоваться в палатках, тем более столько интересного подземляющего можно найти». «Как минимум осмотреть бункер, в котором спецназеры порешали народ», поддержал я. «Там ведь запасы топлива и еды остались, причем внушительные, на несколько месяцев точно. Ну и вообще, я там не везде был, может, дальше какие-нибудь сооружения есть. Главное, чтоб никто не утащил эти запасы раньше нас», скептически добавил Макс. «Вообще». Алан подождал, пока мы обратим на него внимание, и продолжил. «Я бы попробовал со временем прорваться в Железногорск». «Точно, там же есть целый город под горой», обрадовалась Саша. «Это ведь в Железногорске, Дим, я ничего не путаю». «Комбинат», — уточнил я. Огромный комбинат под горой. На момент окончания строительства он был больше московского метрополитена в два раза. Ну и гигантские бомбоубежища там, по слухам. Точно сказать не могу. Пытался узнать, пока в пожарке работал, но хрен там плавал. Комбинатом и городом спецуправление МЧС заведует. У наших инфы по их объектам нет. «Тогда, получается, мы сидим какое-то время тут», — уточнила Саша. «Потом собираемся и двигаемся к Железногорску». «Недели через две-три выдвигаться надо не раньше», — предположил Щукин. «А то начнем вон в темноте светиться, как Диман». «Иди ты». «Да ладно, ёпт, сел там на нуклида, живи теперь, получай удовольствие. Скоро полысеешь во всех местах». «Ты неисправим», — покачал я головой. «Конечно», — заверил меня Макс. «Я исключительно мерзкий человек, но это твоё пагубное влияние, Диман». Ближе к вечеру начались большие сборы. Укрываемые подгоняли под себя химзащиту, противогазы, паковали сумки. Первый раз я увидел в деле, а не на учебном стенде, детскую коляску, предназначенную для защиты ребёнка от радиации. Странная конструкция, но, надеюсь, эффективная. Люди взволнованно переговаривались, кто-то не хотел покидать ставшее за два дня таким родным бомбоубежище, кто-то, наоборот, стремился поскорее добраться до Козульки, чтобы попытаться отыскать там выживших родных и близких. В целом, люди держались достаточно спокойно, наверное, потому, что пока толком не осознали масштаб случившейся катастрофы. Некоторые по-прежнему надеялись на спасателей с Красноярска, на военных, на непонятно кого ещё. Да и ответственные за подготовку к выезду старались использовать в разговорах с укрываемыми фразы «временные эвакуационные пункты», «временное размещение», всеми силами пытаясь намекнуть людям, что жизнь ещё вернётся в привычное русло. Когда все вещи, наконец, были собраны, химзащита подогнана, а противогазы подобраны строго по размеру, дежурный объявил отбой, и бомбоубежище погрузилось в тревожный сон. Мрачная сибирская тайга тревожно замерла, укрытая утренним туманом. Лес, ещё недавно наполненный тёплым летним солнцем, нахмурился и притих. Не слышно ни птиц, ни животных. Полное беззвучие, вакуум под тяжёлыми свинцовыми облаками. Грязно-жёлтые опустевшие пятиэтажки к ядрового провожали своих бывших жителей и молчаливыми взглядами окон. Оранжевые камазы с тёплыми вахтовками. Автобусы «Газель» с топливом выстроились на выезде из посёлка. Водители, одетые в костюмы химзащиты, выводили на бортах вахтовок слово «эвакуация». Старательно выводили большими чёрными буквами. На дверях грузовиков уже красовались белые флаги с красными крестами. Страховка от дураков. Во всём мире в зонах боевых действий и локальных конфликтов знают, машины с красным крестом трогать нельзя. Исключения, конечно, бывают, но тех, кто их допускает, вообще вряд ли можно называть людьми. Мы с Буровым стояли у головной машины и курили, задумчиво глядя на посёлок. Подполковник заметно нервничал, несмотря на кажущееся небольшим расстояние в сто с хвостиком километров до Козульки. В пути могло произойти всё, что угодно. В последнее время вообще часто происходили вещи, предусмотреть которые не было никакой возможности. Хотя колонна военных с бронетехникой ушла чуть раньше, чтобы проверить и по необходимости расчистить дорогу гражданским, думаю, особых проблем не возникнет. «Ты уж присмотри тут за всем, раз остаёшься», попросил меня комендант. «Столько сил вбухали в это место. Жалко будет, если мародёры всё растащат». «Постараюсь», — ответил я. «Всё равно планов пока никаких нет, даже не представляю, что дальше делать». «А радиация не смущает?» «А что радиация?» «Я поёжился от утренней прохлады и поднял воротник армейского бушлата, позаимствованного на вещевом складе бомбоубежища. Радиация, она сейчас везде, её не бояться надо, а учиться как-то с ней жить. Вряд ли долго и счастливо, конечно. Вот сколько рентген по нам сейчас долбит». «Не знаю». Буров задумчиво пожал плечами. «Выяснить у дозиметриста». «Да не нужно. Я к тому, что фон тут неприятный. Не смертельный, но неприятный. А мы же стоим, курим, и волосы пока не выпали. Где-нибудь у театра оперы и балета мы бы сейчас так не постояли». «Это точно», — согласился подполковник. «Даже думать не хочу, что сейчас там в Красноярске творится». «Того, что я видел, хватило, чтобы не соваться туда ещё долго. Хотя кто знает, как карта ляжет». «Пока буду сидеть у радиостанции и слушать эфир. Сложно что-то спланировать, не представляя, какая вокруг обстановка». «Вот это отсутствие оперативной информации самое страшное, Дим. Когда расформировали нашу дивизию, тут что-то подобное творилось. Никто не знал, что делать, как делать. У нас ракеты ещё на боевом дежурстве стоят. Они, суки, уже линии связи рубят и звенья управления отключают. «Ладно, без пятнадцать восемь. Я пойду людей выводить». Погрузка заняла от силы минут десять. В сумке с вещами запас продовольствия и воды уложили в машины заранее. Под руководством коменданта и дежурных люди, облачённые в химзащиту и противогазы, быстро заняли свои места в вахтовках и автобусе. Внутри средства индивидуальной защиты разрешили частично снять. Оно и понятно. Гражданскому человеку с непривычки довольно трудно провести несколько часов в противогазе. Ладно бы, противогазы были современные, но тут были только морально устаревшие ГП-5, со словом «комфорт» абсолютно несочетаемые. С рокотом завелись мощные двигатели, над колонной поползло облако выхлопных газов, комендант высунул из окна руку с красным флажком, махнул несколько раз и машины тронулись с места. Дождавшись, пока идущая в конце колонны «Газель» с фирменной эмблемой «Газпрома» на пузатой цистерне скроется за поворотом, я развернулся, поправил автомат и потопал в бомбоубежище. Глава 20 Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РД РВСН, 17 июня, среда, 10 часов 0 минут. Радиационный фон 25-50 микрорентген в час. Помещения командного пункта выглядели осиротевшими и угрюмыми, где-то капала вода, гудела в полсилы вентиляция. Большая часть ламп сейчас не горела, экономия же, запас дизельного топлива не бесконечный. Пройдясь по коридору до зала для укрываемых, я застал там Алана, зависшего над разобранным автоматом. «Ты чего тут учебку вспоминаешь?» Ухмыльнувшись, поинтересовался я. «Вроде того». Алан вздохнул и устало опустился на стул. «Вот скажи, как можно создать вещь, которая вроде бы должна собираться, но не хочет?» «Крышка ствольной коробки?» «Ага», – мрачно кивнул товарищ. «В армейке у меня калаш ударом об стол разбирался, ну и собирался на раз-два, а тут не лезет она и все. Так потому что ствол неразработанный». Я забрал у Алана автомат, аккуратно уложил крышку на ствольную коробку и резким ударом ладони вогнал на место. «Етить», – выдохнул Алан. «Где ты так наловчился?» «На макетах я пожал плечами и вернул автомат. Я ж реконструкцией занимался какое-то время, а там все оружие, либо макеты, либо охолощенные, руки помнят. А мои вот только коробки на госпитале и помнят». Вздохнул Алан. «Аптек, все дела, надо будет хоть стрельбу устроить, занятия практически, так сказать. Устроим, но пока думаю, лучше другим заняться. Например, быт какой-нибудь наладить, организовать эту...» Я почесал затылок, вспоминая умные слова. «Бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, во! Только давай без тумбочки дневального и мытья полов!» Почти взмолился Алан. «Мне в Челябинске этой дряни на всю жизнь хватило». «Да при чем тут полы?» Я не выдержал и рассмеялся. «Проверить надо, что у нас есть, чего нет. По складам пройтись, опись имущества составить. Типа инвентаризацию провести». «И именно...» «Сначала посмотрим, что тут имеется. Ну, топливо там, продукты, вода. Потом к соседям сходим». «Это те соседи, которые мертвые в бизнес-бункере валяются?» Уточнил Алан. «Ага, они. Там до хрена всего. И им уже точно ничего не понадобится». «Подержу затею. Когда начинаем?» «Да хоть сейчас», — ответил я. «Можешь пока дизельную глянуть в соседней комнате баки с питьевой и технической водой. Ну так, посмотри просто, крутить ничего не надо». «Да ладно тебе», — обиделся товарищ. «Я аккуратно. Тем более инженер ведь ни хрен с бугра скатился». «Топай, аккуратист», — отмахнулся я. «И не забывай, что инженер ты по части этих, горных машин или чего-то подобного. Не помню уже. Я пойду радиостанцию местную изучу и какую-нибудь тетрадку найду. Потом к тебе присоединюсь. Кстати, Сашку не видел?» «Да дрыхнет она. Загоняли девчонку по катакомбам изверги». Саша спала в дальнем конце зала у прохода к радиоузлу и залу для совещаний. Будить ее я не стал. Слишком мило они смотрелись в обнимку с мирно посапывающим декстером, мордаха которого выглядывала из-под синего армейского одеяла. Улыбнувшись, я прошел на радиоузел и уселся в кресло перед станцией. Надел гарнитуру, прислушался к фоновому шуму. Ничего. Только мерное шипение, изредка прерываемое статическими помехами. Решив ничего не крутить, пока хотя бы примерно не разберусь в работе незнакомого оборудования, я некоторое время бездумно смотрел на оранжевую подсветку дисплея. Мощная тут аппаратура, наверняка дорогая, не советская, в отличие от всего остального в убежище. На экране моргает надпись «СКАН». Значит, радиостанция сейчас усиленно шерстит все доступные частоты и диапазоны. Открыв журнал дежурного радиста, я увидел на первой странице отпечатанный список радиочастот и позывных большинства служб и ведомств. Причем не только районных, но и городских. Скорая, ГУ, МЧС, полиция, гражданская авиация. Куча столбиков с пометками и комментариями, дописанными от руки. Неплохо. Вот только какой прок сейчас от всех этих цифр. Подозреваю, что никого из них давно нет в эфире, а если кто и остался, сигнал банально сюда не проходит. Пролистав аккуратные записи с датами плановых проверок оборудования, я дошел до единственного сеанса связи, зафиксированного радистом как раз во время странного сияния в небе. Почерк прыгал, некоторые слова разобрать не получалось. Было заметно, как нервничал радист, когда торопливо фиксировал происходившее в эфире. Не знал бы, что к чему, решил бы, что передо мной записка сумасшедшего. Не раз б работ с делений, отработали-отработали, помехи рукция командира полка, неразборчиво, дельта-6, позывной, указаний по готовности отработано штатно, неразборчиво, куда, бль, другой голос, куда загонять, то ли, бль, тормоза отпускай, неразборчиво, другой голос, некуда, бля, дай третий путь пассажирский, помехи, по всем частотам, до этого, 434.40, кто меня слышит, по всем частотам, вызывает дельту-6, резкий треск, конец передачи, 632, местного. Вот это поворот. Конечно, эти переговоры могут означать все, что угодно, но пара моментов меня определенно смутила. Во-первых, несколько мощным должен быть передатчик, чтобы сигнал смог хоть как-то пробиться сквозь творящийся в атмосфере хаос, и, во-вторых, дельта-6. Звучит, как позывной, из пафосного фильма про морских котиков. Только если мне не изменяет память, такой же позывной, когда-то был у базы, занимавшейся обслуживанием узлов и агрегатов, боевых железнодорожных ракетных комплексов, дислоцировавшихся в районе станции Кача. Базы заброшены больше десятка лет назад. Я лично бывал там и видел руины на месте локомотивного депо и технических площадок. Какого, спрашивается, черта? Не из прошлого ведь эти переговоры в самом деле. Ракетные комплексы, помнится, утилизировали в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Хотя то, что распилили, довольно сомнительный момент. Среди местных жителей частенько проскакивали слухи о странных поездах с наглухо занавешанными окнами и неуместными для пассажирского состава громоздкими вагонами-рефрижераторами. Якобы эти поезда периодически появлялись на разных участках Транссибирской магистрали, проходя вокзалы и станции без остановок на максимальной скорости. Правда или нет, не скажу, не знаю. Только вот датчики на железнодорожных столбах, предназначенные для определения местоположения БЖРК, до сих пор нигде не демонтировали. Может, приспособили под гражданские нужды? Я вдруг отчетливо представил, как в нескольких десятках километрах отсюда, на всеми забытом запасном пути посреди глухой тайги стоит могучий состав. С парка из двух локомотивов ДМ-62 чадит в небо дизельным перегаром, в командно-штабном вагоне офицеры-ракетчики мрачно смотрят на показания аппаратуры. Курят, пьют крепкий чай из граненых стаканов в подстаканниках, в сотый, тысячный раз терзают радиостанцию, пытаясь связаться хоть с кем-нибудь. И думают, думают, достигли ли цели их ракеты, или может только готовиться к запуску, чтобы наверняка добить теперь уже совсем невероятного противника. Бахнем, обязательно бахнем, и весь мир в труху. Но потом. И вот уже открываются крышки пусковых контейнеров, выдвигаются мощные распорки, падает на землю бесполезная и никому теперь не нужная контактная сеть. Ключи на старт, пошел отсчет. Я вздрогнул, слишком уж реалистичный получилось нарисованное воображением картинка. Безумно захотелось курить. На столе возле радиостанции удачно обнаружилась незнакомая синяя пачка и стеклянная пепельница. Хортится. Прочитал я на упаковке. Под витиеватой надписью расслабленно развалился усатый казак с трубкой. Ладно, попробуем. Прихватив пачку, я направился в импровизированную курилку к фильтровентиляционным установкам. О, делись травой. Алан материализовался, как только я закурил. В общем, проверили мы с Максом местные закрома. Вывод следующий. Надо идти к покойным соседям. Все плохо? Уточнил я. Все хорошо, но хотелось бы лучше, ответил товарищ. Топливо там еще нормально, а вот воды на донышке, ну и по продуктам, самый минимум остался. Надолго хватит? Ну, нам четверым и собаке порядочно, недели две точно, но это такое однообразное меню будет, на стены полезешь. За бугорных сухпайков захотел? Там же говорил, их там куча. Пожал плечами Алан. Я такие пайки только на ютубе и видал. В арене там всякие, батончики энергетические. Хочется попробовать, короче говоря. Ладно, согласился я. Сходим только чуть попозже. Честно, хочу еще поваляться немного. Ноги гудят, да и башка тоже. Поешь, пока галят армейских, или шпик. Алан хотел было возмутиться, но не успел. Из зала для укрываемых вдруг раздался протяжный, изунывный собачий вой. Большое количество стрессовых ситуаций, пришедшиеся на короткий промежуток времени, неплохо отражается на восприятии окружающего мира. Во всяком случае, удивляться странностям практически перестаешь. Однако картина, которую мы встретили в зале для укрываемых, выглядела жутковато даже для моего уставшего мозга. Под потолком часто моргали лампы, то практически затухая, то разгорая с новой силой. Декстер выл и поскуливал, задрав голову вверх, а Саша тщетно пыталась хоть немного его успокоить. Вот это цирк с конями! Заключил Алан и облокотился на стену. Я же, прикинув, что к чему со всех ног рванул в дизельную. Генератор шумел гораздо тише, чем обычно, а вот на распределительном щитке часто в такт мигания освещения моргала зеленая лампа. Под лампой куском широкого скотча была приклеена бумажка с надписью «Внешсеть». Так, понятно. Значит, дизелисты не зря переживали. Интересно, а что с радиостанцией? Забежав на радиоузел, я в первую секунду чуть было не оглох от треска статических помех. Звук почему-то переключился на внешние динамики. Причем радиостанция совершенно никак не реагировала на мои попытки подключить гарнитуру или убавить громкость. К слову, остальные кнопки и верньеры на панели управления также меня проигнорировали. Понятно, слушаем то, что можем. На шум прибежали Саша с Аланом, следом валился заспанный Макс. «Диман, чё тут?» Зволнованно спросил Щукин. Я жестом попросил его помолчать. Эфир тем временем наполнялся всё новыми и новыми звуками. К треску прибавились обрывки фраз, слишком короткие, чтобы их разобрать. Прошла минута-другая. И сквозь шум помех начали пробиваться голоса. Очень много голосов. «А у тебя информация какая-то есть? Володь, радиохимики пока не вернулись. Сказать не могу ничего конкретного. Там ещё нужно промерить фон. Ещё раз промерить. Как понял? По той дороге нельзя. Нельзя, я сказал. Там больше рентгена. 102-й. Ты давай в объезд через... Ответственного по ГОИЧС. Ищите у него списки. Экипажи пока могут связываться с тобой. Но ещё километр-два, и ты их не услышишь. Не услышишь. Я отправил к тебе машину патрульную. Встреть их. У тебя там мародёры лазают по частному сектору. Через большой кемчуг, Паша, где стоянка дальнобойщиков? Значит, смотри. Колонны гражданской техники, КАМАЗа и автобус на Козульку идут. Сопровождаешь их до постов росгвардейцев. Взаимодействие со старшим колонной наладь. Помощь любую оказывать. Всё, что сможешь. 102-й. 102-й. Ответь Двини. Пока не знаю куда. Дозы большие, облучившихся очень много. Там лучевая без вариантов. На чём я их повезу? По необходимости. На километре постмедицины катастрофа они содействие окажут. 048-й. Туда же давай. Дубрава ещё раз по спискам. Сколько точно человек вывозили? Не лидово Юля. Не лидово. Не лидово Юля. Есть в списках у тебя такая, Серёжа. Посмотри, родной. Очень тебя прошу. Не предлагаю, а приказываю, бля. Через штаб ГО это делается. Вот и делай. Наблюдаю свечение в небе. Дорога почти чистая. А кто по кемчугу работает у вас? Тоже вижу. Всё небо затянуло. Будто бы полярное. В смысле, кто работает? Энергетики? По посёлку, по посёлку. На улицах фонари горят и освещение на мачте сотовой связи. Не знаю, не знаю. Свяжись из Россетей, ребята. Может, они? Дубрава, ответь и Тюдному. Приём. Дубрава, ответь и Тюдному. Сергеич, я отправлю посыльного. Отправлю посыльного. На сером солярисе. У меня связь никакая. Встретите, он передаст. Пытаемся связаться, пытаемся. Управление молчит по всем частотам. Вы примерно скажите. Там фонит всё. Вообще всё. Куда мне оттуда выдвигаться? По зоне сплошных разрушений? Прикинем позже тогда. Мы по погребам пройдёмся. Людей много осталось. Связь сдержи через полста восьмёрку. Ем. Кто меня слышит? Всем, кто меня слышит? Приём. Я Дельта-6. Всем, кто меня слышит? На бат, как поняли? На бат, всем, кто меня слышит? Эфир затих так же внезапно, как и ожил. Рация щёлкнула. Дисплей часто заморгал и успокоился. В лежащей на столе гарнитуре тихо зашипели статические помехи. Мы ошарашенно молчали. Я посмотрел на свои ладони и несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь успокоить бешеное сердцебиение. Руки заметно тряслись. Ребята, тихо выдохнул Макс. Это ж сколько там людей наверху. Видимо... Видимо... Видимо, сияние как-то сигнал усиливает. Предположил я и прокашлялся. В горле пересохло от волнения. Мы ведь не только стационарные радиостанции слышали. Там и портативки, и техника какая-то, судя по всему. Ну и по расстоянию некоторые далековато отсюда. То есть эта штука, которую ты в небе видел, как-то пропускает через себя радиосигнал и... Его слышно везде? Уточнила Саша. Возможно. Кивнул я. Плюс воздействует на... На электричество, короче. Я не специалист в таких вещах. Но почему-то при появлении сияния большая часть оборудования работать начинает. Я так понял, при этом такое оборудование ни на какое управление не реагирует. Спросил Алан. Ага, сам же видел, что с радиостанцией было. Так это значит, на нас какое-то оружие испытали. Может, чтобы технику управлять? Предположил Щукин. Если так, то у них явно что-то пошло не по плану. Добавила Саша. Слушай, Диман, а что за Дельта-6 такой? На баты какие-то передает. Ты охренеешь, Алан. Дельта-6 – это БЖРК. Чего? Товарищ удивленно вытаращил глаза. В смысле БЖРК? Там же одни руины. Их же расформировали еще при царе Горохе. Ну, я пожал плечами. Как-то вот, видимо, не до конца расформировали. Предлагаю высунуться на поверхность и посмотреть, что там с этим сиянием. Натянув респираторы и накинув поверх одежды площаду УЗК, мы открыли гермодверь и поднялись наружу. Внутренний двор бывшего штаба дивизии выглядел, как и всегда, за исключением того, что вдоль подъездной дороги тускло горели фонари. А вдалеке на перекрестке моргал желтым глазом единственный в поселке светофор. Сияние уже практически исчезло, мрачное небо слегка отдавало оттенками зеленого и голубого. А между облаков изредка проскакивали ярко-белые всполохи. Выглядело происходящее крайне жутко. Особенно, если подумать о том, что ни фонари, ни светофор работать сейчас не могут вообще никак. «Жесть какая!» — пробормотал Щукин. «Хоть пить бросай!» «На людей это свечение, кажется, никак не влияет», — заключила Саша. «Да и вообще, красиво!» Я промолчал. Кажется, на этот раз человечество окончательно доигралось природой. Да и неизвестно, что будет, когда атмосферные процессы немного стабилизируются. Может, сияние начнет выжигать мозги, как в одной известной компьютерной игре подчинять себе технику и транспорт. Вдруг это какой-нибудь хитро выдуманный искусственный интеллект. Или вообще наступит пресловутая ядерная зима. Кстати, о зиме. Снаружи было весьма прохладно. Подняв маску респиратора, я глубоко вдохнул и выдохнул. В воздухе зависло облачко пара. Хреново дело. Значит, температура около ноля, и вряд ли в ближайшее время стоит ожидать потепления. Зябко поежившись, я потопал обратно в убежище. Минут через десять сияние утихло окончательно. Мы сидели за столом дежурного в зале для укрываемых и молча уплетали сухие пайки. Настроение отсутствовало напрочь. Возможно, из-за того, что впереди не виделось абсолютно никаких перспектив. Наверху творится непонятно что. Вокруг километры загадочных подземных коммуникаций, а запасов продовольствия, с учетом правительственного бункера по соседству, хватит примерно на месяц-другой. Что дальше, хрен его знает. У нас есть куча снаряжения, несколько единиц автоматического оружия с боекомплектом и собака. Может свалить куда подальше, в сторону Хакасии, например. Полицейская газель вполне себе на ходу. Бензином, наверное, пока еще можно рожиться на любой заправке. Конечно, раскраска машины и спецсигналы могут вызвать вопросы у каких-нибудь залетных вояк, решивших перекрыть трассу. Поэтому машину лучше сменить при первой же удобной возможности. Жалко, Сашин Форестер не в самом лучшем состоянии. Ладно, это будем решать позже. Сперва нужно разобраться с запасами правительственного бункера и притащить оттуда все, что может оказаться полезным. Старая грузовая тележка с ручкой, обнаруженная Щукиным на складе вещевого имущества, вполне удовлетворяла нашим требованиям. Вооружившись автоматами, мы оставили Сашу с Декстером за главных, проверив предварительно, надежно ли закрыты все гермодвери и двинулись по темной паттерне. Колеса тяжелой тележки, которую мы катили по очереди, противно поскрипывали. Однообразие коридора основательно давило на психику. «Ну вот ты как думаешь, Диман?» – спросил друг Макс. «Как оно дальше будет? Я понять не могу, почему такой хаос наверху творится. Там же куча народу, спасатели, полиция». «Потому что в наше время на такие вещи, как гражданская оборона, многим плевать. Примерно годов с 80-х. Принцип тут какой. Случится где-то с кем-то, но не у нас и не с нами». «Провели показательные учения, видео красивые сняли и забыли. А потом горят торговые центры, разбиваются списанные 20 лет назад в Германии рейсовые автобусы. Безопасность – это не просто слово. Этим ведь нужно заниматься не на уровне кадетского класса, например, или предприятия. Пытаются, делают что-то, идеи светлые проскакивают даже, но на фоне общего раздолбайства все это теряется. «Я безумно уважаю тех, кто организовывал эвакуацию, кто вытаскивал пострадавших из-под завалов, да тот же Буров на голом энтузиазме, восстановивший целый командный пункт. Это люди, Макс, люди с большой буквы. И они есть везде. Только благодаря настоящим людям, хотя бы десятой части населения удалось вовремя покинуть город. А по поводу того, что будет, да вряд ли что-то хорошее, братан. Мне хочется верить в советские мифы о подземных заводах, огромных бомбоубежищах, в которых целый город запихнуть можно. Но по факту промышленность уничтожена, энергетика уничтожена, связь, пути сообщения, да в целом цивилизация стоит на краю пропасти, в которую свалится с минуты на минуту. А резервы? У нас же запасов куча. Резервы со временем просто закончатся, техника выйдет из строя, у продуктов питания выйдет срок годности, одежда рассыплется от старости. И тогда все. Даже в убежищах проводка, вентиляция не вечной. Хорошо, если основной частью Росрезерва распорядятся толковые люди и соответствующих ведомств. Тогда будет шанс восстановить хоть что-то, хоть немного. А если нет? Тихо спросил Щукин. Тогда все, край, тушенку, одежду и снаряжение растащат мародеры, а строительная техника и специальная техника останутся в разграбленных хранилищах. Так там и сгниет никому не нужное. Что-то ты совсем грустного поймал, братан, подытожил Алан. Мне кажется, все будет хорошо, просто чуть попозже. Главное понять, чего сейчас делать. Сейчас Алан Константинович нужно докатить телегу до пункта А, загрузиться, докатить в пункт Б, разгрузиться, по возможности повторить энное количество раз. Короче, скучно до ужаса. Грустно выдохнул Макс и налег на телегу. Оставив тележку перед основательно разобранным завалом, мы сняли автомат из предохранителей и тихо вошли в тамбур правительственного бункера. На первый взгляд, с моего прошлого визита ничего не поменялось. Свет выключен, в глубине коридора моргает пара ламп. Тишина. Только где-то монотонно капает вода, и с противным звуком тикают китайские настенные часы. Медленно и внимательно осматривая комнаты, мы продвинулись до середины коридора. Видимо, планировка бункера значительно отличалась от типовых защитных сооружений. Для укрываемых тут были организованы небольшие комнаты с двухъярусными кроватями, причем не армейскими, а вполне себе комфортными, с ортопедическими матрасами. На кроватях лежали брошенные личные вещи, папки, смартфоны, ноутбуки, какие-то сумки. Было заметно, что люди обосновались здесь стихийно, в спешке. Вот и комната, где я пришел в себя после живительного заряда тазера. Стол, под которым я прятался, разрезанные пластиковые хомуты и березы на стене. Стоп. Я оглядел комнату в замешательстве, высунулся в коридор, прошел пару комнат, мельком заглядывая в них. Кровь на полу, пулевые отверстия на стенах. Ничего не изменилось. Ничего, кроме одной маленькой и незначительной детали, трупов не было. Глава 21. Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РДР ВСН, 17 июня, среда, 19 часов 30 минут, радиационный фон 55-80 микрорентген в час. «Димас, ты точно уверен, что они тут были?» «Алан, блин, тут человек 30 размотали, конечно, они были!» Я мрачно посмотрел на товарищей и задумался, куда могли пропасть несколько десятков мертвецов меньше, чем за сутки. В сценарий зомби-апокалипсиса я никогда не верил, да и вообще считал идею заселения Земли восставшими трупами откровенно глупой. Конечно, будь моя фантазия чуть побогаче, я бы сразу связал сияние в небе и исчезновение мертвецов воедино, придумал чудовищную теорию о секретном оружии массового поражению, оживляющем усопших. А потом просто сошел бы с ума от придуманного или тихо спился в местных катакомбах. Но, к счастью, моя фантазия не то чтобы очень уж богатая. Однажды я даже пытался книжку написать, не вышла в силу скудного словарного запаса, только на форумах сам издатовских засмеяли. Поэтому я решил искать разумное решение новой загадки. К тому же, судя по кровавым следам на полу, которые я заметил не сразу, трупы не покинули бомбоубежище своим ходом. Им кто-то помог. Кто-то, решивший замести за собой следы или вообще заселиться в ставшее бесхозным убежище. В поддержку версии о заселении говорил и тот факт, что раскуроченная мебель местами оказалась собрана в аккуратные кучки. Высказав свои предположения, я решил еще раз быстренько осмотреть те комнаты, а товарищам поручил ответственную задачу по сбору и погрузке на нашу тележку всего, что покажется полезным и нужным. Уточнив, конечно, что в приоритете продукты питания и топлива для генератора. Осмотр помещения оставил после себя еще больше вопросов. Изначально я предполагал, что трупы вытащили на улицу, но выход на поверхность, подорванной силовиками, оказался наглухо запечатан. Герма-дверь, сорванная с петели, заметно вогнутая взрывом вовнутрь, снова занимала свое законное место в дверном проеме, вероятнее всего зафиксированная чем-то с внешней стороны, а кровавые следы вели к неприметной запертой двери в глубине коридора. Уже привычный указатель на стене с номером сооружения и расстоянием до него наводил на мысль о том, что за дверью подземной коммуникации бывшей дивизии отнюдь не заканчиваются. Кто там обосновался и зачем он утащил к себе покойников, мне знать совершенно не хотелось. Зато захотелось на обратном пути снова подорвать завал, чтобы хоть как-то обезопасить себя от странных соседей. Не спецназ же там каннибализмом развлекается. Пока я бродил по подземелью, предавался мрачным мыслям, товарищи развернули поистине масштабную деятельность. Первый на тележку перекочевала внушительных размеров бочка с дизельным топливом. Каким образом Щукин дотащил ее и погрузил, история умалчивает. Однако вид у него был весьма бодрый. Помимо бочки я увидел штук 10 коробок с забугорными сухими пайками, канистры с питьевой водой, какие-то тряпичные тюки, штатные сумки с костюмами L1. Алан, пыхтя и матерясь, потащил к телеге коллективную аптечку первой помощи в огромной синей сумке и устало закурил, облокотившись на телегу. «Ну че там?» Поинтересовался он, протягивая мне сигарету. «Да странно все», — ответил я. Выход наверх заделали, а покойников, видимо, дальше по коммуникациям утащили. «Нахрена, не знаю, не спрашивайте. Думаю, надо валить, а в идеале еще и паттерну обрушить нафиг, чтобы не лазали всякие». «Добрососедские отношения — это не про тебя?» — усмехнулся Макс. «Ты типа как тот отшельник из леса, ну, который никого не звал и слал всех по известному адресу. Хотя, согласен, мутная тема. Пофигу, подорвем». Щукин достал из разгрузки пару РГДшек и демонстративно подкинул в руках. «Как думаешь, хватит?» «Маньяк», — заключил я. «Откуда не у тебя?» «А чего маньяк?» — возмутился Макс. «Я запасливый просто, в детстве игрушек мало было, компенсируй эти, психотравмы, во!» «Психо... чего?» Я вопросительно поднял бровь. «Не понял, о чём ты? Я ж из деревни, Максим, там из болезни только ангина и цирроз». «Да это слово модное, молодёжное!» Поддержал шутку юмора Алан. «Над старикам не понять, вроде и разница с Максом сколько. Три года, а он, может, зумер какой-нибудь». «Зумер — это хреновина, которая в электронике всякой пищит». Уже искренне удивился я. «В брюках у тебя зумер!» — оскалился Щукин. «Пошли подрывать, пока соседи не припёрлись! Пенсия, блин!» Откатив изрядно потяжелевшую тележку до зала со старым грузовиком, мы вернулись к завалу и принялись обсуждать подрыв паттерны при помощи двух гранат и инженерного подхода к делу. Варианты с дистанционным подрывом ручных гранат, заложенных в определённые места, отпадали сразу. Всё-таки мы неопытные взрывники, чтобы такие места определить, да и дистанционный подрыв устроить нечем. В результате непродолжительного, но оживлённого спора сошлись на мнении, что нужно просто отойти на небольшое расстояние, синхронно метнуть РГДшки в сторону завала и быстро, невероятно быстро сваливать в закат. «Значит, ещё раз. Дёргаем, сразу кидаем и резко даём по газам?» «Уточнил я». «Да, Диман, прямо сразу. Кидаем и полундра, полный назад. Если задержка будет, взорвутся несинхронно, и коридор может не обвалиться». «Уверен?» «Конечно уверен, я ж тоннели с детства подрываю, блин». «Это значит нет?» «А ты догадливый», – заржал Макс. «Ну чё, народ, погнали?» Мы выдернули предохранительные кольца, швырнули гранаты в темноту и со всех ног рванули в противоположном направлении. Через несколько секунд позади глухо ухнуло, я кубарем выкатился из коридора, чуть не врезавшись, стоявший посреди зала грузовик. Мимо пронеслись отчаянно матерящиеся щукин саланом. Следом за нами из паттерны вылетело облако пыли и бетонной крошки. «Жмыхнуло так жмыхнуло», – радостно сообщил Макс, ковыряясь пальцем в ухи. «Аж в башке зазвенело». «Ну, хуже тебе точно не станет», – ехидно заметил Алан. «Как думаете, получилось?» – спросил я. «Думаю, там теперь даже бульдозером не разгребут». Щукин прищурился и задумчиво посмотрел затянутую пылью паттерну. «Тогда продолжаем развлекаться с телегой?» «Блин, такое настроение хорошее было», – вздохнул Алан. «А ты испортил всё. Покатили, куда деваться?» Ночью на меня накатила бессонница. Накрывшись тяжёлым армейским бушлатом, я ворочался на твёрдых неудобных нарах и пялился в темноту. Хоровод мрачных мыслей и бредовых идей разрывал уставший мозг, а организм требовал как минимум часов двенадцати здорового сна. Интересы мозга и остального организма определённо не совпадали, поэтому я тихо встал, сунул ноги в берцы и поплёлся курить. Табачный дым, наполнивший лёгкие пару минут спустя, помог немного сконцентрироваться и собрать мысли в кучу. Итак, что мы имеем? Есть крыша над головой, некоторое количество еды и воды, скромный запас дизельного топлива для генератора и, мягко говоря, странноватые соседи по подземелью. Наверху, помимо повышенного радиационного фона и необычных атмосферных явлений, наверняка уже потихоньку собираются банды будущих мародёров, бандитов и прочих замечательных ребят. Остатки силовых структур и ведомств ещё пытаются местами контролировать ситуацию, оказывать людям помощь и вообще выполнять свои прямые обязанности. Это определённо положительный момент. Я предполагал, что многие сотрудники, получив тревожные весточки сверху, незамедлительно займут первые места в очередях к бомбоубежищам. Возможно, через месяц-другой в некоторых регионах даже восстановится некое подобие порядка с поправкой, правда, на бессрочное военное положение. Однако большинство крупных городов либо уже уничтожены точечными ударами ракетно-ядерного вооружения, либо в самое ближайшее время погрязнут в тотальной анархии и станут огромными кладбищами, куда выжившие будут периодически наведываться за чем-нибудь полезным. Короче, классика постапокалипсиса больше всего похожая на злую шутку создателя. Писали книжки, снимали фильмы, игры всякие ролевые устраивали. Получите, распишитесь. Вряд ли кто-то из ныне живущих узнает наверняка, что стало причиной взаимного обмена ударами. Да и легче от этой информации никому не станет. Ясно только, что победителей в этой войне не получилось. Все игроки пошли ва-банк и доблестно проиграли. Некому больше похвастаться на очередном званом ужине новым эксклюзивным спорткаром. Некому сообщить, что стейк не прожарен, а 20-летний коньяк отдает тухлыми носками. Никто не будет созывать экстренные заседания из-за нестабильной политической обстановки в Сирии, заваливать почтовые ящики дешевыми газетами с кучей бессмысленных объявлений, рекламировать сверхскоростной интернет на обшарпанных стенах подъездов многоквартирных муравейников. Требовать к вечеру ежедневные отчеты и нетерпеливо вертеть в руках смартфон в ожидании заветного сообщения о зачислении заработной платы тоже теперь некому. Хрен бы с ними со всеми, что делать конкретно мне или тому же Алану, Максу, Саше с Декстером. Понятно, что сидеть в Кедровом до старости никакого резона нет, но нет его и в том, чтобы куда-то валить. Куда бы я ни рванул, везде будет одно и то же. Бардак, неразбериха, групповые армейские палатки и полевые кухни, опустевшие дома, брошенные автомобили и человеческая боль. Боль цивилизации, которая обманула сама себя. Огромный и хорошо отрегулированный механизм под названием «привычный мир» развалился. Исчез, выплюнув несколько миллионов ненужных винтиков, которыми оказались все без исключения, выжившие на этой планете. И вот я, один из ненужных, больше винтиков, сижу на грязно-зеленом вентиляционном коробе, подкуриваю вторую сигарету от первой и думаю, как жить дальше. А секрет в том, что теперь, как бы я ни жил, ничего толкового уже не произойдет. Все цели, стремления и мечты, ради которых с утра приходилось ползти на работу, брать кредиты и влезать в долги, так бережливо подпитываемые каждый день за несколько секунд превратились в пепел. Где-то на парковке перед исполинскими цехами краза покрывается радиоактивной пылью служебный «Ларгус», который я одно время даже порывался выкупить и приспособить для выездов на природу. По опустевшей квартире гуляет ветер, щедро сдобренный горячими частицами, а мама с бабушкой, самые близкие и родные люди даже не знают, жив ли я вообще. Переоценка ценностей. Может, пора начать думать о том, где бы раздобыть лишний десяток патронов или банку консервов. Жить сегодняшним днем, каждой минутой, каждым часом. Теперь ведь можно абсолютно все. Можно. Но как-то совершенно не хочется. С другой стороны, раз альтернативы нет, почему бы и не попробовать приспособиться к новым обстоятельствам? Все, что мне нужно, перестать думать о прошлом и сосредоточиться на текущих вопросах. Я достал из кармана потрепанный бумажник, который по привычке таскал с собой. Открыл с некоторым сожалением, посмотрел на мятые купюры, так и не потраченного аванса. Зачем ты их пересчитал? Копилка, премия, дисконт на сеть заправок 25 часов, электронный читательский билет, транспортная карта, карта каких-то скидок, ворок счастливых автобусных билетов и заламинированное совместное фото, сделанное вроде бы совсем недавно, а вроде бы вообще в какой-то другой жизни. Счастливые улыбки, осенний ветер. Чем-то этот бумажник напомнил мне музейный экспонат. Возможно, через несколько сотен лет археологи найдут его, будут с интересом разглядывать каждый находящийся внутри предмет и гадать, для чего нужны все эти карточки и бумажки. Или бумажник сгниет где-нибудь тут, скажем, под тем же вентиляционным коробом. Мне, собственно, не особо интересна его дальнейшая судьба. Паспорт и водительское удостоверение еще, возможно, пригодятся. Фото, пожалуй, тоже оставлю. А бумажник точно мертвый груз. Забросив его под короб вентиляции, я с чистой совестью пошел на радиоузел. Понятно, что связываться с кем-либо я не собирался. На стене узла висела огромная карта автодорог Красноярского края, на которой достаточно подробно были отмечены населенные пункты, заправки, придорожные кафе и кемпинги. Я планировал прикинуть возможные маршруты движения на тот случай, когда сидеть без дела в бомбоубежище на доезд до Одури. В сторону Красноярска, понятное дело, можно было даже не соваться, а направление на Новосибирск перекрывала Козулька с ее эвакуационными лагерями. Вряд ли там удастся проехать без проблем. На трассе наверняка блокпосты, пропускной режим и прочие радости военного времени. Получается, в моем распоряжении остается Зеледеевский объезд, который выходит на Дивногорск, Абакан и Минусинск. В Дивногорске делать определенно нечего, тем более неизвестно, в каком состоянии пребывает после удара Красноярская ГЭС, а вот Хакасия – занятный вариант. К тому же Щукин родом из тех мест, наверняка согласится составить компанию. Немного призрачной надеждой казался Железногорск его подземным городом, но это, думаю, зря. Настолько приоритетную цель для удара вряд ли пропустили. Зачем вообще куда-то ехать? А зачем сидеть на одном месте и ждать непонятно чего? Как только умственная деятельность активизировалась, жить стало полегче. Я глубоко зевнул, потер слепающиеся глаза. Может, все-таки попробовать поспать? Решив дождаться, когда организм окончательно сдастся и соберется отключиться, я включил радиостанцию и перевел в режим сканирования. Помню, в армии хорошо засыпалось под шум статических помех эфира. Гарнитура сухо затрещала, я вывел звук на внешние динамики, откинулся в кресле и прикрыл глаза. Мерный шум убаюкивал, расслаблял, словно отделяя меня от внешнего мира, но как только я почувствовал, что засыпаю, шум оборвался, и резкий голос в динамиках заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. Внимание работающим на данной волне! Внимание работающим на данной волне! Проверка связи! Проверка связи! Я Гранит-26! Я Гранит-26! Кто меня слышит? Прием! Глава 22 Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РД РВСН, 18 июня-четверг, 4 часа 20 минут, радиационный фон 80-272 микрорентгена в час. Город замер под тяжелыми, похожими на слежавшуюся вату облаками, грязно-серое, лоскутное одеяло улиц и кварталов, подернутое дымкой тлеющих пожарищ, растянулось вдоль русла некогда могучей Сибирской реки. Сейчас река успокоилась, тревожно притихла, покачивая на черной глади перевернутые баржи и теплоходы, медленно огибая перекрученные изломанные пролеты рухнувших мостов. Чистокол, почерневших от пожаров многоэтажек, вытянулся вдоль набережных, молчаливо и угрюмой. Исчезли в месиве из бетонной арматуры трубы городских ТЭЦ и заводов, на улицах и проспектах застыли в пробках выгоревшие автомобили и автобусы. Тишина. Тишина нависла над миллионным мегаполисом, заполнила просторные залы торговых центров, опустевшие квартиры и развороченные кабинеты. Казалось, ничто в мире не способно нарушить такую тишину. Мир сам стал тишиной. Где-то капает вода из перебитых труб, осыпается бетонное крошево, тяжелоухое проседают этажи и перекрытия. Ветер, щедро сдобренный продуктами распада, гуляет в разбитых окнах и заваленных сумками и бытовой техникой подъездах. Медленно, лениво проваливается крыша, недавно отстроенной ледовой арены. Неважно. Тишине, ставшей реквиемом для умирающего города, это не помешает. Я стою на крыше высокого здания. Оплавленный, спекшийся гудрон под ногами застыл причудливыми лужами, почерневшая завалившаяся на бок антенна сотовой связи поскрипывает на ветру. Река совсем близко, от нее лохмотьями поднимается желтоватый туман. В тумане исчезает, забитый брошенными автомобилями, въезд на коммунальный мост, исчезают силуэт острова отдыха на другом берегу. Кажется, это крыша Енисейского речного пароходства. А как я сюда попал? Знать бы, хочется закурить, но пошевелиться я не могу. Внезапно появляется ощущение чего-то присутствия за спиной. Кто-то там есть, это точно, но тревоги почему-то не испытываю. Проходит минута, другая, и вдруг звучит тихий, спокойный голос. Спрашивай. Что дальше? Одними губами шепчу я. Что будет дальше? Поживем-увидим. Доживем-узнаем. Зачем-то отвечаю в тон голосу. Выживем-учтем. Я подскочил и со всей силы вписался лбом в закрепленный над столом светильник. Отлетев обратно в кресло, схватился за повязку на голове и ошарашенно огляделся по сторонам. Сон. Еще и такой реалистичный. Мне сны вообще редко снятся или просто не запоминаю их. Как же я умудрился заснуть? Загадочный гранит-26 все бубнил и бубнил, а я как не пытался, так и не смог до него докричаться. Видимо, под монотонное бормотание радиостанции вырубился. Потерев ладонью заспанные глаза, я решил немного размяться, покурить и вернуться на радиоузел. Гранит-26 определенно заслуживал внимания по двум причинам. Во-первых, его выход в эфир никак не связан с сиянием в небе. Радиостанция вела себя совершенно нормально, сигнал проходил четко, да и голос был только один. Значит, передатчик там достаточно мощный. А во-вторых, если вспомнить, что Железногорск еще называют Красноярском-26, а подземный комбинат упрятан под гранитной скалой. Глаза отчаянно слепались, и я периодически клевал носом, однако после предыдущего сна желание засыпать отсутствовало. Панорамы всякие страшные, вопросы непонятные за спиной. Ну нафиг такие сны. Приходилось бодриться с сигаретами и безвкусным растворимым кофе из сухих пайков. Когда радиостанция, наконец, снова поймала сигнал, я был готов. Все, кто меня слышит, я Гранит-26, я Гранит-26, проверка связи. Всем, кто работает на данной волне, я Гранит-26. Какие люди! Я с хрустом вдавил в тангенту кнопку передачи, моля всем богам, что в этот раз собеседник меня услышит и с кроговоркой выпалил. Гранит-26, слышу вас хорошо, прием! Долгие несколько секунд эфир хранил гробовое молчание, даже треск помех, кажется, прекратился, а потом динамики будто взорвались. Вас слышу отлично, прием! Я Гранит-26, подтвердите связь и назовите себя! Подтверждаю! Крипло крикнул я, даже не заметив, как в зубах появилась сигарета. В коридоре уже глубоко бухали ботинки товарищей, которых я наверняка разбудил своими воплями. Говорит прапорщик Савелев, войсковая часть! Представившись по форме, я тупо уставился на радиостанцию, дожидаясь ответа. Что тут у тебя? Поинтересовалась Саша, вбежавшая в коморку первой. Вид у девушки был крайне заспанный, товарищи толкались у нее за спиной и тихо матерились. «Железногорск, кажется!» Пожал я плечами и нервно затянулся сигаретой. «Кажется, или Железногорск!» Заинтересовалась девушка и уселась на соседний свободный стул. «Да погоди!» Отмахнулся я, в этот момент динамики снова ожили. «Савелев, слушайте и запоминайте, времени мало, связь пропадает. При наличии возможности рекомендую вам и вашим людям, если они имеются, прорываться к Железногорску. Вас окажут необходимую помощь. Я вношу списки в память, через правый берег не рекомендую». Связь действительно стала быстро ухудшаться, эфир затрещал помехами. Голос гранита-26 вдруг зазвучал далеким и будто приглушенным. «Через лев... как поняли меня!» «Гранит-26 двигается через левый берег, не через правый!» Торопливо уточнил я, но ответа не последовало. Динамики сухо щелкнули, и на радиоузле повисла звенящая тишина. «И чё всё это значит?» тихо спросил Щукин. «Охренеть!» выдохнул Алан. Макс притащил на радиоузел пару скрытых сухих пайков и бутылку виски, как он сам признался, из личных запасов. С трудом уместившись в маленькой комнатушке, мы принялись обсуждать полученную от гранита-26 информацию и перспективы добраться до Железногорска. В том, что дела там получше, чем у нас, я не сомневался. Если бы дела были не очень, вряд ли они стали бы выходить в эфир по всем частотам и приглашать в гости. Впрочем, чего можно было ожидать от объекта, изначально рассчитанного на прямое попадание ядерной боеголовки? Сосредоточенно пережёвывая безвкусную гречку из консервной банки, я пытался прикинуть, как нам попасть в Железногорск с левого берега. Конечно, можем попробовать доехать до тоннеля, от того, что под Енисеем. Отставив в сторону пустую банку, предложил я. Но его ещё задолго до удара подтапливало постоянно, воду откачивали без остановки. «Думаешь, затопило уже?» спросил Макс. «Скорее всего». Я пожал плечами и отхлебнул чай из эмалированной кружки. Кофе в обозримом пространстве закончился. Сомневаюсь, что кто-то специально его сейчас сухим держит. Это же, по сути, лазейка, чёрный ход для желающих попасть на территорию закрытого города. «Ну, мы и по реке можем», ухмыльнулся Алан. «Тем более опыт сопровождения имеется». «Ты катеру двигатель грохнул, судоводитель». Покачал я головой. «А вообще сомневаюсь, что пригодные плавсредства удастся поблизости найти». «Так деревня ж по пути», сказал Щукин, распаковывая пачку галет. «В деревнях и моторку раздобыть можно, даже если на веслах вообще пофиг. Нам делов реку переплыть». «А ещё в деревнях можно местных найти», скептически заметила Саша. «Вряд ли они обрадуются, увидев, как наша банда лодку упереть пытается». «Резонно», кивнул я. «Может, подождём, пока этот гранит-26 снова на связь выйдет?» «Давайте», согласился Алан. «Устроим дежурство на радиоузле, а когда связь появится, выясним всё, что нужно». «Главное, момент не пролюбить», мрачно сказал Макс. «Не думаю, что Железногорск часто на связь выходит». Я наспех накидал на первом попавшемся листке график дежурств, стараясь учесть все пожелания и возмущения товарищей. То ли составитель графиков из меня оказался так себе, то ли ребята безжалостно схитрили, но первые три часа дежурства достались мне. Бонусом к уже просиженным перед радиостанцией штанам, не обращая внимания на мои слабые попытки восстановить справедливость. Товарищи покинули радиоузел, и я снова остался в гордом одиночестве. Поковырял ногтем засохшую гречку, прилипшую к корпусу радиостанции, зевнул, залпом допил чай. Подумал, что неплохо было бы закурить, и снова неожиданно для себя задремал. Наслаждался сном я недолго, минут двадцать от силы. Когда радиостанция в очередной раз подала признаки жизни, я, не задумывая, схватил тангенту. Здесь Савелев, грани двадцать шесть, вы на связи? Прикинь, Стасян, она работает. Мужик, мужик, слышишь меня? Вот это поворот. Вместо Железногорска на связь вышел. Кто? Кто это вообще? Говорит прапорщик Савелев, назовите себя. Стараясь придать сонному голосу как можно более грозной интонации, сказал я. Охренеть, Стас, блин, там Савелев какой-то. Извините, товарищ прапорщик, а вы нас слышите хорошо? Где вы? Нам тут помощь нужна, вроде как. Главное, я Стасу говорю, давай объедем, а он, газель пройдет, пройдет, колом стали, а тут еще жена его и девушка моя. Погоди, погоди, нечисти, осадил я неизвестного. Успокойся и скажи толком, где ты, что случилось, зовут тебя как? Писец. Полный, согласился я. Случилось-то что? На даче мы, почти на даче точнее, в Еловой. Тут дорогу у моста размыло, стоим, выехать не можем. Я Саня, кстати. И давно ты там, Саня? Поинтересовался я. С самого начала. Приехали нужник поправить, ну и так, по мелочи, шашлыки, гитара. Застряли на самом въезде, а потом... Собеседник немного помолчал, словно собирался с мыслями. А потом началось все. Ладно, ладно, все нормально. Рация-то у тебя откуда, Саня? Да тут вояк куча была пару дней назад. Техника всякая, сроки бегали, кипиш по поселку наводили, потом в поезд погрузились и свалили куда-то. В поезд? Переспросил я. Подожди, так ведь контактная сеть. Да им пофигу было, там поезд, тепловоз короче, три тепловоза. Ну, вроде обычный пассажирский, но с вагонами, холодильниками. И платформы еще сзади грузовые прицеплены. Чего? Я действительно охренел. Мысль о том, что далеко не все боевые железнодорожные и ракетные комплексы распилили после подписания договора о сокращении наступательных вооружений, появилась в моей голове еще после странных переговоров, пойманных во время первой вспышки сияния местным радистам. Но сейчас, когда незнакомый Саня вот так напрямую заявил о том, что видел подходящий под описание поезд, сомнения пропали окончательно. Что слышали, товарищ прапорщик? Саня на секунду замялся и продолжил. Они несколько машин оставили, я с одного кунга рацию подрезал. Дерьмо старое, в армии на такой работал. Вот сижу, срочную службу вспоминаю. Вообще, Стасян думает, газель вытащить грузовиком армейским, если завести сможет. Вас где искать, если что? В Кедровом? Немного подумав, ответил я. Как выберетесь, выйди на связь, уточню. Добрый, понял. Спасибо вам огромное. С одной стороны, немного напрягал тот факт, что я взял и вот так запросто выдал свое местоположение. Однако, желание помочь людям, попавшим в беду, победило паранойю. Да и Кедровый не такой уж маленький, запарится искать, если что. Верю я в хорошее, в людей верю. Может, пора уже прекращать. Саня вышел на связь чуть меньше, чем через час и не с самыми добрыми новостями. Товарищ прапорщик, тут дело такое. Протрещали динамики радиостанции. Газель мы вытащили, но вояки после себя бетонку рванули. Наша машина не пройдет вообще никак. Да и никакая не пройдет. Вот это уже проблема. Дело в том, что дорожные бетонные плиты, ведущие к любому военному объекту на постсоветском пространстве, применялись далеко не в целях экономии или удобства прокладки дорог. По задумке авторов этого простого, но гениального инженерного решения в случае нападения вероятного противника на Советский Союз, плиты в короткие сроки раскидывались в разные стороны либо друг на друга, делая практически невозможным подъезд к воинским частям и другим стратегическим объектам. Это значит, что пехота противника оставалась как минимум без транспорта и огневой поддержки легкой бронетехники. Учитывая страсть советских военачальников к масштабному строительству в глухой тайге, достаточно умный ход, который сейчас стал для нас серьезной проблемой, точнее, для сани с товарищами и для меня, как согласившегося ему помогать. Мой план был прост, а значит, накладки практически исключались. Если на выезде из Кедрового не сворачивать на трассу, а проехать прямо на территорию придорожной забегаловки, можно обнаружить неприметную дорогу, уходящую в лес. Эта дорога немного петляет по тайге до бывшей базы хранения элементов БЖРК, а потом выходит в район станции Кача, до которой сани и его друзьям ехать минут 15. Связавшись по радиостанции, обговорив заранее всевозможные моменты, мы условились, что через два часа Саня должен подъехать на своей газели к тому месту, где военные подорвали дорогу. Я к этому времени приезжаю туда же, но с другой стороны. Ребята со своими пожитками пересаживаются ко мне. Мы возвращаемся в Кедровый и думаем, как дальше жить эту жизнь. Времени на сборы ушло немного. Разгрузочный жилет, рюкзак, автомат, химзащита, респиратор. В рюкзаке медицина, пара аварийных рационов, фонарь, бутылка с чистой водой. По подсумкам разгрузки распихал запасные магазины, дозиметр, еще одну аптечку, полевой монокль, складной нож. На всякий случай сунул туда же паспорт, служебное удостоверение сотрудника МЧС и выданные майором военкоматовские бумажки. Еще прихватил портативную радиостанцию и Макаров с дополнительным магазином. Все готово. Ужасно, Диман, мечта оккупанта, блин! Заключил Щукин, критически осмотрев меня со всех сторон. После того, как я кратко вел Макса в курс дела, убедить его остаться в бомбоубежище оказалось непросто. Однако в ходе тихого, но оживленного спора здравый смысл взял верх. Товарищ должен был приглядеть за Сашей, которую я не стал пока будить, ну и вообще не допустить разграбления объекта всякими неизвестными лицами. В том, что товарищ приглядит и не допустит, я не сомневался ни капли. «Вы там это, булки берегите?» Ехидно посоветовал Макс, закрывая за мной гермодверь. «Сам береги», отмахнулся я. «Все, условный стук помнишь?» Товарищ кивнул. «Ну, тогда я пошел». «Удачи, Диман, давай там без фигни». По моим подсчетам, на осуществление всей затеи должны уйти максимум часа два. Ну, три с учетом непредвиденных обстоятельств. Ехать я решил на полицейской газели, которую заблаговременно начал готовить к выезду Аллан. Довольно проходимая машина, неприхотливая, да и выбор невелик. Оказавшись на поверхности, первым делом проверил радиационный фон. На экране неевы высветилась цифра 272 микрорентгена в час, а я нервно поправил маску респиратора. Ладно, бывает, не смертельно. Газель, кстати, немного почище, лобовое стекло 198 микрорентген в час, водительская дверь 142 микрорентгена в час. Я забрался на переднее пассажирское сиденье, умастив рюкзак с автоматом на ногах. В салоне автомобиля фон оказался вообще приятнее всех ожиданий, всего 92 микрорентгена в час. Да тут предел их нормы, скривился Олан, немного барабаня пальцами по рулю. Я проверял же. Дворники включи, посоветовал я. Фары-то до блеска натер, а через лобовуху не видать ничего. Товарищ молча потянул на себя ручку включения дворников. Толстый слой пыли и пепла медленно упал вслед за щетками сначала в одну сторону, потом в другую. Вспомнив про флешку в магнитоле разбитого Форестера, я подумал, что реквизировать ее не самая плохая идея. К тому же Форестер стоит рядышком под навесом. Ну-ка, обожди минуту. Попросил я Алана и снова выбрался на улицу. Дозиметр моментально отреагировал участившимся треском. Мне повезло, флешка никуда не вылетела во время аварии и обнаружилась на своем законном месте. Притащив ее в газель, воткнул в магнитолу и тыкнул кнопку перемешать треки. Пусть играет, что попадется. А вы не знаете, почему живот болит? Там же сдохли все бабочки. Первую заигравшую песню я узнал сразу, хотя слов и не помнил. Что-то про бабочек, которые сдохли в животе. Приятный голос девочки, исполнявшей песню и прогревшийся салон газели, явно воздействовали на меня благотворно. Сигарету в зубы, музыку погромче и вперед, помогать неизвестному Сане и его товарищам. Время приключений, мать их. Диман, я переключу, попросил Алан. Вот этот русский рок ваш вообще не понимаю, под него руля в березу дать хочется. Оставь, отмахнулся я, играет тонко в свете фар, привычно побежала в горизонт, сливаясь на пределе видимости с темно-серой небесной хмарью. Ну, поехали, надеюсь, проблем не возникнет. Глава 23-я Емельяновский район, бывшая база БЖРК, 18 июня, четверг, 7 часов 20 минут. Радиационный фон 90-120 микрорентген в час. Красные звезды из динамиков пели что-то про перекресток, а справа от нас тянулась заброшенная база хранения элементов БЖРК, та самая Дельта-6. Никаких признаков того, что она хоть как-то эксплуатировалась в последнее время не наблюдалось. Разрушенные корпуса для обслуживания подвижного состава, заросшие густым кустарником, долговременные огневые точки, покосившиеся столбы ограждений с лохмотьями колючей проволоки на них. Вдалеке на горе виднелись опустевшие трехэтажки военного городка и высоченная труба котельной, уткнувшаяся в угрюмое небо. «Да уж», вздохнул Алан, «остатки древней, более развитой цивилизации». «Скоро весь мир так выглядеть будет», мрачно сказал я. «Уже выглядит», усмехнулся товарищ. «Слушай, а если этот твой Саня с еловой подстава какая, ну, типа, чтобы горбануть нас или еще чего? Ты еще скажи сожрать», покачал я головой. «У нас с собой ничего ценного нету, кроме ментовской газели и пары автоматов. Такое добро только ленивый сейчас достать не сможет, ну, или мертвый. Да и историю слишком сложную придумали жены, девушки, поезд ракетный. Значит, ты уверен, что Саня не гонит?» Я молча кивнул. Мысль о поезде упрямо не хотела покидать черепную коробку. Где он базировался все эти годы, где обслуживался, заступал ли на боевое дежурство, легендарный состав, интерес которому был вызван моим железнодорожным прошлым еще на заре студенчества и любовью к детищам сумрачного гения советского военно-промышленного комплекса. Сейчас, правда, думать нужно было совсем о другом. Где-то впереди нас дожидаются четверо человек, которым явно нужна помощь. Что с ними делать, куда девать? Ладно, с этим разберемся по факту. Может, там вообще засада, а я доверчивый сибирский валенок. «Алан, далеко еще?» Спросил я. «Сейчас направо свернем на дорогу, мимо качи проедем и на месте», ответил товарищ. «Тогда высаживайся перед поселком и автомат не забудь». «На кой?» удивленно вскинул брови Алан. «А вдруг нас там и правда караулят, я за руль сяду, медленно вперед поеду, ты вдоль дороги двинешь со стороны леса, подстрахуешь на всякий противопожарный». «План, конечно...» вздохнул товарищ. «Так себе план. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка». С этими словами Алан прижался к обочине и остановил газель. Скрипнули тормоза, Константинович выдернул автомат, закрепленный между сидений и, похлопав зачем-то себя по карманам разгрузки, выбрался наружу. Быстро осмотрелся и рванул втянувшийся вдоль дороги кустарник. «Я шустро перебрался на водительское место, предвкушая общение с любимой механической коробкой передач. Выжил сцепление, плавно включил первую передачу, подал газа и...» Газель, дернувшись, героически заглохла. «Будь проклят тот день!» Сквозь зубы пробормотал я. «Когда сел за баранку этого пылесоса?» «Терпи, Дмитрий Владимирович, тут ехать всего метров пятьсот по прямой». Со второй попытки Газель тронулась с места и плавно покатило по дороге. Руки-то помнят, как в автошколе на шестерке экзамен издавал. Чуть сбавив скорость, чтобы Алан не слишком вымотался, продираясь за мной по кустам, я немного расслабился и достал из кармана сигареты. Прикурил, затянулся с наслаждением, стекло опускать не стал, от греха подальше. Вот уже и панельные трехэтажки качественно мелькнули, трубопровод теплотрассы над дорогой. Чернеющий выгревшими провалами окон продуктовый магазинчик. Возле него грязно-красный ГАЗ-66 с мигалками на крыше и бочкой для воды в кузове. Двери распахнуты, никого не видать. Отсюда-то куда народ делся? Опустевший совсем недавно населенный пункт имеет свойство вгонять в какую-то особенную тоску. Поэтому я отвернулся и сосредоточился на дороге. Отвернулся вовремя, почти сразу за небольшим поселком дорога неожиданно заканчивалась. Обломки бетонных плит вместе с кусками кое-как уложенного асфальта раскидало по краям внушительной воронки, за которой виднелась пара армейских Уралов и УАЗик. Та самая техника, брошенная военными. Непонятно только, зачем дорогу подорвали. Видимые жадности, чтобы грузовики не сперли, за воронкой дорога плавно переходила в проселочную и никуда, кроме еще пары деревень не вела. Остановившись у завала из плит, ощерившихся перекрученной арматуры, я включил ближний свет и проблесковые маячки для солидности. Посмотрел на обочину, густой кустарник чуть заметно шевельнулся. Хорошо, осталось дождаться незадачливого Саню с ребятами и можно ложиться на обратный курс. Грязно-серая газель бизнес с двухрядной кабиной и непропорциональной грузовой будкой появилась на другой стороне воронки спустя минут десять. Остановилась, моргнула фарами, я поморгал в ответ, пора идти. Назвался спасателем, иди и спасай. Прихватив автомат, я выбрался на дорогу и осторожно двинул вдоль края воронки. Пару раз оступался и взмахивал руками, пытаясь сохранить равновесие, но все обошлось, добрался без приключений и даже не шлепнулся ни разу. Как только подошел газель, передние двери открылись и из кабины выбрались двое парней. Один в темно-зеленом софтшеле и камуфляжных штанах, плотный, коренастый, с густой рыжеватой бородой и такими же усами. Второй чуть пониже, но тоже крепкий, в простых синих джинсах и такого же цвета расстегнутой олимпийки, под которой виднеется красная футболка с логотипом футбольной команды Манчестер Юнайтед. Вы Савелев, да? поинтересовался бородатый, протягивая широкую медвежью ладонь. «Дима, можно на ты?» кивнул я, ответив рукопожатием. «Александр, это я с тобой разговаривал». «Анастас», представился второй парень и, заметив мой удивленный взгляд, добавил. «Имя греческое, можно просто Стас». «А девушки где?» уточнил я. «В машине, Настя и Алена», ответил Саня. «Я так понимаю, нам разгружаться?» «Много вещей?» «Ну, так, не то чтобы. В основном все для шашлыка, правда, мясо уже съели. Вещи всякие теплые, это по домикам уже нашли. Ну и ружье?» «Ружье?» переспросил я, внимательно посмотрев на Саню. «Да, ружье. Сторож сам виноват». «Сторож?» «Ага, на дачах, он пьяный был. Мы к нему зашли, думали, там телефон стационарный есть. Смотрим, спит, воняет еще, как стадо бомжей. Оружье с патронами на холодильнике лежали прямо у входа. Ну и?» «Бес попутал». Ухмыльнулся я. «Ничего, сам виноват, за оружием следить надо». «Мы заезжали потом», добавил Стас. «Вернуть хотели, только мужик как сквозь землю провалился». «Короче, ясно все, партизаны. Давайте выгружайтесь и пойдем к машине». Посмотрев в сторону обочины, я махнул рукой. Из кустов под офигевшие взгляды парней выбрался мокрый матерящийся олан с автоматом наперевес. «Все в порядке, Диман?» «Кавалерия отбой!» шутливо крикнул я. «Грузимся!» Легкий прохладный ветерок пошевелил волосы, а я с некоторой долей пофигизма подумал о том, какие показания выдал бы сейчас дозиметр. Вообще пофигизм как единственный способ спасти изношенную нервную систему с каждым днем все усиливался. Если поначалу я даже не помышлял о том, чтобы выйти на поверхность без противогаза или дозиметра, то сейчас не исключал возможности задумчиво прогуляться налегке по лесу в компании бутылки крепкого алкоголя и годной музыки в наушниках. Судя по тому, как Алан водил по своей одежде дозиметром и грязно материл меня, кусты, радиацию и весь мир, он таких взглядов на мир точно не разделял. Газель Стаса мы надежно спрятали во дворе неприметного частного дома, сняли аккумулятор, чтобы не разрядился, накрыли автомобиль куском полиэтилена, оставшимся от чьей-то теплицы, закидали досками и разным мусором. Получилось вполне себе сносно. Радиостанцию перетащили в нашу Газель, кое-как протиснув в открытое боковое окно неудобную антенну Куликова. Схрон с транспортом в любом случае лишним не будет, хотя было бы неплохо со временем освободить автомобиль из деревенского плена. А пока что я не без труда развернулся на маленьком пятачке перед раскуроченной бетонкой, включил магнитолу и медленно покатил в обратном направлении. Алан, обидевшийся за путешествие по кустарникам, садиться за руль наотрез отказался, мотивируя это полученной психологической травмой и личным наказанием для меня злодея. Я же со временем освоился, и когда по правую руку вновь протянулась база БЖРК, чувствовал себя за рулем, если не уверенно, то вполне сносно. «Опа!» протянул Алан. «А это что за цирк с конями?» «Держись!» крикнул я и вдавил педаль тормоза в пол. Заскрепели тормозные колодки и газель, чуть развернувшись боком, остановилась. Алан, матерясь, пытался достать автомат. Я уже снимал свой с предохранителя. Сзади послышались сдавленные стоны. Пассажиры явно не ожидали такой резкой остановки. Грязно-зеленая буханка шустро вылетела с какой-то примыкающей дороги и затормозила поперек дороги прямо перед нами. Кенгурятник, лебедка, мощные противотуманные фары на крыше, наклейки с эмблемами внедорожных соревнований. Однако, примечательно, буханка была не этим. На боку красовался криво намалеванный белой краской ядерный гриб, под которым угадывались перекрещенные факел и винтовка. Рисунок наносил явно не профессионал, однако масштаб возможных проблем вполне чувствовался. А цифра 005 на передней двери слишком уж смахивала на тактический номер боевой техники. «Димас, это попадалово какое-то», тихо сказал «Алан, давай-ка назад». «Хрен там, Аланчик». Покачал я головой, глядя в зеркало заднего вида, за нашей газелью непонятно откуда материализовался еще один уазик, такой же тюнингованный и с таким же грибом на борту. «Может, первыми по ним жахнем», предложил друг. «Они типа испугаются и свалят». «Тоже не вариант, не знаю, что это за товарищи, но настроены они как-то не очень». Из передней буханки вывалились человек пять, достаточно единообразно наряженные в охотничьи камуфляжные костюмы, на ремнях армейские брезентовые подсумки для запасных магазинов, и что самое неприятное, все с автоматическим оружием. Пока мужики грозно выстраивались перед газелью, я разглядел пару АКСУ, АКМ, АКМС и даже РПК. РПК, бляха! Очень паскудный его вариант в калибре 7,62х39. Народу во втором УАЗике оказалось не меньше, разглядеть их стволы я не мог, но, думаю, вооружены они были не хуже. «Выходим из машины, заблудшие!» Басиста проревел мужик с пулеметом. «Заблудшие?» переспросил Алан, удивленно глядя на меня. «Песец, сектанты, приплыли!» «Чё делаем?» «Выходим, автомат только в машине оставь, они нас покрошат за секунду!» «Товарищи пассажиры!» «Как можно более ровным голосом сообщил я в салон. «У нас тут очень интересные товарищи на дороге нарисовались, прошу сохранять спокойствие и не лезь на рожон!» «Это как, в смысле?» спросил кто-то из парней кажется Саня. «Тихо сидите, говорю!» Подняв правую руку так, чтобы ее было видно, я открыл дверь и медленно вышел наружу. Краем глаза заметил, что Алан делает все почти синхронно. Выбравшись на улицу, я поднял руки и немного отошел от газели. «Мужики!» крикнул я. «Мы не менты, тем более не заблудшие, нам бы проехать дальше и все!» «Темнота на вашем пути заблудшие!» ответил мужик очень содержательно, спасибо. «Да сейчас везде темнота!» Голос предательски дрогнул. «Все-таки не каждый день меня окружает толпа вооруженных мужиков, несущих невнятный бред!» «Ребят, а вы за религию или против?» поинтересовался Алан. «Блин!» Обычно его задушевные разговоры способны довести человека до нервного срыва. «Ну, типа, кому себя относите? В Бога там верите или в Кришну?» «Мы, те, чей путь осветил великий огонь!» подключился к разговору тощий дядька с АКСУ. «Великий огонь пришел и дал нам свет, который ведет нас к цели!» «И какая у вас цель?» не вынимался Алан. «Обычно же уходят общиной в лес, там тусуются, ну, типа, хозяйство налаживают, сек... ой, кружки всякие для детей мутят». «Наша цель зажечь свет в глазах заблудших, как велел великий огонь!» «Великий огонь забрал всех, чей путь погряз во грехе. Остальным поможем мы, его искры свет от его пламени!» Мужики одновременно вскинули автоматы вверх и дали несколько коротких очередей. Я присел от неожиданности, рука непроизвольно легла на кобуру с Макаровым, а фанатики тем временем протяжно затянули. «Узри! Узри! Узри!» «Все!» «Кажется, сейчас нас будут просветлять, точнее убивать, ни то, ни другое в мои планы не входило. Но и рыпаться нельзя, дернусь, насобираю полное пузо маслят. Жалко, что не озаботился поиском бронежилета. Все бы поспокойнее было, хотя на такой дистанции да против 7,62 калибра. «Господа!» Алан попытался прервать затянувшиеся песнопения. «Я дико извиняюсь, что прерываю, но что делать нам?» Мужики удивленно притихли, не исключаю того момента, что ударившись хоровое пение, фанатики в принципе про нас забыли. «Вы заблудшие!» Снова прокричал мужик с РПК. «Вы заблудшие, но никто, кроме светила, не имеет права решать судьбу заблудших!» Еще и светило какое-то. Да, вляпались. Видимо, карма окончательно дала сбой. Когда вы проявиться-то успели со своей сектой? Неделя всего прошла. «Неделя!» «Сдайте оружие и машину!» потребовал тощий с ментовским укоротом. «Вы поедете с нами! Светило определит ваш путь!» Смысла сопротивляться не было. Нам ловко скрутили руки монтажными стяжками, а я печально подумал о том, что слишком часто вляпываюсь в подобные истории. Двое фанатиков уселись в кабину газели, нас закинули в отделение для оперов к перепуганным ребятам. Да уж, спасли называется. Хоть не за решетку посадили, благо ключи от нее оказались давно и безвозвратно утеряны. Мужик с РПК уселся рядом с нами, сурово уставившись в окно. Я отметил, что фирменная эмблема белый ядерный гриб с винтовкой и факелом красовалась и на куртке, и на прикладе пулемета. Видимо, у этих ребят чердак совсем дырявый. Вслух озвучивать свои предположения я не стал. Буханка впереди развернулась и юркнула на примыкающую проселочную дорогу. Мы покатились за ней. Вдруг на обочине в кустах что-то блеснуло. Интересно, фанатики настолько организованные ребята, что выставили у дороги снайпера? Но почему так близко и на такой невыгодной позиции? Или это просто осколок стеклянной бутылки? Мысли, мысли, слишком много дерьма происходит, вот фантазия услужливая и дорисовывает всякую чепуху. Я еще раз глянул на обочину, в кустах больше ничего не блестело. «Заблудшим недозволено видеть путь к дому светило», внезапно сообщил пулеметчик. «Чего?» переспросил я. Вместо ответа мне в лицо стремительно полетел приклад РПК. Я успел внимательно разглядеть за шарканный тыльник, зияющую пустотой дырку фанери на месте пенала для принадлежностей. А потом голова словно взорвалась, забежали девушки, Настя соленой кажется, и наступила темнота. Глава 24 Емельяновский район, коттеджный поселок, 18 июня, четверг, 19 часов 30 минут, радиационный фонд 45-60 микрорентген в час. Что бы там ни говорили любители поспать до обеда, просыпаться всегда приятно. Начать утро в мягкой уютной постели под запах свежего кофе, заботливо сваренного пока ты спал, или открыть глаза в откинутом кресле междугороднего автобуса, прохладным туманным утром на парковке придорожного кафе, затерянного где-то на бесконечных просторах федеральных трасс. Даже похмельное утро после сумасшедшей ночи может принести удовольствие. Стакан ледяной воды или запотевшая бутылка светлого нефильтрованного, бритого, одеколон, чистая одежда и вот уже жизнь заиграла новыми красками. Красота. Во всяком случае, всегда так считал до сегодняшнего дня. В нос ударила крепкая смесь запахов слежавшегося сена, навоза и мокрого дерева. Я приоткрыл глаза и попытался поднять голову, чтобы осмотреться. Голова ответила резкой болью в районе лба и свалилась обратно. Высохшее сено неприятно царапнуло щеку, а правый глаз так и не соизволил открыться. Ресницы намертво слиплись, подозревая, что приклад фанатика рассек мне лоб или бровь, а глаз благополучно залепило спекшейся кровью. Продолжив оценивать свое состояние, я пришел к неутешительным выводам. Итак, что имеем? Лежу на боку в абсолютно неудобном положении. Кисти рук практически онемели из-за проклятых пластиковых стяжек, затянутых слишком туго, голова раскалывается, правый глаз видит чуть меньше, чем ничего. Разгрузку, судя по ощущениям, с меня сдернули, пистолета в кобуре тоже нет. Вдобавок ко всему этому, я остался без обуви. Ноги в тонких влагоотводящих носках машинально пытаются зарыться поглубже в сено. Короче говоря, положение очень хреновое. Так, попробуем осмотреться. Приоткрыв левый глаз, я кинул взглядом помещение. Какой-то плохо освещенный сарай или амбар, куча сена, деревянные настилы, на стене висит огромная хреновина для трактора, плуг или что-то подобное. В паре метров от меня лежит лицом вниз Алан, руки тоже связаны за спиной, не шевелятся, но вроде как дышат. Рядом с ним ребята из Газели, Стас Саней. Уже хорошо, значит вся эта история сектантами к ним отношения не имеет. Плохо, что не видно девушек, отдельно их что-ли держат, надеюсь, что так. А вот у дальней стенки, безвольно свесив голову на грудь, обнаружился еще один персонаж. Короткостриженный мужик, рваным черным пальто и светлой рубашки, обильно залитый кровью. Лицо мужика представляло собой жуткое кровавое месиво, на котором и наверняка сломанный нос. Признаков жизни незнакомец в пальто не подавал совершенно никаких. С трудом перевернувшись на спину, я тихо взвыл от впившихся в запястье стяжек. Зараза, больно-то как! Нужно срочно от них избавляться, пока кровообращение не нарушилось. Перспектива коротать остаток жизни без кистей рук, как мне кажется, вообще не радостная ни разу. «Алан!» – «Мужик, ты там как?» Друг заворочался и промычал что-то нечленораздельное, уже хорошо. «Алан, вставай, блин, хорош валяться!» «Че надо?» пробубнил он и попытался устроиться поудобней. «Да ты охренел!» «Не выдержал я!» «Спишь, что ли?» «Ну так, кемарю», отозвался друг. «А че еще делать?» «Думать, как свалить из этого сарая, к примеру!» Алан медленно повернулся на бок, вывалив целый поток хитро завернутого мата. Видимо, тоже хомуты на руках перетянули. Тряхнул головой и критически меня осмотрел. «Выглядишь дерьмово», сообщил друг. «А че в носках?» «Хороший вопрос», задумчиво ответил я и пошевелил пальцами ног. «Надеюсь, это ненадолго. Че за мужик там возле тебя?» «А хрен его знает, но вроде как мент или что-то типа того». «С чего ты взял?» «Ну, пока ты там валялся в позе лягушки, мужик то ли бредил, то ли нет, но ахинею знатную нес». «Точнее?» «Да все бормотал про то, что за ним придут, что они давно этих фанатиков пасут и типа вот-вот выпилят всех. Начальнику просил позвонить, мол, инфу он передал, а его почему-то спасать не торопится». «Ах, думаешь, есть призрачный шанс, что его коллеги тут объявятся?» «Предположил я». «Сомневаюсь». Алан пожал плечом и покосился на предполагаемого мента. «Мужик выглядит крайне хреново, будто он тут не одну неделю чалится». Я тихо выругался, даже если это и мент или другой представитель силовых ведомств, вряд ли после удара о нем кто-нибудь вспомнил. Зато стало понятно, каким образом фанатики так быстро активизировались и встали на ноги. Видимо, кучка идиотов поселилась в лесу достаточно давно и с тех пор фанатично ждала, когда из океана полетят ядерные приветы. Хотя, судя по уровню организации и вооружению, идиотами фанатиков стоит называть с большой натяжкой. «Знакомцы-то наши новые как, живы?» Спросил я, кивнув в сторону Стаса и Сани. «Живые», кивнул Алан. «Спят, правда, как убитые. Может, накачали их чем?» За воротами сарая началось какое-то движение. Противно лязгнул замок и одна из воротин медленно приоткрылась. Я поспешил закрыть глаза и сделать вид, что не приходил в себя. Алан, судя по тихой возне, последовал моему примеру. По сену зашуршали, приближаясь к нам, шаги нескольких пар ног. Идущие тихо переговаривались между собой. «Светило», сказал Лысого, «в расход». «Сейчас потащим». «Позже», «Сначала заблудшими разберемся». «По одному?» «Ага, давай с длинного начнем». «Супер!» «Кажется, снова все шишки на мою голову». Шаги затихли в полуметре от меня, что-то скрипнуло. Я старательно продолжал изображать безвольное тело. «Давай!» Решительно сказал кто-то, и на меня обрушился поток ледяной воды. От неожиданности я дико заорал. «Вставай, заблудший!» Хохотнув, скомандовал изувер с ведром. Мне помогли подняться и толкнули в сторону выхода. Едва устояв на ногах, я понуро побрел в указанном направлении. «Мужики, может, хоть стяжки разрежете?» Робко поинтересовался я, пытаясь понять, чувствую ли вообще пальцы рук. «Я не буйный?» «Позже», коротко ответил один из конвойных, хватая меня за плечо, другой ловко натянул на голову темный мешок. «Светило ждет!» Мешок с головы стянули перед дверью добротного деревянного дома. Специфический запах криозота подсказал, что дом выложен из железнодорожных шпал, надерганных, скорее всего, в районе бывшей базы БЖРК. «К чему мне эта информация? Все-таки мозг – странная штука, любит подкидывать в критических ситуациях абсолютно ненужные сведения». Дверь открылась, меня перехватил крупный дядька в маске, запакованный в черный штурмовой комбинезон и полицейский бронежилет. Мимолетным движением дядька перерезал пластиковые стяжки у меня на запястьях и, не дав опомниться, жестко заломил руки за спину. «Пошел!» Тихо прорычал он и толкнул меня вперед. Кабинет местного светил и больше всего напоминал берлогу сельского участкового и был обставлен крайне аскетично. Стол с древним компьютером у окна, шкаф, заставленный туго набитыми скрышевателями и папками, пара стульев и старый облупленный сейф в углу. На подоконнике красовался советский хрустальный графин с парой стаканов, а под потолком тускло горела лампочка без какого-либо намека на абажур. «Один из облудших, всесветлый, как вы и просили», доложил конвоир. «Спасибо, Павел, подожди снаружи», ответил тихий, немного писклявый старческий голос. Павел незамедлительно скрылся за дверью. «Прапорщик Савельев, МЧС, еще и мобилизованный, звучит достойно. Присаживайтесь, молодой человек», сказал тот же голос, а я, наконец, разглядел одним глазом его обладателя. Маленького, сморщенного старичка в очках с толстой роговой оправой, едва видневшегося из-за компьютера. Старичок был облачен в белоснежный балахон, надетый поверх светлой рубашки с ярко-желтым галстуком. «Хорош, светило, нечего и говорить». «Стильный, вот значит, какой он начальник местного дурдома». «Мы что, знакомы?» Сухо поинтересовался я, усаживаясь на стул. Запястья чудовищно ныли, болел рассеченный лоб и больше всего на свете хотелось сейчас со всей дури зарядить ногой по столу, чтобы пришибить им мерзкого старикана. Однако, здравый смысл и огромное количество вооруженных фанатиков за дверью недвусмысленно намекали, что от подобных затей лучше воздержаться. «Пока». «Незнакомый молодой человек», ответил старик и положил передо мной мои служебные удостоверения, справку и паспорт. «Можете забрать, если эти бумажки представляют для вас какую-то ценность, но, уверяю, вам они точно больше не пригодятся». Я поспешно спрятал документы во внутренний карман, немного подсохший после холодного душа афганки. «Так а какого лешего вы тогда от меня хотите? Мы с друзьями просто пытались уехать отсюда куда подальше». «Вы и ваши товарищи, молодой человек, сбились с пути. Вы находитесь на распути, своего рода перекрестке, света, на котором меньше, чем от самой слабой лампочки. Наша задача показать вам истинный путь. Поверьте, мы единственные, кто сможет это сделать». «Кто вы? Кто вы-то?» «Не выдержал я». «Банда сумасшедших, которые сидят в лесу и похищают людей?» «Полегче», отвратительным мягким голосом остановил меня старикан. «Позвольте кое-что вам рассказать и кое-что предложить. Уверен, вы не сможете отказать». «Потому того, что если откажусь, ваши громилы повесят меня на дереве или на костре сожгут». «Извините, я не силен в ваших псевдорелигиозных видах казней». «Не ерничайте, в случае отказа мы вынуждены будем осветить ваш путь несколько другим способом». «Итак, с вашего позволения начну». «Дело в том, что задолго до прихода великого огня мир полностью погрузился во грех». Десятки религиозных направлений и течений изо всех сил пытались понять, есть ли на свете Бог, стоит ли в него верить, спасет ли он их души. А я всегда знал, что все одни неправы. Еще несколько лет назад я работал в ядерной промышленности в одном из научно-исследовательских институтов небезызвестного Железногорска. В каком сейчас уже не важно. Так вот, со временем я пришел к выводу, что нет ничего прекрасней, чем процесс неконтролируемого деления. Это абсолютная высшая сила, которую нельзя ни до конца приручить, ни остановить. Пока все кричали про мирный атом, я понимал, что нет в нем ничего мирного, что однажды атом придет, придет в каждый город, в каждый дом, каждому без исключения человеку. Придет и очистит от греха, укажет верный путь, сбросит такого современного общества и строя, а после его прихода мир изменится, станет честнее и естественней правильней. Вернется к тому девственному состоянию, которое разрушил грех. Наш с вами Савельев грех, я там пришел, как вы видите, имя ему великий огонь, забравший всех, чей грех несопоставим с реалиями нового мира. Но, к счастью, великий огонь оказался не только всесилен, но и мудр, и он дал многим шанс, так появились вы, заблудшие. Старый свет в ваших сердцах погас, а новый так и не смог загореться, и только мы, те, кто всегда верил в силу великого огня, те, кто ждал его прихода, кто был готов слиться с ним в одно целое, можем указать вам путь, осветить его, зажечь тот самый огонь вновь, ибо всякий, кого великий огонь не забрал, имеет шанс увидеть истинный свет. Бляха, старикан похоже разошелся не на шутку, интересно, скоро его отпустят, и что мне ему сказать, соглашаться на просветление, сомнительная идея, черт знает, как у них тут просветляют, и что вообще со мной сделают, может, надругаются зверским образом за местной баней, или вообще обольют бензином и подожгут, лучше, конечно, бензин, определенно. Эмм, а как мне этот ваш свет увидеть, уважаемый? Скромно поинтересовался я, пытаясь отвлечь деда от его наполненной пафосом речи. Честно говоря, никогда не любил фанатиков их проповеди и прочий псевдорелигиозный бред. Если старикашка не остановится прямо сейчас, меня, скорее всего, вывернет прямо ему на стол и мантию на пару с мерзким галстуком. Все очень просто, молодой человек. Мягко ответил светило и широко улыбнулся редкими желтыми зубами. Вам нужно всего лишь пустить в себя, в свою душу тело истинный свет. Павел, Егор, заблудший готов. Чего? Закричал я. Ни к чему я не готов и впускать в себя никого не хочу, эй! Сидите, молодой человек, чем быстрее все пройдет, тем будет проще для всех. Дверь открылась и в кабинет вошел уже знакомый мне Павел в компании такого же Амбала. Очевидно, Егора. В руках у одного был нехилых размеров шприц с непонятным мутным содержимым, а у второго раскаленная до красна железная хреновина. Не советую дергаться, клеймо быстро остывает. Процесс съединение со светом нельзя прерывать. Прищурившись, посоветовал мне старик. Тем временем охранник со шприцем стянул с меня куртку и ловко закатал рукава термобелья. Получается, вся местная религия построена на наркоте. Банальщина. Классическая схема ничего нового и интересного. Хотя, стоп, о чем я вообще? Через пару секунд меня накачают неведомой дрянью, потом прижгут клеймом, на котором, вот ведь неожиданность, угадывается силуэт проклятого ядерного гриба. А дальше, дальше стану таким же идиотом, как и все тут. Лучше бы порошок какой-ли самокрутка, с детства терпеть не могу уколы. Помню постоянные истерики в поликлиниках растерянного отца, стаскивающего кабинету врача шоколадки и прочие сладости в промышленных масштабах. Резкий запах проспиртованной ваты, холодную клеенку кушетки и шприц. Огромный, блин, шприц. С отвратительно поблескивающей тонкой иглой в такие моменты меня сковывало какое-то отрешенное оцепенение, которое не проходило до самого окончания неприятной процедуры. Именно такое оцепенение пришло и сейчас. Я бездумно пялился на приближающийся шприц, даже не пытаясь оторвать взгляд от кончика иглы, на котором, переливаясь в тусклом свете лампочки, медленно набухала капля неизвестного вещества. Отец со сладостями появляться не спешил, а где-то в стороне противно улыбался проклятой светило. Игла все ближе, неприятный холодок пробежал по спине, заставив волосы на затылке зашевелиться. Какой глупый несуразный конец у истории получается, однако. Хотя конец ли, может, после просветления жизнь заиграет новыми красками? И чем это пахнет в кабинете у главного фанатика? Такой расслабляющий запах, вроде ароматизированных палочек. Странно, что не заметил раньше. Наверное, тоже наркота, вроде бы корицы отдает. ароматизированных ароматизированных ноль минут. Радиационный фон 45-60 микрорентген в час. Большой слепому! На приеме, слепой, говори! Большой! Я на позиции, деда вижу, отчетливо могу работать, с ним еще двое грибников, вооружены, и там хрен еще какой-то. Слепой! Не понял, какой хрен? Местный торчок? Пока не торчок, колоть собираются, точно не из местных. Понял тебя, слепой, хрен этот как выглядит. Да как хрен, лохматый, небритый, в афганке старый. Принято, слепой, работай, хрена не зацепи. Если не тупой, выберется, деда первым в расход, охрану следом, дальше свободная охота. Принял, работаю. Заторможенный ход моих мыслей об аромате корицы прервал звон разбитого стекла и противно хлюпнувший хлопок. Лоб светил и чуть выше очков буквально взорвался, расплескав на стол красно-бурае содержимое, перемешанное с осколками костей черепа. Фанатик гортанно булькнул и медленно повалился на бок, вываливаясь из кресла. Снайпер! Тряхнув головой, чтобы стряхнуть вязкое наваждение, я рванул вниз под защиту стола. Не хватало еще шальную пулю поймать. Сектант, который пару секунд назад устрашающе водил передо мной клеймом, бросился было к светиле, но словно налетел на невидимую преграду и с глухим грохотом рухнул на пол. Второй фанатик, отбросив шприц, дико заорал и зачем-то бросился на меня. Неизвестный снайпер больше помогать не спешил. Заорав в ответ, я откатился в сторону, а разложенный приклад АКСУ фанатика врезался в дощатый пол. Перехватив автомат, как дубину, он снова кинулся ко мне, замахиваясь для удара. Где же этот снайпер-то? Драться я крайне не люблю, а если вдруг приходится, то о морально-этической стороне своих действий задумываюсь редко. Поэтому, кое-как сгруппировавшись, я прижал груди правую ногу, выждал немного и врезал пяткой в самую уязвимую часть мужского организма, в пах. Затормозить грязный сектант не успел и по инерции налетел на мою пятку со всей силой. Удар получился сокрушительным, пятка будто взорвалась, колено жалобно хрустнуло, а мужик тоненько взвыл и согнулся, разом утратив весь боевой задор. Правда, долго страдать ему не пришлось. Снайпер, видимо, насмотревшись, решил продолжить работу. Правая же часть черепа фанатика лопнула. Защитный шлем вместе с вырванной подвесной отлетел в угол комнаты, а меня щедро окатило чем-то теплым и склизким. Чем? Думаю, вполне понятно. Организм среагировал моментально. И в следующую минуту я пытался найти баланс между рвотными позывами пустого желудка и оттиранием содержимого черепной коробки сектанта со своего лица. Снаружи тем временем разгорался нешуточный бой. Рвануло так, что с оконной рамы посыпались остатки стекла, затрещали автоматы. Лампочка под потолком часто заморгала. Кажется, скоро тут будут проблемы со светом. Я подполз к замерзшему в растекающейся луже крови сектанту, стянул за ремень АКСУ, вытащил из подсумков закрепленных на бронежилете три запасных магазина, рисовал по карманам брюк. Сам бронежилет снимать с убитого не решился. Долго это, да и кровище весь залит, а вот ботинки у фанатика могут быть подходящего размера. Немного переместившись, глянул на подошву. Точно, сорок третий. Спасибо, дружище, век не забуду. Я принялся шустро расшнуровывать новенькие, судя по целехонькому протектору, берцы. Наспех обувшись, пополз к выходу, стараясь не поднимать голову. Возможно, в кабинете покойного светил, и можно было поживиться чем-то еще. Да и второго сектанта я не осмотрел, но снайпер снаружи сильно смущал. Если слово смущал, вообще применимо по отношению к снайперу. Слепой доклад. Большой, здесь слепой. Дед минус, повторяю, дед минус, еще двое тоже. Принял, слепой, хорош. А мужик в афганке че? Да нормально он, наболевал и минусом и его обмародерил. На выход попер вроде. Просрал свое сокровище, слепой. Рентген? Нет, бля, отец Виссарион, че за треп в эфире? Большой, слепой, не срите в канал, и перца этого пусть перехватят, а то захуярим случайно. Большой принял, сейчас графа туда отправлю. Слепой, принято. Вот и хорошо, давайте аккуратнее, скоро броня будет. Добравшись до двери, я приоткрыл ее и выглянул в коридор, пусто, все двери нараспашку. Встав во весь рост, я осторожно двинул вдоль стены, прижимая к груди автомат. Сердце бешено колотилось в груди, а в горле предательски пересохло. Страшно, как страшно-то, бляха. Аккуратно высунувшись на улицу, я тихо выпал в осадок. Большая часть построек полыхала, кто-то неистово орал, носились во все стороны растерянные сектанты, а с лесной опушки поселок яростно кромсали нити трассеров. Жесть, какая! Выдохнул я и, перебежав к стоящей неподалеку от крыльца поленец и укрылся за ней. Никакого внятного плана побега в голове не имелось. Единственная цель сейчас найти сарай, в котором прохлаждаются Алан с ребятами и как можно быстрее свинтить куда-нибудь в тайгу. Но как это сделать, если меня вели с мешком на голове? Где сарай? Кто воюет с фанатиками? Вот ведь вляпался! Сжимая вспотевшими ладонями АКСУ я выглянул из-за поленицы. К дому светил и шустро бежали трое мужиков с автоматами в зареве горячих построек отчетливо белели крупные рисунки с ядерными грибами на их куртках. Сектанты, укороченный автомат не лучшее оружие для боя на приличных дистанциях, поэтому нужно подпустить гостей поближе. Уверенности в своих силах я не чувствовал. Это в компьютерных играх все легко. В жизни руки трясутся, по лбу и спине катится пот, в груди все клокочет, а сознание требует забиться в самый дальний угол и не вылезать, пока все не закончится. Положить вот так запросто троих человек, но ведь они по мне стрелять начнут даже не задумываясь. Выдохнув, я медленно поднял ствол автомата, выцеливая того, который бежал слева. Большой это двойка, вижу троих грибников, херачат в сторону усадьбы деда. Двойка, отработать можешь по ним? Погоди, наведусь, вижу вашего чувака, кстати, за поленницей засел, шугануть его чуток. Забей, давай наводись там шустрее. Нормально большой, я уже. Валер, бзэтэшками ебанем? Понеслась! Где-то в стороне вдруг шарахнула короткая очередь чего-то очень тяжелого. Земля вокруг фанатиков буквально взорвалась, а я интуитивно вжал голову в плечи. Мужики что-то завопили и рванули было назад, но вторая очередь угодила прямо по ним, раскидав незадачливых воинов по двору. Фанатики замерли на земле в крайне неестественных позах, растеряв добрую половину конечностей. Зрелище, сопровождавшееся яркими вспышками при попаданиях получилось такое себе на любителя. Желудок снова предательски свело рвотным спазмом, чтобы отвлечься я попытался сообразить откуда работал пулемет. Единственный подходящий вариант небольшая сосновая рощица слева на пригорке. Видимость оттуда хорошая, да и затаиться в зеленке просто. Но это значит, что и меня пулеметный расчет видел или видит прямо сейчас. Почему не открывают огонь? позицию сменили. На всякий случай я помахал рукой в сторону рощицы, ответной реакции не последовало. И на том спасибо. Моля всем богам, чтобы пулеметчик был хотя бы условно лоялен в отношении меня, я со всех ног рванул вглубь поселка. Стрелять вслед никто не стал. Смотри, Валер, чувак спасибо говорит. Херовый день у чувака. А у грибников лучше. Дай-ка термос, там под сидением лежит. Большой, большой, тут двойка, и со стороны усадьбы всех за двухсотелей, куда дальше? Двойка, принял добро, рентген говорит, протянись чуть вперед и херач вообще всех, кого видишь. Нормально, большой, выполняю. Поселок состоял из одноэтажных бревенчатых домов, большая часть которых весело ярко горела под ночным небом. В уцелевших постройках и возле них наспех заняли оборону разрозненные группы сектантов, огрызаясь во все стороны неплотным огнем. В ответ по ним долбили практически отовсюду. По окнам, высекая характерные снопы искр, лупили трассеры и бронебойно-зажигательные, с пригорка, уже никого не стесняясь, молотил без остановки пулемет. Главное бежать, бежать и не останавливаться, чуть пригнувшись, меняя траекторию со всех ног. Пока не опомнились фанатики, пока не подошли ближе те, кто их штурмует, над духом просвистело, обожгло плечо, дернуло назад. Плевать. Впереди замелькали фигурки людей на фоне горящего уазика, не глядя выс... не глядя высадил в их сторону пару коротких очередей и резко свернул в подворотню. Большой графу, к тебе гости грибник. Принял, встречаю. Гостя не захуярен, на него уже тут ставки делают. Не обещаю большой. Забежав в узкий проход между домами, я нос к носу столкнулся с громадным детиной, упакованным по последнему слову тактической модой. Увидев меня, детина резко скинул автомат, густо облепленный всевозможным обвесом, и, врубив стробоскоп, грозно заорал. «Ложись, бля!» Ноги рефлекторно подкосились, и я, не успев толком испугаться, грохнулся лицом в землю. Над головой саданула очередь, посыпались гильзы, а за спиной кто-то сдавленно вскрикнул и свалился. «Граф большому, грибник минус!» «Мужики, вы кто?» Прохрепел я. «Кони, бля, в пальто!» отозвалась детина. «Слышь, прикрой чуток, большой-большой иду к тебе. Ну, хуй замер!» «Сейчас, сейчас!» пробормотал я, поднимаясь на одно колено. «Куда?» «Дом с треугольной крышей, левее стайки, по ним подолби. Все, я пошел». Скинув АКСУ, я дал несколько длинных очередей в указанном направлении, детина тут же рванул в сторону домика. И снова меня не завалили? Чудо не иначе! Что ж это за добродетели такие? Выщелкнув опустевший магазин, я сменил его запасным. Щелчок фиксатора дослать патрон. Все отлично, можно двигать дальше. Проход вывел меня к обшарпанной деревянной стене какого-то здания. Может, это тот самый сарай? Стрельбы возле него слышно не было, бой сместился ближе к центру поселка. Однако обходить постройку по кругу все равно слишком рискованно, поэтому я решил поискать другие варианты. Окон в обозримом пространстве не имелось, зато задняя дверь с тяжелым навесным замком присутствовала. Что там обычно делают герои крутых фильмов? Расстреливают замок в упор? Я на всякий случай предусмотрительно отошел подальше и наклонил голову к плечу, чтобы хоть как-то защитить глаза от случайных рикошетов. Выдохнул, стараясь унять дрожь в руках, прицелился. Спокойствие, только спокойствие. Выбрав свободный ход спускового крючка, я шарахнул по замку короткой очередью, лязгнул металл, что-то отлетело и свалилось на землю. Бинго! Честно говоря, не думал, что сработает. Подбежав к двери, я саданул по ней плечом и кубарем вкатился внутрь. Знакомая обстановка и запах сообщили мне о том, что с местом я не ошибся. Юркнув в сторону от двери я затаился, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Так, хреновина для трактора на стене висит, сено тоже на месте. Кажется, даже мужика в пальто на полу вижу. А вот где Алан? Саня, Стас, может позвать? Под потолком оглушительно грохнул ружейный выстрел, что-то посыпалось, а потом на меня навалились с трех сторон, дико вопя и молотя куда попало. Я не удержался на ногах и тут же оказался под градом сокрушительных ударов. Чертовы психи, сука, заблудшего нашли? Я вам, блядь, покажу, кто тут заблудился, где девушки мудила. Тихо, тихо, придурки! Заорал я, пытаясь защитить от ударов хотя бы голову. Получилось так себе. В скулу прилетела чья-то нога, а в глазах потемнело от боли. Димас? Пацаны, осадите, это Диман вроде. Удары стали неувереннее, а потом и вовсе прекратились. Чиркнуло колесико зажигалки, в тусклом свете надо мной возникла удивленная рожа Алана. Ох, ёп, сорян, мужик. Не зашиб, вставай, давай, аккуратно. Саня, только что увлеченный, месивший меня, как медведь, тесто заботливо помог подняться. Мы, думал, кто-то из поехавших зарулил, на вот, к щеке приложи. Стас кивнул в ответ. В следующий раз сразу с ружья стреляйте изверги. Моя башка столько ударов больше не переживет. Мы засели у ворот и спешно обсуждали дальнейший план действий. По всему выходило, что неизвестные, воспользовавшись внезапностью штурма, оттеснили большую часть фанатиков к центру поселка, однако сейчас те худо-бедно перегруппировались и умудрились даже занять оборону. Обе стороны интенсивно перестреливались друг с другом, но это только в фильмах толпа до зубов вооруженных бойцов может за секунды и очень эффектно покрошить другую такую же толпу. В жизни большая часть пуль, как правило, уходит на подавление противника, неприцельно ответный огонь и прочие прелести позиционного боя в условиях плотной застройки. В корне такую ситуацию может изменить разве что появление у одной из сторон гранатометов или чем черт не шутит бронетехники. Короче, Димас, пока ты гулял, мы уделали гриба одного. Он тут, видимо, загаситься решил. Этот гриб с тобой ружьем поделился, уточнил я. А, поделился. Нервно ухмыльнулся Алан. Лежит там у ворот, помер уже скорее всего. Саня его с ног снес, а я серпом немного перестарался. С перепугу кровище было, не суть. Смотри, какой расклад. С другой стороны у сарая есть пристройка, типа гаража. Там, скорее всего, наша газель и все остальное добро. За гаражом барак длинный, Стасян думает, что Алена с Настей в нем. Мы хотели осмотреться, но из леса другие типы появились и пришлось пока тут схорониться. Другие типы? Уточнил я. Ага, в шлемах, разгрузках, но спецназ больше похожи. Видимо, они на сектантов наехали. Хорошо, хоть сюда не вломились. Ну да, задумался я. Крутые типы в крутой снаряге, значит, где-то я таких уже видел. Что предлагаешь, попробовать в барак попасть? Ага, кивнул Алан. Смотри, пока у них там разборки, можно найти девчонок, потом тачку, нашу, не нашу, лишь бы завелась и очень быстро отсюда нагореть. Может, лучше пешочком? Предложил я, пожав плечами. Дорога наверняка перекрыта, их не школьники шинкуют, поверь, там профи. А пешком мы далеко уйдем, короче, народ, делаем так. Погоди, я поднял руку, прислушиваясь, противоположная от центра поселка стороны быстро приближалась техника, судя по мощному реву двигателя грузовик. «Диман, давай к воротам!» Подскочил Алан. «Там окно есть, улицу видно!» Мы перебежали к окну как раз вовремя, как только я стер рукавом многолетний слой пыли и грязи со стекла, прямо перед сараем резко затормозил бронеавтомобиль «Тигр». Защитного цвета, без каких-либо опознавательных знаков, и что самое занятное, на крыше автомобиля красовался автоматический гранатомет АГС-17. Как только «Тигр» остановился, за гранатометом появился боец, упакованный в бронежилет и защитный шлем с противоосколочными очками, знакомая расцветку снаряжения, однако. «Граждане сектанты, поселок окружен, сопротивление бесполезно!» отрывисто сообщил усиленный громкоговорителем голос. В подтверждение этих слов АГС бодро задергался, выплевывая гранатную ленту. Наступила гробовая тишина, которую спустя несколько мгновений разорвало серии мощных взрывов. Снова заработал пулемет с пригорка, вряд ли так мог долбить обычный ПКМ, утес, скорее всего. Хотя, мне ли судить, я раньше только в играх подобное оружие видел, да на выставках оружейных. Пулемету подключились автоматы, и бой начал стихать, на этот раз окончательно. Автоматический гранатомет решил его исход просто и элегантно. «Давайте как к задней двери», прошептал Алан и хлопнул меня по плечу. «Не думаю, что...» Начал было я, но меня бесцеремонно перебил окрик за спиной. «К стене, все к стене, блядь, руки в гору!» Я обернулся, и мне в глаза тут же ударил яркий свет нескольких тактических фонарей. «Стволы положили быстро, завалю нахер! Оружие на пол, хули, замерли!» «Рентген, рентген, здесь барс, в ангаре северной стороны пятер, один трехсотый, указание». «Рентген, барсу, грибники?» «Вроде нет». «Жди, сейчас буду». «Мы медленно положили оружие и подняли руки. Что-то слишком часто в последнее время я оказываюсь под прицелами автоматных стволов. Может, витаминов каких пропить или вообще из бомбоубежища не высовываться? Где же я так карму-то себе испортил?» «Мужики!» тихо произнес Саня. «Тут девушки где-то вы не видели?» «Настя и Алена», добавил Стас. «Может, в другом сарае?» «Молчим, стену смотрим». Оборвали его. В ангар кто-то вошел, перебросился парой коротких фраз с бойцами, черкнула спичка, чуть в стороне от входа загорелся огонек сигареты. «Руки опустите, а вы стволы, свои это!» раздался знакомый голос. «Давно не виделись, мил человек». Глава 26-я, Емельяновский район, коттеджный поселок, 19 июня, пятница, 6 часов 0 минут, радиационный фон, 40-55 микрорентген в час. Я сидел на скамейке и бездумно ковырял землю носком ботинка. Штурм давно закончился без потерь со стороны штурмующих и с полным разгромом грибников. Так сослуживцы рентгена прозвали сектантов. Этих самых грибников даже в плен удалось взять человек 6, однако в ходе допросов с пристрастием они довольно быстро закончились. Методы рентгена несколько расходились с Женевской конвенцией. Настя с Аленой, как мы и предполагали, обнаружились в длинном бараке. Помимо них там была еще куча народу, в основном женщины и дети из соседних деревень. Сектанты силой забирали их и свозили сюда для укрепления своей великой и всесветлой общины. Это один из пленных так сказал за секунду до того, как его жизнь оборвал выстрел табельного ерыги на кого-то из бойцов. Истинные цели похищения людей были куда прозаичней. За всеми, кого обнаруживали в бараке, скоро должен был прийти автобус из поселка памяти 13 борцов. Оттуда же ждали энергетиков, чтобы передать им захваченные дизельные генераторы и зачем-то участкового уполномоченного. Судя по всему, жизнь в борцах еще теплилась. Из разговоров я понял, что там организована небольшая перевалочная база для эвакуируемых. Работают даже фельдшерский пункт и пожарная часть. Местное население охотно помогает силовикам, размещая у себя оставшихся без крова людей, а для тех, кому места не хватило, обустроили палаточный городок с полевой кухней и пунктами дезактивации. Честно говоря, это слегка удивило. Борцы ведь совсем рядом с Кедровым, но я почему-то был совсем не в курсе ситуации там. Упущение, однако. Надо внимательно изучать свой район дислокации. Пожалуй, наведаюсь туда, но не сейчас, позже. После ночного боя на меня накатило давящее чувство опустошения, странное состояние. Вроде ходишь, говоришь, а кажется, будто в ступоре каком-то находишься. Только сигареты улетают одна за другой, да мысли спутанные и не связанные, ветер по пустой черепушке гоняет. Диман голодный? Саня подсел рядом и покосился на мою недокуренную сигарету. Настасья немного над тушенкой наколдовала, блюдо неизысканное, но сытное и вкусное. Настасья, мило-то как, вот это я понимаю отношения у ребят. Даже завидно стало. Собственно, вот и она, стоит рядом в огромном армейском бушлате, скромно улыбается. В руках пластиковая одноразовая тарелка, от которой исходит умопомрачительный запах. Желудок моментально напомнил о себе, требовательно заурчав. Спасибо, Настасья. Ухмыльнулся я непривычному слову и взял протянутую тарелку. Сань, сигаретку может? Я бросил вообще-то, пожал он плечами, но, знаешь, не откажусь. Все жрете и жрете? К нам подошли ста с Аленой. Жрем и тебе советуем, кивнул Саня, иначе один голодный прапорщик все съест. Тону вас, пробубнил я с набитым ртом. Не знаю, что Настасья добавила к скучной тушенке, но на вкус блюдо получилось просто изумительным. Некогда нам жрать, отмахнулся Стас. Там мужики из спецназа советуют буханку бортовую забрать, пока деревенские на нее глаз не положили. Буханка на бодром ходу, типа внедорожная даже, но ее досками немного привалило. Так что, Сань, понадобится мне твоя грубая мужская сила. Аст точертела спасать твою задницу, удивляюсь, как ты смог потерять невинность. Мой давний знакомец отщелкнул курок в кусты и задумчиво посмотрел в светлеющее небо. Даже не знаю, как благодарить. Я неловко замялся, не зная, за что зацепиться взглядом. А зацепиться было за что. После штурма поселок сектантов больше напоминал декорации к фильму про войну. Целых домов практически не осталось, повсюду валялись буквально изрешеченные пулями трупы, которые только начали стаскивать в одну кучу. Предварительно избавив от лишнего груза в виде оружия и боекомплекта, догорали раскуроченные автомобили. Двое мужиков, приехавшие на стареньком красном газике с бочкой и надписью «Добровольная пожарная команда на борту, флегматично курили и тушить ничего не спешили». Недолго секта продержалась в новом мире, оно и к лучшему. «Да никак не надо благодарить, ты снова оказался там, где не должен был оказаться, и тебя это, как ни странно, спасло». Рентген ухмыльнулся, поправил автоматный ремень. «Феноменальная везучесть, Дим, не находишь, почти как в кино, может тебе в церковь сходить, свечку поставить». «И не говори, кивнул я, только свечку надо толщиной с бревно». «Ага, и не церковную, а ректальную», улыбнулся знакомец. «Слушай, мне вот интересно, сколько у тебя еще везения в запасе, Дим, как замутил, не поделишься?» «Мужики, а че еще такое случилось, кто, кого, почему?» Со стороны руин усадьбы местного духовного лидера к нам шел Алан, уже в простенькой разгрузке и с довольной улыбкой на перепачканном копотью лице. «Глядите, какую штуку нашел на Алиэкспрессе!» Похвастался он, скинув АКМ с подствольным гранатометом. Из гранатомета зловеще выглядывал тупоносый снаряженный выстрел. Двое бойцов нахмурились под масками и предусмотрительно отошли с линии возможного огня. Золотое, кстати, правило. Никакое оружие, разряженное, неисправное, охлощенное, ни в коем случае нельзя направлять на людей, за исключением, конечно, необходимости открыть огонь. Многие почему-то пренебрекают этим простейшим правилам, равно как и не могут избавить себя от вредной привычки держать палец на спусковом крючке. Из-за этого иногда возникают очень неприятные казусы, добавляющие работы врачам-скорой или полевым медикам. Алан, естественно, об этих правилах знать не мог, поэтому моментально лишился и магазина, и патронов-патронники. «Даже малолетний нигер не теребит пальцем триггер, а в приличном обществе тебе еще и морду бы набили», сообщил рентген, потряхивая на ладони ловко извлеченный из гранатомета ВОК-25. «Держи боекомплект, боевик, и в людей больше стволом не тыкай». «Виноват, не знал, исправлюсь», скороговоркой ответил Алан, вытаращив от удивления глаза. «Это тот самый Алан?» понизив голос, спросил рентген. «Да», кивнул я, «именно он». Ближе к обеду пришли машины из поселка памяти тринадцати борцов. На предварительно расчищенную площадку сначала медленно заполз красно-белый венгерский красавец Икарус в сопровождении полицейского УАЗика. Следом появился синий Урал Россетей. Освобожденных из барака всего около тридцати человек, уже отмытых и худо-бедных одетых в найденные здесь же теплые вещи погрузили в автобус. Участковый, смуглый, молоденький лейтенант в бронежилете поверх формы и с простеньким респиратором на лице, придерживая рукой фуражку, подошел к нам. «Участковый, уполномоченный рентген, кивнул знакомец, командир этой психушки, Беляев, от вас сигнал был три месяца назад по этой лесной братии». «Так точно?» кивнул участковый. «Реагировали вы долго, правда?» «Ну, пока конец света не случился, не могли адекватно среагировать», ухмыльнулся рентген. «А вообще, лейтенант, не обессудь, работали мы по грибникам, не успели вот немного, через месяц должны были их накрыть». «Да я понимаю». Беляев развел руками. «Хер пойми, что творится в районе, связи ни с кем нет, Красноярск вообще, говорят, сгорел весь». «Ты не чести, не паникуй», притормозил его рентген. «Мы же здесь, скажи лучше людей, куда размещать планируешь». «Пока в школе, я с поселковым главой уже согласовал», ответил участковый. «Потом будем родных искать, по возможности либо домой отправлять, либо через Козульку трое патрульных и дружинники так бы быстрее управились». «Время у тебя есть, дозиметристы прогнозы по этому району неплохие дают. Пока». Сказал знакомец и достал из разгрузки пачку красного Винстона. «Как вообще обстановка, как настроение у населения?» «Да какие тут могут быть настроения?» Махнул рукой участковый. «И то верно». Рентген кивнул и подкурил сигарету. «Ладно, вернемся». Собственно, рентген довольно интересная личность не без причуд. Пересеклись мы с ним очень давно, наверное, лет 10 назад. Я тогда иногда выбирался волонтером на поиски пропавших людей. В один из таких выездов, заведомо криминальный, к нашей группе подошли несколько хмурых ребят, представивший сотрудниками всем известного ведомства, они сообщили волонтерам и спасателям, что будут принимать непосредственное участие в поисковых работах. Причин на то было несколько. Поиски предполагалось проводить в районе бывшего химического комбината, являвшегося, несмотря на свою кажущуюся заброшенность, объектом стратегического значения, а сам потеряшка представлял для органов определенный интерес. В процессе поисков ко мне, как любителю полазать по всевозможным подземелям, также сформировался ряд вопросов. На фоне недавно прогремевших по стране терактов, спецслужбы пытались определить и пресечь все возможные риски для объектов, подобных химкомбинату, а уж подземелий в районе предприятия было множество. Паттерны, ходы, очистные сооружения, подземные склады и бомбоубежища. Многие из них позволяли запросто попасть на территорию химкомбината, минуя и КПП, и патрули вооруженной охраны. Думаю, не стоит объяснять, на что способен даже один злоумышленник, окажись он на территории комбината, выпускавшего добокродство резиновые тапочки, чистящие средства и порох. Очень много пороха. Поиски прошли относительно успешно. Во всяком случае, труп был найден, а встреча с одним из сотрудников, носящие по большей части консультационный характер, продолжились. Нужно отметить, что чувство собственной важности в то время меня просто переполняло, потому что переданная информация своевременно проверялась, и дыр в безопасности действительно становилось меньше. Периодически мы выбирались куда-нибудь, чтобы выпить по паре бокалов пива, обсудить текущие дела и со временем стали, если не друзьями, то хорошими товарищами точно. Потом его замотали по командировкам в теплые края, а после и вовсе перевели в другой регион. За время общения я много узнал об особенностях его профессиональной деятельности, однако, как выяснилось, автоматом Калашникова он владел так же виртуозно, как и ручкой с блокнотом. Думаю, не имеет никакого смысла упоминать его настоящее имя, поэтому здесь и далее ограничимся бессменным оперативным псевдонимом и радиопозывным рентген. Уцелевшие припасы фанатиков, запасы консервов, несколько канистр бензина и более-менее адекватное стрелковое оружие передали Беляеву, который по возвращении в поселок уже сам должен был решать, куда все это лучше приспособить. Цинки с патронами рентген оставил себе, сославшись на слишком большой расход боекомплекта минувшей ночью. Остальные стволы сектантов в большинстве своем оказались в таком состоянии, что даже сомалийские пираты не позарились бы, поэтому их просто покидали на кучу трупов и подожгли. Дизельные генераторы, их уцелело аж семь штук, погрузили в грузовик Россетей. Как объяснил участковый, у энергетиков подобное оборудование сейчас на вес золота, скорее всего генераторы пройдут полное техобслуживание и в самое ближайшее время будут установлены в ключевых для жизнеобеспечения зданиях поселка. Слушай, лейтенант, обратился рентген к Беляеву. Сможешь на постой моих ребят взять денька на два-три? Умаялись мы что-то. Да не вопрос в принципе, пожал плечами участковый. обеспечим всем необходимым. Может к нам? Предложил я. Место есть, условия тоже. Нет, Дим, спасибо. Покачал головой рентген. Хватит с меня пока подземелий. Ты имя тоже не злоупотребляй, далеко не ходи. Это так, дружеский совет. Если ты о том бункере, я уже и паттерну к нему подорвал. Усмехнувший сообщил я. Не люблю, знаешь, невнятных соседей. Это правильно. Знакомец хлопнул меня по плечу. Что за подземелья такие? Насторожился участковый. Да, ничего серьезного, ответил рентген. Военка старая, Дмитрий, можно сказать, соседствует с вами. В кедровом, но бывшем дивизионном КП уточнил я. Так заехали бы на чай хоть раз. Шутку возмутился лейтенант. Заедут, заедут, кивнул знакомец. А пока предлагаю покинуть это прекрасное и гостеприимное место. Когда машины из поселка скрылись за поворотом со стороны пригорка, откуда ночью работал пулеметный расчет, пыхтя двигателем выкатился БТР-82 с белыми цифрами 002 на борту. Охренеть! Вот значит, что я принял во время боя за пулемет. Сильно, ничего не скажешь. С таким прикрытием подобные деревеньки можно хоть каждую ночь раскатывать. Люк механика водителя открылся и оттуда высунулась усатая голова в шлемофоне. Хорошо бегаешь, прям форестгам, бля! Крикнул ощеревший смехвод. Зовут ты как тебя бегун? Дима, спасибо, мужики! Прокричал я в ответ. Я Валера, Лан бывает, Дима, больше без вазелина в жопу не залазь! Люк захлопнулся и БТР подвывая двигателем пополз к выезду. Так, грузимся на броню и сворачиваемся, с трехсотом аккуратней. Скомандовал рентген в тангенту радиостанции и подошел к нам с Аланом. Вы, парни, не обессудьте, но мы отчаливаем, дел много еще. Пожал плечами мой знакомец. Да, я все понимаю специфика. Слушай, такой вопрос, если я снова попаду в какую-то... Ну вот, в подобную ситуацию, есть вариант с вами связаться. Надоедать сильно не буду, просто ситуация вокруг. Я понял, Дим, ты тоже пойми, мы не боги, чистим, что можем и как можем, чтобы эта грязь потом не вылезла, ну, когда войска придут. Если придут, конечно. Сейчас у нас нет даже трети тех возможностей ресурсов, которые были до удара, нас мало. А грязи вычистить предстоит еще очень много. Поэтому скажу так, если сильно приспичит, вот совсем край. Забей резервную радиочастоту. Если повезет и связь будет, постараемся помочь. Это все, что я могу предложить. Закурили. Я вбил в радиостанцию, снятую с кого-то из убитых сектантов нужные цифры. Мой баофен к оставшейся в снятой сектантами разгрузке еще предстояло найти. Как думаешь, стоит надеяться на, ну, скажем, хоть какое-то подобие старого мира, что ли? Замявшись, спросил я. Рентген нахмурился, видимо, у него эта тема тоже вызывала довольно мрачные мысли. «Знаешь, мил человек, до удара я мог рассказать тебе много занятных вещей, о том, как устроены и работают в таких случаях самые различные структуры, какие мероприятия проводятся, какие резервы задействуются, конечно, строго в рамках государственной тайны, но чувствовал бы ты себя точно спокойней, я ведь и сам так себя чувствовал». «Ну, ты мне и так некоторые моменты объяснял. И еще, когда я книжку про апокалипсис писать начал, и звучало все довольно оптимистично, я глубоко затянулся и внимательно посмотрел на рентгена. «Книжка твоя довольно оптимистичной получилась», покачал головой он. «Особенно в конце, когда наши вертолеты прилетели, на самом деле у нас по всем линиям связи гробовая тишина почти с самого начала. Резерв только успели поднять, перекомплектовали управление, дальше хаос. «Был бы хаос, нас бы с Демасом сектанты уже употребили». Алан обвел рукой пепелище. «Нас хаос не касается», ответил рентген. «Все просто, если действовать некому, действовать будем мы своими методами». «Огнем и мечом», усмехнулся Алан. «Именно», кивнул рентген. «Если остались на этом свете уроды вроде грибников этих, мы всех сожжем, чертовы матери». «Святая инквизиция, блин», протянул Алан. «В точку», прищурился знакомец. «Техника ленточной вытянулась на дороге, подъехал явно трофейный Урал с наспех замазанными ядерными грибами на дверях, в который погрузилась большая часть бойцов. Остальные расселись на броне БТРа, рентген высунулся из тигра и махнул мне рукой. «Я тут подумал», тихо сказал он, «Ты же в прохладные истории не реже меня влезаешь, мало ли кого встретишь, держи вот, надеюсь не пригодится, но все же. Где попало не размахивай главное, короче сориентируешься, а мы до борцов двинули, сведемся, мил человек». Рентген протянул мне свернутую в несколько раз медицинскую косынку и коротко скомандовал в тангенту. «Вперед!» Зашумели движки, бронетранспортер плюнул выхлупом и колонна медленно поползла по дороге. Я отошел и развернул косынку, внутри лежала нашивка защитного цвета в форме стилизованного щита. В центре щита был изображен инквизитор с мечом, а надпись снизу гласила «Мы всегда за твоей спиной». Полицейская газель ко всеобщему удивлению штурм пережила замечательно. Правда, шальной осколок снес кусок люстры и одно зеркало, оставив по пути замысловатую паутинку трещин на лобовом стекле. Но это мелочи. Бензин не слили, колеса на месте. Чего еще желать? Самое главное, все наши пожитки, включая оружие, обнаружились на переднем сиденье. Поленились, что ли, на склад утащить? Вот за это сектантам реальное спасибо. Надев разгрузку и дополнив подсумки магазинами из брюк, я ощутил себя куда спокойней. Двигатель завелся почти сразу, загорелась мягкая зеленая подсветка приборной панели. Никогда бы не подумал, что буду скучать по полицейской машине. С этой газелью мы пережили столько, что я начал чувствовать себя в ней, как дома. Пока я предавался приятным мыслям, Стас готовил к выезду бортовую буханку, внезапно пополнившую наш автопарк. «Диман, а это что за шняга такая? Она нам нужна?» Я высунулся из машины и увидел Алана, радостно волочившего за ствол допотопный пулемет ДШК. Саня, тащивший следом непонятной формы конструкцию, очевидно являвшуюся самодельной станиной, почти жалобно посмотрел на меня. «Выбрось эту шнягу, мужик!» Бросил я, едва сдерживая смех. «В смысле? Ты вообще видишь, какой он огромный!» возмутился друг. «Это ж, блин, целая пушка, прикинь, какая огневая мощь!» «Патронов на твою огневую мощь не напасемся, бросай его нахрен, вон в кусты и погнали уже!» Глава 27 Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РД РВСН, 19 июня пятница, 8 часов 30 минут, радиационный фон 150-320 микрорентген в час. Судьба, видимо, решила дать мне передохнуть, поэтому обратно добрались быстро и без приключений. Ближе к Кедровому, правда, Газель начала неприятно постукивать двигателем. Но Алан заверил меня, что это дело житейское, и решить проблему можно будет за один вечер. Зато УАЗик, которым рулил Стас, бодро катился впереди, практически не замечая неровности дороги. Да и неудивительно, буханка создана для бездорожья, ей перекошенные бетонные плиты и дыры в асфальте вообще до одного места. Оставив машины под навесом, мы перекурили и потопали в бомбоубежище. Уже у входа я заметил редкие маслянисто-грязные капли, появившиеся на бетонном основании спуска. «Кажется, дождь собирается», — сообщил я и достал из кармана разгрузки дозиметр. «Вы бы вниз шустрее спускались, я сейчас приду». «Ты давай без фанатизма», — попросил Алан. «Внизу оно это, спокойней». Включив прибор, я поднес его к влажным пятнам и нахмурился, глядя на высветившееся значение 150 микрорентген в час. Многовато, когда уезжали было меньше, чертыхнувшись, я покосился на мрачное небо. Не могло в другую сторону эту дрянь унести, поинтересовался я у напитанных влагой тяжелых грозовых облаков. Облака ответили частым перестуком новых капель по плечам и кепке, вынудив меня махнуть рукой и побыстрее скрыться под землей. Первым делом я скинул грязную одежду и отправился в душ. По пути захватил новенький комплект афганки, выданный майором, и аптечку, ссадин на теле после ночного боя стало значительно больше. Некоторые опасения вызывало плечо, которое то ли шальная пуля зацепило, то ли осколок. Под наспех наложенный еще в поселке сектантов повязкой обнаружилась довольно глубокая рана, не смертельно понятное дело, но кусок мяса вырвало знатный. Если попадет инфекция, пиши, пропало, с больницами нынче напряженка. Зажмурившись, я стиснул зубы и вылил на рану чуть ли не половину флакона перекиси водорода. Зашипело, запузырилось, а я тихо взвыл от боли. Терпеть! Иначе можно без руки остаться. Хорошо бы найти специалиста, который наложит швы. Участковый же говорил, что в поселке памяти тринадцати борцов работает фельдшерский пункт. Нужно будет заехать туда, заодно я с рентгеном пересекусь, если повезет. А пока засыплю все стриптоцидом, подложу дезинфицирующую салфетку и забинтую потуже. Теперь поменять повязку на голове, обработать и заклеить пластырем щеку. Спустя полчаса, отмытый, гладковыбритый и даже благоухающий остатками найденного в душевой дезодоранта, я ощущал себя почти человеком. Новая афганка сидела идеально, а кожаная портупея с кобурой эффектно дополняла образ бравого советского офицера. Улыбнувшись своему отражению и отметив сильно увеличившиеся круги под глазами, я пошел в зал для укрываемых. «Ну а мы Диману как накидали, короче, мы ж не знали, что это он. Потом мужики эти спецназовцы прибежали, нас к стенке поставили, я думал, все убивать будут, а их главный корешем Димана оказался, прикинь». Судя по вытянутым от удивления лицам Саши и Щукина, рассказ получался красочным и содержательным. Жаль, что пропустил большую часть. Порой даже самая невинная история в интерпретации Алана обрастает такими жуткими подробностями, что по ней можно голливудский фильм снимать. Кажется, и на этот раз. «Вон, видите, щека у Димана покалечена?» Алан ткнул меня пальцем. «Вы не верьте, если скажет, что пуля сектантская прилетела. Это я ему случайно ботинком зарядил». «Да ну тебя!» Отмахнулся я и уселся на свободные нары. «Ребята-то где?» «Отдыхать пошли!» Макс махнул рукой в дальнюю часть зала, погруженную в полумрак. «Саня со Стасом говорят, что пару-тройку дней тут хотят пробыть, а потом в борцы ехать. Там типа этот, и в АК-пункт же». «Ну да, мне туда тоже, кстати, нужно руку немного подлатать». «Сильно зацепили?» Спросила Саша. «Неприятно», — скривился я. Вынырнувший из-под нар Декстер при виде меня радостно завилял хвостом, подпрыгнул раз, другой, смешно шлепнулся на пятую точку, не сумев сохранить равновесие. Звонко тявкнул и успокоился, положив морду ко мне на колени. «Уже взрослый совсем, а ведешь себя как щенок», — улыбнувшись, сказал я. Декстер покосился на меня и обиженно фыркнул. «Не фырчи, по заднице получишь», — пригрозил я, гладя пса между забавно торчащих в разные стороны ушей, словно поняв смысл моих слов, Декстер прикрыл глаза и засопел. «Слушайте, а что у нас из еды есть?» — поинтересовался я. «От голода помру сейчас, кажется». «Еще раз такое дерьмо впутаешься, сама тебя убью», — сказала вдруг Саша, внимательно посмотрев на меня. Пока я переваривал услышанное, девушка встала и, прихватив автомат, куда-то направилась. «Да все нормально же», — попытался объяснить я. «Пиздося!» — раздраженно донеслось из коридора под звук удаляющихся шагов. «Ты чего тут такое рассказал?» — прищурившись, спросил я у Алана. «О, да это такая жесть, Диман!» — хохотнул Щукин. «Даже у меня волосы везде шевелились с его историей». «А че жесть-то?» — возмутился Алан. «Как было все, так и рассказал». Вернулась Саша с термосом и пластиковым контейнером. Молча поставила передо мной, кивнула и удалилась. Вздохнув, я открыл контейнер и улыбнулся. Вроде бы простые макароны с фаршем, щедро засыпанные какими-то специями, а настроение значительно улучшилось. В термосе ожидаемо оказался кофе. С поездкой в борцы пришлось повременить. На поверхности зарядили ливневые дожди, принесшие собой помимо размытых дорог не самый уютный радиационный фон. К тому же странное сияние в небе периодически напоминало о себе моргающими лампами освещения и треском эфира радиостанции. Окружающий мир сузился до размеров бомбоубежища, ресурсы которого, кстати, постепенно заканчивались. Уже несколько раз вырубался перегруженный постоянной работой дизель, через раз запускалась фильтровентиляционная установка, дни тянулись мучительно однообразно. Каждое утро мы с Аланом обходили сооружения, проверяя состояние систем жизнеобеспечения, меняли лампочки, заправляли генератор и делали контрольные замеры уровня радиации, потом завтракали и разбредались по своим делам. Алан со Стасом иногда поднимались на поверхности, занимались автомобилями, вопреки оптимистичным прогнозам. На полицейскую Газель ребята посоветовали не возлагать больших надежд, поломка оказалась серьезной. Зато Сашин Форестер запустился и, несмотря на повреждения, его удалось поставить на вполне бодрый ход. Саша всерьез заинтересовалась огневой подготовкой. Во всяком случае, выделенный ей автомат перебирала по несколько раз на дню и даже пыталась отрабатывать с ним какие-то положения для стрельбы из укрытий. Чем несколько раз чуть не довела меня до сердечного приступа, выскакивая с оружием из самых неожиданных мест. Пришлось систематизировать ее тренировки, накидав в бывшем журнале регистрации укрываемых план занятий. Сам же я большую часть времени либо возился с радиостанцией, безуспешно пытаясь связаться с Железногорском и понять, что происходит в округе, либо перебирал и приводил в порядок снаряжение. Оба своих рюкзака я уже собрал и разобрал по несколько раз, отсеивая ненужные, проводя постоянные ревизии. Не самый плохой способ отвлечься от рутины, хотя на радиоузле было поинтересней. На связь иногда выходили разрозненные подразделения военных и спасателей, вывозившие уцелевших гражданских подальше от города. Поисковые мероприятия в населенных пунктах окончательно прекратились. И из Емельяновского района уходили сильно поредевшие сводные подразделения войск национальной гвардии и МЧС, обеспечивавшие отход эвакуированных. Судя по переговорам, никаким централизованным командованием и координацией действий там даже не пахло. Офицеры, в меру своего опыта и возможностей, делали все, что могли сделать в сложившейся ситуации. Несмотря на общую неразбериху, население по-прежнему старались вывозить в сторону Абакана, туда, где располагались пункты временного размещения. И где, хотелось бы верить, сохранилось хоть какое-то подобие порядка. Во время вспышек сияния эфир наполнялся незнакомыми позывными и командами, в которых относительно разбирался только Алан. Противно шумели помехи, заставляя лампочку приема входящего сигнала нервно загораться. Далекие неразборчивые голоса что-то требовали, кого-то вызывали, передавали обстановку. Приятно было осознавать, что мы не одни и, как минимум, по эту сторону Уральских гор многое уцелело. Во всяком случае, Алан уверял меня, что слышал даже позывные базы военно-воздушных сил в Чебаркуле под Челябинском. Скудный завтрак, организованный из пары армейских рационов питания, порядком набил оскомину. Впрочем, обед и ужин не отставали. Припасы кончались быстро и разнообразием похвастаться не могли. Кажется, только Декстер искренне радовался каждому приему пищи. Оно и не мудрено. С собачьего корма Саша нагрузила свою машину с запасом. Еще немного, и я начну поглядывать на огромный желтый мешок с гастрономическим интересом. «Мы вот пока думаем, куда податься», — сказал Стас, сковыряя вилкой перловку. «Либо в Абакан, там девушкам точно будет безопаснее, либо с вами. Но сначала нужно в эти съездить, в борцы». Саня, сидевший в обнимку с Настасьей, задумчиво почесал бороду. «У них ведь вроде формировали группы на Абакан». «А че плохого в Абакане? Почему мы сразу туда не двинули?» Алан отложил банку с гречневой кашей и посмотрел на меня. «Там сейчас настоящий ад». Я отхлебнул из кружки мерзковатый растворимый кофе и продолжил. «Вот по судесам, все это время туда постоянно свозили людей. Допустим, что деревенские предпочли не покидать насиженных мест. Допустим, даже, что Абакану не досталось во время удара. И его население отсиживается по своим квартирам. Красноярск. Сколько там слева берега успели эвакуировать? 50 тысяч, 60, 100. А есть еще Дивногорск. Есть куча маленьких городков, оставшихся без света, воды и продуктов в магазинах. И народ оттуда наверняка тоже потянулся в Абакан. «Там же комбинат госрезерва, если не ошибаюсь», – уточнил Стас. «Я им воду возил лет пять назад. Помню, ворота огромные, съезд вниз куда-то. И ящиков всяких кучи». «Комбинат не резиновый, Стас. Я даже не представляю, сколько народу набилось в лагеря. Кто там всем заправляет, какие порядки. А ведь, если верить теориям всяких ученых, не за горами зима». «Так ведь июнь же». «Ядерная, Константинович, ядерная зима. Атмосфера заполнена продуктами горения, пеплом, еще хрен знает чем. Солнечный свет еще долго не сможет толком пробиться через всю эту дрянь. Не хочу нагнетать, но может случиться так, что все эти лагеря превратятся в огромные братские могилы». «Согласна, Дим». Кивнула Саша и потянулась за галетами с яблочным джемом. «Я вообще считаю, что лучше опасаться мест с большим скоплением людей, хотя бы потому, что пока нас мало, мы тише и незаметней. А что, Газель, кстати?» «Транспорт придется искать новый, Газель погибла смертью храбрых». Мрачно ответил Алан. «Буханка на ходу, но она бортовая». Стас задумчиво повертел в руках складной нож и пожал плечами. «Уходить придется», — согласился я. «Но для этого нам понадобится план, хороший, четкий план». «Херня в том, что ни один план не даст хоть каких-то гарантий», — добавил Алан. «Что бы мы ни придумали, все может поменяться в любую секунду, перевернуться с ног на голову, рисковать и импровизировать придется в любом случае». «Придется». Я кивнул и покосился на масштабную карту красноярской окрестности, висевшую на стене. Довольно старую, но вполне подробную. «В первую очередь нужно понять, куда топать, где мы сможем гарантированно укрыться и от радиации, от непогоды. Наше убежище по существующим нормам вообще на несколько дней пребывания рассчитано. Про зиму даже говорить не буду». «Железногорск», — решительно заявил Макс. «Железногорск, Диман, там же бывший арсенал Грау есть, по слухам, в огромный бомбарь переделанный, тысяч на пятнадцать человек». «И гора», — поддержал Макса Алан. «Гора, в которой комбинат находится, это же вообще муравейник под парой сотен метров гранита». «Звучит неплохо, тем более Железногорск сам выходил на связь и звал в гости, я думаю, это лучший вариант. Если, конечно, тут нет желающих помереть в ближайшее время». «Савельев, не нагнетай», — недовольно фыркнула Саша. «Давайте лучше подумаем, реально ли вообще туда добраться, они же говорили, что по правому берегу Енисея ехать нельзя». «Подумаем, Саш, обязательно, но сначала нужно понять, есть ли вообще в этом смысл». Думать на практически пустой желудок решительно не хотелось. Большая часть провизии, найденная в зачищенном спецназом бункере, была отложена на случай переезда в другое место и распределена по рюкзакам. А от однообразного содержимого зеленых коробок и РПП грязинского пищевого комбината воротил уже основательно. Остаток дня я решил посвятить вылазке в Кедровой. В центре поселка, если мне не изменяла память, раньше был супермаркет «Командор», ассортиментом мало отличавшийся от приличных городских магазинов. Большая часть продукции наверняка испортилась, ведь холодильники и морозильные камеры не работали, однако пельмени с котлетами меня мало интересовали. Да и голову нужно было проветрить, подышать свежим воздухом, так сказать. Кое-как отговорив ребят от того, чтобы составить мне компанию и заверив их, что буду выходить на связь каждые десять минут, я начал готовиться к выходу на поверхность. Облачившись в армейский костюм L1, натянул поверх него разгрузку, а на плечи закинул брезентовый баул для добычи. Достав из-под сумка дозиметр, проверил состояние аккумулятора, заряд почти полный. Алан проводил меня до тамбура, открыл гермодверь и дал дружеского леща. «Смотри, не напейся, а то знаю я тебя, кренделя». «Ой, да иди ты нафиг, тебе что-нибудь взять?» «Два зеленогорских пива и сухариков каких-нибудь, я тебе на карту деньги переведу». «У меня к номеру привязано», — машинально ответил я. «Потащился все-таки?» Саша, появившаяся вдруг в тамбуре, прищурилась и покачала головой, однако меня больше смутил тот факт, что девушка была облачена в такой же костюм химзащиты, как у меня. На одном плече висела противогазная сумка, на другом — АКСУ. «Я так понимаю, уговаривать тебе остаться смысла нет?» «Догадливый», — ухмыльнулась Саша. «Пошли уже, пока магазин не закрылся». Несмотря на царившие снаружи сумерки, я зажмурился от непривычной яркого по сравнению с бомбоубежищем света. Поверхность встретила нас звенящей тишиной и слегка завышенным уровнем радиации. Ничего серьезного, в общем-то, пока шли дожди, было хуже. Опустив респиратор, я сунул в зубы сигарету, поправил автоматный ремень и зашагал в сторону КПП, ведущего к поселку. «Уверен, что маску стоит снимать?» — спросила Саша. «Ты противогаз даже из сумки не достала», — ответил я. «Тогда угощай дому сигаретой». За время нашего пребывания под землей кедровый практически не изменился. Да и вообще, если не обращать внимания на выбитые местами стекла в окнах домов и полное отсутствие людей, поселок не выглядел как декорации к постапокалиптическому фильму. Ряд типовых желтых пятиэтажек, дом культуры, свежекрашенные корпуса кадетского корпуса. Никаких следов паники или мародерства. Мы пересекли площадь перед кадетским корпусом, миновали ДК и зашагали по уютной аллее в сторону пятачка с магазинами. Несмотря на твердую уверенность в том, что кроме нас в кедровом никого нет, автомат я на всякий случай снял с предохранителя и держал на готове. «Саша последовала моему примеру. Мало ли диких зверей в округе, тех же бродячих собак пока не видно, но по идее должна быть куча». «Диман, вы там как?» А жила в подсумке радиостанция. «Нормально, Макс, подходим к магазину». Ответил я в микрофон гарнитуры. «Принял. Алан говорит, пропивасик не забудь, желательно холодный». Ухмыльнувшись, я достал из кармана мощный диодный фонарик. «У тебя еще фонарь есть?» Поинтересовалась Саша. «Извини, задумался немного. Улыбнулся я и протянул девушке на лобник. Держи, владей, твой теперь». «Надо же, какая щедрость!» Фыркнула Саша. «Обращайтесь, сударыня». Пожал я плечами и потянул на себя дверь супермаркета. Внутри царил полный хаос. Перевернутые стеллажи, валяющиеся в проходах холодильники для напитков и раскуроченные кассовые аппараты ненавязчиво намекали на то, что жертвой мародеров командор становился не один раз. Даже один из банкоматов умудрились расковырять. Правда, дальше грубо вырванного монитора дело почему-то не пошло. «Ладно, попробуем поискать что-нибудь дельное. Не так уж много народа тут жило, чтобы растащить целый супермаркет». «Сань, далеко не уходи только», — попросил я. «Да я пока поищу кое-что», — кивнула девушка. «Себе и девочкам далеко не ухожу». Перекинув баул на одно плечо, я развязал тесемку на горловине и медленно зашагал вглубь магазина. Первым делом сгреб с полки возле кассы несколько чудом уцелевших энергетических батончиков и россыпь сигаретных пачек. Перешагнул через стеллаж с бытовой химией и товарами для автомобилистов, освежители воздуха и щетки для снега мне точно ни к чему. Полки с консервированными продуктами ожидаемо пустовали. Тут уж люди бурого постарались на славу. А вот лапшу быстрого приготовления почему-то не тронули почти. Глупцы. Мысленно предвкушая космическое наслаждение для желудка, я прихватил несколько красных дошираков, баночки с сухим пюре, какой-то незнакомый рамен. Жаль, что пригодные в пищу майонез и сосиски уже не найти. Чипсы, сухарики, сушеные анчоусы, сардельки в герметичной упаковке тоже в мешок. Соскучился я по усилителям вкуса и прочей химии. В отделе с крупными и макаронными изделиями нашлось только два пакета спиралек и коробка гречки, сиротливо упрятанная на самый верх стеллажа. К холодильникам заморозка я не пошел, аромат оттуда наносился очень уж неаппетитный. Проигнорировав огромный рекламный стенд с нахохлившимся петухом, предлагавшим узнать хорошее яйцо в лицо, я зашел в виноводочный отдел. Не густо, конечно, но выбор определенно есть. Кинув в баул несколько бутылок водки, выглядевшей более-менее прилично, встречу с урагатом в поселковом супермаркете никто не отменял. Я провел лучом фонаря по нижним стеллажам в надежде увидеть один довольно полюбившийся мне в свое время напиток. Точно, вот он, тот самый джинн за 300 рублей с привычной красно-белой наклейкой. Последняя бутылка, судя по всему, эх, сколько всего связано с этим джинном. Забираю определенно, будет приятный сюрприз для Саши. Осталось найти подходящий тоник пива для ребят, и можно валить обратно. Тоник и пиво нашлись в практически нетронутых холодильниках, стоявших рядом. Загрузив бутылки в баул, я затянул горловину и, достав из-под сумка сигарету, закурил. Взгляд упал на полку со всевозможными украшательствами для женщин, я покосился на Сашу, не видит. Потрошит стойку с влажными салфетками. А почему бы и нет? Хмыкнув, я взял с полки две фиолетовых коробки с краской для волос. Цвет свежесваренного борща – то, что нужно. Диман, прием, как там мой пивас? Холодного не было, Аланчик, извини. Придется теплый сосать. Теплый пососешь, когда придешь, добытчик. Ждем вас. Выходим из магазина. Насвистывая какую-то попсовую мелодию, я поудобнее устроил за плечами баул, перехватив автомат и стал пробираться к выходу. Сань, как успехи у тебя? Вроде бы все нашла. Девушка тащила внушительных размеров пакет с эмблемой командора. Забрав пакет, я демонстративно положил сверху коробки с краской. Красная, что ли? Саша удивленно приподняла бровь. Ну да, я пожал плечами. Мне этот цвет вообще всегда нравился. Значит, поможешь покраситься, если не забыл, как это делать. Сам знаешь, что инициатива с инициаторами делает. Воды уйдет на это дело. Ничего не знаю, твоя идея, ты воду ищи. Я вздохнул и развел руками. Куда деваться-то? На улице поднялся легкий ветерок, поэтому и перестраховался и надел респиратор с капюшоном. Саша, немного помучившись с волосами, натянула таки противогаз, словно одобряя наши действия, в подсумке тихонько затрещал дозиметр. Ладно, нужно валить обратно. Свернув на аллею, я собрался было ускорить шаг, но замер как вкопанный. Дим, ты это видишь? Глухо поинтересовалась Саша. Ее голос, искаженный мембраной переговорного устройства противогаза, звучал довольно зловеще. Вижу, кивнул я. Пойдем-ка назад, Сань. Мы развернулись и торопливо зашагали к магазину. За спиной на аллее лениво моргали уличные фонари. Глава 28-я. Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РД РВСН. 19 июня пятница, 20 часов 0 минут. Радиационный фон 120-300 микрорентген в час. В разрывах облаков медленно разгоралось уже знакомое свечение, разгоралось красиво, переливаясь всеми оттенками зеленого, голубого и фиолетового, словно наполняя красками замерзшие, напитанные дождем и сажей облака. Порывистый ветер принес запах озона и горелой проводки. «Сань, назад!» Закричал я. Девушка попятилась ко входу в супермаркет, испуганно глядя на небо. «Макс, Алан, не выходите, опять началось!» Торопливо сообщил я в гарнитуру радиостанции и рванул командору. Ребята не ответили. Станция противно затрещала, одновременно моргая индикаторами приема и передачи. Но мне было уже не до нее. Я со всех ног летел к одноэтажному зданию магазина, перепрыгивая лужи и кочки. Если кто-то бегал в армейском костюме химзащиты, то понимает, насколько это неприятное дело. Однако я не замечал ни огромных неуклюжих бахил, ни сковывающей тело резины. Небо вовсю переливалось безумной. Но одновременно с этим приятной для глаз палитрой красок мир же, наоборот, стал серым и угловатым, словно превратившись в карандашный набросок. Матерясь и придерживая болтающийся во все стороны баул, я схватил Сашу под руку, влетел в командор, больно врезавшись боком в тележку для продуктов и, не сбавляя скорости, потащил девушку вглубь торгового зала. Люминесцентные лампы под потолком вяло перемигивались, то освещая опустевшие полки, то снова погружая их во мрак. В подсумке потрескивала радиостанция, громкость которой я предусмотрительно выставил на минимум, а сквозь залепленные рекламными плакатами окна внутрь пробивался загадочный зеленый свет. Мы расположились на перевернутом холодильнике и жевали кукурузные хлопья, запивая теплой газировкой. «Знаешь, вблизи сияния гораздо красивей», — призналась Саша, задумчиво глядя на окна. «Не страшно?» — спросил я. «Ну, такое, интересно скорее». Девушка пожала плечами. «Ну и страшновато, конечно. Как думаешь, почему от сияния все вокруг работать начинает?» «Почему?» — улыбнулся я. «Честно, не знаю. Я ведь чистой воды гуманитарий. Наверное, что-то с геомагнитным полем Земли происходит. Сбросили на нас какой-нибудь особенный боеприпас. Вот он и хулиганит». «С геомагнитным полем?» Девушка зевнула и посмотрела на меня. «Когда ты стал таким скучным?» «Да я даже не в курсе, что это за поле такое», — ответил я. «Просто начальник отдела у нас любил за ним в интернете следить. За полем, за движением гроз и всяких воздушных масс. Был такой сервис, у Гесметио, кажется». «Услышал умную фразу и выпендриваешься, значит?» — ухмыльнулась Саша. «Ну да, могу блеснуть знаниями в приличном обществе». «Только сегодня выгодные цены на домашний интернет, телевидение, телефонию. Подключай сейчас, плати потом. Вся информация по телефону». Динамик под потолком неожиданно ожил. От неожиданности Саша вскрикнул, а я подавился хлопьями. Сопровождавшаяся дурацкой музыкой реклама интернет-провайдера сменилась длинным списком выгодных предложений на садовый инвентарь и всевозможные полезности для дачников. «Такие акции на мангалы накрылись», — вздохнул я. «А могли бы сейчас на берегу мясо жарить, жизни радоваться». «Скажи честно, ты хочешь, чтобы я тебя застрелила?» — поинтересовалась Саша, приподняв бровь. «Всё-всё, молчу. Никакого мяса с мангалами». Я примирительно поднял руки. Динамик тем временем сухо щелкнул, и включилась другая запись. «Внимание всем!» — говорит единая дежурно-диспетчерская служба Красноярского края. «Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога! Внимание всем!» По спине поползли мурашки. Я вдруг отчетливо представил, как это сообщение внезапно сменяет привычную надоедливую рекламу в десятках, сотнях подобных супермаркетов. Многие покупатели не обращают на него внимания, посчитав стревоженный голос диктора очередной уловкой хитрых маркетологов. О чём-то шепчутся с администраторами кассиры, нервно озираются по сторонам охранники. Самые догадливые, прижимая груди ещё неоплаченные покупки, бачком пробираются к выходу. Срабатывают фотоэлементы, стеклянные двери разъезжаются в стороны, впуская в торговые залы надсадный рёв сирен воздушной тревоги, заполошные гудки автомобилей, испуганные крики. А небо уже расчертил белый инверсионный след, дугообразно спускающийся куда-то за правый берег Енисея. Картинка получилась настолько живая и яркая, что меня невольно передёрнуло. «Ты чего?» – стревоженно спросила Саша. «Да так», – я мотнул головой в ответ. Фантазия разыгралась не вовремя. Свет в очередной раз моргнул, где-то загудел морозильник, пиликнул кассовый аппарат. Я устало прикрыл глаза, слышать такие привычные звуки, понимая, что цивилизация по большому счёту уже завершила своё существование, не очень приятно. Скорей бы уже это сияние закончилось. Снова затрещал эфир, я потянулся к подсумку, чтобы вытащить аккумулятор из радиостанции, но остановился. Моя станция не издавала абсолютно никаких звуков, трещала за прикрытой дверью подсобки, находившейся правее, за рядом раскуроченных касс. «Слышишь?» – прошептала Саша, указывая взглядом на дверь. Я молча кивнул. «Там кто-то прячется!» – продолжила девушка. Я осторожно перехватил автомат, опустил переводчик огня в нижнее положение и тихо двинулся к двери. «Блин, Савелья, в фильмах ужасов таких любопытных первыми убивают!» «Сплюнь!» Возле двери я замер и прислушался. Треск помех, периодически перекрываемый далёкими голосами и больше никаких посторонних звуков. Если человек за дверью решил спрятаться, вряд ли он оставил бы рацию включённой. Остаётся только один вариант. Как я и предположил, в подсобке лежал труп. Лежал, судя по всему, давно. Зря я грешил на испортившиеся в холодильниках пельмени и фарш, как на источник неприятного запаха. Прикрыв нос ладонью, я достал из кармана фонарик и подсветил раскинувшийся на полу силуэт, инкассатор. Зелёная форма, зелёный бронежилет с золотым жетоном и эмблемой Сбербанка России. В бронежилете два пулевых, третья в нагрудной камере, четвёртый аккурат между глаз. Кобура пустая, подсумки для запасных магазинов тоже, а вот радиостанция, как висела на поясе, так и осталась. Неужели за неделю аккумулятор не сел? Хотя, чему я удивляюсь, на столе вон вообще принтер своей жизнью живёт, моргает, напечатать что-то пытается. Всем, кто меня слышит, приём! Кто меня слышит, приём! Радиостанция не унималась. Ладно, посмотрим, кто там такой интересный на связь пытается выйти. Аккуратно оцепив станцию от портупея и инкассатора, я вышел из подсобки. Аккумулятор и пластик корпуса довольно сильно нагрелись, цифры на экране плыли и моргали. Видимо, радиостанция работает на пределе своих возможностей. Усевшись обратно на холодильник, я положил её рядом. Ну что там? А это откуда? Саша удивлённо покосилась на меня. Покойник там. Коротко ответил я. А это у него нашёл. Всем, кто меня слышит, говорит оперативный дежурный специального управления ФПС номер 2. Ввиду отсутствия устойчивых каналов связи с главным управлением, сообщаю, что руководство поисковыми и аварийно-спасательными работами в районе городов Железногорск и Сосновоборск полностью осуществляет специальное управление. Личному составу, силам и средствам по возможности осуществить переброску в районы 1-го КПП города Железногорска и территории ТЭЦ-4. Организовать посильную эвакуацию гражданского населения в указанные районы, оказывать первую помощь, доводить данную информацию до подразделений, не имеющих радиосвязи. Дополнительно передаю информацию по установленному на текущий момент уровню радиационного заражения местности, проходимости автомобильных дорог и радиочастоты УКВ и КВ диапазона для экстренной связи. «Специальное управление, Железногорск. Мне срочно нужен блокнот, ручка, листок какой-нибудь». «Да что угодно! Почему под рукой ничего нет?» Под удивленный взгляд Саши я метнулся в подсобку и принялся перебирать содержимое ящиков стола. Корректор, недоеденное печенье, отвертка, подставка для ручек в виде веселенькой желтой уточки. «А сами ручки-то где?» На глаза попался только ярко-красный маркер. Схватив его и пачку листов из принтера, я рванул было обратно, но услышал растерянный Сашин голос. «Дим, тут такое дело, сгорела она в общем». «Сгорела?» – переспросил я. «Ага, хлопнула, задымилась и выключилась». Выдернув из-под сумка свою станцию, я принялся давить на все кнопки, но кроме ровного шипения эфира ничего не услышал. Да и лампы в торговом зале моргать перестали, а за окнами опять воцарилась привычная хмарь. Кончилось сияние. Супер! Кто победитель по жизни? Аплодисмент этому молодому человеку, то бишь мне. В сердцах я чуть было не пнул ни в чем не повинный труп, но вовремя остановился. Во-первых, пинать трупы неэтично. Во-вторых, а что это там блестит на полу? Немного подвинув ногу инкассатора, я поднял связку ключей. Брелок с надписью Ива-02-74 и логотип Форда, пару ключей и какая-то фенечка. Серьезно? Но в ходу мы не заметили инкассаторского автомобиля, а угонять его без ключей никто бы не стал. «Ты чего забегал-то?» спросила Саша, когда я вышел из кладовки. «Инфу записать хотел», мрачно ответил я, ручку искал с бумажкой. «А что именно ты хотел записать?» не унималась девушка. «Ну, частоты для радиосвязи, обстановку в районе Железногорска». Хм, Саша хитро прищурилась. «Допустим, пока кто-то бегал и паниковал, я воспользовалась смекалкой, подводкой и туалетной бумагой». «Чего?» «Не понял я». Девушка помахала сложенным куском туалетной бумаги. «Записала я все, но с тебя, допустим, джинн, с тоником». «Будет тебе джинн». Я кивнул, мысленно ругая себя за излишнюю расторопность. Подводка для глаз и туалетная бумага, блин. Воистину, все гениальное просто. У меня тоже новости, между прочим. Заметил я, продемонстрировав связку ключей покойного инкассатора. Как насчет немного прогуляться? Бежевый Форд Транзит с зелеными полосами на бортах нашелся у заднего входа. Покрытый грязью и толстой шапкой пепла он не особо радовал глаз, но, как известно, первое впечатление бывает обманчиво. Поковырявшись в замке, я открыл тяжелую бронированную дверь с бойницей в стекле и, закинув салон, баул с пакетом уселся на водительское место. Саша забралась на пассажирское сидение и вопросительно покосилась на меня. «Волнуюсь слегка», признался я. «Не бывает такой удачи на свете, точно не со мной. Карма, что ли, в плюс пошла?» «Давай, заводи уже, философ», фыркнула девушка. Не особо надеясь на аккумулятор, я включил зажигание и подсветка на панели мягко загорелась. «Погоди, сразу не крути», посоветовала Саша. «Вообще-то надо было мне за руль сесть». «Ага, сейчас», – возмутился я. «Тут же автоматическая коробка, все как я люблю». «Ну тебя нафиг, вот теперь поворачивай ключ еще раз». «Да знаю я». Двигатель завелся с первого раза. Несмотря на довольно долгий простой, он работал тихо и уверенно. Самым радостным моментом было то, что стрелка уровня бензина плавно поднялась практически до максимальной отметки и замерла на ней. Что ж, кажется, у нас теперь есть мощный и к тому же бронированный автомобиль. Вот уж точно не жизнь, а кино какое-то. Наспех оттерев найденный в бардачке тряпкой лобовое стекло и зеркала заднего вида, я осторожно вывел машину на улицу и покатился в сторону нашего бомбоубежища. «Эй, голубчики, вы живы там?» Ожила радиостанция голосом Алана. «Не дождешься», – ответил я. «Ездим домой с кучей покупок и подарков». «Едете?» – удивился товарищ. «Это на чем вы там едете, интересно?» «Скоро узнаешь. Вы там как, все спокойно?» «Ну, как сказать?» Алан на секунду замялся. «У нас-то все спокойно, но вот в эфире дела творятся. Короче, Макс все записал, когда вернетесь, покажет». «Принято. Будем через пять минут». «Они, наверное, тоже управление-то слышали», – предположила Саша. «Не исключено». Я пожал плечами и ухмыльнулся. «Чего ты лыбишься?» – поинтересовалась девушка. «Да так, и вообще, тебе показалось». Ночь опустилась на заброшенную еще в начале 90-х годов железнодорожную ветку, затерянную в глухой сибирской тайге. Здесь не было контактной сети, не было вокзалов и станций. Сама ветка упиралась в такой же заброшенный завод, выпускавший при Союзе то ли бетонные плиты, и то ли стеклотару. Случайные люди появлялись здесь редко, лишь изредка приезжали бригады путейцев в ярко-оранжевых жилетах, что-то чинили, проверяли и уезжали. Внимательный человек заметил бы много странного в этих путейцах. Заметил бы он и блестящие накатанные рельсы, новенькие железобетонные шпалы, странные черные шкафчики вдоль железнодорожного полотна. Но такой внимательный человек вряд ли бы смог очутиться на этой ветке. Огромная темная махина поезда замерла перед ржавыми, с виду давно неиспользуемыми воротами. Зашипела воздухом тормозная система, прижимая колодки. Прожектор тепловоза не горел, в окнах не было видно ни огонька. Постукивали, остывая, мощные дизельные двигатели, где-то вдалеке тревожно вскрикнула «Ночная птица». Поезд-призрак, появившийся, будто бы из ниоткуда, слился с тайгой, и когда ночь окончательно вступила в свои права, растворился в темноте. Однако внутри поезда, в неприметных плацкартных и почтово-багажных вагонах с наглухо зашторенными окнами, кипела своя, особенная жизнь. «Время – ноль часов, ноль минут, ноль секунд. Начинаем ежедневную проверку!» приказал твердый, уверенный голос в гарнитуре внутренней защищенной связи. «Полковник Уваров принял. Время – ноль часов, ноль минут, ноль секунд. Пошел вызов по линиям. Связи с генеральным штабом нет». принял связи с генеральным штабом нет ноль часов 2 минуты 15 секунд работаем дальше связи с главнокомандующим нет принял связи с главнокомандующим нет 0 часов 5 минут 43 секунды майор селезнев начинаю проверку системы контроля козбек ну что там у тебя андрей иваныч козбек не отвечает система контроля недоступна информации по телеметрии нет принял козбек не отвечает недоступен телеметрии нет ноль часов 10 минут 2 секунды подполковник недели начинаю проверку автоматизированной системы периметр есть сигнал требуется вот ключей скрыть конверт номер два я вскрываю конверт номер один пакет 2 вскрыт набираю набор верен прямой связи с автоматизированной системой периметр нет система отработала и ушла в автономный режим 5 дней назад есть телеметрия данные по работе выданы координаты целей эпиграф станичный и тюдный получение подтвердили пуски произвели штатно информацию принял подготовьте отчет по периметру закончить проверку 0 часов 15 минут 10 секунд принято подполковник неделин проверку закончил 0 часов 15 минут 30 секунд подполковник уваров проверку закончил 0 часов 15 минут 35 секунд майор селезнев проверку закончил 0 часов 15 минут 40 секунд а а глава двадцать девятая поселок городского типа кедровый бывший кп 36 рд рвсн 20 июня суббота 1 час 30 минут традиционный фон 140 260 микрорентген в час с тех пор как наши саши отношения расклеились окончательно я полюбил засиживаться после работы на лавочке во дворе путь к ней неизменно пролегал через павильон где я в обязательном порядке приобретал бутылочку пиво иногда не одну в зависимости от того насколько сильно прошедший день умудрился меня доконать забавно но как только я доходил до лавки открывал пиво или закуривал сигарету умные наручные часы радостно сообщали что ежедневная цель на пути к здоровью пройти 10 тысяч шагов успешно достигнуто знали бы часы чем я занимаюсь когда они радостно сообщают о моих героических достижениях впрочем лавочка довольно неплохой способ избавиться от мрачных мыслей частенько засоряющих дурную голову небо потихоньку темнеет зажигаются в плафонах уличных фонарей тусклые оранжевые лампы вместе с лампами неторопливо разгораются первые звезды вокруг привычная суета люди спешат домой нагруженные пакетами супермаркетов бегают дети неизменная стайка подростков у соседнего подъезда в очередной раз пытается оживить древний жигуль напоминающий после всех предыдущих ремонтов реквизит к фильму безумный макс короче говоря нехитрая жизнь спального района лавочка сигареты и пиво а если с погодой повезло еще и бездонное звездное небо над головой брехня что в городе звезды видно хуже нормально их видно особенно когда добрая половина предприятий закрылась пиво постепенно заканчивается изо рта вырывается зябкий пар в перемешку сигаретным дымом пора домой только по пути снова в павильон где заждалась дежурная пачка пельменей либо вареников с картошкой и грибами теперь о звездах не могло быть и речи я задрал голову пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в практически непроглядной мгле ничего даже силуэты облаков едва различимы если конечно эти радиоактивные атмосферные пылесборники еще можно называть облаками в остальном же мои сегодняшние вечерние посиделки мало чем отличались от предыдущих правда удостовериться в том что сейчас действительно вечер мне удалось только при помощи наручных часов с определением времени суток нынче вообще проблема ночью серая хмарь подменившая небо чуть темнеет днем светлеет соответственно ветра почти нет а температура стабильно замерла в районе 10-15 градусов по цельсию как-то раз поздней осенью несколько лет назад алан шутил на тему того что такая погода идеально для апокалипсиса думаю стоит при случае ему об этом напомнить но это позже открестившись от компании алана и макса я свалил релаксировать на поверхность где уютно расположился в старой солдатской курилки за грязно-розовым заброшенным зданием штаба дивизии компанию мне составляла пачка сигарет и две бутылки пива вряд ли в ближайшее время кто-нибудь восстановит производство бутылочного аяна поэтому упустить такой шанс было бы преступлением странно но за все время прошедшие с момента удара я толком и не задумывался как хотя бы мало мальски адаптироваться к новым условиям к выживанию какой-то дальнейшей хотя бы призрачной стабильности в перспективу пресловутой ядерной зимы которую почему-то так любят все писатели фантасты я не верил абсолютно сколько книжек о постапокалипсисе перечитана не сосчитать даже и у всех радиоактивный снег черный снег желтый снег заморозки на 30 лет без единого теплого денечка вообще согласно одной из наиболее реалистичных теорий еще восьмидесятые годы двадцатого века ученые сша и ссср моделировали изменения климата в условиях глобальной термоядерной войны и намоделировали такого что запугали не только научное но и вообще мировое сообщество по их версии копоть и сажа должны были затянуть атмосферу планеты чуть более чем полностью устроив на поверхности натуральный ледниковый период мировое сообщество ахнуло нервно выкурило по сигарете и спешно начало выступать против наращивания потенциала стратегических ядерных вооружений вот только тот факт что при расчетах не учитывался коэффициент осаждения сажи никого не смутил ученые не смогли верно рассчитать этот параметр да так и оставили его значение нулевым чем обрекли несчастную сажу в своей компьютерной модели на бессрочное пребывание в атмосфере уже позже параметры подкорректировали добавили нужный коэффициент и выяснили что никакой ядерной зимой даже близко не пахнет переменная облачность грозы до понижение температуры это временное тоже да но никаких океанов промерзших до самого дна и пристывших к льдинам пингвинов модель не показала так что тотальном похолодании я не беспокоился воздухе куча продуктов горения они на какое-то время точно там задержится потом вероятно начнется что-то вроде сезона дождей который сведет с ума все имеющиеся в наличии дозиметры случится еще какая-нибудь атмосферная фигня а после всего этого наверняка покажется солнце увидеть его живым и относительно здоровым моя главная задача ты чего тут сидишь спросила появившиеся из темноты саша что примечательно с дозиметром на ремне и толстым блокнотом в руках да вроде как о всяких важных вещах думаю улыбнулся я что за вещи такие ухмыльнулась девушка и присела рядом всякие я пожал плечами отхлебнул теплого пива тебе пока не без надобности подумаешь еще что клеится пытаюсь а то ты не планировал саша удивленно приподняла бровь я ж тебя знаю меня бы кто заклеил сперва я пошевелил раненым плечом повязку на котором в очередной раз менял как раз перед выходом на поверхность рано выглядело не то чтобы очень приятно хорошо хоть не загноилась не заживает да куда там я махнул рукой и полез в карман за сигаретами не проблема заживет приедем в борцы и сразу пойду к фельдшеру я помню как ты бегал по всей квартире с порезанным пальцем вопил матерился и не давал себя забинтовать растешь савельев саша не спрашивая взяла открытую бутылку аяна и сделала небольшой глоток терпеть не могу пиво расту потому что вискаре растишкой закусываю усмехнулся я и подкурил сигарету ты чего с дозиметром бродишь да тут другой немного алан сказал более современный девушка задумчиво посмотрела на мигающую возле дисплея лампу осваиваю вот вдруг пригодится я молча кивнул и глубоко затянулся в том что в ближайшие годы полезней дозиметров будут только автоматы сомнений быть не могло так все таки о чем ты тут таком размышляешь снова попыталась выяснить саша о том что мог за все эти годы хотя бы привет написать мрачно отшутился я отчего не написал я вытащил из внутреннего кармана смартфон повертел в руках экран разбил ну и батарейка села сашиной помощью пиво закончилось быстрее чем я предполагал а вместе с ним закончилось и желание торчать на поверхности дозиметр девушки вел себя относительно спокойно так что радиация не слишком меня тревожила а вот обстановка вокруг начинала потихоньку давить на голову возможно всему виной был выпитый алкоголь а возможно мрачные силуэты опустевших домов за забором и очередное осознание масштабов случившегося докурив сигарету и впечатав окурок в лавочку я поднялся и зашагал герман двери саша зачем-то выбросила пустые бутылки в урну и поспешила за мной скинув сан пропускнике химзащиту я сразу обратил внимание на музыку доносившуюся из глубины бомбоубежища и подозрительно подрагивающий свет ламп под потолком звуки очень напоминали гулянку у надоедливых соседей за стеной я вопросительно посмотрел на сашу нечего так глядеть укоризненно ответила она я тут ни при чем это все алан эм я напрягся пытаясь припомнить что могло стать поводом для внезапной пьянки он железногорском связался во время сияния уклончиво попыталась пояснить девушка это я знаю обухать то с какой радости маму алан нашел несколько раз у дежурного переспрашивал в итоге подтвердилась там она саша заметно помрачнела тему ее родных я старался не затрагивать информации по ним не было совершенно никакой а вот за алана порадоваться стоило нынешняя реальность редко баловала хорошими новостями пойдем скорее дернула меня за рука в девушка я их попросила кое-что сделать надеюсь не накосячили как всегда как только мы вошли в зал для совещаний в моих руках незаметно оказалась алюминиевая солдатская кружка с прозрачным напитком принюхавшись я невольно улыбнулся знакомый запах джина с тоником словно откинул на несколько лет назад извини льда не нашли придется так пожалуй плечами саша технически можно считать что я угостил тебя обещанным джинном хитро прищурившись уточнил я технически да он ведь у тебя в рюкзаке был но вот в более философском смысле неисправимо я покачал головой прошел во главу стола где еще совсем недавно корпел над планами эвакуации буров прокашлялся поднял кружку друзья то что мы собрались здесь сегодня вряд ли могло случиться в реальной жизни вообще все происходящее больше напоминает кино или книгу но дело не в этом дело в том что несмотря на обстоятельства мы вместе и признаюсь лучшей команды для спасения мира я даже представить не мог и материальных ценностей хохотнул щукин макс циц зашипела саша и отвесила ему легкий подзатыльник воспользовавшись заминкой декстер протиснулся под столом и улегся у моих ног любопытно задрав мордаху так вот продолжил я алан хочу поздравить тебя то что ты нашел маму еще один весомый довод в пользу того чтобы попасть железногорск тем более других вариантов ты думаю даже не рассматриваешь прежде чем выпить я хотел бы узнать что думают насчет нашего маленького путешествия остальные япония кажется отменяется вздохнула саша ну я точно дату вы один не доберусь улыбнулся макс да и не пропадут мои батя мужик хозяйственный по временю пока я за но вот алена стас пожал плечами и посмотрел на супругу если честно мне страшно кивнула девушка очень страшно мы ведь будем еще куда-то заезжать по пути нужно как следует все обдумать вообще я бы рванул заявил саня настасья вы как приличная жена декабриста со мной девушка улыбнулась и коротко кивнула ну вопрос решенный обрадовался саня только мне бы оружие нормальные настасье пистолет хотя бы обеспечим кивнул я значит почти все за железногорск окончательное решение по личному составу примем в борцах личному составу алан притворно округлил глаза я тебе сейчас язык отрежу честное слово оскалился я забыл что мобилизовался товарищ гвардии рядовой виноват товарищ прапорщик обещаю справиться гордо выпить в подбородок отчеканил алан цирк с конями пробормотал я короче сначала борцы потом железногорск а пока за вас ребята спасибо что вы есть моей жизни мы ударились кружками и торжественный стук алюминия получился ничуть не хуже звона бокалов я прокинул в себя джин закусил тушенкой из банки и устало опустился в кресло гнетущие мысли сами собой незаметно покинули голову я посмотрел на сашу усердно пытавшуюся накормить декстеры гвардейским шоколадом и сухого пайка алана увлечен рассказывавшего максу очередную историю судя по выражению лица последнего довольно мерзкую впрочем других с аланом и не случалось настасья вновь наполнила стакан и неведомо откуда взявшаяся портативная колонка подключенная к телефону стаса тихо пела голосом шевчука жизнь продолжалась проснувшись я первым делом подумал что кого-то случайно убил руки и футболка оказались обильно перепачканы чем-то темно-красным осмотревшись по сторонам я обнаружил себя в полутенном зале для укрываемых так а что вообще вчера было не язык же алану я отрезал самом деле поднес ладони к лицу принюхался пахнет несмотря на устрашающий вид вполне приятно точно краска для волос кажется шутки про больше голову и снова станут актуальны черт ну почему в пьяном виде искренне надеясь что не перестарался с краской я вытащил из чехла на портупее фонарик включил и осторожно посветил на спящую на соседних нарах сашу ухмыльнулся выдохнул покрашена аккуратно для меня даже слишком видимо прав был макс однажды заявивший что пьяный я стреляю куда лучше трезво руки трястись перестают волнение уходит однако несмотря на изрядное количество выпитого накануне похмелье оказалось достаточно легким быстренько размявшись я накинул китель и принялся будить ребят первоочередные самые необходимые вещи погрузили в инкассаторский форт просторный кузов без труда поместились запасы провизии питьевой воды теплые сменные вещи кое-какой боекомплект стрелковому оружию и дополнительная экипировка туда же перекочевала санитарная укладка и скорой помощи индивидуальные аптечки запасной дозиметр собачий корм и внезапно довольно объемная косметичка вопрос о том откуда она появилась и зачем вообще нужна остался без ответа брезентовые опечатанные мешки с наличностью я без сожалению оттащил к поврежденному автобусу и бросил там вторую машину сашин субару решили взять для разведки обстановки на дороге и перевозки найденных в пути припасов к тому же потерять в какой-нибудь заварушке уже битый форестер не так критично самое ценное упрятано в проходимом и относительно бронированным инкассаторском автомобиле бензин собирали всем миром слили все что только можно было слить даже до героической полицейской газели добрались находчивый алан расковырял пассатижами и фомкой бойницу в стекле форда с пассажирской стороны высунул туда зонт полевого дозиметра dp5v а сам прибор закрепил между сидений получилось очень кустарно но даже такая возможность следить за уровнем радиации за бортом уже что-то жаль только что у dp5v как и у большинства советских армейских дозиметров огромная степень погрешности эти приборы адекватно реагируют только на высокие фоновые значения характерные для ядерной войны так что точных цифр не получить зато определить опасный участок можно запросто а большего по сути нам и не требуется кроме того в инкассаторскую машину закинули несколько автоматов про запас и пару канистр технической воды еще два пластиковых бака с излишками бензина загрузили в бортовую буханку приготовив машины мы потратили еще пару часов на то чтобы перетаскать оставшиеся в бомбоубежище припасы в подвал здания штаба дивизии и надежно там замаскировать не то чтобы мы собирались возвращаться но подстраховка никогда не помешает да и мародером не хотелось оставлять легкую добычу ближе к полудню я вооружился фонарем и спустился в дизельную немного помедлив положил руку на рычаг и остановил генератор бывший командный пункт погрузился во тьму большая часть ламп погасла только по углам осталось гореть аварийное освещение запитаны от аккумуляторов через несколько секунд соседнем помещении отрубилась фву звенящая тишина ударила по ушам фильтра вентиляционный я наглухо перекрыл заслонки немного пошарив лучом фонаря по полу нашел бумажник поднял и вытащил из потайного кармана еще одно фото сделанное лет шесть назад фотокабине центрального парка не со всяким прошлым стоит расставаться а жечь мосты тем более фото перекочевала в карман я не поворачиваясь направился к выходу на поверхность как говорится мир этому дому алан учтиво поклонился холму командного пункта и закурил сигарету пойдем к другому добавил макс что диман курс на борцы так точно улыбнулся я тогда я прыгаю форда там сложная научная аппаратура вы для нее еще туповаты шутливо заявил алан макс уже тащил туда же спальный мешок видимо надеясь отоспаться в дороге избавиться от остатков похмельного синдрома сашка где-то нашла поводок и пив на декста ошейник дожидалась меня у субару а чего с ребятами не поехал поинтересовалась она душно у них улыбнулся я у тебя стекла в двери нет курить можно нормально я отхлебнул из бутылки теплой минералки окинул взглядом ставший таким родным внутренний двор прочистил горло сделал серьезное лицо и грозно крикнул по машинам интерлюдия вторая город красноярск проспект свободный 13 июня суббота час 35 минут гвардии полковник ракетных войск стратегического назначения евгений анатольевич гармаш всем сердцем ненавидел ночные звонки в силу специфики его служебной деятельности любой входящий вызов после полуночи автоматически являлся предвестником вещей нехороших и тревожных поэтому когда старенький самсунг залился противной трели успевший задремать евгений анатольевич недовольно поморщился включил ночник и посмотрел на стрелки лежавших рядом командирских часов само собой полночь давно миновала номер звонившего привычно не определился зевнув полковник тихо чтобы не разбудить супругу выругался подхватил телефон и выскользнул из спальни на кухню уселся за стол пододвинул пепельницу и сигареты вздохнул и нажал на кнопку приема вызова гармаш слушаю очеканил он стараясь придать голосу как можно больше недовольства валя евгений анатольевич скривился будто от зубной боли и потянулся за сигаретой его однокурсник по военному училищу и друг детства валентин котов давно севший в штабе рвсн по пустякам звонил редко точнее не звонил вообще предпочитая телефонным разговором по сиделке с удочками на берегу реки или в банке должность котова позволяла ему всегда быть в курсе оперативной обстановки войсках и информацию на ход наделился с евгением анатольевичем под кружечку светлого нефильтрованного что такого могло случиться чтобы котов позвонил в половине третьего ночи гармаш даже представить боялся да ты чуть было не выругался полковник но быстро взял себя в руки пьяный что ли а регламент там же работа еще недели на 2 минимум в трубке раздались короткие гудки а гармаш еще с минуту попялился в окно усыпаны яркими огнями проспект свободный жил своей обычной ночной жизнью спешили куда-то такси яркими огнями переливалась недавно отреставрированная подсветка гордека заметив длинную вереницу машин с включенными синими спецсигналами спешащую куда-то в сторону высотной полковник почувствовал как в груди зашевелилось что-то нехорошее тяжелое давящее ощущение слегка придавило поворочилось и утихло оставив после себя неприятный осадок и чуть дрожащие руки да уж выдохнул евгений анатольевич и пошлепал обратно в спальню свет тихо позвал он положив ладонь на плечо супруги свет просыпайся мляха жень света повернулась на бок и посмотрела на полковника заспанными глазами ты чего вставай собирайся я сейчас такси тебе вызову поедешь к ольге михайловне в емельянова и сыну как проснется скажи чтобы в город нахер не совался женя что случилось сон как рукой сняло света подобралась и наклонила голову на бок не знаю покачал головой евгений анатольевич валя звонил срочно на завод вызывают ну где этот долбанный баргузин стоит предчувствие у меня нехорошая свет так что бегом собираться и возьми запасной тревожный мешок шкафу слева который я пока ребят обзвоню красноярский край зато подгорный 13 июня суббота два часа ноль минут проходная одного из самых режимных заводов красноярского края встретила полковника нездоровый но вполне организованной суетой через ворота один за другим въезжали тентованные камазы сонные нервные солдаты таскали какие-то ящики все в полной боевой экипировки с оружием с тревогой отметил евгений анатольевич гармаш 12 цех полковник протянул дежурившему у турникета лейтенанту удостоверение личности офицера терпеливо дождался пока тот сверится с объемным в пару десятков листов списком и утвердительно кивнет сейчас распоряжусь чтобы подали машину евгений анатольевич сказал лейтенант и поднял трубку внутреннего телефона жень здравия желаю а что такое творится чья-то рука хлопнула полковника по спине обернувшись он увидел своего сослуживца подполковника уварова уваров выглядел помятым и осунувшимся принюхавшись гармаш ощутил резкий запах коньячного перегара как бы знал сергей михалыч сказал бы покачал он головой ты хоть протрезветь то успел успел коротко кивнул уваров протягивая дежурному удостоверение болевал так что чуть душу из себя не вывернул евгений анатольевич что случилось что тут вообще за беготня подошедший к ним майор селезнев в отличие от уварова был бодрый гладко до синевы выбрит не в курсе я андрей иванович отмахнулся гармаш подожди до цеха доедем все узнаем валентин встретил евгения анатольевича у состава пожал руку коротко поздоровался с остальными офицерами суматоха царившая вокруг поезда не шла ни в какое сравнение с тем что творилось на проходной народу тут было на порядок больше и деятельность кипела куда более бурная да и как иначе легендарный поезд призрак прямой наследник тех самых бжрк молодец в гонявших страх весь капиталистический мир еще при советском союзе валь ты хоть скажи чё за беготня снова кому-то стрельнуло в голову учения провести раздраженно поинтересовался гармаш не поверишь евгений анатольевич котов нахмурился и протянул полковнику неприметный дипломат обшитый искусственной черной кожей дипломат не отличался от обычного ничем кроме хитрого замка и огнеупорных бронированных стенок но при виде него у евгения анатольевича ощутимо пересохло в горле распишись коротко попросил котов протягивая полковнику бумаги да они там вообще охерели гармаш почувствовал как теряет самообладание мне местные горе умельцы за месяц только пидовскими рисунками вагоны покрасили и новые унитазы воткнули а больше нихера нихера понимаешь ржд вообще-то деликатно поправил полковника валентин пид заревел тот и вот сейчас от меня требует чтобы я на этом пиде принимал участие в очередном неплановой проверке боеготовности у меня на втором контейнере чтобы ты знал крышка не открывается гидравлика вся потекла к херам цепи управления вообще мертвые тепловоз на базу резерву укатили хер знает когда вернут я еще со старыми поездами такого дерьмана хлебался насосом за год не выкачиешь а про этот вообще молчу я понимаю валя у тебя приказ отдать мне приказ и так далее и тому подобное приказ то я выполню ты меня знаешь выкачу вагоны в заданный район покурю там часок и назад вернусь но толку от этого у меня ж тут не болванки нихера ракеты боевые за болванками 300 верст катить еще полдня их устанавливать женя спокойно попросил котов женя выдохни и послушай меня не нужно тебе ехать за болванками гармаш и правда выдохнул потер ладонью раскрасневшуюся шею извини валь понесло меня ты же сам знаешь состав не готов не могу я во всей этой показухе участвовать жень нет никакой показухи и никакой проверки боеготовности нет голос котова чуть заметно дрогнул не понял тревога жень боевая тревога эмоции будто отключила евгений анатольевич обернулся остекленевшим взглядом посмотрел на увар василизнёвым товарищи офицеры каменным лишенным выражения голосом произнес он приказываю собрать командный состав начальников расчетов и смену штабного вагона через пять минут для заступления на боевое дежурство остальным довести занимать места согласно боевому расчету готовиться к отправлению взяв у котова документы гармаш достал из нагрудного кармана китера ручку размашисто расписался локомотив валь внимательно посмотрев на котова сказал он я на горбу три ракеты не докачу наторвусь и маневровый тепловоз не предлагай уже решили кивнул валентин локомотив будет через полчаса дм к еще старые ракетные поезда таскала но зато на полном ходу все соединения для линии связи подходит самим составом техники закончат минут через двадцать второй контейнер осуществишь пуски первым и третьим когда приказ получишь я еще подойду жень дел куча гармаш посмотрел на часы до сбора оставалось еще три минуты поэтому он достал из кармана телефон и быстро отыскал в телефонной книжке номер супруги нажал на кнопку вызова приложил трубку куху безумно хотелось закурить но на режимном предприятии пагубная привычка мягко говоря не приветствовалась света ты едешь спросил он у супруги когда-то наконец взяла трубку нет коротко ответил евгений анатольевич не учение когда доберешься бери пашку идите в любой круглосуточный магазин что покупать ты знаешь берите по максимуму деньги сейчас переведу в голосе супруги явственно прозвучала тревога кажется да выдохнул гармаш и прикрыл глаза слушайтесь наших и спасателей я вас найду обещаю супруга всхлипнула так вот слез точно не надо и не переживай я ведь не на передовую поеду на своей электричке я тебя не прощаюсь евгений анатольевич убрал телефон и набрав легкие побольше воздуха развернулся к штабному вагону товарищи офицеры и прапорщики слушай боевую задачу город красноярск железнодорожная станция красноярск восточный 13 июня суббота 3 часа 10 минут дежурная по станции красноярск восточный елена андреева ничаева работу свою любила с детства елена увлекалась точными науками любила считать и постоянно решала всевозможные головоломки придя на железную дорогу без малого 30 лет назад она довольно быстро прошла путь от простой путейщицы до своей нынешней должности в ее обязанности входили прием отправление пропуск поездов по железнодорожной станции контроль поездов на прилегающих станции перегонах а также руководство маневровыми передвижениями подвижного состава в пределах одного раздельного пункта сети железных дорог станция красноярск восточный была сортировочной поэтому движение по большей части грузовое контролировать оказалось крайне интересно а пост электрической централизации основное рабочее место елены андреевны больше напоминал приборную панель космического корабля сегодняшняя ночь выдалась довольно спокойной елена андреевна приглядывала за двумя составами стоящими под подгрузкой и попутно разгадывала кроссворд что же за вид национального японского фехтования на бамбуковых мечах тихо пробормотала на поднос и глянув на пульт дотянулась до трубки радиостанции машинист поезда 97 42 у вас 20 минут до окончания погрузки принято дежурный машинист 97 42 ответил радиостанция кроссворд заканчивался выключился закипевший чайник и дежурная по станции поднялась кресло разминая спину вкуснейший чай с бергамотом который сын привез из турции что может быть вкуснее валера работавший крупном турагентстве часто колесивший по миру любил радовать маму всевозможными гостинцами и подарками елена андреевна потянулась было за кружкой как вдруг раздался призывный писк радиостанции дежурная по станции красноярск восточный не чаева привычно растягивая слова ответила она лена голос старшего диспетчера звучал крайне взволнованно лена срочно освобождай главный путь катерина игоревна что что такое сев обратно в кресло елена андреевна бросила взгляд на пульт его занимали три вагона хоппера 60 вагонного грузового состава лена у вас литерный состав на проход по главному срочно освобождай путь как какой литерный елена андреевна будто цепенела тревожное слово литерный она не слышала уже много лет поэтому само появление такого поезда для нее стало шокирующим событием пояс номер но лена все освобождай путь у меня телефоны разрываются быстро взяв себя в руки елена андреевна мотнула головой пояс номер ноль это же ракетный состав которых на красноярской дороге не появлялось уже лет 15 схватив трубку радиостанции она как можно более спокойным голосом сообщила машинист 97 42 вам необходимо немедленно протянуть состав и освободить главный путь повторяю 97 42 немедленно протяните состав и освободите главный путь чего у вас там такое голос машиниста звучал крайне недовольно литерный у нас 97 42 гаркнула елена андреевна машинист 97 42 принял протягиваю состав дежурная по станции отодвинула сторону кроссворд поудобнее устроилась в кресле и переключилась на систему речевого оповещения внимание всем по главному пути проследует литерный состав все работа на смежных путях прекратить отойти на безопасное расстояние повторяю по главному пути обещанный литерный пролетел железнодорожную станцию красноярск восточный даже не сбрасывая скорость взрывел тифоном простучал колесами по стыкам рельс и устремился в сторону города елена андреевна удивилась странному контрасту весь поезд кроме нескольких вагонов рефрижераторов привычной серо-красной расцветки ржд а локомотив которым она безошибочно определила старенький тепловоз дм-62 почему-то в старых цветах министерство путей сообщения зеленый желтой полосой и белым кантом на кабине черт их разберет этих военных недовольно проворчала елена андреевна и вернулась на свое рабочее место заполнять бесконечные журналы и таблицы она спешила привести все бумаги в порядок чтобы немного отдохнуть и без лишних проблем передать смену мурлыкая себе под нос мелодию старого кинофильма елена андреевна даже не подозревала куда на самом деле так спешил литерный состав красноярский край бжрк баргузин 15 июня понедельник 12 часов 30 минут внимание расчеты получен приказ действовать по плану 21 время 12 часов 30 минут 41 секунда подтверждаю действовать по плану 21 набор верен расчеты получен приказ готовность повышенная первый подтверждаю готовность повышенная 3 подтверждая готовность повышенная 1 и 3 п.у. бои готовы задержек пуску не имеют перевести средства связи в режим дежурного приема проконтролировать состояние технических систем и технологического оборудования номерам расчетов и смен занять боевые посты что же мы творим женя уваров умоляюще посмотрел на евгения анатольевича выполняем приказ криво ухмыльнулся гармаш забыл сережа после нас тишина пульт управления заморгал лампами раздался противный писк сигнализации евгений анатольевич вздохнул и тихо прошептал простите нас грешных простить а внимание расчеты получен приказ пуск подтверждаю пуск состав режим неполной автономии переведен по приказу скрываю пакет номер один последние цифры шифра расчеты получен приказ шифр первый шифр велся подтвердился третий шифр велся подтвердился первый третий внимание пуск время совместных действий 12 часов 32 минуты 21 секунда ключи в положение 1 обратить занятие спусковых установок пуск принят 7 начало пуска расчеты пристегнутся ремнями обратить занятие спусковых установок есть пуск застоялся первый третий пуск выполнен подтверждаю пуск выполнен а а а а 5150 микрорентген в час за прошедшие несколько дней участковый полномоченный беляев из поселка памяти тринадцати борцов сильно осунулся и обзавелся густой щетиной сказывалось отсутствие сна и времени на бытовые надобности требовавших личного участия Беляева дел в поселке с каждым днем становилось все больше. Беженцы, теперь никто не стеснялся этого страшного слова, постоянно пребывали. У Беляева порой складывалось ощущение, будто все население расположенных поблизости деревень решило покинуть насиженные места и сорваться в сторону Абакана и Черногорска. Оно и правильно, конечно, особенно в условиях неизбежно ухудшающейся радиационной обстановки. Вот только спать по три часа в день – та еще пытка. Помимо участкового, представителей законной власти в борцах набиралось от силы человек пять, это если не брать в расчет троих патрульных и командира сильно разукомплектованной медицинской роты из Солнечного. А беженцев набралось уже тысячи три, и всех нужно было зарегистрировать, обеспечить и разместить. Автобусы за ними приходили из Абакана всего три раза, а водители автобусов неизменно везли с собой заверенные гербовыми печатями письма, в которых мало что обещали, но непомерно много требовали. Впрочем, по словам водителей, ситуация в Хакасии и так складывалась сложная, народу куча, кормить нечем, с электричеством постоянные перебои. Спровоцированные ядерными ударами подземные толчки не самым лучшим образом сказались на работоспособности Саяно-Шушенской ГЭС. Зато в Хакасии не было странного сияния, радиоактивных осадков, и иногда можно было даже наблюдать солнце. Прошла всего неделя, а участковый уже забыл, как оно выглядит. Добровольцы, вызвавшиеся помогать Беляеву, немного упрощали жизнь. Точнее, давали возможность поспать те самые три часа, но основной груз административной работы крепко лег ему на плечи. «Товарищ лейтенант, это советский второй пост!» Требовательно сообщила стоявшая на столе радиостанция голосом одного из патрульных. Второй пост – дорога на Кедровый, где кроме странноватого прапорщика в советской форме и пары его товарищей вроде бы никого не было. Зевнув, Беляев дотянулся до рации и ответил. «Толь, Беляев на связи, говори!» «Тут машины из Кедрового подъехали, резервисты вроде, их прапорщик говорит, вы в гости звали!» «Ну так пропусти, в чем проблема!» Раздраженно поинтересовался участковый. «Да никаких проблем, товарищ лейтенант!» Патрульный замялся и продолжил. «Просто они тут гостями вашими интересуются, ну, которые...» «Понял!» – резко ответил Беляев. «Скажи, на месте переговорим, у вас приора на посту?» «Так точно!» «Посади кого-нибудь из дружинников за руль, пусть их к опорному пункту сопроводят. Сам на посту оставайся, мало ли что!» «Придь, татарич лейтенант, уже делаем!» Отложив радиостанцию, Беляев снова зевнул, на этот раз глубоко и с наслаждением, покосился на кружку с давно остывшим растворимым кофе. «Гостями они интересуются!» Проворчал участковый и залпом допил кофе. Гости, занявшие сразу три дома на окраине поселка, лично Беляеву никаких неудобств не доставляли, но и не особо нравились. Загнали в огороды свою технику, несколько серых патриотов, пару тигров и бронетранспортер, установили высоченную мачту антенны на крыше одного из домов и с тех пор практически не показывались. Только их главный, некий рентген, иногда навещал Беляева и под видом перекура ненавязчиво расспрашивал об обстановке в борцах и вестях из Абакана. Общаясь с ним, участковый испытывал некий дискомфорт, будто сканером просвечивали. Впрочем, Беляев давно догадался, из какого ведомства на его бедную голову упали молчаливые, тяжело вооруженные ребята, поэтому старался отвечать подробно и лишних вопросов не задавать. Рентген вздохнул и в очередной расклонился над ноутбуком. Необходимость писать подробные отчеты о проведенной деятельности, несмотря на вроде бы случившийся конец света, никуда не делась. Отчеты, правда, попадали теперь не на стол непосредственного начальства, а на узел связи, где вечно сонный радист передавал их куда нужно. Но сам факт существования глупых бумажек веселил и удручал одновременно. К тому же информация, полученная от найденного в поселке сектантов парня, требовала дополнительной проверки и просто невозможного количества ресурсов. Парень оказался сотрудником смежного ведомства, также активно работавшего по проблеме сектантов, и количество имевшихся у него оперативных данных водило в легкий ступор. Потерев переносицу, рентген раздраженно захлопнул ноутбук и, достав сигареты, направился на веранду. «Что, командир, переработал?» Сидевший на веранде большой лениво потягивал энергетик из пластиковой бутылки и закусывал его невесть откуда взявшимся яблоком. «Ты на кое хрен радиоактивные витамины жрешь? Бессмертный!» Вместо ответа поинтересовался рентген. «Да я проверял, нормально оно!» Смутился большой. Смущение получилось убедительно. Заместитель рентгена, несмотря на устрашающий позывной, обладал довольно худощавым по меркам ведомства телосложением и мелкими острыми чертами лица. «Задолбали меня эти грибы, честное слово!» Усевшись на соседний стул, рентген поудобнее устроил на коленях автомат и закурил. С оружием он, как и все его бойцы, не расставался ни на минуту. Очень полезная привычка, особенно теперь. По-моему, с Виссарионом больше головняка было. Пожал плечами большой. Сейчас-то все просто. Прикатили и по законам военного времени. Если бы да кабы да во рту росли грибы, «Чего?» Большой состроил удивленную физиономию и покосился на командира. То и был бы не рот, а огород, вот. Закончил рентген. Опер в себя пришел. Ковалев этот или Коваленко, не помню, как его. «И чего говорит? У него же трещина в черепе, палец пролезет». «Да много говорит». Рентген глубоко затянулся и откинулся на спинку стула. «Много херового, но по теме. Короче, не всех грибов мы в сказочный лес отправили». «Это как?» Большой приподнялся и внимательно посмотрел на рентгена. «Да вот так. Я подробности вечером до ребят доведу. Та деревня, которую мы выпилили, не единственная у них». «Серьезно?» «А-а-а. Есть еще две, причем мы выжгли относительно мелкую. Примерные координаты одной известны, а вот остальные, загадка, короче. Ну и цели у них, скажем так, не самые мирные. Будут народ по селам вербовать и в свою веру оборачивать. И это тоже». Рентген немного задумался и вытянул из пачки вторую сигарету. У них сейчас немного другой интерес. Удивляй, командир. Ядерный поезд. «Серьезно тут у них?» Протянула Саша, сбрасывая скорость. Я удивленно посмотрел на разбитую проселочную дорогу, которую перекрывал довольно неплохо организованный блокпост. Несколько бетонных блоков, расставленных в шахматном порядке так, чтобы проехать на минимальной скорости могла только одна машина, что-то вроде огневой точки, выложенной из таких же блоков и даже самодельной ежи, обмотанной колючей проволокой. На самом блокпосту стояли полицейская приора и древний ГАЗ-53 грязно-бежевого цвета. «Я так понимаю, лучше вообще остановиться, да?» уточнила Саша. «Полагаю, да», – кивнул я. «Когда подойдут, попрошу связаться с местным участковым. Надеюсь, он меня не забыл». «Нужен ты ему», – ухмыльнулась Саша. «У него других дел хватает. Смотри, знаки даже поставили». С обеих сторон дороги на обочине стояли информационные щиты. Я прищурился, вглядываясь в текст, и одобрительно кивнул головой. «Действительно серьезно тут у них». «Водитель, внимание, заглуши двигатель, дозиметрический контроль. Сборный эвакуационный пункт номер пять. Город Красноярск, деревня Крутая, деревня Сухая, поселок городского типа Кедровый». «Глуши двигатель, получается». Я пожал плечами и полез в разгрузку за сигаретами. «А то я не поняла», – фыркнула Саша. «Диман, че там?» – раздался из радиостанции голос Алана. «Вояки?» «Да хрен знает», – ответил я. «Какая-то местная власть». Спустя пару минут к нам подошли трое. Полицейский в звании прапорщика, хмурый мужик в охотничьем камуфляже и армейский сержант с дозиметром на шее. У всех автоматы и крайне недовольные лица. «Здравия желаю, товарищ прапорщик». Сходу начал я. Скорее всего, полицейский тут за старшего, а значит и разговоры разговаривать нужно с ним. «Здравия!» Без особого желания козырнул он в ответ. «Кто такие?» «Куда следуем?» Прапорщик Савелев, резервист из Кедрового. Улыбнувшись, представился я. «Со мной двое рядовых, четверо гражданских, девушка и пёс. А следуем к лейтенанту Беляеву. Он в гости звал недавно». «А ты не офигел случайно?» Недовольно поинтересовалась из машины Саша. «Ну, ты вроде не мужик же». Безобидно пожал я плечами. «Кстати, у вас в посёлке ребята ещё гостят?» «Какие ребята?» Подозрительно прищурился патрульный. «Тяжёлые такие ребята в камуфляже с кучей оружия», уточнил я. «Дружище у меня там, пообщаться с ним хотел». «Понял», — кивнул головой прапорщик. «Сейчас, пока стоите, дозиметрист машины проверит. Володь, займись». Сержант кивнул и, натянув на уши головные телефоны, включил допотопный ДП-5В. «Видимо, других дозиметров за кромах родины не водилось в принципе». «Подождите, я с Беляевым свяжусь», — попросил патрульный, доставая из разгрузочного жилета радиостанцию. «Товарищ лейтенант, это Савицкий, второй пост». Наша маленькая, но гордая колонна немного попетляла по сельским улицам за полицейской приорой, за руль которой посадили крайне недовольного мужика в охотничьем камуфляже. И остановилась перед неприметным одноэтажным домиком. От всех остальных домик отличался решетками на окнах и государственным флагом над крыльцом. «Сергей, Сергей, встретит». Мужик неопределенно махнул рукой в сторону крыльца, погрузился в полицейскую машину и убыло. Очевидно, обратно на блокпост. Припарковав машину вдоль забора, мы выбрались на свежий воздух и собрались у Форестера. «Ну что, всей толпой к местному царьку пойдем?» поинтересовался Алан, разминая спину. «Сидения в этом Форде какие-то стрёмные». «Так я тебе кнопки показывал, как там всё отрегулировать», махнул рукой Макс. «Ты сказал, эргономика, типа, всё и так должно нормально быть, страдай теперь». «Ребят, я вот после УАЗика вообще говорить ничего не буду», заявил Стас. «Диман, давай там участкового этого разведи на жильё какое-нибудь, желательно с банькой. Тут бани в каждом втором доме». «И пожрать», добавил Щукин. «Я жрать люблю, могу и буду». «А может, у них тут авторазбор какой имеется?» спросила Саша. «Я, конечно, не привереда, но без стекла ездить такое себе, и фару бы правую». «Так, всё, стоп», – гаркнул я, подняв ладони. «Сейчас схожу и всё выясню, покурите пока, воздухом подышите». «Воздух так себе кстати», – скептически заметила Саша, уже включившая дозиметр. Я покачал головой и улыбнулся. Собралась компания, блин. «Алан Константинович, идёшь со мной», – отрезал я. «У меня язык подвешен, а у тебя мозг накачан, один не справлюсь». «Кто бы сомневался», – пробурчал Алан. «Ну пошли, потолкуем с этим участковым». Разговор с участковым вышел недолгим. Беляев выглядел так, будто не спал несколько суток, на вопросы отвечал односложно, постоянно заливал себя кофе, а под конец беседы вообще начал клевать носом. «Мы решили не доставать полицейского и покинуть опорный пункт. Благо, всю необходимую информацию, а вместе с ней ключи от свободного дома и бумажку, что занимать его можно аж до завтрашнего вечера, участковый успел дать до того, как Беляева сморила окончательно. Из минусов ста, Сани и их девушки должны были отправиться на это время в лагерь для беженцев. Логика у полицейского была простая и железобетонная. Дома с удобствами представлялись только военнослужащим. Сложно представить, как в этот момент я был благодарен майору Кудряшову и придуманной им мобилизацией. Сашу, правда, я упросил поселить вместе с нами, передав за это в безвозмездное пользование хитрому участковому несколько пачек сигарет, бутылку водки и несколько ампул драгоценного морфина из медицинской укладки. Зачем Беляеву понадобился морфин, я предпочел не спрашивать. Надеюсь, для обезболивания. Сашу в гневе я знал прекрасно, да и мне спокойнее, если она рядом будет, поэтому сделка получилась выгодной для обеих сторон. Помимо всего прочего, Беляев предупредил, что с девяти вечера и до семи утра в поселке действует комендатский час, огнестрельное оружие должно быть разряжено, магазины отомкнуты, а любые попытки препятствовать сотрудникам полиции, вынослужащим и народным дружинникам будут пресекаться огнем на поражении. Услышав про лагерь для беженцев, Стас с Саней заметно помрачнели, но спорить не стали. Да и смысл, правила в борцах устанавливали не мы. Зато попав в лагерь, ребята автоматически встанут на довольствие, а нам придется готовить и своих скудных запасов. Договорились, что перед комендантским часом они заедут к нам помыться в бане, если таковая в доме вообще имеется, на то мы разъехались. «Ты к рентгену этому когда ехать думаешь?» спросил и Саша, когда мы снова расселись по машинам. «Ну, сперва нужно разместиться и к фельдшеру заехать, чтобы швы наложил», – задумался я. Беляев объяснил, как до местной больнички добраться. «Все-таки, думаешь, не заживет?» «Вряд ли», – я покачал головой. «Ну и неплохо еще привести себя в подобающий вид, у меня вон даже знаков различия на форме нет, а там люди серьезные и не оценят». «Давай я тебе звездочки на погонах старой подводкой нарисую», – ехидно предложила Саша. «Глупость же», – улыбнулся я. «Глупость не глупость, а нормальных звездочек у тебя все равно нет», – заметила девушка. «Резонно», – сдался я. «Только давай сначала на простыне какой-нибудь попробуем, вдруг стрёмно выйдет». «Ребят, ну мы едем или как?» Недовольно поинтересовался Алан, заглянувший в Субару через разбитое стекло с моей стороны. «Я, конечно, понимаю, вы столько лет не общались и все такое, но, честно, я в душе не ведаю, где тут у них улица Карл Лип... бля, Лип... Липкнехта, о!» Дом по адресу Карла Липкнехта, 8, оказался довольно ветхим, но ухоженным. Почерневшие от времени бревенчатые стены, симпатичные резные наличники на окнах, небольшой огород и, самое главное, баня. Маленькая, покосившаяся, однако, судя по протоптанной ко входу тропинки, вполне используемая. Меня смутила только припаркованная во дворе серая Киарио, в отличие от других автомобилей, попадавшихся нам на дороге, она не выглядела брошенной. Грязноватая немного, но фара аккуратно протерты, лобовое стекло чистое, а на заднем сиденье лежат спортивный рюкзак, сумка от ноутбука и собачья переноска. «Походу, мед нас кому-то на подселение отправил», заключил Алан, разглядывая Рио. «Тачка вроде знакомая», задумчиво протянул я. «У Саныча такая же была, помнишь?» «Это тот чувак, у которого мы на Новый год напились?» хохотнул Алан. «Помню, конечно, ты тогда в туалете уснул». «Не я, а ты!» Я приподнял бровь и многозначительно посмотрел на товарища. «Ладно, ладно, оставим это на твоей совести», отмахнулся он. «А че, номеров-то на тачке нет?» «Поэтому я и говорю, вроде знакомая. Ладно, пойдем в дом, проверим». «Саш, пусть Декстер пока в машине посидит, если это и правда машина Саныча и его волкодав вместе с ним сейчас». «Что за волкодав?» заинтересовалась девушка. «Большой и страшный, Саша, большой и страшный». Голова, 31-я. Красноярский край, поселок памяти 13 борцов. 20 июня, суббота, 18 часов 50 минут. Радиационный фон 95-160 микрорентген в час. Таким образом, вышеупомянутые приверженцы секты Великого Огня становятся одним из наиболее дестабилизирующих обстановку в регионе факторов. Широко развернута агентурная сеть, наркотики и радикальные диалоги. Вот с чем нам предстоит столкнуться. Рентген уперся кулаками в стол и мрачно обвел взглядом собравшихся. «Товарищи офицеры, я понимаю, ситуация неоднозначная. Я наделен всеми чрезвычайными полномочиями, чтобы отдавать вам приказы, но делать этого не хочется совершенно. Не такому меня родители учили. Если кто-то обладает информацией о своих родных и считает, что должен быть с ними, препятствовать не могу. На этом все. Вопросы? «Командир, разреши?» «Давай, большой», – кивнул Рентген. «Ты говорил этим фанатикам, «Позарез, нужен ядерный поезд. На кой он им сдался? Насколько я понял, наши стратеги отработали всем, что было, от поезда толку ноль». «Говорил, поясняю». Рентген нахмурился и почесал наметившуюся на лице щетину. Состав, которым командует небезызвестный полковник Гармаш, отстрелялся только двумя ярсами из трех. «Насколько мне известно, вторая пусковая установка повреждена, и при помощи нее пуск осуществить невозможно. Нашим грибланам глубоко плевать и на поезд, и на поврежденную пусковую установку. Аналитики из Железногорска до сих пор что-то там анализируют, варианты просчитывают. Но я могу с уверенностью сказать, сектантам нужен ярс». «Чтобы...» Большой прищурился и тяжело выдохнул. «Чтобы призвать великий огонь, очевидно. Ну и тем самым назначить нового светилу. Старого-то мы минусанули. А новый без огня у них не назначается». «Странная вера, конечно». «Странная, потому что извращенная, как и у любой секты. Ладно». Рентген размял шею и вытащил из кармана сигареты. «Думайте, товарищи офицеры, если нужно к семьям, лучше не тяните. Езжайте сейчас. Все в необходимом обеспечу. Остальных жду у второго дома в ноль часов. Прокатимся немного. Проверим информацию по одной из деревень». Обеденный стол был завален горой разноцветных фантиков от конфет. Компанию им составляли недопитая бутылка флеша и коробка от доширака. «А злоткоежка кайфовал», – заметил Алан. «Смотри, сколько выжрал». «Походу, реально Саныч», – улыбнулся я. У него на кухне постоянно такие залежи от сладостей были. «Где он сейчас-то?» – поинтересовался Макс. «Хрен знает, я пожал плечами. Спит где-нибудь или в туалете сидит. Сам-то пробовал лапшу эту с флешем мешать». «Я пробовал», – хохотнул Щукин. «Чуть подон не вырвало, если вы понимаете, о чем я». «Ты про Волкодава говорил», – вспомнила Саша. «Вдруг он выскочит сейчас?» «Погодите». Я поднял ладонь, показывая всем, чтобы замерли. «Слышите?» Из дальней комнаты доносился богатырский храп. Жестами объяснив ребятам, чтобы оставались на своих местах, я извлек из кубуры трофейный пейя и тихо двинулся на звук. Если Саныч и правда задремал, извинюсь, что оружием почем зря размахиваю, время нынче такое. Чуть не запутавшись в старомодном дожде и скрепок, обернутых нарезанными открытками, я зашел в комнату и увидел самую милую картину в своей жизни. Саныч, его я узнал сразу, сладко похрапывал, обняв свой любимый карабин «Тигр» — гражданскую версию снайперской винтовки Драгунова. В штанах от афганки и застиранной тельняшки он очень походил на задремавшего воина-интернационалиста, только кожей бледноват, да собака весь образ портит. Тот самый волкодав, а если быть более точным, корги по кличке Зевс. Забавнейшее с виду создание, отличавшееся коварным характером и фантастической, под стать хозяина ленью. Когда я вошел, Зевс приоткрыл один глаз и покосился на меня. «Молчи, паразит!» — прошипел я, корги повернул морду ко мне и открыл второй глаз. «Зевс, зараза, не вздумай!» Пес звонко гавкнул и довольно высунул язык, а ствол тигра моментально уставился мне в грудь. «Саныч, осади свои!» — попросил я, подняв руки. Товарищ еще несколько секунд соображал, глядя на меня заспанными глазами из-под густых темных бровей, а потом радостно заявил. «Я-то думал, ты помер!» Убрав со стола мусор, мы решили устроить небольшое чаепитие. Электричества в этой части поселка не было, его включали только в центре борцов, и то на пару часов. Поэтому, пока ребята доставали из рюкзаков нехитрые припасы, я набрал воды в эмалированный чайник и теперь мучился с печкой. «У тебя не только с кострами проблемы, да?» И хитно поинтересовалась Саша, вытиравшая стол. Хмыкнув, я достал из бокового кармана брюк таблетку сухого спирта, поджег и аккуратно положил под щепки. «С печками проще, думаю, минут 15 и кипяток будет готов». Мимо сметая разноцветные лоскутные коврики, прокатился бело-коричневый клубок. Зев с Декстером быстро нашли общий язык и устроили в домике локальное торнадо. «Жгите бесы лохматые!» прикрикнул Алан, которого собаки чуть не сбили с ног. «Развели тут цирк с конями!» Устроившись за столом, мы сперва символически подняли кружки с припасенными мной остатками джина, выпили, поморщились. «Тоник можно было тоже припрятать», – посетовала Саша. «Диману пофиг, че пить», – заметил Макс. «Он при мне перцовку однажды хлопнул, которая пять лет в шкафу стояла». «И чуть не отъехал потом, знаю эту историю», – добавил Алан. «Так, хорош уже меня обсуждать». Отмахнулся я и посмотрел на Саныча. «Рассказывай давай, как тут оказался. Я думал, ты в Москве вообще, у родителей». «О, Диман!» – выдохнул Саныч. «Это просто пиздец». Собственно, Саныч, он же Александр Романов, балагур, душа компании, немного программист, немного таксист, короче всего помаленьку. На пару лет моложе нас с Аланом, крепкий и широкий, как прикроватная тумбочка. Последнее время еще и в спортзал частенько захаживал, поэтому если спрятать добродушное лицо и вьющиеся волосы, получалась натуральная машина для окучивания менее спортивных ребят на районе. Человек абсолютно неконфликтный и мягкий, любитель женского внимания, вкусной еды и поспать до обеда. Типично царские замашки, видимо, известная фамилия так повлияла. Саныч даже в мобильном приложении Сбербанка себя подписал царь и каждый раз неизменно радовался, заходя посмотреть на свои царские сбережения. За день до того, когда все закончилось, Саныч взял пару дней отгулы и решил выбраться с Зевсом за город. Собой взял палатку, карабин, ноутбук, на всякий случай, и бутылку егермейстера. Уехав куда-то за Емельянова, Саныч стал лагерем на берегу небольшого лесного озера и принялся распивать ликер, постреливая позаранее припасенным пивным банком и любуясь красотами сибирской природы. Налюбовавшись и приговорив бутылку, товарищ отправился спать, а проснулся на следующий день уже от мощного далекого раската. Поначалу Саныч быстренько собрал пожитки и рванул в сторону города, но уже в районе аэропорта увидел поднимающийся в небо ядерный гриб. Такое зрелище мало кого оставляет равнодушным, поэтому первый порыв лететь на всех парах в сторону Красноярска Саныч переборол себе быстро. Может, мои давние пьяные беседы о гипотетическом ядерном конфликте помогли, может, не так давно вышедший сериал «Чернобыль в душу запал». Но товарищ поступил максимально рационально, развернулся, закупил в еще работавшем продуктовом магазине консервов, круп, конфеты, алкоголя, после чего убыл на предыдущее место дислокации – к озеру, где и просидел в полном неведении следующие несколько дней, поглощая купленное и раздумывая о будущем, изредка прячась с Зевсом от непонятного сияния в багажнике Рио. По банкам, правда, больше не стрелял, сообразил, что патроны могут пригодиться для другого. Будущее казалось ему крайне туманным, магнитола в машине не ловила ни одну радиостанцию, сотовой связи не было, а вдалеке завывали сирены и иногда постреливали. Когда запасы постепенно подошли к концу, Саныч принял важное решение – выдвигаться. Решение это он оттягивал изо всех сил, на озере было комфортно, тихо и спокойно. Товарищ планировал дождаться официальных новостей, поэтому магнитолу и свои Рио за последние дни просто истерзал. Поняв, что никаких заявлений от МЧС или правительства края не будет, он двинул в сторону федеральной трассы. Дорогу на Красноярск перекрывал внушительный блокпост, бетонные блоки, несколько единиц бронетехники, суровые бойцы с автоматами и в костюмах химзащиты. Решив не искушать судьбу, Саныч свернул в другую сторону и доехал до поселка памяти 13 борцов. Блокпост тут оказался поменьше, народ поприветливей, поэтому товарищ согласился на предложение проследовать за патрульной приорой и оказался у участкового. Беляев коротко, но предельно красочно поведал о случившемся, предложил водки и, руководствуясь тем, что к строевой службе товарищ был негоден по причине сахарного диабета, определил его на несложную должность посыльного, выдал скудный сухой паёк на несколько дней, ключи от дома и радиостанцию для экстренной связи. «Я не поняла», – Саша перебила Саныча и махнул рукой на мусорное ведро. «Ты же конфеты на озере все сожрал, эти-то откуда?» «Да эти я выменял», – смутился товарищ. «Местный продавщица из продуктового, на пистолет Макарова». «А ПМ где взял?» – удивился я. «У участкового табельный вроде на месте». Саныч помрачнел и смутился еще больше. «На речку позавчера ездил, хотел на берегу посидеть, пивка выпить, приехал, а там мужик какой-то военной форме, девчонку хотел, ну, того самого, раздел уже, лейтенант вроде не помню. Ну, я его по голове прикладом огрел, убил или нет, не знаю, вырубил точно, обыскал и в речку столкнул. Плыви, Игорь, у сосиска. Не, ну а чё он?» «М-да, протянул я. Весело живешь. Погодите, в машине вроде еще наливка клюквенной осталась. Сейчас вернусь». Упиваться до состояния кондиции я не стал. Оставив ребят растапливать баньку, уселся в форт и поехал к местному доктору. Поехал, громко сказано, приземистое здание участковой больницы находилось практически за поворотом на улице Боровой. Машину я взял, чтобы после процедур заехать к рентгену, устроившемуся со своими бойцами подальше на Березовой. В поселке я ориентировался благодаря дубльгису на телефоне, мысленно благодаря себя за то, что скачал когда-то не только карту Красноярска, но и его окрестностей. Понятно, что спутниковая навигация приказала долго жить, но если не страдать врожденным топографическим кретинизмом, сличить карту с местностью на самом деле довольно просто. В приемном покое помимо дежурной медсестры скучали двое солдат. Судя по тощим лицам и плохо подогнанной экипировке срочники, однако оба с автоматами и, кажется, не особо рады моему появлению. «Сестричка, здравствуйте!» – улыбнулся я. «Мне бы к хирургу попасть на прием». «Всем бы к хирургу!» – устало ответила девушка и посмотрела на меня. «Что у вас?» «Плечо зашить очень хотелось бы». Я снова улыбнулся и, достав из кармана горсть заранее реквизированных у Саныча конфет, положил к ней на стол. «Болит, зараза, сил нет!» «Слава богу, что невожоговая!» Выдохнула медсестра и слегка улыбнулась в ответ, увидев гостиниц. «Подождите минуту, сейчас к Сергею Борисовичу схожу». «Так ведь не положено, Ольга Степановна!» – возмутился один из солдат. «Прапорщик Градский сказал, только экстренных!» «Вот ведь паразит!» Я покосился на плечо и хмыкнул. Из-под лямок разгрузки торчали погоны, заботливо нарисованными Сашей звездочками прапорщика. «Товарищ рядовой, я не понял!» – заявил я, пытаясь копировать интонации своего армейского старшины. Несмотря на то, что срочно я проходил больше десяти лет назад, получилось довольно удивительно. «Фамилия как?» «Рядовой Чернышев, товарищ прапорщик». Уставившись на мои импровизированные знаки различия, представился солдат. «Объясни-ка мне, рядовой Чернышев!» – продолжил я. «По какой такой интересной причине ты старшего по званию, обратившегося за медицинской помощью, в хрен не ставишь?» «Я ставлю вас в хрен!» Солдат, кажется, сильно смутился, а я изо всех сил пытался не заржать в голос. «Ну, то есть, как бы прапорщик Градский сказал, а вы...» Знатно я паренька загрузил, видимо, совсем недавно служит. Был бы их Градский в звании лейтенанта, солдат с чистой совестью выпроводил бы меня на улицу, может, даже при помощи автомата. А так, он прапорщик, я прапорщик. Чего делать?» «Мальчики, не ссорьтесь вы!» – попросила медсестра, заметив некоторый накал страстей. «Вы, товарищ прапорщик, подождите, я быстро!» «Сами-то откуда?» – поинтересовался я, когда Ольга Степановна скрылась за деревянной дверью с непрозрачным стеклом. «Челябинск!» – ответил Чернышев. «А я из мамырей!» – сообщил второй солдат. «Откуда?» – я искренне удивился, услышав странное слово. «Мамыри – это в Московской области, товарищ прапорщик. Да улыбайтесь, чё вы, я привыкший!» Сергей Борисович оказался, что называется, хирургом от Бога. Сухонький, низенький, с виду будто бы невесомый. Он сноровисто обработал рану, потрогал её края и, напевая под нос мелодию служебного романа, ловко наложил швы. «Обойдёмся без повязки!» – заключил он, завязав нить аккуратным узелком. «Неудобно будет. Я сейчас пластырь большой наклею. Такой, знаете, у которого только по краям липко, а в середине подкладка асептическая. Вам в самый раз будет. Не больно?» «Нет, доктор, спасибо». – кивнул я. «Совсем не болит даже, хотя ледокаин меня плохо берёт». «Главные антибиотики попейте. Сейчас этим сложно знаю. У меня-то совсем запасов нет. Весь резерв для медсамбата Градского держим. А вы поищите». «Обязательно». – снова кивнул я. «Срастись должно быстро», – продолжил доктор. «Я вам пластырей таких дам ещё. Штутик пять, наверное. Больше не могу, извините». «Больше и не нужно. На мне, как на собаке, всё заживает». Я пошевелил плечом, привыкая к пластырю. «Скажите, док, у вас тут вообще как? Спокойно?» Сергей Борисович невесело ухмыльнулся. «У нас пулевые в основном. Вот Анна Николаевна Вожоговым. У неё страшно». Хирург вдруг понизил голос. «Лучевая болезнь, слышали? Люди заживо разваливаются. Они с ними возятся. У самой уже руки розовые и лицо. Там, где маски нет. А она повязки им всё меняет. Верит, что за нами из Абакана приедут, заберут всех, спасут, помогут. Красноярска ведь нет больше. Кто-то говорил бы, СМП ещё держится». Я молча кивнул, чувствуя, как в горле растёт неприятный комок, а глаза становятся влажными. «Приедут, Сергей Борисович», — коротко сказал я. «Не бросят. Не могут они нас тут бросить. Вы вот что». Расстегнув сухарную сумку разгрузки, я достал оттуда свой травматический пистолет и два запасных магазина. «Вы мне помогли. Очень. Что такое сепсис и гангрена, прекрасно знаю. Возьмите. Умеете пользоваться?» «Что вы?» Хирург отпрянул и внимательно посмотрел на меня. «Я ведь врач. Врачу оружие не нужно». «Сейчас хватает ублюдков, которые на белый халат не посмотрят». Категорически заявил я. «Умеете?» «Тут же всё как у пистолета Макарова», — неуверенно спросил хирург. «Тогда да, умею. В училище ездили на стрельбы». «Берите. Теперь он ваш. Спасибо вам ещё раз. Берегите себя, Сергей Борисович». «И вы», — тихо ответил хирург. «Вы тоже себя берегите». Несколько дворов, занятые группой рентгена, ничем не отличались от всего остального посёлка. Странно, я ожидал как минимум вооружённой охраны у калиток или вообще шлагбаума и колючей проволоки. Припарковавшись у крайнего дома, я вышел из форда и закурил, осматриваясь. Стучаться в двери категорически не хотелось. Мало ли, из какого калибра могут оттуда ответить, а кричать позывной товарища, стоя посреди дороги, глупо и неосмотрительно. «Руки!» Неожиданно раздалось за спиной. «Кто такой?» Ну вот, кричать не пришлось, сами нашли. «Савельев, я к рентгену». «К какому, блядь, рентгену?» «Ребят, левый нарукавный карман кителя». Сдохнув, попросил я. «Можно?» «Медленно и без воебонов завалю на месте». Поморщившись от неприятной боли в плече, я вытащил из кармана нашивку, подаренную рентгеном, и не поворачиваясь, продемонстрировал ребятам. «Ты ебанутый! Разверни картинкой к нам! Сам стой, как стоишь!» Извиняйте, конфуз. Смутившись, пробормотал я и повернул нашивку. «Так нормально?» «Нормально. Рентген, рентген, здесь Борус. На улице некий Савелев к тебе». «Проводите». «Принято». «Что-то вы зачастили, мил человек, который раз за неделю к нам, да по своей воле». Рентген широко улыбнулся, и мы крепко пожали руки. «Надеюсь, не сильно отвлек?» Спросил я. «Некритично». Усмехнулся знакомец. «У нас тут аута до фе одно намечается, но пока время есть. Ты по делу или так? Сам не знаю, если честно». «Ну, тогда присаживайся, в ногах правды нет». Мы уселись на стуле, расставленный на веранде. Рентген достал сигареты и плоскую серебристую фляжку. «Будешь?» Поинтересовался он. «Дагестанский, хороший. Из крайней командировки пацаны привезли». «Немного», — кивнул я. «Доктор говорит, мне антибиотики полезней». «А они у тебя есть?» Знакомец хитро прищурился и посмотрел на меня. «Да ладно, вижу, что нет. Откуда у вас партизан? Я тебе пару стандартов о моксициклина подкину из личных запасов. Давай накатим по маленькой и рассказывай». Коньяк пошел хорошо. По организму разлилось приятное тепло, а в голове моментально прояснилось. Я подкурил сигарету и хотел было рассказать рентгену о нашей идее двигаться в Железногорск. Но меня перебил громыхнувший совсем рядом взрыв. Глава 32 Красноярский край, поселок памяти, 13 борцов. 20 июня, суббота, 21 час 10 минут. Радиационный фон 93-155 микрорентген в час. Следом за взрывом громыхнуло еще раз чуть слабее. Тут же нестройно затрещали автоматы, раздались беспорядочные хлопки винтовочных выстрелов. «Это что за херня?» Я подскочил и вопросительно посмотрел на рентгена. «Гости!» Пожал плечами знакомец и зажал кнопку передачи на тангенте радиостанции. «Рентген 7! Рентген 7! Общая команда сбор!» Схватив висевшую на спинке кресла разгрузку и сноровисто натянув ее поверх бронежилета, знакомец поинтересовался. «Ты на колесах?» Я кивнул в ответ, глядя на поднимающийся над домами столб густого черного дыма. В той стороне, кажется, участковая больница и... Ребята! В груди похолодело. «Давай в машину бегом! Поедешь за нами!» «Дима! Очнулся быстро!» Легкий, но чувствительный удар в солнечное сплетение вывел меня из нахлынувшего состояния ступора. Несмотря на вспыхнувшую боль, мысли в голове моментально пришли в порядок. «Бляха!» Выдохнул я. «Не за что!» Рентген хлопнул меня по плечу и, рванов к дому, крикнул. «В машину! Переключись на нашу чистоту! Большой зараза! Где тебя носит?» Я побежал калитке, нащупывая в кармане брелок ключей. Мысль о том, что с ребятами могло случиться что-то страшное и непоправимое, заставляла меня внутренне сжиматься в комок. Но сейчас был явно не тот случай, когда можно дать волю эмоциям. Тряхнув головой, я забрался на водительское сидение транзита, запустил двигатель и стал ждать. Бойцы рентгена уже распахнули ворота ближайшего участка, и сейчас оттуда, чадя выхлопом, выползал знакомый мне БТР-82А с бортовым номером 002. Развернувшись на небольшом пятачке и развалив кормой ветхий деревянный сруб колодца, бронетранспортер взрывел двигателем и пополз по улице. Следом за ним выехал тигр с автоматическим гранатометом на крыше, поморгал мне аварийкой. Ага, понятно, за ним, значит. Я резко тронул форт с места, из-под колес полетели комья грязи, и микроавтобус немного занесло в сторону. Крутанув руль, выровнял машину и глянул зеркало заднего вида. С территории участка высыпали человек 20 в полной боевой экипировке и, разбившись на две колонны, двинули следом за автомобилями. Вспомнив про радиостанцию, я вытащил ее из-под сумка, включил и попытался вызвать Алана или Макса. Раза с третьего мне ответил Щукин. Диман, тут жопа просто. Мы в больнице, в больнице. Не вывозим ник, блядь. Макс, держитесь, мы идем к вам. Идем к вам. Прокричал я до хруста, вдавив кнопку на тангенте. Так, теперь на частоту рентгена. Я переключил канал, и эфир тут же ожил переговорами. Участковый сказал, гости на автобусе и грузовике приехали. Сразу начали бойню в больнице. Кто на хера, он не знает. Сам заблокирован, где-то на втором этаже ведет бой. Так что к больнице прямым ходом, но аккуратно. Большой двойки. По целям работай с пулемета. Пушкой ты все село расхуяришь. Принято, большой. Вижу, дым горит. Правое крыло больницы, соседние постройки. Народ бегает, кто пока не пойму. Двойка рентгену. На приеме, командир. У тебя на развилке магазин стоит. Укройся за ним и наблюдай больницу. Принято. Сейчас правее тогда смещусь. Барс, граф, АГС готов? Всегда готов. Принял. Двойка давай в сторону. Бронетранспортер вильнул вправо, прижимаясь к кирпичному одноэтажному зданию хозяйственного магазина. Тигр тут же ускорился и шустро покатил в сторону горящих зданий. Я притормозил, пропуская перебегавших дорогу испуганных женщин в сопровождении вооруженных, чем попало местных дружинников, и снова нажал на педаль газа, намереваясь догнать бронеавтомобиль, но из радиостанции раздался нервный голос рентгена. «Дима, не лети, блядь! Тигру нихера не будет, а за тобой пацаны идут! Притрись к забору по левую сторону, машину бросай и мухой к автобусной остановке!» Принято. Бросил я в радиостанцию и осмотрелся. Левее магазина, чуть в стороне, стояла бело-синяя бетонная коробка остановки. Перед ней угол забора одного из участков. «Сюда, значит!» Пробормотал я, прижимаясь влево. Транзит стал практически вплотную к забору, поэтому я, кряхтя и матерясь, полез к пассажирской двери. «Здесь двойка, наблюдаю противника, человек пять. Мародерки, походу, в грузовик лезут. Ты не наблюдай, ты захерач по ним. Ща оформим!» Когда я выскочил из транзита, башенное орудие бронетранспортера деловито застучало, поливая невидимых мне грибов шквалом 30-мм снарядов. Несладко им там сейчас. Ой, как не сладко. Несколько здоровенных гильз звонко отскочили от кузова Форда. БТР дал еще очередь и стал откатываться назад. Я же, прижав к груди автомат и низко пригнувшись, со всех ног рванул в сторону автобусной остановки. «Двойка рентгену, там месиво меняю ленту». «Принято, двойка. Как будешь готов, долби на подавление, мы к больнице двинем». «Не вопрос, командир». «Ты нахера с пушки-то залупил?» «Кнопки перепутал, честное пионерское. Валер, скажи же, а». «Подтверждаю». «Детский сад, штаны в солярке, блять, а не экипаж. Давайте без приколов». «Пока я бежал над головой, пару раз что-то неприятно просвистело. Пуля, очевидно, что же еще?» «Я подумал об этом как-то отстраненно, стараясь сосредоточиться на дыхании и синебелой бетонной стене, которая была все ближе. Уже у самой остановки я вскинул автомат и дал короткую очередь в сторону видневшихся вдалеке силуэтов. В ответ просвистело снова, ощутимо ниже и точнее. «Быстрее, блять!» Рентген высунулся из-за остановки и махнул мне рукой. «На месте!» Пыхтя доложил я, оказавшись в укрытии. «Что делаем?» «Воюем», — ухмыльнулся знакомец. «У тебя со стрелковой подготовкой как?» «Средненько». «Пожал я плечами». «Здесь!» К нам прибежали еще четверо бойцов, один из которых тащил на плече пулемет ПКП, более известный в народе как Печенек. Легко так тащил, будто биту для лапты. «Зингер, заебись!» Обрадовался Рентген. «По моей команде херачишь половиной короба по Уралу и Пазику, броня тебя поддержит, эти суки хер высунутся под таким огнем». «Принял!» Кивнул пулеметчик и присел на колено, раскладывая сошки. «А мы, господа!» Знакомец обвел остальных бойцов взглядом и задержал его на мне. «Мы в темпе вальса летим к больничке и накапливаемся у боковой стены. Плакат с рекламой стоматологии, видите? Вот прямо под ним. Бес замыкаешь!» Я выглянул за угол. На небольшой площади перед больницей стояли бортовой армейский Урал и желтый пазик с надписью «Дети» на борту. Урал вовсю дымил пробитым радиатором, а автобус накренился на бок, просев на спущенных колесах. Чуть левее стена больницы, на которой трепыхался огромный, наполовину оборванный бело-зеленый баннер «Доступная стоматология». «Я стоматологов не люблю», — хохотнув, сообщил один из бойцов. «Первым на прием пойдешь, значит», — приказал рентген. «Командир, знаешь, какие у них цены сейчас? Требую премию». «Бабай, хорош звездеть! Так, Зингер, огонь по моей команде, двойка то же самое». «Готовьте ваши ушки, блядь». «Начали!» Печенек и бронетранспортер открыли огонь одновременно. Я заранее приоткрыл рот, следуя совету незнакомого Бабая поберечь ушки. Однако это не сильно помогло. Пулеметчик лупил частыми короткими очередями, автоматная пушка БТРа, наоборот, долбила размеренно и степенно. Рентген махнул рукой и побежал к больнице. Бабай с еще одним бойцом рванули следом. «Пошел, партизан, пошел!» Крикнул бес и потолкнул меня в спину. Глубоко вдохнув, я вскинул автомат и сорвался с места. Целенаправленно бежать в сторону толпы вооруженных мужиков, пусть даже и находящихся под плотным пулеметным огнем, задачка для сильных духом и имеющих определенную подготовку людей. Страшно, сука! Охренеть, как страшно, скажу я вам. Я обладал только духом средней степени паршивости, длинными ногами и стареньким АКСУ, поэтому в стрельбе на бегу, в отличие от рентгена, его ребят упражняться не стал. Перескакивая ямой, выбоины в асфальте, я завороженно наблюдал, как снаряды автоматической пушки выгрызают из пазика кусок за куском. Пару раз появившееся было в окнах автобуса фигурки людей буквально разрывало прямыми попаданиями. А что вы хотели? Тридцать миллиметров? Это вам не это? На ее фоне печенек, увлеченно дырявивший, замерший по соседству Урал, даже как-то теряется. Бордюр! Крикнул пыхтевший за спиной бес и дал короткую очередь куда-то в сторону. Мысленно поблагодарив бойца, я перепрыгнул, едва заметно из-за высокой травы раскрошившийся бордюр пролетел по инерции пару метров и оказался под защитой больничной стены. «Живые, целые!» Коротко бросил рентген. «Бабай, порядок!» «Турист норма!» «Бес норма!» «В порядке!» «Тяжело дыша, доложил я!» «Курить меньше надо!» Ухмыльнулся знакомец. «И позывной себе придумай, а то не солидно!» «Так, бабай с туристом, держите площадь, без Дима прикрываем Зингера!» «Зингер-рентгену!» «На приеме, Зингер!» «Мы дошли!» «Двойка, что с бока у тебя?» «Пушка плюется, а пока тэха полная пока!» «Заебись! Пулеметом прикроешь Зингера, когда он дойдет, гони к площади, левее Урала!» «Венгену точни!» «Левее, это где крыльцо больницы и приемный покой?» «Да, туда!» «Под твоим прикрытием будем заходить в здание!» «Принято!» «Валерыч, я стартанем, готовься!» «Пулеметчик рванул в нашу сторону, башня бронетранспортера плюнула облачками дыма, сопровождавшимися едва различимым по сравнению с автоматической пушкой треском. Я присел на одно колено и вскинул автомат, выцеливая противника у брошенных посреди площади автомобилей. Ага, есть один. В полицейском бушлате и каким-то карабином в руках. СКС у него что ли? Не разобрать. Целик с мушкой сошлись на бородатой голове, обмотанной банданой защитного цвета. Хмыкнув, я повел стволом чуть ниже. Это только в компьютерных играх получается произвести точный выстрел в голову противника и моментально его уложить. На деле супостат может пригнуться, случайно мотнуть головой или вообще подпрыгнуть, поэтому я целился в торс. Бородатый поднял карабин, что-то крикнул, и я нажал на спусковой крючок. Автомат дернулся в руках, зашлепали по земле гильзы. Мужик выронил карабин, взмахнул руками и грузно повалился на бок спиной ко мне. «Вот сука!» – крикнул я, стиснув от гнева цевьё автомата. «Рентген, ты глянь!» «Ще там, блядь?» – раздраженно спросил знакомец, меняя магазин. «А ты глянь, говорю!» На бушлате убитого бородача чуть ниже нашивки со словом «полиция» был криво нарисован белой краской ядерный гриб. «Ёбаные глаза!» – прошипел рентген. «Эти-то здесь откуда?» Завывая двигателем, мимо нас проехал бронетранспортер, огрызнулся в сторону площади короткой очередью автоматической пушки и свернул за угол крыльцу приёмного покоя. «Так, броня кроет, мы заходим!» – прокричал рентген. «Дима, аккуратней, башкой чаще верти!» Я сконфуженно повертел башкой, дал несколько неприцельных очередей в сторону автобуса, за которым снова кто-то зашевелился. «Да сколько их там!» А КСУ недовольно щёлкнул, сообщая об опустевшем магазине. Я рванул из-под сумка разгрузки, снаряжённый магазин сноровисто заменил им пустой. Не зря охолостил вечерами, нарабатывая механику перезарядки. Получилось вполне прилично. Достав патрон в патронник, я переключился на одиночный огонь, сделал пару выстрелов по мелькнувшему в окне автобуса силуэту и бочком стал смещаться за бойцами рентгена. «Угол! Угол чисто держу!» «Понял, подхожу! Правее у ларька двое, Зингер здесь!» «На месте, командир!» Меня обогнал пулемётчик, на ходу менявший короб с лентой. Присел возле рентгена, осторожно высунулся за угол. «Вон тот магазинчик зелёный!» Уточнил он. «Да, причеши его, броне БК сэкономим!» «Всё будет!» Кивнул Зингер. «Всё внимание!» Крикнул рентген. «Заходим в здание!» «Ну...» Выдохнул я, искренне жалея об отсутствии бронежилета и шлема. Понеслась. «Рентген всем! Доложиться!» «Здесь Большой работаем правее вас, из частного сектора. Ориентир дом с красной крышей. БК хватает, потерь не имеем. Вас видим, гостей видим. У них двухсоток, пиздец. Отходят, суки, вниз по улице!» «Большой принял тебя. По возможности пробивайтесь к больничке. Мы втягиваемся на первый этаж». «Слепой рентгену. У нас порядок. Заняя крышу барака, левее вас получается. Ведём беспокоящий огонь. Гостей штук пятнадцать уходят в сторону здания тельсовета. Раненых побросали». «Принято, слепой. Оставайся пока там. По изменению обстановки докладывай». «Двойка рентгену. Мне туда дальше куда?» «Блядь, тут стой пока. И молись, чтобы к гранникам не прилетело под жопу». «Лучки наш!» «Двойка охерел!» «Это не я, это Валера. Костян, ты бабунул, что ли?» «Дал бог экипаж, блядь! Так, все, заходим!» Первая двойка рентген с бабаем скрылась в дверном проёме приёмного покоя. Сами двери, сорванные с петель, валялись на крыльце. Сильно посечённые осколками стены наводили на мысль о том, что здесь неплохо так рвануло. «На месте, чисто!» – доложил рентген. «Понял, чисто иду!» – крикнул бес и посмотрел на меня. «Давай со мной, зинкер с туристом замыкают». Я кивнул и сделал несколько глубоких вдохов через нос. Волнительно, знаете ли, входить в здание вместе с бойцами спецподразделения, когда ты ни разу к этому подразделению отношения не имеешь. «Отсутствие средств индивидуальной бронезащиты в такой ситуации воспринимается как личная катастрофа, потому что бой в помещении – ни хрена не бой на улице. Да и откуда этим средствам взяться? Изначально я ведь шёл здоровье поправить, да с рентгеном парю рюмок чая выпить. Ещё и руки трясутся, зараза!» «Рванули!» – гаркнул бес. «Я сорвался с места, неотрывно следуя за камуфлированной спиной бойца. Пригибался, когда пригибался он. Выбирал сектора возможного огня, противоположные стволу его обвешанного тюнингом автомата. Короче говоря, действовал довольно грамотно. Водушевившись, я проморгал торчащую из развороченного дверного косяка арматуру и врезался в неё покалеченным плечом. Тихо взвыв от резкой вспышки боли, я добежал до стола, где ещё пару часов назад сидела дежурная медсестра. Присел возле него, взяв на прицел вход в здание и сквозь зубы доложил. «На месте! Чисто!» «Чисто!» – продублировал бес. «Принял, иду!» – крикнул с улицы Зингер. Приёмный покой, ещё недавно встретивший меня чистотой и редким нынче электрическим освещением, сейчас походил на декорации к фильму про войну. Под ногами росы пестрелянных гильз, стеклянная крошевая осыпавшаяся штукатурка, стены пестрят отметками пулевых попаданий, а двое солдат, чернышов, вроде и парнишка из деревни со смешным названием «Мамыри», замерли изломанными куклами в лужах крови. При виде тел я скрипнул зубами от злости. Где-то здесь ведь и маг с ребятами, и дежурная медсестра, и хирург, зашивший мне плечо. Ожоговое отделение, в котором творятся такие ужасы, которых эти поганые грибы в жизни не видели. В глубине здания и на втором этаже всё ещё раздавались редкие выстрелы. Наверное, часть штурмующих не успела отойти и теперь пыталась покинуть здание или добить выживших. «Зингер на месте! Тури здесь!» Боец с пулемётчиком влетели в приёмный покой и рассыпались по окнам, заняв позиции для отражения возможной атаки с улицы. «Так, внимание!» – крикнул рентген. «Организованно давим второй этаж! Первым займётся граф со своими отморозками! Дима!» «Да!» – стрепенулся я. «Каску с убитого сними, тебе нужнее!» – посоветовал знакомец. Я не стал спорить, понимая, что без шлема на втором этаже делать абсолютно нечего. Растёгивая подвесную систему, невольно вздрогнул, прикоснувшись к ещё тёплому лицу убитого. «Чернышов! Чернышов!» Выдохнул я, стягивая шлем. «6Б-27» – гласила маркировка на внутренней стороне. «Не новенький горшок, конечно, но так ведь и я непривередливый. Интересно только, куда бронежилеты с убитых солдат делись?» «Обмародёрил кто-то!» Сквозь зубы процедил рентген, заметив моё замешательство. «Давай, давай, не сидим!» «Граф Рентгену!» «На приёме, граф!» «Отработали граником по сельсовету, подъезжай к больнице, обозначься!» «Второй этаж выше окон приёмного покоя, первый этаж и пристройка на тебе!» «Понял, принял, рентген!» «Только аккуратно, блядь! Там гражданские могут быть!» Миновав лестницу и втянувшись в коридор второго этажа, мы заняли позиции перед дверью ведущей в ожоговое отделение. Внутри было подозрительно тихо, рентген достал из разгрузки занятный девайс, велосипедное зеркальце, припаянное к телескопической рукояти. Лёг на пол, подсунул зеркальце под дверь и пару минут напряжённо сопел, изучая обстановку. «Не видать никого!» тихо сообщил знакомец, повернувшись к нам. «В коридоре пусто, но замки не вижу. Могли и растяжку примотать. Может, постучать?» «Предложил я». Собравшиеся на этаже посмотрели на меня как-то странно, но рентген согласно кивнул. «Эй, живые есть!» Крикнул знакомец, на всякий случай сместившись ближе к стене и несколько раз стукнул по двери стволом автомата. Спустя пару минут изнутри послышалась какая-то возня, щёлкнул замок и дверь приоткрылась. Сначала немного, а потом вдруг распахнулась полностью под весом свалившегося на неё окровавленного тела. Глава 33. Красноярский край, посёлок памяти 13 борцов. 21 июня, суббота, 23 часа, 0 минут. Радиационный фон 90-135 микрорентген в час. «Принимайте его! Осторожней, блин!» Рентген помог бойцам оттащить раненого и, вскинув автомат, исчез за дверью. Без с туристом аккуратно уложили окровавленного мужчину в полевой военной форме на пол. Кто-то достал свёрнутое пончи и подложил ему под голову. «Ох, ебать! Но в целом чисто!» – доложил рентген. «Тут ещё дверь, двое ко мне!» «Иду!» Бабай хлопнул Зингера по плечу, и они шустро двинулись следом за командиром. «Что с мужиком? Кто это?» На этаж поднялся боец с необычным квадратным рюкзаком на плече. Помимо странной формы, рюкзак выделялся нашитый спереди эмблемой зарубежных парамедиков. «Серый, тебе внизу раненых мало!» С ухмылкой поинтересовался турист. «Там холодные все!» – отмахнулся Серый. «Медик наш!» – объяснил мне турист. «Раньше из командировок не вылезал, а все деньги, заработанные на импорт и ништяки, спускал. Сумки всякие, бинты, гомоэти, гомостатики, во! Гемостатики!» – поправил медик. «Ваши жопы и миштопы, между прочим! Так что с раненым?» А что с раненым? Я мельком осмотрел мужчину и тяжело вздохнул. Определенно плохо. Лицо и кисти рук покрывают множественные осколочные ранения, вздрагивает от неровного хриплого дыхания излохмаченный бронежилет, из-под которого обильно сочится пропитавшая китель кровь. В подсумках раскурочены автоматные магазины, фарш из пластика и микросхем, наверное, радиостанция. Мутноватый взгляд заплывших глаз медленно обводит наши лица. В сознании, значит, пока что в сознании. «Тяжелый», – заключил турист. «Прям сильно тяжелый». «Мы разберемся?» – пробормотал серый сноровисто, расстегивая бронежилет. «Лицо и руки херня! Тут заброневая травма по-любому и... Блядь!» «Че там?» – спросил бес, уже занявший позицию у лестницы и державший ее под контролем. «Легкая и брюшная!» – покачал головой серый. «Кровь я остановлю, но надо оперировать по-любому». Операционная хирургия там, дальше по коридору. Я махнул рукой в сторону двери, за которой скрылись рентген с бойцами. Недавно плечо у них латал. «Да мы в курсе!» – кивнул турист. «Когда в поселок входили, первым делом изучили расположение и планировку ключевых объектов инфраструктуры. Пока этаж полночью не зачистим, в хирургию не попадем». Добавил бес. «Так что ждем рентгена». «Кровотечение постараюсь остановить», – кивнул медик. «Ребят, у кого пакеты перевязочные рядом, киньте мне, тут нога надо». «Подождите». Попытался вдруг сказать раненый и закашлялся. На губах сразу же проступила розоватая пена. «Легкая». Выдохнул серый и придержал мужчину за голову. «Вы лежите, лежите, сейчас помогу, все хорошо». Он сказать что-то хочет. Я наклонился к раненому и заметил полевые звездочки прапорщика. На воротнике петлица медицинской службы. Не про него ли мне говорили солдаты в приемном покое? «Вы ведь Градский, да?» – спросил я. Раненый с трудом кивнул и снова закашлялся. «Откуда вы?» – пробормотал он. «ФСБ?» – коротко ответил серый. Прапорщик едва заметно улыбнулся. «Пришли, значит. Там дверь». Градский посмотрел в сторону коридора. «Они открыли. Дверь. Там наши ребята сейчас, все хорошо», – заверил раненого турист. В ту же секунду со стороны коридора раздались короткие автоматные очереди и сдавленные крики. Одновременно с этим на лестнице, ведущей на первый этаж, тяжело забухали ботинки. Где-то раздался мощный хлопок, посыпало стекло. И все стихло. Отделение хирургии, как в принципе и весь второй этаж, пострадало не сильно. Здесь пытались занять оборону около десятка сектантов, но получилось у них, откровенно говоря, не очень. Во многом благодаря прапорщику Градскому, который одному ему известным образом заманил сразу пятерых грибов, небольшое фойе в начале коридора и методично истребил. Что происходило дальше, прапорщик рассказать уже не смог, потерял сознание. Серый, заручившись поддержкой местного фельдшера и дежурной медсестры, обнаруженных в одной из палат, перенесли Градского в операционную и закрылись там, строго запретив посторонним ломиться в дверь. Оставшихся сектантов ликвидировали рентген с ребятами, видимо, те, поняв, что с больницы ничего толкового не выйдет, а отступать бесполезно. Напоследок наелись неких веществ, поэтому избавиться от них не составило никакого труда. Вообще, на втором этаже оказалось неожиданно многолюдно. В палатах обнаружились несколько солдат и сержантов из медицинской роты Градского, защищавших пациентов, и нескольких медсестер с парой опустевших автоматов и пистолетом Макарова. Анна Николаевна, та самая заведующая Ожоговым, умудрилась заблокировать свое отделение непроходимой баррикады из кровати и шкафов. А в столовой, выходившей окнами на площадь, я с огромным облегчением нашел ребят. Саныч сидел возле дальнего окна, устало опершись на своего тигра. Возле его ног валялась россыпь пустых магазинов и стрелянных гильз. На подоконнике разреженный Макаров. Рядом, периодически поглядывая на улицу и поправляя на ремне невесть, откуда взявшийся ручной пулемет Калашникова, мрачно затягивался папиросой взлохмаченный Щукин. У сваленных к стене обеденных столов шипел и матерился, баюкая перевязанную руку Алан. Участковый, уполномоченный Беляев, грозно, не стесняясь выражениях, отчитывал кого-то по радиостанции, свежая повязка, пропитавшаяся кровью, белеет на голове, поверх форменной голубой рубашки с галстуком бронежилет разгрузка. Солдатики с повязками на плечах, красный крест на белом фоне, деловито таскали носилки с ранеными, спорила с пожилым майором дежурная медсестра в бронежилете. Та самая из приемного покоя. Видимо, догадалась бронику кого-то из убитых солдат позаимствовать. Чернышев и Мамыри, кажется. Увидела меня, улыбнулась коротко и заспешила по своим делам. Я же нервно озирался по сторонам, вглядываясь в лица. Нигде не было Сергея Борисовича, хирурга. А еще я не мог найти Сашу. «Здорово, бандиты!» Я крепко пожал руки Санычу с Максом, а Лана, ввиду полученной травмы, деликатно хлопнул по плечу. «Рука как?» – поинтересовался я. «Жить буду!» Товарищ скривился и осторожно потрогал бинты. «Мясо разодрало до кости, урачиха горит, шить надо, но потом...» «А я говорил, нехер локти выставлять, когда стреляешь!» – хохотнул Щукин. «Наука теперь будет, а то насмотрятся кино старого и выделываются!» «Да блин, оно как-то резко случилось!» – смутился Константинович. Просвистело и все, потекло горячее. «Это хорошо, что просвистело!» – заметил Макс. «Свою пулю не услышишь, пословица такая короче!» «Ты, Диман, бегаешь, смешно очень!» – сказал Саныч. «Я с крыши видал, как креветка, блин!» «Иди ты!» – отмахнулся я. Зато дырок лишних в тушке не появилось. «Там такая жесть творилась!» Саныч посмотрел на меня, и я заметил, что один глаз у него нехорошо дергается. «Эти-то повалили неожиданно! Сначала в паре улиц отсюда заруба случилась, с ополченцами местными! Мы думали, ты в больнице еще, рванули сюда, а тут... Тут уже вовсю стрельба! Участкового встретили, он вообще как крембо бежал с пулеметом! Двумя автоматами, рюкзак цинками забит! Охеренный мужик, короче говоря! Ну мы и начали с ним сверху отстреливать, кого можем! Нормально так повоевали, только рука болит теперь! Вот!» «Ребят, а Саша где?» Набравшись смелости, спросил я. «В углу, где мы стояли, повисло напряженное молчание, слишком напряженное», — первым заговорил Макс. «Мы, когда наверх поднялись, она выстрелы услышала, из кабинета на первом этаже. Там, короче, хирург местный отстреливался от кого-то. «Сашка говорит, я сейчас, и туда рванула. Мы следом, но нас пулемет прижал. Хорошо так прижал, еблище не высунуть. А когда высунули...» «Где Саша?» — еще раз спросил я, чувствуя, как внутри все холодеет. «Забрали ее». Мрачно ответил Алан. «Ее, хирурга местного, может, еще кого, я не знаю». «Вариантов догонять не было никаких», — добавил Саныч. «Но участковый, говорит, знает, где они могут находиться, так что, думаю, надо двигать туда». «Не только участковый знает, господа». Внезапно раздался голос рентгена. «У нас в том неспокойном поселке тоже кое-какие делишки, знаете ли. Можем составить компанию, если хотите. Вместе оно все веселее. Только друзей надо дождаться. И сразу в путь». В общем итоге, приверженцами секты Великого Огня похищены 8 человек. Рентген потер глаза и устало опустился в кресло. «В наших условиях невозможно было организовать нормальную оборону поселка, а добровольцы, первые вступившие в бой, понесли серьезные потери. 12 убитых. 12». «Потери сектантов, конечно, несоизмеримы, там убитыми полсотни наберется. «Похищенные имеют медицинское образование в основном», – кивнул участковый. «Начальник, хирург, анестезиолог, стоматолог. Девушка, понятное дело, попала к ним чисто случайно. Не досчитались еще двух медсестер, полагаю, их тоже забрали. Если похищают медиков, значит, к чему-то готовятся, а своих им не хватает». Знакомец отхлебнул минералки из бутылки и задумчиво посмотрел на Беляева. «У нас есть предположение, что к чему-то более серьезному, чем штурм поселковой больницы. Поделитесь?» – спросил участковый. «Пока не могу». Вздохнул рентген. «Оперативная информация». «Понимаю», – согласился Беляев. «Но ведь и делать что-то надо». «Еще как надо! Сидим здесь, головы в жопы засунули!» «Не выдержал я». Собравшиеся в опорном пункте полиции удивленно посмотрели на меня. «Да и хрен с ними, пусть смотрят. Сашу я знаю уже лет шесть, и то, что она сейчас неизвестно где, вообще не способствует спокойному взгляду на вещи». «Осади, пожалуйста», – попросил рентген. «Действовать нужно, согласен. Но на эмоциях рвать за грибами этими – говно затея, согласись». «Я молча кивнул, сам ведь прекрасно понимаю ситуацию, а нервишки зараза пошаливают». «Нам известно место, куда предположительно направляются сектанты», – продолжил знакомец. «Но это совсем не деревенька в тридомика. Мы предполагаем серьезное вооруженное сопротивление». «А бронетранспортер?» «Зачем-то обреченно», – спросил я. «А боекомплект?» «А топливо!» – в тон мне ответил рентген. «Извини, постапокалипсис только начался. Соляру мы сами еще не гоним, и патроны из гвоздей и гильз не собираем». «Да слушай, бестолочь, а то выпру тебя на крыльцо курить и свежим таежным воздухом дышать». «Извини, тревожно очень», – скривился я. К тревоге примешался стыд за свою несдержанность, поэтому я предпочел заткнуться и дышать носом. «Значит так». Знакомец обвел собравшихся взглядом и прокашлялся. «Операцию по освобождению заложников начнем утром. У нас там на месте будут свои задачи, но медицинские специалисты и гражданские в приоритете. Полиция и силы самобороны останутся в борцах. Тут беженцы, которые и так напуганы после сегодняшнего. В нагрузку выделю пятерых бойцов для подстраховки». «У вас же и так мало людей», – удивился Беляев. «Не страшно», – улыбнулся Рентген. «Мы друзей дождемся, как раз через пару часов должны быть». «Что за друзья-то такие?» Поинтересовался я, когда народ начал потихоньку расходиться по своим делам. Знакомец улыбнулся и жестом пригласил меня на крыльцо. «Сигаретку?» – предложил он. Я кивнул и, взяв предложенный красный Винстон, с наслаждением закурил. «Скажи, Дим, ты вот так себе все это представлял?» «Не понял», – удивился я. «Ну, апокалипсис», – пояснил Рентген. «Даже в книжке у тебя все как-то веселее было. Больше надежды какой-то, веры в людей. А сектантов не было, кстати говоря». «Допишу когда-нибудь», – ухмыльнулся я. «Не так представлял, дружище, совсем не так. Если честно, думал в реальности, сгорю в первые же секунды после ядерного взрыва. С моей-то удачей. Писать книжку ведь всегда легко. Выпил пиво и придумывай сколько душе угодно. А на самом деле, такое количество совпадений, случайностей, столько людей. И я нифига не герой, а просто крендель с ворованным автоматом». «Ну, сегодня знатно повоевал». Рентген хлопнул меня по плечу и протянул еще сигарету. «Про запас. Уснуть ты все равно не сможешь. Иди-ка, ребята, а я мужиков встречать пойду. Они, кстати, потом на Железногорск пойдут. Так что вместе и двинем, думаю». «На Железногорск?» «Ну да». Пожал плечами рентген. «Куча народу, между прочим. Так что попробуй выспаться. День долгий будет. Но сначала приведите в порядок оружие и экипировку. Пожрите поплотнее. С нами завтра поедете». Сменяли друг друга километровые столбики на обочине. Сытые довольно урчали мощные двигатели тяжелой техники. «Колонна» растянулась почти на километр и неторопливо ползла по федеральной трассе, огибая заторы из брошенных автомобилей. Шустрый бронеавтомобиль «Тигр» со спецсигналами и красной полосой на сером борту впереди. За ним груженные камазы защитного цвета, топливозаправщики, несколько бронетранспортеров и БРДМ. Ближе к концу колонны МТЛБ и пара Уралов с красными крестами в белых кругах. Камуфляж у брони разный, к разным ведомствам относящийся, да и остальная техника единообразием не слишком отличается. Все надписи и опознавательные знаки закрашены, сняты государственные регистрационные знаки. Синие, черные, белые, неважно, какие они раньше были. Сейчас их сменили новые трехзначные тактические номера, аккуратно выведенные белой краской на бортах машин и башня к бронетехнике, а по соседству с этими номерами появились уже подзабытые, но все еще о многом напоминающие буквы ЧК. У указателя памяти 13 борцов колонна сбросила скорость, «Тигр» моргнул левым поворотником и свернул с асфальта на грунтовую дорогу. Рентген, рентген, здесь Агат. На приеме, Агат, слушаю. Прошли точку 2, повторяю, прошли точку 2. Как обстановка у вас, прием? Радужная, Агат, ждали радугу, а приехали вы. Небо в тучах, рентген, какая тут радуга. Все в порядке, проезжайте, Агат, сейчас к вам патрульная Приора подъедет, покажет дорогу. Принято, рентген, Агат 7, на точке порядок, сворачиваем с трассы. Внушительная колонна техники минут пять ползла по раздолбанной дороге за окнами домика. Я в который раз захлопнул крышку ствольной коробки АКСУ, отложил в сторону ветошь и флакон с нейтральным оружейным маслом. Вроде бы и стрелял немного, автомат чище уже второй час. С непривычки, видимо, маловато еще опыта в таких вещах. «Ты спать-то собираешься?» Спросил у меня Саныч, лежавший на кровати в обнимку с Зевсом. «Ага, собираюсь». Кивнул я и погладил сидевшего в ногах Декстера. Тот тревожно дернул ухом и покосился на меня. Тоже за Сашу переживает, гадалки не ходи. «Я так понимаю, друзья рентгена в поселок входят», заключил Макс, поглощавшись за столом у соседнего окна доширак. «Тусовка серьезная намечается, грибы охеряют от такой радости. Только не пойму, кто это. Техника и армейская вроде, и Росгвардии, а познавательных знаков нет, только чека какой-то». «Чрезвычайный комитет, полагаю», – протянул с кровати Алан. «Хотя лучше бы комиссия, флаги хоть есть?» «Ну да, триколор», – ответил Щукин. «И то хорошо». Убрав автомат, я присел на край кровати и задумался. Интересно, все-таки жизнь устроена. Бывает, по несколько месяцев дни между собой только цифры в календаре отличаются. А бывает, за неделю случается больше, чем за всю сознательную жизнь. Но я не жалуюсь, нет. Ведь если что-то происходит, значит, оно должно происходить. Поесть бы чего-нибудь да спать завалиться. «Думаю, денек предстоит сумасшедший. Ну а что, для полного погружения в героический образ осталось только спасти прекрасную даму и победить зарождающееся мировое зло». Ухмыльнувшись собственным мыслям, я улегся, сунул под голову подушку и сразу же провалился в сон. Сияние разгулявшегося ночью не на шутку я даже не заметил. Глава 34. Красноярский край, поселок памяти 13 борцов. 22 июня, понедельник, 6 часов 45 минут. Радиационный фон 80-110 микрорентген в час. Когда-то, кажется, в прошлой жизни я мечтал стать писателем, придумывать разные истории, создавать новые миры, наделять персонажей чертами характера своих друзей и знакомых, а потом выслушивать их восторженные или возмущенные отзывы. Тогда мне казалось, что в тексте запросто можно передать самую сложную гамму эмоций и разобраться в собственных чувствах и взглядах на жизнь. Я был уверен, что мне по плечу не только небольшие рассказики на военную тематику, но и серьезные вещи, замахивался даже на книгу. Но не выгорело как-то. Прошлая жизнь закончилась ровно неделю назад, а книгу я так и не дописал. Да и вряд ли дописал бы. События последней недели, больше напоминавшие какие-то эмоциональные американские горки, не каждый профессиональный автор смог бы адекватно по полочкам разложить. По сравнению с суровой реальностью, мой постапокалипсис казался доброй сказкой с обязательно счастливым концом. Сейчас же до счастливого или хотя бы нейтрального конца было еще очень и очень далеко. Я сидел за столом и задумчиво пережевывал чуть теплую гречку с мясом. Хваленый беспламенный нагреватель пищи, разрекламированный свое время всеми уважающими себя милитари-блогерами, в моих руках оказался не то чтобы совсем бесполезен, скорее малоэффективен. Может, я переборщил с количеством воды, может, изначально нагреватель оказался бракованным, но исходящего ароматным паром блюда мне получить так и не удалось. Впрочем, поражение на кулинарном фронте волновало меня сейчас в последнюю очередь. Стрелки наручных часов подползали к семи утра, а рентген обещался заехать в половине восьмого. Оружие, рюкзаки и экипировку мы с Санычем и Щукиным приготовили заранее, а Лана же ввиду полученного ранения и врожденной любви к братьям нашим меньшим. Решено было оставить Зевсом и Декстером. К тому же его мама в Железногорске ждет. Нечего голову под пулей лишний раз подставлять. Поначалу я и Саныча с Максом пытался отговорить от участия в штурме поселка Сектантов, но получил несколько профилактических подзатыльников и отказался от этой затеи. «С ноги по помидорам в следующий раз дам», — пообещал Щукин. «Он в левый помидор, а я в правый», — поддержал его Саныч. «Кто тебе, дураку, кроме нас поможет-то?» «Только смотри, в этот раз, чтобы ровно все было», — прищурился Макс. «Ты это о чем?» Я удивленно приподнял бровь и посмотрел на товарища. «Делает вид, что не понимает», — ухмыльнулся Саныч. «Весь такой скромный, будто в церковь первый раз зашел». «Так, идите-ка вы со своими намеками, господа. Снарягу лучше проверьте еще раз». Я махнул рукой и демонстративно уткнулся в недоеденную гречку. Макс хотел еще что-то добавить. Но снаружи скрипнули тормоза, и раздался короткий автомобильный гудок. «Карета подана», — сообщил я. «Хватайте шмотки и к машине, смертники. Алан, давай без приключений». «О чем не будет?» — удивился Константиныч. «У меня две собаки, рюкзак еды и книжек полный шкаф. Максимум обожрусь, начитаюсь и усну». Рентген приехал один, навидавший виды грязно-зеленой буханки с длинной антенной на крыше. Стекла кабины опущены, через двери перекинуты старые бронежилеты. В плечевой лямке броника с пассажирской стороны поблескивает щуп дозиметра. На переднем сиденье виднеется какая-то аппаратура. «Назад прыгайте!» — крикнул нам знакомец и махнул рукой. «Вы до поселка Сектантов?» — уточнил я, забираясь внутрь. «Я там оплату картой поставил. Не страшно?» «Не страшно», — в тон мне ответил рентген. «Если вы погибнете и не сможете оплатить поездку, оператор мне все компенсирует». Буханка резко рванула с места и покатила по узким поселковым улочкам. Я едва удержался на неудобном складном сиденье, сильно смущавшим надписью «Перевозка пассажиров на ходу запрещена». «Ты чего не на тигре?» — спросил я, просунув голову в кабину через окошко со сдвижным стеклом. «Мы так-то комфорт вызывали, а не эконом». «Тигр к штурму готовят вместе с Беттером», — ответил знакомец. «А это корыто богомерзкое, я у дозиметристов местных погонять взял. Страшное дерьмо аппарат». «Чего дерьмо сразу?» — возмутился я. «В армии гонял на таком, и ничего, нормально». «Набок ты его там положил!» — заржал за спиной Макс. «Это нормально?» «Так, ладно, повеселимся потом». Рентген сбросил скорость и свернул в сторону центра поселка. «Там у вас сзади мешки лежат с подарками от Деда Мороза. Разбирайтесь, только пошустрее». Два раза повторять не пришлось. Услышав про подарки, я сноровисто потянул к себе первый попавшийся мешок из плотной желтоватой ткани. Мешок оказался довольно весистым, а на его боку кто-то размашисто написал черным маркером. «Размер 50-5, головной убор 58. Проверено чисто». «Мое походу». Пробормотал я поднос и принялся развязывать тугой узел горловины. Внутри каждого из трех мешков обнаружилось все, что нужно обывателю для приличного штурма. Новенькие костюмы Горка, причем не новомодного китайского пошива для боевых рыбаков, а классический от компании Барс. Облегченные бронежилеты Редут М черного цвета, ременно-поясные системы СМЕРШ. Тяжелые, но проверенные временем защитные шлемы и еще некоторое количество полезностей, включая наколенники и даже радиостанции. «Экипировка не такая крутая, как у бойцов рентгена, в подобных коллеге работали лет 10 назад, зато все простое и надежное». «Старые запасы», — подтвердил мою догадку знакомец. «Таскаем с собой некоторое количество, на всякий случай, вот пригодились, как видишь». «Спасибо огромное!» — искренне поблагодарил я, припомнив, как фигово воевалось вчера без бронежилета. «Не за что, себе оставите», — ответил рентген. «Там еще для Алана мешок, если понадобится, потом заберете. Пригодится. Переодевайтесь, давайте, скоро будем на месте». Источнику стало известно, что наиболее укрепленная база приверженцев секты Великого Огня находится в этом квадрате. Рентген обвел указкой установленную на стенде топографическую карту. «Территория бывшей частной клиники для наркозависимых. Основное здание — панельное трехэтажное. Левее него — хозяйственные корпуса и бани. Вокруг здания — редкая частная застройка, одноэтажные деревянные дома. Их строили, когда центр уже закрылся. Точной информации о месте удержания заложников у нас нет, но предполагается, что они в главном корпусе. «Количество живой силы противника уточняется. Данных по тяжелому вооружению тоже пока нет». «Фактически идем наобум», — кивнул седой короткостриженный мужчина в черном штурмовом комбинезоне без знаков различия. «А что с Баргузином?» «Связь с командиром состава установили, товарищ полковник», — сказал Рентген. «Вся информация о готовящемся захвате пускового контейнера у него есть, пока состав отогнали в район щепзавода на запасные пути и замаскировали. Вряд ли его будут искать там. Как только разберемся с грибами, будем обеспечивать отправление Баргузина на Железногорск». «Грибами?» Мужчина в черной форме ухмыльнулся и приподнял бровь. «Сектанты, товарищ полковник», — смутился Рентген. «Жаргонное название». «Понял. Скажите, товарищ майор, а без вашего участия отправление состава невозможно?» «Насколько я знаю, регион очень рассчитывает на содержимое контейнера». «Исключено», — покачал головой Рентген. «Вы ведь сами знаете, инструкции писались не мной». «Хорошо, продолжайте». «Спасибо». Знакомец вернулся к карте. «Как вы видите, бывшая клиника находится в непосредственной близости от реки. Чтобы пресечь отход сектантов по воде, чуть выше клиники, вот здесь, организуем засаду с тяжелым вооружением. Группа туда выдвинулась чуть раньше, чтобы провести регагностировку и приготовить позиции. «Доклад от них пока ожидаем. Также рядом расположена деревня Никольская, но население оттуда вывезли, проблем возникнуть не должно. В селе Вечерница это здесь, развернем мобильный госпиталь. Мера необходимая, травмы и ранения в ходе штурма считаю неизбежными». «Силы и средства для госпиталя откуда?» «Поинтересовался все тот же седой полковник. Медицинская рота, временно дислоцировавшаяся здесь, в борцах, сильно разукомплектована, но для полевой хирургии в самый раз. «Разумно. Помощь с личным составом и бронетехникой мы окажем, не вопрос. Одно дело делаем, товарищ майор. Хотел спросить, насчет совсем уж тяжелого вооружения при штурме не думали? Да где ж я его возьму?» Невесел, ухмыльнулся рентген. «У меня шайтан трубы, самое тяжелое, что в наличии есть. Ну и АГС на тигре». «Подносы пригодятся?» Круглолицый усатый мужчина в зеленой офисной форме без знаков различия загадочно улыбнулся. «А расчеты, обученные есть?» Оживился рентген. «Имеются», – кивнул мужчина. «И расчеты, и минометов штук пять в КАМАЗе пылятся. Вы нам скажите, откуда долбить, и толковую корректировку огня обеспечьте». «Сильно», – присвистнул знакомец. «Ну а кто в гости с пустыми руками ходит?» – развел руками полковник. «Вы, главное, данные по живой силе противника, данные, сообщите». «Сообщу». В глазах рентгена сверкнул нехороший огонек. «Через двадцать минут будут данные». Пока мы переодевались и подгоняли экипировку, вернулся сам рентген, который ездил обсуждать детали предстоящей операции в штаб чрезвычайной комиссии – сводного вооруженного формирования различных силовых ведомств. «Ну вот, совершенно другой вид». Знакомец хлопнул меня по плечу. «На то, как партизаны бегали, честное слово. Разобрались?» «Так точно», – кивнул Саныч. «Спасибо за разгрузку для СВД. Без нее вообще неудобно было». «И за подсумки к пулеметным магазинам», – добавил Щукин. «Да было бы за что, просто приметил, с чем воюете. Пожал плечами рентген. Кстати, на родейках я частоты белым корректором пометил, чтобы не путались. Пойдемте до сарая сходим, дядьку веселого покажу». Веселый дядька выглядел не самым лучшим образом. Ногу пленному сектанту прострелили еще у больницы, поэтому он не мог уйти вместе с остальными. Удивительно, что его не добили сразу. Прикладами и ботинками обработали знатно, до равномерного фиолетокрасного цвета. Скрутили, кинули в багажник ведомственного патриота, а чуть позже привезли в сарай одного из домов, где расположились бойцы рентгена. Заперли на тяжелый амбарный замок и оставили до поры до времени приходить в кондицию. «Это что за покемон?» Поинтересовался я, разглядывая кортевшегося на полу связанного бородатого мужика в изодранной полевой форме старого образца. «А сейчас мы и узнаем», — улыбнулся рентген. «Эй, покемон, ты кто?» Мужик зашевелился, поднял голову и внимательно посмотрел на нас заплывшими от синяков глазами. Прокашлялся, сплюнул кровью на пол. «Отец Алексий!» — хрипло представился он. «Говно ты на палке, а не отец Алексий!» — покачал голову рентген. «Леха, допустим, хорошо. Фамилия у тебя есть, Леха?» «Да прибудет благодатный великий огонь!» — заорал друг Алексий. «Да откроет глаза заблудшим и ослепщим, да укажет путь потерянным, да очистит!» Рентген бросился к сектанту, рванув что-то с поясного ремня, ударил того коленом в лицо, взмахнул рукой и резко опустил ее в район плеча невезучего Алексия. Сектант скрикнул, дернулся и тихонько заскулил. «Отец, значит, падла!» — сквозь зубы прошипел знакомец. «Это, по-вашему, полевой командир получается? Ты думаешь, вот этой своей религиозной херней с ядерными грибами лучше себе сделаешь или кому-то другому? Фамилия, мразь! Фамилия, воинское звание и должность!» «Он думает, что мужик военный?» — тихо спросил Щукин. «Он знает!» — кивнул я. «Знает, что мужик военный. Смотри, нож ему прямо в сухожилие вогнал. Надавит сильнее, прощай, рука!» «Жесть!» — выдохнул побледневший Саныч. «Я скажу!» Алексий вдруг будто обмяк, и я заметил, как по изувеченным щекам покатились слезы. «Карташов, моя фамилия! Карташов Антон Андреевич, полковник внутренних войск в отставке! Нож, пожалуйста!» «Тут пока побудет!» Рентген отошел и вытащил из кармана армейский жетон на цепочке. Задумчиво повертел в руках и бросил в сторону отставного полковника. «Повезло тебе! Сходятся данные с базой!» — мрачно сказал знакомец. «Нахрена ты его с собой-то таскал, если в другую веру ударился?» «Семья моя у них! Я обязан был им помочь!» «Семья? Понимаю!» — кивнул рентген. «Говори, полковник!» «Что? Что говорить?» «Все говори! Личный состав, вооружение, секреты, частоты радиосвязи и позывные!» «Говори! Времени у тебя мало!» Спустя пять минут сбивчивого рассказа рентген удовлетворенно кивнул и посмотрел на нас. «Как думаете, не пиздит?» «Вряд ли!» — пожал плечами я. «Вот и мне кажется, что не пиздит. Слушай, полковник, а напомни-ка мне, пожалуйста, как начинается воинская присяга». «Что?» Плен истрепенулся и непонимающий захлопал глазами. «Присяга!» — повторил рентген. «Я, Карташов Антон Андреевич, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации!» Начал тараторить отставной полковник. «Клянусь свято соблюдать Конституцию!» Рентген спокойно подошел к пленному и слегка повернул нож в плече. Карташов взвыл от боли и снова заплакал. «Другую присягу!» — процедил знакомец. «Ту самую!» «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином!» «Смотри-ка, не забыл!» — усмехнулся Рентген. «Дальше!» «До последнего дыхания быть преданным своему народу!» «Дальше!» «Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся!» «Вот, как считаешь, полковник Карташов, нарушил ты свою торжественную присягу?» «Ну, не молчи, сука, говори!» «Нарушил!» — пробормотал пленный. «Ну тогда, по всей строгости!» Заключил Рентген и рванул из пластиковой кобуры табельный пистолет Ерыгина. Грохнул выстрел, пленный дернулся и повалился на бок, обильно заливая пол кровью из простреленной головы. «На выход, господа! Нас ждут великие дела!» Сообщил знакомец и, не обращая внимания на наши охреневающие лица, быстрым шагом покинул сарай. «Ух!» — выдохнул Саныч. «Это было... мощно!» Колонна боевой техники выстроилась на выезде из поселка. К уже знакомым «Тигру» и «БТРу» прибавилось еще три бронетранспортера, пара КАМАЗов, санитарный МТЛБ и странный трехосный бронеавтомобиль, который военные называли «Щукой». Бойцы бегали вдоль машин, отрывисто звучали команды, мерно гудели двигатели. Местные жители с тревогой поглядывали на нас со дворов и из окон домов. Одна из старушек долго шептала что-то себе под нос, после чего коротко перекрестила колонну и, не оборачиваясь, ушла в огород. Мы с Санычем и Щукиным стояли в стороне и курили, ожидая рентгена. «Перекур окончен, грузитесь в головной БТР», сообщил знакомец, незаметно появившийся позади нас. В полной боевой экипировке он был почти неотличим от остальных бойцов, и узнал я его только по голосу. «В десанте цинки с патронами под ваши стволы. Дозарядитесь, пока едете. Старший бес. Дим, ты с ним уже знаком». «Подчиняться беспрекословно и ни на шаг не отходить. Все, по машинам!» Глава тридцать пятая Красноярский край, Емельяновский район, 22 июня, воскресенье, 8 часов 30 минут. Радиационный фон 60-95 микрорентген в час. Первая штурмовая на позиции. Двойка на месте, ждем сигнала. Вторая штурмовая, вышли на позицию. 0,30 на точке, к работе готов. Третья штурмовая группа на месте, ждем сигнал. 0,20 на месте, жду команды. Кордон на позиции, готовы. Яшма к приему раненых готова. Всем внимание! Сигнал к работе групп «Зеленая ракета». «Броне ждать команды по связи». Понеслась, мужики. Бронетранспортер резко тормознул. Я ухватился за жесткое сидение, чтобы не улететь головой в укладку с боекомплектом и медленно выдохнул. Кажется, приехали. Спокойно, Дмитрий Владимирович. Где наша не пропадала? «Станция «Березай»! Кто ехал, вылезай!» Весело крикнул механик-водитель. «На выход, ежики!» Бес вытащил из подсумка разгрузки, нераспечатанную пачку сигарет и протянул мне. «Водили передай! Слышь, Роль, много не кури, скраника закапает!» «Вообще тут все подгоны через руководство!» С подвесного сидения башенного орудия высунулся командир бронетранспортера и широко улыбнулся, увидев меня. «Бегун ты, что ли? Давай куривай и вали воевать! Валер, ты не мог чуть подальше от деревьев тормознуть, они же хер вылезут!» «Да куда мы денемся?» Оскалился Бес, откидывая боковой люк десанта. «Все за мной!» Кроме нас, ребятами и Беса, в группе было еще трое. Уже знакомый Зингер с туристом и хмурый коренастый парнишка в балаклаве, винторез на ремне и реактивный пехотный огнемет «Шмель» за спиной недвусмысленно намекали на очень широкий круг интересов бойца. За всю дорогу он не обмолвился ни словом, только представился. «Зеленый». «Почему Зеленый наш новый товарищ объяснить не удосужился?» «Да и мне на самом деле было не очень интересно». «Позывной-то придумал?» Спросил Бес, когда мы выбрались из БТР и рассыпались вокруг него полукольцом. «Да хрен его знает!» «Пожал я плечами». «Ладно». Бес окинул меня взглядом, задержав его на простеньком АК-74 без какого-либо тактического обвеса, выданном мобилизованным майором еще в Кедровом. АКСУ мне нравился больше, но для такого серьезного дела, как штурм, 74-й подходил куда лучше. «Простенький стол у тебя, аскетом будешь». «Охереть, не встать!» Пробормотал я, но, заметив, как недобро прищурился Бес, быстренько исправился. «Принято в смысле, аскет так аскет». «Вот и ладушки!» Кивнул старшей группы. «Значит так, бойцы, задача простая, как гарнир, скрытно выйти к периметру клиники северо-западного направления и пробиться к основному зданию. Зеленый отработает снайперов и наблюдателей на крышах с нашей стороны. «Мы немного похулиганим в частных домах. Турист со скетом в целях боевого слаживания, так сказать. Зингер, пойдешь со снайпером. Как тебя кстати?» «Саныч», — ответил товарищ. «Нормально, сойдет позывной». Кивнул Бес. «А пулеметчик?» «Сармат», — коротко ответил Макс. Я удивленно вскинул брови и посмотрел на Щукина, когда только придумать успел. «Добро, Сармат, со мной! Зингер, ты у нас парень горячий, так что работай только по большим скоплениям противника. У Сармата калибр поменьше, текущими напрягами он займется». «Зеленый, как отработаешь по целям, свободная охота. Шайтан трубу только в расход не пускай. Найдем применение». «Принято». Кивнул Зеленый. «Вот и отлично». Бес подал какой-то знак рукой торчавшему из БТРа механику-водителю. Тот кивнул и исчез в чреве бронемашины, аккуратно захлопнув за собой люк. «До точки входа 300 метров. Вопросы есть? Вопросов нет. Бегом марш!» «Гарнир же обычно сложные бывают». Пробормотал новоявленный Сармат, поправив на ремне пулемет. «Чем сложнее, тем вкуснее». Улыбнулся Бес. «Погнали!» «Бес Рентгену!» «Слушаю тебя, Бес!» «Пешили, сдвигаемся к точке входа». «Принято. Мы на точке ждем графа. Каскад, Агат, как у вас?» «Здесь каскад. Рассыпались по периметру. Удаление от крайних построек 150. Готовы идти сразу за вами?» «Агат-1 на приеме. Зашли с тыла ближе к реке. Видим кордона. Растянулись по берегу. Ждем команды». «Всем принято. Бес, граф, доложите о готовности к совместным действиям». Саша в очередной раз прошлась по небольшой комнате и уселась на старую армейскую кровать с голой панцирной сеткой. Кровать жалобно скрипнула, а девушка нахмурилась и тихо выругалась. Вот ведь попала так попала. Из борцов ее и остальных пленных вывезли на угнанной скорой помощи, прикрываясь отступающими сектантами. Ехали не очень долго, но фанатики предусмотрительно натянули им на головы мешки, поэтому девушка даже примерно не могла прикинуть, где очутилась. Километрах двадцати, вероятно, скорая ехала не очень быстро. Сейчас Саша была одна, после короткого допроса, в ходе которого выяснилось, что к медицине девушка не имеет ровным счетом никакого отношения. Хирурга Сергея Борисовича и остальных куда-то увели, а про нее будто бы забыли. В комнате, помимо еще нескольких таких же кроватей и алюминиевого ведра, не было абсолютно ничего. Облупившиеся стены, покрытые влажными желтоватыми разводами. Слабенькая ватт на тридцать лампочка под потолком и мощные решетки за наглухо заколоченными оконными рамами. Обшитая листами железо дверь заперта, в коридоре тишина, словно вымерли все. Саша подошла к окну, бездумно подергала ручку. Смысла никакого. Поблескивающие шляпки, часто вколоченных в створку гвоздей, тому подтверждение. Сектанты снаружи проявляли довольно высокую активность. На крыше приземистого одноэтажного здания копошились двое фанатиков с винтовками и каким-то тубусом защитного цвета на необычной треноге. По двору сноровисто таскали ящики и мешки с песком, а из бетонного гаража, чидя двигателем, выползал толстобокий бронетранспортер. Не такой навороченный, как у друзей Савельева, да и ржавый местами, но все равно внушительный. Краем глаза Саша заметила странное движение в кустах чуть левее здания, на котором сектанты устанавливали тубус. Приглядевшись, девушка нахмурилась и нервно забарабанила пальцами по подоконнику. Кажется, у местных фанатиков нарисовалась проблемка. Точнее, три проблемки в одинаковом камуфляже, одна из которых внимательно осматривала окрестности через оптический прицел необычной винтовки. Тем временем, один из находившихся на крыше сектантов досадливо стукнул по тубусу кулаком и направился к краю крыши, откуда вполне мог заметить непрошенных гостей. Думала Саша недолго. Черт знает, конечно, кто там в кустах прячется, но, как говорится, враг моего врага – мой друг. Схватив ведро, девушка размахнулась и, зажмурившись, кинула его в окно. Зазвенело, посыпалось разбитое стекло. Ведро с гулким грохотом свалилось на пол. Перебежав к соседнему окну, Саша заметил, и как двое на крыше удивленно оглядывают фасад здания в поисках источника шума. Один из них, что-то оживленно доказывавший напарнику, вдруг резко дернул головой и начал заваливаться на бок. Второй успел было вскинуть ружье, но скрючился, схватившись обеими руками за живот и упал лицом вниз. «Не за что!» Ехидно ухмыльнулась девушка, глянув на кусты. Неизвестных бойцов уже и след простыл. А вот в коридоре, наоборот, послышался чей-то топот. Вздохнув, Саша присела и, расшнуровав верх берца, вытащила небольшие пластиковые ножны. «Лишь бы не пригодился!» – тихо сказала девушка и, достав нож, развернулась к двери. «Крыша на час минус два», – сообщил в эфир зеленый и осторожно отполз назад. «Ловко!» – одобрительно кивнул бес. «Двухсатые?» «По-любому!» – ответил снайпер. «Их отвлек кто-то. Вовремя очень. В главном корпусе стекло на втором этаже высадили». «В главном корпусе?» – заинтересовался я. «Может, там пленные?» «Может», – согласился бес. «Но мы не лезем. Ждем остальных и броню, а пока в одноэтажке почистим по-тихому». «Командир, я левее свалю в сторону рентгена», – сказал зеленый. «Там еще вышка какая-то с их позицией не просматривается». «Давай, пулей!» – махнул рукой беса, повернулся к нам. «Значит так, аскет, сармат и саныч, остаетесь наружи. Сармат, твой сектор, правый угол здания, широкий проход на территорию. Если полезут, дави огнем сразу. Саныч, на тебе крыши главного корпуса, аскет, левый угол, дорога и зеленка. Остальные со мной в здании. И это, партизаны. Постарайтесь не шуметь тут особо». Макс покосился на свой РПК и скептически хмыкнул. Саныч поддержал его многозначительным взглядом на тигр, вздохнул и пополз вглубь кустов. Обустраивать позицию. «Понял, Диман, не шуми!» Тихо хохотнул Щукин, поудобнее устраивая пулемет на сошках. Бес с туристом и зингером, пригибаясь к земле, скользнули в приоткрытую дверь здания. «Сам не шуми!» Буркнул я, и под ногой тут же хрустнула сухая ветка. Чертыхнувшись, я улегся пузом на землю и подполз к небольшому холмику, худо-бедно скрывавшему меня от лишних глаз. Повозился, выключил попытавшийся возмутиться дозиметр и, уперев приклад автомата в плечо, опустил переводчик в режим автоматического огня. Что-то подозрительно тихо в здании, да и в целом тишина вокруг слишком вязкая, густая. С минуту назад со стороны главного корпуса надсадно чихал стартер то ли грузовика, то ли трактора. Голоса разные доносились. А сейчас только Щукин напряженно сопит неподалеку, и деревья кронами шелестят. Затишье перед бурей. Тихо протянул я, и в этот момент в небо, левее моей позиции, взлетела зеленая сигнальная ракета. Всем группам штурм! Понеслась, блядь, броня по команде, кордон в оба глаза, смотрите. Работаем! С трех сторон раскатисто громыхнуло, беспорядочно застучали автоматы. Поначалу я от испуга вжался было в прелую траву, но, мотнув головой покрепче, сжал пластиковое цевье автомата. «Где же без остальными? Чего они так долго?» За спиной хлестанул тигр Саныча. «На крыше корпуса, падлы!» — крикнул товарищ. «Снял?» — спросил я. «Вроде, не вижу пока». «Это не для вас, калитка!» Заорал друг Щукин, и его РПК ожило грызнулся в проход короткими очередями. Только в моем секторе огня пока не наблюдалось никакого движения. Я внимательно всматривался в угол здания, забывая даже моргать. Со всех сторон шел плотный огневой бой, глаза слезились, висевшая на углу ржавая табличка PG-15M начала порядком надоедать. Я уже собирался было зевнуть, когда из-за угла вылетели двое сполошенных парней. Один пытался на бегу натянуть вытвитшую охотничью куртку, другой заряжал переломленную двустволку. Мой палец лег на спусковой крючок, медленно надавил, выбирая свободный ход. Время будто замедлилось. Тот, что натягивал куртку, запутался в рукавах, растерянно озирается по сторонам испуганными глазами. Мелькает рука взбелеющим ядерным грибом, плечевая кобура поверх застиранной футболки с каким-то принтом. Второй сосредоточен, проталкивает-таки патроны в ствол, что-то кричит первому. К нижней губе прилипло папироса, щеки худые, небритые, почти бесцветные серые глаза. Его крик я не слышу, я вообще не слышу сейчас никаких звуков. Где-то на краю сознания мелькает мысль. Это ведь люди, а палец сдавливает спусковой крючок. Это противник. Автомат дергается в руках, стучат по траве стреляные гильзы. Короткая в четыре патрона очередь, кислый запах пороха и двое валятся на землю. Минус два. Сообщаю каким-то не своим механическим голосом. Руки больше не дрожат, дыхание в норме, сердце только в груди долбит, но это нормально, это адреналин работает. Троих разменял, кричит Макс, остальные отошли. Крыша чиста, докладывает Саныч, перезарядка. Понял, держу. Я повернул автомат в сторону крыши, поглядывая периодически на своих минусов. Лежат, куда они денутся, набегались. Рентген графу, доклад. На приеме, рентген. Прошли ход с постройки, закрепились в этой, блядь, прачечной. До главного корпуса метров пятьдесят, грибы плотно лопят из окон первого этажа. У меня один трехсотый, легкий. Идем бой. Принято, граф. Мы правее тебя на главной дороге взяли блокпосты и гаражи. Главный корпус прямой видимости метров сто. Потерь не имеем, ползем потихоньку. Бес на связь. Бес, ответь рентгену. Да погоди, рентген, минуту погоди. Ах ты жопа ежовая. Бес чё, опять уши кому-то режут. Так, двойка, съебал с канала, пока не вызовут. В одноэтажке что-то взорвалось, окна с нашей стороны брызнули осколками и клубами пыли. Рявкнул печенек Зингера, а спустя секунду все трое, живые и здоровые, вывалились из дверей. Ты чё, свой шайтан, коробку напихал, дурак? Возмущался, пытаясь прокашляться без. Пару баллончиков перцовых сунул. Виновато развёл руками турист. Ну, переборщил, зато я уши на верёвке не собираю. У тебя глюки, что ли? Командир отвесил туристу мощный подзатыльник. Достали меня уже с ушами этими. Один раз было, блядь, и то в Чечне. Зингер, ты как? Порядок, в коридоре пару подранков добил. Ответил пулемётчик, заботливо погладив короб своего ПКП. Живём. Эй, партизаны, как у вас тут? Внизу пять двухсотых, доложил я. Ещё на крыше корпуса, но там не факт. Нормально. Бес одобрительно поднял вверх большой палец. У нас минус шесть, трое в честный рукопашный. Двинули к корпусу, сейчас рентген туда подойдёт. Каскад один рентгену. Рентген с канали, слушаю тебя, каскад. Рентген, мы тут застряли чуток со стороны заднего двора корпуса метров сто. Там коробочка и лозит, плотно работает пулемётом по нашим постройкам. Стены, труха, морды высунуть не можем. Уебите по ней чем-нибудь. Что за коробочка? Шестидесятка. Древняя, но юркая сука. Так, каскад, минуту. Рентген, семь. Кто в районе главного корпуса, шайтан трубой есть? Росгвардейцев прижал бетер, на заднем дворе катается. Сковырните его. Рентген здесь зелёный, пара минуты заглохнет. Добро, зелёный, делай вещи. Шаги пробухали мимо двери и затихли в глубине коридора. Саша медленно выдохнула, но нож убирать не стала. Снаружи набирал обороты, нешуточный бой. Стрекотали автоматы, хлопали винтовки. А где-то в той стороне, куда ехал неказистый бронетранспортер, долбил без остановки пулемёт. К окнам девушка подходить больше не рисковала. Пара шальных пуль уже влетели в комнату, благо обошлось без рикошетов. Прижавшись к стене под подоконником, Саша напряжённо думала, как ей выбраться из запертой комнаты. Вариантов виделось немного. Ждать, пока случайный сектант зайдёт проверить, как у неё дела, можно хоть до старости. У грибов сейчас других проблем хватает. Про решётки на окнах тоже можно забыть, а дверь надёжно закрыта снаружи. «Вот ведь жопа-то какая!» Раздражённо пробормотала девушка, прислушиваясь к набирающей обороты стрельбе. Редкие автоматные очереди доносились из соседних комнат из первого этажа. Если кто-нибудь из штурмующих решит для порядка зарядить из гранатомёта по окнам, вообще не смешно получится. Значит, нужно как-то обозначить своё присутствие и не превратиться при этом в пулеулавливатель. Та ещё задачка. А если... Саша оживилась и аккуратно переползла к крайней кровати, на которой лежала скомканная не первой свежести простынь. Пошарила по карманам, улыбнулась, в брюках нашлась любимая Зипа Савельева, которую он по обыкновению забыл на веранде дома в борцах. Такое себе решение, конечно, но это лучше, чем просто сидеть и ждать. Поморщившись, девушка стянула с кровати простынь и принялась за дело. Глава 36. Красноярский край, Емельяновский район, 22 июня-воскресенье, 9 часов 20 минут. Радиационный фон 60-95 микрорентген в час. В жизни часто бывают такие моменты, когда самая незначительная мелочь становится исключительно важным событием. Сейчас для меня такой мелочью была стена главного корпуса бывшей наркологической клиники. Казалось бы, метров 20 до неё отчётливо видно выщербленную грязно-белую плитку облицовки, кособокую лавочку с пепельницей из кофейной банки, тёмные провалы окон. Вот только из окон этих огрызаются автоматные очереди, и 15 метров от нашего укрытия до стены дистанция практически непреодолимая. Плотно лопят, суки! Бес сменил магазин и прижался к кирпичной стене одноэтажного здания. Сейчас бы пару граников туда! «У зелёного, шайтан, труба была!» — крикнул турист. «На толку!» — махнул рукой Зингер, отцепляя короб от печенега. «Крайний! Мужики, ещё один, и я пустой!» Зелёный набетер с этой трубой пошёл. Вспомнил я. «Может, гранатами?» «Да кинешь!» — оскалился бес и наклонил голову к закреплённой на плече тангенте радиостанции. Кивнул головой, что-то коротко ответил и сообщил нам. «Отбой гранатами! Сейчас броня крупным калибром по первому этажу шарахнет!» «Залегли, залегли, бля!» Я поспешно выполнил приказ, свалившись на живот и вжавшись в кучу строительного мусора. Пользуясь случаем, сменил почти пустой магазин в автомате на новый и переключился на одиночный режим огня. Три магазина из семи уже улетели, а пополнить бойкомплект вряд ли получится в ближайшее время. Со всех сторон продолжалась беспорядочная стрельба. Пару раз что-то раскатисто рвануло. Осторожно приподняв голову, я вдруг заметил какую-то горячую тряпку, свисавшую из-за решечённого окня на втором этаже. Тряпка горела слабо, больше чадила, но внимание определённо привлекало. «Бес, глянь!» — крикнул я. «Второй этаж, ближе к середине здания! Это чего там?» Командир группы, не вставая, достал из разгрузки компактный монокль и какое-то время рассматривал тряпку. «Простынь вроде», — сообщил он. «Явно специально подожгли, она к решётке привязана». «Может, заложники там?» — предположил я. «Скорее всего», — кивнул бес. «Сейчас с бронёй свяжу и скажу поаккуратнее бить». «Ты уж поторопись!» — нервно пробормотал я, вслушиваясь приближающийся рок от двигателей. «Если б простынь подожгла Саша, ей сейчас было бы лучше скрыться в глубине помещения. Чёрт его знает, как там у борт стрелка с глазомером». «Жахнет по второму этажу из автоматической пушки и привет». Впрочем, Саша вряд ли будет ждать у окна, чтобы узнать, заметили её сигнал или нет. Голова на плечах имеется. «Двойка, ответь бесу!» «Ваш шубер почти прибыл, ожидайте!» «Да я не о том. Ты тридцаткой по зданию работать будешь?» «Ясен пень бес! Сами же сказали, по вам из окон плотный огонь ведут». «Ведут, ага! Двойка, постарайся по второму этажу не долбить, там заложники находиться могут». «Не вопрос, но если перекрытие похерачит, я не виноват. Валера, стоп-машина! Вон там, чуть левее заборчика, ага!» Подползающий из одноэтажной постройки пятнистый бронетранспортер с крупной угловатой башней и хищно приподнятым стволом автоматической пушки выглядел внушительно. Чертыхнувшись, Саша потуже затянула на решетке узел простыни и поспешила к противоположной стене, заняв выжидательную позицию двери. Присела на всякий случай, втянула голову в плечи и, закрыв уши руками, стала ждать. Долгие несколько мгновений никаких новых звуков, кроме автоматных очередей на улице, не было, а потом мир содрогнулся от раскатистого дробного грохота. Волной на крыше во здание главного корпуса разом лопнули все уцелевшие комнате стекла, моргнул и погас свет. С потолка кусками посыпалась побелка, грохотала недолго, секунд девять, но здание ощутимо вздрогнуло и будто бы покосилось на один бок. Саша вдруг отчетливо представила, как бронетранспортер дает еще несколько очередей по первому этажу, добавляет по второму, и на нее обрушивается многотонная мешанина из бетонных перекрытий, арматуры и шифера. Картинка в голове показалась девушке настолько реальной, что она собралась было со всей силы забарабанить ногами по двери. Но в этот момент замок вдруг звонко щелкнул. Саша подобралась, резко встала на ноги, спрятав руку с зажатыми пластиковыми ножнами за спиной. Дверь приоткрылась, впустив в помещение оседающие клубы пыли из коридора, и в проеме появилась злохмаченная голова, закрывающая нижнюю часть лица темной повязкой. «На выход, живо!» – скомандовал незнакомец, продемонстрировав для острастки двуствольное охотничье ружье. «Это не из штурмующих!» – увидев ружье, подумала Саша и коротко кивно вдвинулась к двери. «Руки покажи!» – потребовал было сектант, но еще одна короткая очередь автоматической пушки, ударившая чуть левее, заставила его присесть от неожиданности и раздраженно крикнуть. «Коридор! Бегом, блять!» Девушка ускорила шаг, стараясь как можно незаметнее завести за спину вторую руку. Незнакомец на это не отреагировал, он яростно тер ладонью глаз, в который наверняка попала бетонная пыль. Сжав руку на прорезиненной рукояти ножа, Саша еще не до конца осознавала, что она собирается сделать. Может, и правду говорят о том, что в критической ситуации человек начинает руководствоваться первобытными инстинктами, важнейшая и единственная цель которых – выживание. А может, просто у девушки выдался крайне дурной день. «Налево там лестница и без глупостей!» – приказал незнакомец, когда Саша поравнялась с ним. Сектант немного отошел, освобождая девушке проход, одновременно с этим прекрасно заточенный нож шведской фирмы Мора. Покинул ножны, описал небольшую дугу и с неприятным чавкающим звуком вошел в шею ничего не подозревающего фанатика. Тот захрипел и выронил ружье, пытаясь схватиться руками за горло. Саша резко повернула нож в ране и дернула его на себя. Фонтаном брызнула кровь из пробитой артерии. Сектант, продолжая хрипеть, упал в комнату. Уже много позже, вспоминая штурм базы фанатиков, Саша не смогла воспроизвести в памяти этот момент. Будто бы не она, а кто-то другой, считавший себя ей, безжалостно и ни секунды не колеблясь, вогнал лезвие в горло живого человека, возможно, решившего ей помочь. Чувствуя, как в глазах темнеет, а руки, залитые чем-то теплым, начинают трястись от переизбытка адреналина в крови, девушка неловко закрепила на поясе ножны, убрала в них окровавленный нож, подняла с полу ружье и попыталась справиться с подкатившей к горлу тошнотой. Получилось, откровенно говоря, плохо. Двойка Бесов, глянь, нормально получилось. Без двойки, приемлемо. Первый этаж нашей стороны затих, идем к зданию. Рентген Бесов, погоди немного, дойдите до стены, отработайте гранатами по окнам и ждите команды. Граф, граф, ты на связи? На связи, рентген, из прачечной вышли уже под самыми окнами. Тоже гранатами ждать, у нас тут в гаражах граждане конфликтные, блядь. Рентген, здесь каскад один, коробка горит, повторяю, коробка горит, могу подойти, тебе помощь нужна? Молодца, зеленый, поджег сектантом Беттер. Рентген к каскаду, мы почти подошли порядок, давайте ближе к зданию с остальными. Принято, а где еще наши коробки? 0,20, у меня трое трехсотых, один тяжелый, можешь я же мне их передать? Добравшись, наконец, до стены, я первым делом сменил магазин в автомате. Кроме него, полными оставались еще три, это всего 120 патронов. Мало, мало и неприятно. Учитывая тот факт, что в здание мы до сих пор не вошли, уверен, автоматическая пушка БТР-82А натворила там дел. Но явно недостаточно, чтобы успокоить всех обороняющихся. Пройдет минут пять, они очухаются, оттащат раненых, перезарядятся и снова начнут огрызаться. Неплохо к этому моменту было бы расчистить дорожку на второй этаж, а еще лучше найти Сашу с остальными заложниками и постараться ориентироваться в безопасное место. «Почему не заходим?» – крикнул я бесу. «Ждем остальных!» – ответил тот. «Вместе весели! У тебя гранаты есть?» Я отрицательно помотал головой, откуда бы у меня взялись гранаты. Бес ухмыльнулся и, пошарив по подсумкам, протянул мне две темно-зеленых ребристых F1. «На вот, держи, и с товарищем поделись!» – весело сказал он. «Пользоваться хоть умеете, партизаны?» «Умеем!» – кивнул я и протянул одну гранату присевшему рядом со мной Щукину. «Значит, знаете, как Эвка херачит. Тогда по моей команде кидаем гостинцы в окна и падаем». Я осторожно согнул усики чайки, сжал гранату в правой руке. Указательный палец левый подвел под кольцо и медленно выдохнул. Если с огнестрельным оружием подружиться получилось еще задолго до всех этих событий, гранат я откровенно побаивался. Черт его знает, какого года выпуска конкретно это F1. Их так-то еще в Великую Отечественную использовали. Может, какой-нибудь народный умелец подпилил замедлитель моей гранаты где-нибудь в заснеженных горах Кавказа пару десятков лет назад. Растяжку из нее хотел сделать или еще чего гадкого. Дерну я сейчас за кольцо. И все, спи спокойно, Дмитрий Владимирович. Хотя глупости это. Вряд ли в специальных подразделениях такое старье используют. Да и вообще не о том думаю. Даже ладони змокли от волнения. «Приготовились!» – сообщил тем временем бес. «И! Гранаты пошли!» Первый этаж содрогнулся от грохота, рвануло будто бы по периметру всего здания практически одновременно. Саша резко присела и оперлась рукой о стену. Тошнота потихоньку отступила, слезы на щеках успели высохнуть. О том, что случилось несколько минут назад, девушка предпочла пока не думать. Сейчас перед ней тянулся темный, задымленный коридор, заканчивающийся светлым квадратом окна. Где-то там в дыму была лестница, а еще неизвестное количество сектантов. Дезориентированных, растерянных и наверняка невероятно злых. Главный корпус наполнялся криками, грохотом автоматных очередей и ружейных выстрелов, звоном разбитого стекла, как потревоженный шваброй улей на пыльном чердаке, а перед Сашей стояла одна единственная задача – выбраться за его стены живой и относительно здоровой. Девушка быстро осмотрела ружье в руках и с удовлетворением заметила, что курки обоих стволов взведены. Пальцем нащупала кнопку предохранителя за спусковыми крючками, надавила на нее до щелчка. Если предохранитель тут устроен так же, как у помповика Савелева, из которого Саше давным-давно, будто бы в прошлой жизни, приходилось стрелять на шашлыках, двустволка готова к бою. Приподнявшись, но не вставая в полный рост, девушка медленно двинулась вглубь коридора. Рентген 7, доклад. Граб рентгену, гранатами отработал, накажусь прямо у здания. 1-300, легкий, короче, нормально. Без рентгену, пошумели, готовы к штурму. Потерь не имеем, настроение боевое. Каскад на приеме, трехсотых отправили броней на позицию яшмы, растянулись вдоль фасада. 0-30-й чуть позади, готов подержать огнем. У него радиостанция отъебнула, координируется через нас. Двойка все там же, мужики. Мне ближе подтянуться или как? Рентген двойки, да. Выползай на парковку между прадичной со стороны графа и главным корпусом. Второй этаж на тебе. Херачить можешь по всему подозрительному, но будь готов принять раненых и пули лететь с ними к яшме. Как понял. Принято. Валер, давай потихоньку. Вон туда, левее, а? Сигареты остались тебе? После выстрелов автоматической пушки бронетранспортера и последовавших вскоре взрывов в ушах неприятно звенело. Саша без приключений добралась до конца коридора, изредка заглядывая в приоткрытые двери. Закрытые старалась не трогать, мало ли какие сюрпризы за ними скрываются. Девушка осторожно выглянула за угол, крепко прижимая ружье груди. В поднимавшемся с первого этажа дыме угадывались очертания закрепленного на стене ящика с пожарным рукавом и перил лестницы. Сделав глубокий вдох, Саша собралась было шагнуть туда, но тут снизу послышалась возня и отборный мат. «Да прикрой, блядь, я за стволом метнусь и вернусь сразу! Быстро только, темные сейчас в окна полезут, что я тут с пистолетом навоюю? Великий огонь хранит тебя, прикрывай я скоро!» По лестнице забухали тяжелые ботинки, судя по разговору, на повышенных тонах сектантов было двое. Один вооруженный остался держать подход к лестнице на первом этаже, а второй как раз спешил за своим оружием наверх. «Скверная ситуация, но могло быть куда хуже. Отходить или искать укрытие у Саши банально не было времени. Значит, думать о том, что это значит, девушке хотелось меньше всего. Да и думать по большому счету не о чем, когда у тебя в руках заряженное ружье. А заряженное ли?» Саша вскинула двустволку, понадежнее уперев приклад в плечо и дождавшись, пока в дыму появится неясный, но довольно крупный силуэт, нажала на оба спусковых крючка. От природы, обладая ловкостью кошки, играться и к картошке, запрыгнув в окно, я первым делом зацепился носком левого берца за какую-то неровность и кубарем полетел на пол. В полете успел отвести в сторону руку с автоматом и удачно приложился недавно зашитым плечом о дощатый пол. В глазах потемнело от боли, а футболка в районе шва моментально намокла и стала теплой. «Диман, живой?» Щукин с Анычем быстро подхватили меня под руки и вернули вертикальное положение. «Живой!» Сквозь зубы процедил я. «Тебе, блин, никакого противника не надо, сам себя успешно похоронишь однажды!» Макс хлопнул меня по спине. «Погнали, что ли, самое веселое начинается!» «А мне с винтовкой тоже в этом веселье участвовать?» Сомнением поинтересовался Саныч. «На, держи!» Я отцепил с портупея кобуру с Ерыгином и подсумок с запасными магазинами. «Лучше, чем ничего!» «Пистолет?» Тон Саныча из сомнительного превратился в крайне подозрительный. «Да ладно, кому сейчас легко!» Появившийся рядом с Зингер помахал таким же Ерыгином, только на витом страховочном ремешке с фонариком, закрепленным под стволом. «Мне вообще бы и комплект пулемету закончился!» «Не накапливаемся!» Рявкнул за спиной бес. «Зашли и сразу в коридор! Турист право, аскет с арматом лево! Зингер!» «Ай, блядь, вас же двое пистолетчиков!» «Ладно, Зингер Санычам тыл кройте!» После появления беса хаотичное столпотворение сразу же превратилось в слаженную боевую работу. Макс первым высунулся в коридор и дал длинную очередь из РПК. Ловко отошел назад, его место тут же занял турист. Несколько коротких очередей вправо, хлопок подствольного гранатомета и недалекий взрыв, за которым последовали мучительные крики раненых. «Заебись, положил!» «Довольно оскалился турист!» «Право чисто!» «Лево тоже!» «Добавил Щукин!» «Пошли!» Коротко скомандовал бес, и мы рванули в пропахшую порохом хмарь. Всем группам! Шторм, шторм, шторм! Не толпитесь, блядь! Каскад один рентгену! Заняли коридор первого этажа возле столовой, кажется. С левой стороны херачит пулемет, жмет, сука! Рентген! Рентген он с твоей стороны! Отработай его, отработай! Ща оформим каскад, кройся! Граф, ну где ты там? «Две секунды, командир!» «Готово!» «Подрывать!» «Давай!» «Ебать!» «Рентген, рентген!» «Здесь каскад один!» «Пулемет все!» «Чем вы его?» «Секрет фирмы каскад!» «Потом научим!» «Как у тебя?» «Еще двое трехсотых!» «Один!» «Паш, че там?» «Еще жгут?» «А, блядь!» «Один двести!» «Пару бойцов оставляю с трехсотыми!» «Иду к вам!» «Давай, каскад, ждем!» Выстрин шарахнул по ушам, а приклад ружья ощутимо долбанул по плечу. Фигуру в дыму будто снесло невидимым грузовиком. Врезавшись в стену, сектант с грохотом покатился по лестнице вниз. «В этот раз проще, ни лица, ни крови, как в тире!» Отстраненно подумала Саша и вздрогнула от таких мыслей. Бросила, ставшая бесполезным ружье, и зажмурилась, понимая, насколько сюрреалистично, гротескно все, что сейчас происходит. Девушка безумно хотела открыть глаза в уютном салоне своего Форестера, стоящего на парковке перед домом, или даже на работе среди кучи бумаг и разрывающихся телефонов. Одновременно с этим Саша понимала, что нужно бежать и бежать быстро, пока не спохватился товарищ убитого сектанта. Что у него там, пистолет, кажется, но ноги, будто налившиеся свинцом, никуда бежать не хотели, а подбородок предательски задрожал. «Толяныч, что с тобой, Толяныч?» Раздался внизу недоуменный крик, понимая, что нужно сделать хоть что-нибудь для того, чтобы согнать накатившее состояние ступора, Саша с трудом набрала в легкие как можно больше воздуха и прокричала «Это хэдшот, сука!» А потом первый этаж утонул в грохоте автоматных очередей. «Хороводит снег с дождем, мечта дорогу мне согрей, тебя, весна моя, увидеть надо, будет теплей». Глава 37 Красноярский край, Емельяновский район, 22 июня, воскресенье, 11 часов 30 минут. Радиационный фон 4565 микрорентген в час. Пока я морщился и пыхтел от боли в плече, Сергей Борисович аккуратно затянул шов и выдохнул. «Ну вот, так получше будет», – заключил он, рассматривая рану. «Там еще и ушиб, картинка не самая приятная, конечно. В этот раз без повязки не обойдемся». «Спасибо, док». Искренне пробубнил я, вытерев с олба проступившие капли пота. Неудачно приземлился прямо на плечо. «Аккуратней надо быть», – усмехнулся хирург. «Хотя после штурма пациентов потяжелее хватает. Настя, дай, пожалуйста, стерильный бинт и пластырь пошире». «Сейчас, Сергей Борисович», – кивнула медсестра и зашуршала содержимым санитарной укладки, которую принесли из своего бронетранспортера бойцы Росгвардии. «Вы-то как?» – поинтересовался я. «Сектанты эти никого не били, надеюсь». «Да нет», – покачал головой Сергей Борисович. «Жестковато, конечно, обращались, но жалко их даже, знаете ли». «Жалко», – удивился я. «Жалко», – повторил хирург. «Пережить конец света ради того, чтобы фанатично удариться в какие-то радикальные идеи и погибнуть от пуль спецназа – глупость ведь. Но тут виноваты даже не они, не вот эти ребята с ружьями, а их так называемые духовные лидеры, наставники. Людям просто крепко промыли мозги. Человеческая психика, знаете ли, после пережитого стресса отчаянно ищет любой способ перестроиться, вклиниться в какую-нибудь упорядоченную систему. А фанатики тут как тут». «Истинных виновников торжества мы сегодня не накрыли», – подытожил я. «И вряд ли вообще когда-нибудь накроем». «Накроем». Рентген устало опустился на стоявший рядом свободный стул и вытянул ноги. Камуфляж знакомца был грязно-сером от гари и бетонной пыли, а на лице относительно чистым остался небольшой участок кожи вокруг глаз, прикрытый в бою стрелковыми очками. «Не сразу, конечно», – уточнил рентген, закуривая. «Но вот этим господам мы жизнь изрядно попортили. Кто-то в лес успел уйти, кто-то к реке, человек 15 от силы. Их сейчас бойцы заслон и кошмарят. Простите, вас как по имени-отчеству?» «Меня?» – хирург приподнял бровь. «Сергей Борисович, я начальник хирургии в борцах». «Сергей Борисович, кивнул рентген. В других обстоятельствах сказал бы, что рад знакомству. Я невольно послушал ваш с Дмитрием разговор и хотел бы кое-что добавить. Специфика моей деятельности такова, что с подобными группировками и идеологией я до последних событий работал плотно и много. Так вот, духовные лидеры виноваты спору нет, но ведь у каждого человека должна быть своя голова на плечах, своё видение жизни, устройство мира. Ведь если воля и характер присутствуют, никакие потрясения не заставят вчерашнего школьника кидать в полицейских бутылки с зажигательной смесью или идти в ближайшую школу с охотничьим карабином. Множество факторов могут повлиять, конечно. Однако каждый сам лично определяет свой путь и несёт за него ответственность. Грубо говоря, если мамка с папкой не воспитали должным образом, на помощь приходит Михаил Тимофеевич. Задумчиво куривший возле окна бес похлопал ладонью по ствольной коробке своего автомата. «Довольно радикальные способы воспитания, вам не кажется?» смутился хирург. «Такая работа!» – пожал плечами рентген. Ближе к полудню и без того мрачное небо совсем потемнело, пока ещё лёгкий ветерок, едва шевеливший кроны мощных корабельных сосен, принёс запахи озона и гари, где-то в облаках громыхнуло, эхом прокатилось над тайгой. «Мужчины, активней погрузку организовываем!» прокричал коренастый полковник в чёрном штурмовом комбинезоне. «И дозиметристов ко мне отправьте!» Возле выстроившихся колонны грузовиков и бронетранспортеров всё моментально пришло в движение. Погрузка захваченного у сектантов оружия и снаряжения, продвигавшаяся вяло, заметно ускорилась, а со стороны головного тигра к полковнику заспешили двое бойцов, увешанные диковинным оборудованием. «Вот это я понимаю техника!» протянул Макс, внимательно разглядывая дозиметристов. «Не то что у нас гробы бакелитовые!» «Зато у гробов две кнопки и одна стрелочка, а с их штуковинами месяц разбираться придётся!» резонно заметил я. «Мы расположились на куче бетонных плит возле подъездной дороги и лениво покуривали, дожидаясь каких-либо распоряжений от рентгена или беса. Распоряжений не поступало, поэтому наш маленький отряд заметно выбивался из картины всеобщей суеты и беготни своим расслабленным видом». «Что у нас в паразиционной обстановке?» поинтересовался у дозиметристов полковник. «Ветер никакой дряни не принёс». «Никак нет, в пределах допустимой нормы», сообщил один из бойцов, внимательно глядя на экран дозиметра. «Ветер не со стороны Красноярска, электромагнитное излучение, правда, скачет как-то непонятно». «И о чём это говорит?» «Возможно, вспышка скоро будет». Пожал плечами дозиметрист. «Час-полтора». Полковник кивнул, торопливо зашагал в конец колонны. «Важный мужик», — заметил Саныч. «Солидный». «Сразу видно начальство», — хохотнул Щукин. «Где там наша коробочка-то? Хочется помыться уже, да на мягкое прилечь». «Без понятия». Я пожал плечами и осторожно, чтобы не потревожить шов на плече, потянулся. Прилечь хотелось, это точно, но ещё сильнее хотелось накатить чего-нибудь покрепче. Картинки штурма всё ещё стояли перед глазами, и ничего радостного в них не было. Кровь, изорванные пулями трупы, едкая пороховая гарь, отрывистые крики команд, скачущие в дыму лучи тактических фонарей, крохот автоматных очередей и дробный перестук гильз. Если бы кто-нибудь сказал мне, что война — это романтично, я бы сломал ему нос прикладом автомата. Только теперь, видимо, придётся привыкать к такому образу жизни, как минимум до того светлого момента, когда в мире появится хоть какое-то подобие порядка. Однако сейчас меня больше тревожила Саша, не проронившая ни слова с того момента, как мы обнаружили её на втором этаже главного корпуса. Я с трудом отобрал у девушки старую двуствольную мэрку, накинул ей на плечи найденный в ближайшей комнате армейский бушлат и повёл на улицу, подальше от охваченного ожесточённой перестрелкой главного корпуса. Без с туристом проводили нас до выхода и вернулись обратно. Штурм закончили уже без меня. Знакомый бронетранспортер с цифрами 002 на борту подполз к нам, когда основная часть колонны уже двинулась в сторону посёлка. Краска на левом борту машины выгорела и поползла рваными хлопьями, покрышка заднего колеса болталась лохмотьями, зато на антенне гордо развивался российский триколор. Из башни высунулся командир машины и, довольно улыбаясь, закопчённой физиономией, помахал нам рукой. «Прожжу на борт, ёжики! Ваш Яндекс прибыл!» Крикнул он. Боковой люк распахнулся, оттуда показался бес. «Давайте в темпе! Говорят, скоро снова свечение будет, надо до посёлка успеть!» Повторять ему не пришлось. Сноровисто похватав экипировку и оружие, мы поспешили к бронетранспортеру. Я помог Саше забраться в десантное отделение, наклонившись протиснулся следом, бес захлопнул люк за ребятами и похлопал механика водителя по плечу. «Пошёл!» Бронетранспортер дёрнулся, заревел двигателем. В десантном отделении всё было усыпано белым порошком и сильно пахло горелым. «Это чем так?» Спросил я у беса. «Кто-то из фанатиков коктейлем мужиков угостил», ответил командир группы. «Хорошо мы рядом были, потушили совместными усилиями». «Не без потерь, между прочим!» Добавил Зингер. Он с туристом и зелёным расположились на длинном сидении с противоположной стороны отделения. «У меня рукав обгорел. Кто новую куртку теперь выдаст?» «Ай, блях! И не гудин, нудный ты человек!» Перебил его турист. «Я вообще без бровей теперь и ничего. Дай подремать». Подремать показалась мне хорошей идеей. Подбитый БТР беспощадно трясло и подкидывало на ухабистой дороге, но полезный навык засыпать совершенно в любом месте, полученный ещё в армии, меня не подвёл. Прикрыв глаза, я откинулся на жёсткую спинку сидений и задремал, вслушиваясь в рока двигателя и неразборчивое бурчание радиостанции. Небо привычно переливалось яркими красками, фиолетовый смешивался с зелёным, пронзительно-голубой-синим. Приглушено ухали громовые раскаты, в разрывах облаков иногда вспыхивали молнии. Где-то там над сиянием бушевала гроза, но ни одна капля дождя пока не добралась до земли. Я отошёл от окна, задумчиво прошёлся по комнате и сел за стол. Под потолком тускло моргала лампочка в тряпичном советском абажуре, трещал помехами и обрывками далёкой музыки, выключенной из розетки радиоприёмник на полке. Сияние. Оно началось минут через двадцать после того, как мы добрались до посёлка памяти тринадцати борцов и бушевало уже почти час. Даже не думая прекращаться, Мак Санычем сразу же попадали в кровати, Саша, выпив предложенный мной кофе с молоком из термоса, тоже уснула. Алан, в ногах которого уютно устроились Декстер и Зевс, дочитывал какой-то приключенческий роман, а я маялся от безделья. Спать не хотелось совершенно. Пытаясь побороть, невесть откуда накатившее чувство апатии, я перебирал в голове события последних дней, прикидывая, сколько раз я и мои товарищи были на волосок от гибели. Цифра получалась неприлично большая, а если взять в расчёт тот факт, что в самый критический момент всегда находилось решение, взять хотя бы появление того же рентгена, происходящее всё сильнее напоминало художественный фильм или книгу. Слишком много роялей в кустах, как любят говорить литературные критики, слишком везучие персонажи. Интересно, сколько везения у нас осталось в запасе. По-хорошему, хватило бы, чтобы добраться до Железногорска, а дальше уже сами разберёмся. Главное, все мои друзья живы, а во дворе стоит худо-бедно бронированный инкассаторский транзит, забитый оружием и припасами. Как странно и непринуждённо меняется мировоззрение после глобального ядерного конфликта. Раньше я мечтал побывать на Алтае, Камчатке, в Карелии, а теперь географическим пределом стал небольшой город атомщиков, расположенный километрах в 60 от Красноярска. Может, потому что к подобным ситуациям ещё со времён Холодной войны там были готовы лучше всего? Да и вообще, насколько глобальным получился этот конфликт, если ракеты долетели аж до Сибири, что произошло с остальной страной. Знаю, что под горой Ямантау на Южном Урале есть целый подземный правительственный город, да и не только там. Интересно, а в московском метрополитене действительно успели укрыться люди, как когда-то писал фантаст Дмитрий Глуховский? Вопросы. Куча вопросов, роящихся надоедливыми мухами в голове. Сознательно я старался не думать о Комсомольске на Амуре, не хотелось мне представлять, в каких условиях сейчас могут находиться мама с бабушкой. Уверенность, что они живы, была непоколебима. Нет в Комсомольске стратегически важных целей, если мне память не изменяет, но сама ситуация... Подумаю об этом позже, не хватало ещё расклеиться сейчас. Задумчиво повертев в руках сигарету, я собрался было пойти в дальнюю комнату и перекурить, но Саша вдруг заворочилась и резко подскочила в кровати. «Ты чего?» – удивлённо спросил я. Девушка какое-то время растерянно смотрела на меня, а потом тихо пробормотала. «Я их убила, понимаешь? Я убила их!» «А иначе они убили бы тебя!» – спокойно сказал я и присел на край кровати. «Спи давай!» Стоило мне прикурить сигарету, на веранде появился Алан. «Травишься?» – спросил он. Я кивнул. «Тогда угощай!» Константинович уселся на соседний табурет и достал из кармана зажигалку. Я протянул ему предпоследнюю сигарету из пачки и глубоко затянулся, глядя в окно. Сияние практически закончилось, калейдоскоп красок на небе потихоньку сменялся привычной серостью. Уличные фонари за забором ярко вспыхнули напоследок и погасли. В одном из них с треском разлеталась, не выдержавшая нагрузки, лампа. «Сильно жёстко там было?» – поинтересовался товарищ. «Мы же рассказывали». Я нервно мотнул головой, отгоняя неприятные воспоминания. «Да что вы там рассказывали?» – ухмыльнулся Алан. «Нормально повоевали, мол, и всё. Врачей спасли, и сами без потерь, фанатикам жопа». «Так и есть», – ответил я и, немного помолчав, добавил. «Жёстко, Алан. Я рад, что тебя там не было». «А мне как-то наоборот не по себе», – смутился товарищ. «Ну, вы там воевали, а я с собаками в безопасности отсиживался. Тебя мама ждёт в Железногорске, забыл?» Я отвесил Константину Чудружеский подзатыльник. «Вояка, блин, всё нормально, всё закончилось. Сегодня рентгены мужики эти из ЧК порешают свои вопросы, а завтра двинем на Железногорск. А там трёхразовое питание, чистая одежда, мягкая постель и лаборантки всякие. Вот с такими». Алан мечтательно прикрыл глаза, сделав ладонями недвусмысленный жест в области груди. «И никакой радиации». «Извращенец», – подытожил я, докуривая сигарету. «Так а что извращенного в отсутствии радиации?» Искренне удивился Алан. «У меня вот с рождения три почки и три соска. Мне ещё больше облучаться не хотелось бы, знаешь ли». «Скажи спасибо заводу медпрепаратов. У тебя на районе его с живительным выбросом». С улыбкой сказал я. «Мутант, блин». «Заводу уже ударная волна, спасибо сказала». Отмахнулся Константинович. «Моему дому тоже, правда?» «Такова жизнь». Я не выдержал и рассмеялся. Товарищ для приличия немного потерпел, но уже меньше, чем через минуту мы залились дружным хохотом. Прервала нас внезапно затрещавшая у меня на поясе радиостанция. «Аскет рентгену, аскет рентгену, ты в канале?» Алан удивлённо посмотрел на меня. «Это позывной такой», — объяснил я. «А почему именно аскет?» Спросил товарищ. «Ну, я немного замялся. Без лишних понтов, что-то вроде того». Достав радиостанцию, я ответил. «Рентген, аскет в канале». «Отлично, мил человек. Ты дома?» «Да, дома». «Забегу к тебе минут через десять, не уходи никуда». В воздухе ощутимо пахло дождём, который до сих пор так и не случился. Я вышел на ограду, накинув на всякий случай на голову капюшон горки. Я облокотился на забор, задумчиво разглядывая непредсказуемое в последние дни небо. Рентген не заставил себя долго ждать, появившись из неприметного прохода между соседними домами, даже чуть раньше обозначенных десяти минут. За время, прошедшее с нашего возвращения, он успел отмыться от пыли, переодеться в чистый камуфляж и даже побриться. «Вот что значит военный человек. Я морду-то свою умыл исключительно для галочки, намереваясь посетить вечером баньку». «Ну, здорово», – улыбнулся знакомец. «Сколько лет, сколько зим». Я улыбнулся в ответ и крепко пожал ему руку. «Зачистили вы ко мне, уважаемый, никак в разработку взяли», – шутливо поинтересовался я. «А есть за что?» Рентген сурово прищурился. «Неужели секту замыслил организовать негодяй?» «Ладно, от истины ты недалек, я по делу. Закурим». После того, как рентген ушел, я не стал сразу возвращаться в дом. Вместо этого я дошел до транзита и забрался на пассажирское сиденье. В бардачке лежала почти полная пачка сигарет, а курить мне хотелось очень сильно. Виной тому странное и неожиданное предложение моего знакомца. Это было предложение не из тех, от которых нельзя отказаться. Скорее, наоборот, слишком много свободы выбора оно давало. И с этой внезапно свалившейся свободой нужно было что-то решать. Я повертел в руках довольно увесистый картонный конверт, запечатанный, опломбированный специальной лентой из красного пластика. Никому не передавать, не делать копий, после прочтения вернуть в обязательном порядке. Да уж, рояли в кустах, кажется, становятся моим проклятием. Хотя содержимое конверта на рояль не тянуло. Это был как минимум орган на парковке гипермаркета. Интерлюдия третья. Красноярский край, поселок Чебеночный завод. 23 июня, понедельник, 10 часов 45 минут. Радиационный фон 2737 микрорентген в час. Пейзаж за многослойным бронированным стеклом жилого вагона выглядел уныло и обыденно. Гвардии полковник ракетных войск стратегического назначения Евгений Анатольевич Гармаш отрешенно разглядывал небольшую лесопилку, приткнувшуюся прямо к железнодорожной насыпи. Ржавая покосившаяся бытовка с самодельным умывальником из пластиковой канистры у входа, трехосный лесовоз крас, грязно-зеленого цвета, ровные ряды бревен и горбыля. За бытовкой блестящий бок иномарки, чуть в стороне мангал, складной столик и туристические стулья. Все как всегда. Выдохнул Гармаш и прикрыл глаза. Будничность открывшейся снаружи картины его не пугала, скорее до дрожи пробирала неприятным потусторонним холодком и неестественностью. Полковнику казалось, что буквально через секунду-другую лесопилка оживет, взрывет мощным двигателем лесовоз, над мангалом закружится дымок, разнося по округе аппетитный аромат шашлыка, а из бытовки выползут сонные работяги, подгоняемые пирующим с утра пораньше начальством. Вот только секунды шли, а ничего подобного не происходило. Да и как оно могло произойти, если привычный мир перестал существовать, надежно укрытый грибовидными облаками ядерных взрывов? А Гармаш лично приложил к этому руку, отправив куда-то в сторону западного побережья США пару баллистических ярсов. «Все как всегда», — повторил полковник. Ему вдруг безумно захотелось выкурить сигарету, что на боевых железнодорожных ракетных комплексах запрещалось категорически. Последний раз он курил вместе с остальными офицерами сразу после пуска ракет прямо в командном вагоне. Курил и плакал впервые за 10 лет после смерти матери. Стыдно не было, плакали в тот день многие, а подполковник Уваров вообще попытался застрелиться из стабельного Макарова. Гармаш вовремя заметил, как тот попытался незаметно выйти в герметичный переходной тамбур между вагонами. В результате сумбурных, но решительных действий полковника Уваров лишился зуба и кобуры с пистолетом. Зато обзавелся внушительным синяком и возможностью еще раз все обдумать. «А что там должно поменяться, Жень?» Сидевший напротив майор Селезнев задумчиво покосился в окно и пригладил ладонью редеющую шевелюру. Гармаш угрюмо пожал плечами. «Не по себе мне, Андрюха», — немного помолчав, сказал он. «Вот лесопилка и это, за ней ведь деревня, наверное, километрах в двух-трех. Дальше трасса, заправка какая-нибудь, потом деревня побольше». «Ну?» Не совсем понимая, к чему ведет гармаш, кивнул майор. «Дальше у нас что? Правильно, Емельянова. Оттуда и до Красноярска рукой подать. Понимаешь?» Селезнев снова кивнул и отхлебнул давно остывший чай из граненого стакана в подстаканнике с эмблемой ракетных войск. «А мы ведь, Женя, не в тундре глухой отстрелялись, и не в тундре теперь по запасным путям прячемся. Вопрос у меня, товарищ майор, люди-то все где?» «Прячутся?» — просто ответил Селезнев. «Чекисты, которые нас сюда отправили, про какие-то лагеря говорили, пункты эвакуационные, вроде как собирают население поселков и подальше от зоны возможного заражения вывозят». «Под Абакан», — уточнил Гармаш. «По нему ракетами не били, хрен, правда, поймет теперь почему». «Может, по Абакану такие же пиздроны, как мы, должны были ударить с неисправной пусковой установкой?» Чуть улыбнувшись, предложил майор. «Может». Полковник продолжал задумчиво смотреть в окно. «Просто страшно без людей, Женя. Страшно и неправильно. А скоро будет еще страшнее». Протяжная трелька мутатора системы внутрипоездной связи выдернула полковника из тревожной дремоты. Потирая рукой опухшие от недосыпа глаза, он подскочил к висевшей на стене купе телефонной трубки и с крыговоркой ответил. «Гармаш, слушаю». «Товарищ полковник, говорит старший прапорщик Сергеев, третий пост». Раздалось из динамика. Гармаш внутренне напрягся. Третий пост — хвостовой купейный вагон. Он тоже считался жилым, но из соображения безопасности там оставили только группу наблюдения, состоявшую из трех человек. Наверняка Сергеев заметил что-то необычное на путях и теперь очень хочет поделиться этой не самой приятной новостью. «Гости», — сухо поинтересовался Гармаш. «Так точно, вроде как локомотив, метров... метров четыреста прямой видимости, дымит сильно тепловоз, приближается, моргает прожектором, ответит хвостовыми огнями». «Ёп», — чертыхнулся полковник. «Так, тепловозу не отвечать, наблюдайте за ним». Переключившись на систему общего оповещения, Гармаш несколько глубоко вдохнул, успокаиваясь, медленно выдохнул и скомандовал. «Экипаж, внимание! Боевая тревога! Вскрыть комнаты хранения оружия! Группе охраны и готовность две минуты!» Видавший виды желто-оранжевый тепловоз с мощным отвальным щитом перед кабиной машиниста издал протяжный гудок и остановился, не доехав до ракетного поезда метров пятьдесят. Зашипел воздух, спускаемый тормозной системой, громохнули автосцепки. За тепловозом тянулись две обшарпанные грузовые платформы, на которых стояли бронетранспортер с обгоревшим бортом и тентованный армейский грузовик. Несколько минут ничего не происходило, тепловоз чидил в небо густым дизельным выхлопом, а замерший на путях ракетный поезд не подавал признаков жизни. Внезапно три хвостовых огня ракетного поезда несколько раз моргнули красным светом. Торцевая дверь последнего вагона открылась, и из нее сноровисто выпрыгнули несколько бойцов тяжелых бронежилетах и баллистических шлемах. Следом показался полковник Гармаш, сменивший офисную форму на общевойсковой камуфляж. Кроме табельного пистолета в поясной кобуре оружия при нем не было. Бойцы заняли позиции по бокам железнодорожной насыпи, но стволы автоматов пока не поднимали, нервно поглядывая на полковника. Тот поднял правую руку и помахал стоящему перед ними тепловозу. Над отвальным щитом коротко моргнул прожектор, и из кабины на рельсы спрыгнул невысокий коренастый человек в темной куртке, накинутый поверх штурмового комбинезона. Махнув рукой полковнику, он достал из внутреннего кармана пачку красного Винстона, закурил, и неторопливо двинулся в сторону ракетного поезда. «Почтальон!» Поинтересовался человек, соответственно протягивая гармашу ладонь. «Он самый!» Кивнул полковник и спросил. «Рентген?» «К вашим услугам!» Скромно ухмыльнулся тот. «Товарищ полковник, нам бы побеседовать, у вас чай горячий имеется!» После двухчасового разговора с рентгеном гармаш не удержался и все-таки выкурил сигарету. Выкурил жадно, прямо в огоне, потому что первой его реакцией на поступивший приказ была сильнейшая вспышка гнева. Горький табачный дым, заполнивший легкие, постепенно сменил гнев негодованием, а после того, как начавший плавиться фильтр обжег пальцы, пришла мрачная решимость. Приказ был логичен, понятен и, что самое главное, вполне осуществим. Однако короткая фраза, сначала тихо произнесенная рентгеном, а после повторившаяся в сухом тексте приказа чрезвычайной комиссией, подкрепленного гербовой печатью и знакомыми размашистыми подписями, будто бы натянула в мозгу полковника жесткую, готовую в любой момент сорваться пружину. Осуществить боевой запуск ракеты РС-24 Ярт с вторым пусковым контейнером с целью поражения заданного района. Осуществить пуск. После того, как уже раздолбили все, что смогли. Безумие, бред, чья-то больная фантазия или неудачная шутка. Именно так Гармаш сначала и подумал, но когда рентген объяснил, для чего понадобилось, возможно, последнее, оставшееся в некогда могучем ядерном арсенале РВСН ракета, все встало на свои места. Боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» должен был ударить по территории своей страны. Граница Республики Хакаси, автодорога Енисей, 23 июня понедельник, 12 часов 10 минут, радиационный фон 8-12 микрорентген в час. «Володя, прижмись правее и тормози, блокпост впереди!» Скомандовал подполковник Буров водителю головного КАМАЗа и протянул руку к тангенте радиостанции. «Внимание, колонна! Общая команда стой! Приготовить технику и людей к досмотру!» Длинная вереница автомобилей синхронно сбросила скорость и съехала на обочину. Ранним утром 17 июня они покинули поселок Кедровый на нескольких вахтовках и одном автобусе, но за четыре с лишним сотни километров, пройденных по трассе через умирающие города и поселки, их колонна разрослась почти до сотни машин. Теперь в ней были рейсовые междугородние автобусы, топливозаправщики и цистерны с питьевой водой, подготовленные внедорожники и даже простые малолитражки, нагруженные чемоданами и сумками. Буров удивительным образом собирал людей вокруг себя, убеждал их, что все обязательно будет хорошо. Не так, как было раньше, но определенно лучше, чем сейчас. Колонна останавливалась во всех населенных пунктах, где еще теплилась жизнь, и люди с надеждой стягивались к запыленным камазам. Вопрос задавали всегда один и тот же. Куда вы едете? После того, как Буров терпеливо объяснял, что Абакан уцелел, и там развернуты лагеря для жителей пострадавших районов. Вокруг начиналась суета. Люди просили подполковника подождать их, чтобы успеть собрать вещи, найти документы, оставить на дверях квартир записки на случай, если кто-то из родных вдруг вернется домой. Буров ждал. Ждал столько, сколько потребуется, и колонна росла. Ползли за окнами километровые столбики вдоль трассы, исчезала под колесами белая линия дорожной разметки. Сменялись указатели с названиями населенных пунктов – Балахта, Новоселово, Первомайская, Знаменка. Путь, занимавший раньше несколько часов, растянулся на пять долгих дней. Буров открыл дверь и неторопливо выбрался из кабины. Положил на сиденье автомат, одернул китель. Расположившийся метрах в ста блокпост, ощетинившийся стволами крупнокалиберных пулеметов, больше походил на пограничный укрепрайон. Подполковник обвел его взглядом и одобрительно кивнул. К вопросам безопасности здесь относились более чем серьезно. Бетонные блоки в шахматном порядке, перекрывавшие проезжую часть, исключали возможность взять блокпост наскоком. А выстроенные на обочинах долговременные огневые точки, над одной из которых даже угадывался прикрытый маскировочной сетью силуэт башни танка, напрочь отбивали малейшее желание вести себя неподобающим образом. Слева от укреплений раскинулся палаточный городок, обнесенный по периметру колючей проволокой. На крышах палаток красные кресты. Рядом стоят несколько карет скорой помощи. Запомнившиеся Бурову вкуснейшим шашлыком придорожный кафе по правую сторону трассы вообще превратилась в натуральную крепость, и лишь одна деталь в этом месте не изменилась. Именно к ней подполковник стремился и вел за собой людей. Над постройками блокпоста, над палатками и колючей проволокой гордо возвышалась увенчатая триколором бетонная стела. Хакасия, добро пожаловать! Уазик защитного цвета с красной полосой на борту и надписью «Военная полиция, город Абакан» ловко миновал заграждение с бетонных блоков. Вид тормознул прямо перед Буровым. Захлопали двери, по асфальту застучали тяжелые ботинки, а подполковник все смотрел на стелу и улыбался. Сквозь разрывы облаков пробивалось солнце, непривычно согревающее щеки и заставляющее прищуривать отвыкшие от яркого света глаза. «Старший лейтенант военной полиции Яснецкий!» Донеслось до Бурова приглушенно, будто издалека. «А откуда следуете?» «Красноярск!» Коротко ответил подполковник, чувствуя, как в груди разливается нестерпимый жар. «Доехали! Слава богу, доехали!» Успел подумать он, прежде чем мир перед глазами кувыркнулся и потемнел. Андрей задумчиво барабанил пальцами по рулю, разглядывая стоявший у обочины ярко-желтый информационный щит. «Внимание! Эвакуационный лагерь, город Абакан! Водитель! Сбрось скорость, включи фары! На трассе осуществляется проверка документов и дозиметрический контроль!» «То-то долго стоим!» Нетерпеливо сказала Лена, супруга Андрея. «Столько машин перед нами, пока всех проверят!» Андрей пожал плечами и достал из кармана сигареты, повертел пачку в руках и убрал обратно. «Правильно! Не надо при Алинке курить!» Лена повернулась на заднее сиденье и поправила теплый клетчатый плед, надремавший в детском кресле дочери. «Как думаешь, там детские сады есть? Ей ведь общение с другими детьми сейчас нужно!» «Надеюсь!» Вздохнул Андрей. Алинка не проронила ни слова с того самого момента, как далеко за спиной раскатисто громыхнуло, а мир вокруг утонул в ослепительной вспышке. Андрей не знал, каким чудом умудрился тогда удержать старенькую «Хонду» и затормозить буквально в паре метров отстоявшей поперек дороги патрульной «Шкоды». Не хотел вспоминать, как кричали люди, плавились проблесковые маячки, лопались по крышке, как вспыхнула ветровка, когда он выскочил из машины. Как они с толпой таких же шокированных и испуганных людей бесконечно долго шли потом по трассе, в дыму и полной темноте. Это все осталось там, в прошлой жизни. Андрея не волновало то, что шеи и затылок у него сильно обожжены, а на «Солярис», случайно найденной на брошенной заправке «Газпрома» нет документов. Они ведь доехали, значит, теперь все обязательно будет хорошо. Телефон в кармане рубашки неожиданно завибрировал. Старенькую кнопочную «Нокию», разрядившуюся еще до того, как все случилось, он машинально зарядил уже в «Солярисе», заметив возле магнитолы подходящий кабель, зарядил, сунул в карман и напрочь забыл о ней. «Ну?» выдохнула Лена. «Посмотрим, что там». «Страшно», честно признался Андрей, но достал телефон и разблокировал экран. «Сигнал есть!» Радостно вскрикнул он. «Сигнал, Лена!» «Не кричи, ты Алинку разбудишь!» Шикнула супруга. Андрей открыл входящее сообщение, перечитал несколько раз и молча протянул Лене. Она читала долго, медленно шевеля губами, вчитываясь в каждое слово. «Господи, Андрюша, неужели?» Пробормотала Лена, пытаясь держать слезы. «Да!» Кивнул он и, улыбнувшись, нежно взял ее за руку. От МЧС, время 12.03. ГУ МЧС России по Республике Хакасия напоминает, что на территории Республики развернуты лагеря постоянного пребывания для жителей районов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. «Убедительно просим соблюдать нормы санитарной и радиационной безопасности, выполнять требования сотрудников служб и ведомств. Телефон горячей линии 8 3902 299 999. Многоканальный. Звонок бесплатный». В сторону начала колонны, забывая сиреной, пронеслась скорая помощь, заиграла тихой, но очень знакомой мелодией радио, молчавшая всю дорогу в режиме сканирования частот. «Мама, а мы уже приехали?» Сонным голоском вдруг спросила Алинка. Жизнь продолжалась. Красноярский край, посёлок Щебёночный завод. 23 июня-понедельник, 12 часов 10 минут. Традиционный фон 28-40 микрорентген в час. «Волучается, через Красноярск мы спокойно пройдём до железнодорожного моста и выйдем на Берёзовку?» Сомнением спросил гармаш и посмотрел на рентгена. «Более чем», – кивнул тот. «Мы, как могли, проверили состояние полотна до моста, сам мост тоже в порядке. Составов на пути нет, по крайней мере, на левом берегу. Машины кое-где на переездах стоят, завалы незначительные присутствуют, но ничего серьёзного». «Поэтому вы пригнали, снегоуборщик», – ухмыльнулся подполковник. «А то, у него отвал, мама не горюй, что угодно столкнуть сможет. Поэтому мы пойдём на снегоуборщики перед вашим баргузином метрах в трёхстах. Устойчивая радиосвязь имеется, оружие хоть в магазин открывай, так что доберёмся, проблемы не вижу». «Если только на правом берегу не упрёмся в какой-нибудь мёртвый товарняк», – мрачно заметил майор Селезнёв. «Мы расписание на день, когда всё случилось, мельком глянули, вроде не должны уперёться». Успокоил его рентген. «Главное – добраться до Комарчаги и отработать по цели, а неисправность их пусковой установки знаю, к прибытию нас будут ждать коллеги с ремонтниками из Железногорска». «А с квалификацией у этих ремонтников как дело обстоит?» – спросил Гармаш. «На уровне. Они обслуживали в Подгорном предыдущее поколение таких поездов. Молодцы, если не ошибаюсь!» «Товарищи офицеры!» Селезнёв смущённо поднял руку и прокашлялся. «Как вы заметили, я не смог присутствовать в самом начале вашего совещания. Плановой работы с аппаратурой. Разрешите вопрос?» «Конечно, Жень!» Кивнул Гармаш. «Зачем нам вообще осуществлять пуск? Неужели не хватило? Я понимаю, есть приказ и оспаривать его не намерен. Просто по-человечески интересно». «Сияние», – ответил полковник. «Коллеги из ФСБ уверены, что сияние – это никакое не атмосферное явление, а результат работы некоего боеприпаса или передатчика, что ли. Я не очень силён в таких вещах, но общий смысл примерно такой». «Верно, поддержал его рентген». «Данные со спутников говорят о том, что в районе, по которому предполагается осуществить пуск, во время проявления сияния наблюдается повышение электромагнитной и другой неизвестной пока активности. Повлиять на эту активность мы никак не можем, район горный, труднодоступный. Даже самая подготовленная группа в нынешних условиях туда попросту не сможет добраться». Исходя из этого, чрезвычайной комиссией было принято соответствующее решение. «У вас и спутники ещё пашут. Охренеть, а наша ракета как палочка-выручалочка получается», – подытожил Гармаш. «Не было бы счастья, да дохлая гидравлика помогла». «Пока не помогла». Рентген пристально посмотрел на полковника. «Сияние гробит технику, электронику, воздействует на сознание человека. Как при таких обстоятельствах пытаться восстановить в регионе хоть что-то, я не знаю. Но убеждён, что ваша ракета может оказаться единственным лекарством от этой дряни». «Получается, бахнем?» – вздохнул Селезнёв. «Обязательно бахнем!» – кивнул Гармаш. «Мир уже в труху, что нам терять?» Глава 38-я Красноярский край, посёлок памяти 13 борцов. 23 июня, понедельник, 8 часов 10 минут. Радиационный фон 34-45 микрорентген в час. Мерзкий моросящий дождь зарядил с самого утра. Тревожный писк дозиметров недвусмысленно намекал на то, что большую часть планов, связанных с нахождением на улице, придётся отменить. Мы засели в доме и занялись неторопливыми сборами, попутно распивая два ящика абаканского пива, который притащил Алан. «Откуда дровишки, а точнее бутылки?» Константинович объяснять категорически отказался, однако заверил всех, что никакого криминала в их происхождении нет. Решив не воспрашивать подробности, я вытянул из ящика бутылку на дивление, оказавшуюся даже прохладной, и утопал в дальний угол комнаты, где на цветастом деревенском коврике разложил свои нехитрые пожитки. Не то чтобы они требовали немедленной ревизии, просто чтобы ненадолго спастись от скуки и разного рода мрачных мыслей, нужно было чем-то себя занять. К тому же я ни на минуту не переставал думать о предложении рентгена, крайне интересном, с какой стороны не посмотреть. Пора было подыскать себе занятия в резко изменившемся мире, вряд ли нуждавшемся теперь в услугах заводских связистов. Армия, или как её теперь называют, чрезвычайная комиссия не прельщала меня уставным порядком и практически полным отсутствием свободы действий, МЧС и прочие аварийно-спасательные службы, пройденный этап жизни. Думаю, у каждого человека, связанного с государственными структурами, наступает момент, когда приходится сделать выбор. Остаться в погонах или кардинально сменить род деятельности. Род деятельности я сменил давно, вот только события последних двух недель поставили всё с ног на голову, а комплект униформы спасателя и старое служебное удостоверение пришлось как нельзя кстати. Вспомнил былое, тряхнул стариной, пора и честь знать. Вздохнув, я отложил в сторону аккуратно сложенную куртку с брюками, задумчиво повертел в руках форменной кепи, постучал пальцем по кокарде. Хорошее было время, спокойное и беззаботное, несмотря на специфику службы. Щукин не даст соврать, но он работал у меня в отделе на полставке, вместе занимались профилактикой и пропагандой пожарного дела среди подрастающего поколения. Картинка так и встала перед глазами. Залитая солнцем спортивная площадка за школой, радостный виск ребятнин, отсадно ревущая насосом наша старенькая автотестерна и самая настоящая радуга, переливающаяся в мощном потоке воды, поданной в небо из лафетного ствола. Я улыбнулся и отхлебнул пиво. Хорошее было время, но ключевое слово было. Достав из внутреннего кармана удостоверение сотрудника МЧС, я положил его на комплект униформы, а сам комплект засунул подальше под кровать. Что там дальше? А дальше у нас афганка с кучей советского добра. Афганку, как и добро, немного жалко, но ничего не поделать. Одежка успела прилично хапнуть и теперь была замотана от греха подальше фольгу для запекания и пару полиэтиленовых пакетов. А фляги-котелки, несмотря на свою очевидную полезность, легко можно будет заменить более компактными и легкими аналогами в первом же попавшемся туристическом магазине. Сильно сомневаюсь, что для их приобретения мне теперь понадобится наличная и бонусная карта, так что пакет с формой и вещь-мешок со скарбом туда же под кровать. Главное потом на ней же не уснуть, черт его знает, как скажется на репродуктивной функции фонящий под матрасом сверток. Еще пара глотков пива и следом отправляются мобилизационные предписания. Прапорщик вооруженных сил из меня такой же, как и спасатель, не пришей к собаке хвост. Да и с кем тут воевать? Вероятного противника со звездно-полосатым флагом на рукаве что-то не видно. А чтобы угостить свинцом мародера или фанатика, погоны с удостоверением мне без надобности. Мысленно снова вернулся к конверту из плотного картона, довольно четко определявшему дальнейшее будущее как для меня, так и для подписавшихся под это дело товарищей. Интересный конверт, занимательный, эдакий способ начать новую жизнь, не прибегая к своим старым, подчас сомнительным достижениям. Рефлексия. Вероятно, но прошлое не имеет свойства возвращаться, а значит нужно топать дальше. К новым горизонтам, так сказать, в три больших глотка я допил бутылку Аяна, шумно выдохнул, окинул взглядом оставшуюся экипировку. Мой тревожный рюкзак, бронежилет, шлемы разгрузка, переданные в безвозмездное пользование рентгеном, начищенные и смазанные АК-74М, помповый ИШ-81 и кобура с пистолетом Ерыгина. Недурственно, а ведь еще и в инкассаторском транзите оружия хватает. Боекомплекта, правда, не особо густо, но это дело наживное. Из одежды горка, которая сейчас на мне, запасные тактические брюки и флисовая кофта. Нормально, с этим можно и повыживать. Ближе к полудню все собрались за обеденным столом. Хитрый Алан, явно не терявший зря времени в наше отсутствие, вытащил из серванта несколько пакетов чипсов и, загадочно улыбаясь, ушел на кухню за подходящей тарелкой. Дождавшись его, мы расселись кто куда и открыли оставшееся пиво. «Ну, за то, что живые все!» Изрек короткий тост Щукин. Тост поддержали и, звонко стукнувшись бутылками, выпили. «И за то, чтобы дальше так и было!» Предложил Константинович. Его тоже поддержали и, соответственно, выпили снова. «А еще за то, чтобы на обед не только пиво с чипсами было!» Тост Саныча прозвучал как-то печально, а на лице его отразилась такая вселенская тоска, что Саша хлопнула себя по лбу и убежала в другую комнату, следом за ней рванули собаки. «Если она сейчас еды принесет, я ей памятник поставлю», решительно заявил Саныч. «Тогда тебе пора начинать этот самый памятник соображать», улыбнувшись, сказал я. Спустя пару минут на столе появились несколько аварийных рационов питания, найденных еще в Кедровом, банка сгущенки и вяленое мясо. «Питайтесь организмы», ухмыльнулась девушка. «Только все не съедайте, я пока Декстера с Зевсом покормлю». «Вот это по-нашему!» Макс вытащил из чехла на поясе нож и, примерившись, проковырял в банке со сгущенкой две дырки. «За вас, за нас и за спецназ!» заявил он и нагло присосался к банке. «Ты смотри, он ее сейчас все высосет!» возмутился Саныч. «Давай-ка не наглей!» «Да не орите вы так!» шикнул я. «В поселке, между прочим, сухой закон, а мы тут пьянку пьянствуем. Придет участковый и...» «И чего?» «Оштрафует?» удивленно, приподняв бровь, спросил Константинович. «Я неопределенно пожал плечами, и мы вновь стукнулись бутылками. Спустя час планомерного истребления пива и нехитрой закуски я постучал вилкой по бутылке, привлекая внимание товарищей. «Ребят, мне бы минутку тишины!» «Особо хитрый тост созрел!» прищурился Щукин. «Что-то вроде того!» кивнул я. «Тут поступило интересное предложение от всем известного рентгена, хотелось бы его озвучить!» «О, нас вербуют, что ли?» хохотнул Макс. «Если такое дело, я в деле!» «Да погоди ты!» махнул рукой Алан. «Диман, вещай давай!» Я прокашлялся, допил крайнюю бутылку пива и вытащил из бокового кармана брюк-конверт. Дело, собственно, вот в чем. Красноярский край, поселок памяти тринадцати борцов. 24 июня, вторник, 9 часов 0 минут. Радиационный фон 3749 микрорентген в час. На следующее утро дождь закончился и вроде как даже немного распогодилось. Распогодилось – это значит, что серая хмарь на небе стала чуть светлее, а дозиметр перестал издавать неприятные для человеческого уха звуки. Щукин, которого внезапно одолела бессонница, рассказал, что ночью снова было сияние, но я его не видел, спал как убитый. Накинув на плечи куртку от горки, я сунул в зубы сигарету и тихонько, чтобы не разбудить остальных, вышел на крыльцо. Маявшийся от безделия, некурящий Макс выпал следом, сонно подтягиваясь и зевая во весь рот. Жизнь в поселке кипела, судя по всему, с раннего утра. Как только я закурил, из-за поворота выкатилась пара БРДМ радиохимической разведки, увешанных желтыми флажками с черно-трафаретной надписью «Заражено». На броне машин сидели мрачные парни в костюмах химзащиты и респираторах, стянутых на подбородке. Оружия при них почти не было, только автомат у офицеров с нарисованными маркером погонами на плечах. Зато всевозможного дозиметрического оборудования имелось изрядно. На бортах БРДМ белели свежей краской новые тактические номера и уже знакомые буквы – ЧК. «Походу, серьезно за поселок взялись», – сказал Макс, глядя вслед удаляющейся бронетехники. «Без радиационной разведки местности сейчас хрен поживешь спокойно», – пожал плечами я. «Да и дело хорошее, они ведь тут что-то вроде нормального перевалочного пункта на Абакан хотят обустроить». «Видел я местный палаточный городок», – ухмыльнулся Щукин. «Зрелище, как говорится, семь на восемь». Спустя пару минут мимо нашего дома проехали патрульные приоры и скорая с включенными проблесковыми огнями. Следом несколько подготовленных внедорожников потом в обратном направлении пропыхтел доисторический БТР-60, соблупившийся, выгоревший почти до салатового цвета краской. Однако новенькие покрышки и блестящий ствол явно недавно расконсервированного башенного КПВТ намекали на то, что старичок снова в строю. «Таким макаром скоро пробка прям под окнами возникнет», – сокрушенно почесал затылок Макс. «Чё это они разъездились в такую рань?» «Дела у людей, Максим, дела», – ответил я. «Это мы, как тунеядцы, в домике отсиживаемся, а тут вон жизнь вовсю кипит». Махнув рукой, я тормознул возвращающуюся полицейскую приору. Стекло с водительской стороны опустилось, за рулем оказался один из патрульных, встречавших нас на въезде в борцы. «Савицкий, кажется». На подбородке респиратор из нагрудного кармана форменной рубашки торчит трубка накопительного дозиметра. Неужели начали всерьез об опасной радиации задумываться? «Здравия, товарищ сержант!» – кивнул я. «Подскажи, а чё за шухер на селе с утра пораньше?» «Здравия!» – устало вздохнул патрульный. «ЧК колонны формируют на Железногорской Абакан, на площади перед домом культуры. Хотят палачный лагерь вывезти в полном составе. Места не хватает, а народ к нам всё идёт и идёт. Вот и суетимся. Те водилы, что с Абакана, они ещё поспокойней, а на Железногорск – как бабы натуральные. И фон на дороге узнать хотят, и беттеры в сопровождении просят. Да и народ, не скот же, просто так по автобусам не распихаешь. Семьи там, друзья-товарищи. Завал, короче». «Да уж», – согласился я. «Ты давай, держись, мы подключимся скоро. Может, поможем чем?» «Вы разве не уезжаете?» – спросил патрульный. «Не все», – ответил я. «Дела ещё есть». «А, ну, свидимся тогда». Улыбнулся сержант, и приора, пробуксовав, рванула с места. На площади перед поселковым домом культуры вовсю кипела жизнь. По обеим её сторонам стояли вереницы автобусов, причём, если в Железногорск отправлялись одинаковые, новенькие с виду машины с эмблемами МЧС на бортах, то на Абакан шла абсолютно разношёрстная техника, от маленьких пазиков до мощных междугородников. К слову, отправление в Хакасию ждало раза в три больше автобусов, очередь туда из дверей ДК была крайне многолюдной. «Ну и куда тут?» – сомнением поинтересовался Алан. «В дом культуры, полагаю», – сказал я. «Там где-то регистрироваться надо, мол, кто такой, куда следуешь в таком духе». «Бюрократия», – вздохнул товарищ. «Мама, там извелась уже, наверное». «Да не парься, да едешь!» – хлопнул его по плечу Макс. «Передокнёшь, а потом, может, к нам, а?» «Не может, а точно к вам», – ухмыльнулся Константинович. «Я дух приключений, люблю и уважаю, но сперва маман – это святое». «А ты, Саш?» – спросил я. «Не передумала?» «Я ещё подумаю над вашим предложением», – сказала Саша, поправляя рюкзак. «Интересно, конечно, но хочется хоть ненадолго из этого хаоса в нормальную жизнь вырваться». «Короче говоря, всем надо отлежаться и отожраться», – заключил Щукин. «Один он, Саныч, чисто по медицинским показателям нас покидает». «Ну, я-то точно вернусь», – Саныч улыбнулся и потрепал за ушами притихшего в ногах Зевса. «С инсулином порешаю и вернусь. Вы мне его тоже пособирайте, главное». «На будущее. Диман, помнишь же, как шприц-тюбик выглядит?» «Обижаешь. Состроил я недовольную морду». «Вот только что помнил и уже забыл». «У тебя же память, как у рыбки золотой». Саныч шутку отвесил мне подзатыльник. «Корабин мой не пропей, главное, и по ночам его не щупай». «Буду беречь как свой», – заверил я, широко улыбнувшись, а на душе все равно скребли кошки. Да и не могли они не скрести, расставаться с друзьями всегда тяжело. Хотелось верить, что разлука выйдет недолго, и что у нас тут, на минуточку, ядерный апокалипсис, а не жаркое солнечное лето, которое могло бы сейчас быть. Но не мне решать за других людей. Алану уже который день мама в Железногорске дожидается. Санычу без инсулина и нормального медицинского осмотра тоже никуда. А Саше просто необходимо отдохнуть от постоянной суеты и неопределенности, особенно после того, как ее похитили фанатики. Короче говоря, в наших приключениях случилась вынужденная пауза. Оно и к лучшему, наверное. За это время мы со Щукиным отработаем пару занимательных задачек, да хоть немного на ноги встанем. Макс вообще согласился на мое предложение, не раздумывая. Родня далеко, в туве, а пулемет, вот он, на плече болтается. Этот товарищ вообще по части рисковых решений большой молодец. Резкий в смысле. Ну, я вроде как тоже. Я до ДК сгоняю, выясню пока что да как. Так, предложил Щукин и шустро потопал крыльцу. Мы закурили и притихли, задумчиво разглядывая друг друга. И правда как в кино, улыбнулась Саша. Вы с Максом берегите себя главное, а то знаю я вашу тягу к приключениям. Куда мы денемся? Ответил я. Ну, волосы, может, выпадут, еще какая пакость приключится. Но живы будем, факт. Будем. Кивнул Алан и вытащил из кармана куртки плоскую флягу. Это чего такое? Сомнением поинтересовался Саныч. Это клюква вроде. Пожал плечами Константинович. Будем, в общем. Фляга пошла по рукам. Отпив подозрительно сладкий напиток, я сначала поморщился. Но когда в груди растеклось приятное тепло, довольно улыбнулся. Фабричный продукт, качественный. Без меня пьянствуете? Подоспевший Макс забрал у меня флягу и сделал несколько больших глотков. Я все выяснил, короче. Вам сначала в боковую дверь на регистрацию. Там запишитесь у мужика усатого. Он чем-то на Якубовича похож, кстати. Пройдете дозиметрический контроль и вперед по автобусам. Внимание, граждан, отбывающих в пункты временного размещения населения на территории города Железногорска. Раздался над площадью трещащий и усиленный динамиками голос. Через 15 минут отправляются автобусы с номерами 1К, 2К, 3К и 4К. Гражданам, отбывающим в Апокана, Черногорск, отправление колонны задержано на час. Повторяю. Вы извините, если что не так. Тихо сказал я друзьям. Я не со зла. Возвращайтесь. Мы крепко обнялись. На площадь, пофыркивая двигателями, медленно заползали бронетранспортеры сопровождения. Вдоль автобусов деловид основали дозиметристы и спасатели. Воздух наполнился отрывистыми криками команд, а я отчаянно пытался показать себе, что внезапно намокшие глаза, следствие клюквенной настойки Константиновича. Ровно через 15 минут объявили посадку на автобусы. Мы с Максом проводили ребят, уже успевших пройти регистрацию до головного автобуса. Еще раз обнялись напоследок. Возле автобуса втолпился народ, поэтому мы коротко попрощались, а я помог Саше затащить рюкзак в салон и погладил притихшего Декстера. Пес притих, обиженно сопя, а потом вдруг поднял морду и лизнул меня в нос. Еще увидимся, мохнатый, улыбнулся я. Может, себе оставите? Спросила Саша. Да куда нам? Я развел руками. У нас и дома так-то нет, усмехнулся Щукин. Так, ладно. Алан похлопал меня по плечу. Долгие проводы, лишние слезы. Топайте уже, у вас дел куча. Я тоже буду скучать, мужик. Ответил я. Все, бывайте. Глава 39-я. Красноярский край, поселок памяти 13 борцов. 24 июня-вторник, 10 часов 30 минут. Радиационный фон 30-42 микрорентгена в час. Колонна автобусов в сопровождении пары бронетранспортеров и патрульной приоры подползла к перекрестку и, моргнув на прощание, проблесковыми маячками медленно скрылась за поворотом. Мы с Максом еще немного постояли молча, думая о каждой о своем. Поднявшийся легкий прохладный ветерок потащил пыль и прошлогоднюю листву по выщербленному асфальту площади. Забрался под распахнутый воротник горки, заставив зябко поежиться. «Двинули, что ли?» Буркнул я, махнув рукой в сторону стоявшего неподалеку инкассаторского транзита. «Изучим бумаги рентгена подробней, да в печку их отправим». «Секретность соблюдаем, все дела!» Мрачно ответил Щукин. «Двинули, я бы на самом деле покемарил еще часов несколько». «Поддерживаю!» Кивнул я и, наклонившись, ухватил за лямку свой рюкзак, стоявший на земле. Привычка таскать за собой компактный тактический ранец с минимальным набором всего самого необходимого в критической ситуации закрепилась у меня очень давно. Я и до всех этих событий предпочитал выбираться из дома только с ним. Даже сейчас, когда мы отъехали от временного убежища совсем недалеко, чтобы посадить ребят на автобус, ранец был под рукой. Макс моих взглядов не разделял, довольствовался тактической сумкой бананом на поясе, отчего немного напоминал кондуктора в пригородной маршрутке. Я накинул ранец на одно плечо, потянул за лямку, чтобы расположить его поудобней, но за пазухой вдруг что-то неприятное хрустнуло, и лямка выскользнула из моей руки. Следом за этим ранец, громыхнув содержимым, глухо ударился об асфальт. «А говорил, Хеликан нормальную снарягу делает!» Заулыбался Макс. «Китай голимый!» «Ну тебя!» Отмахнулся я, разглядывая сломанное крепление на пластиковой защёлке быстрого сброса. Фасток сломался, дело житейское. «Китайский потому что!» Продолжил издеваться Щукин. «Я вот отечественный таскаю и жизни радуюсь!» «Не отечественный, а белорусский!» Ехидно уточнил я, накинув на плечо другую целую лямку. «И вообще, как раз твой в Китае и был пошит!» «Да много б ты понимал!» «Между прочим, ты же мне его и продал!» «А заливал-то как!» «Верх тактической моды, вся фигня!» «Барыга ты, короче!» Продолжая по большей части шутливый спор, явно начатый с целью отвлечься от гнетущих мыслей, мы дошли до транзита. Щукин, объявив себя пострадавшей от действий хитрого спекулянта в лице меня стороной, плюхнулся на пассажирское место. Я же, закинув рюкзак между сиденья, уселся за руль. Повернул ключ зажигания, ненадолго задумался, разглядывая вспыхнувшие на приборной панели лампочки. «Надеюсь, ребята доедут до Железногорска без приключений. Да и какие там могут быть приключения?» «Маршрут разведан, а два БТР-80 – вполне себе серьезное сопровождение. Правда, спасатели в Кедровом упоминали о странном тумане, периодически возникающем на сильно пострадавшем от ударной волны правом берегу Красноярска. Но что-то мне подсказывало, что колонна пойдет другим путем, есть под рекой Енисей хитрый транспортный тоннель. А въезд в него далеко за чертой Красноярска находится, как раз-таки на левом берегу. Доедут, никуда не денутся, но все равно, будто скребет что-то на душе. «Диман, мы едем или нет?» – поторопил меня Макс. «Мне бы эту уборную посетить, домой надо короче». «Едем». Кивнул я и повернул ключ с зажигания до упора. Двигатель мягко завелся, я включил передачи и уже собрался тронуть транзит с места, как вдруг в окно с водительской стороны требовательно застучали. Повернув голову, я с удивлением обнаружил снаружи девушку в униформе защитного цвета, усердно пытавшуюся мне что-то сказать. Получалось у нее не очень, стекла в инкассаторском броневике толстенные и, естественно, не опускаются. В них только бойницы круглые прорезаны с лючками, но разговаривать с незнакомым человеком через непредназначенное для этого технологическое отверстие мне показалось как минимум показателем дурного воспитания. Кивнув девушке, я разблокировал замок и открыл дверь. «У вас из рюкзака выпало на площади?» Бодро сообщила незнакомка, протягивая мне что-то в сжатом кулаке. Что там у меня на площади выпало, я сообразил не сразу, потому что во все глаза разглядывал девушку, а точнее ее одежду. Без всякой пошлой подоплеки, между прочим, скорее от искреннего удивления. Девушек в военной форме я видел уже достаточно, взять ту же Сашу, например. Но они в основном щеголяли отечественным пикселем, добытым на армейских складах или широко распространенным немецким флекторном. Незнакомка же была одета уважаемой мною хеликон, и одного этого факта хватило, чтобы слегка выбить меня из колеи. Тактические брюки песочного цвета, в меру свободные и облегающие одновременно, утилитарный подсумок на набедренной платформе, легкий пояс пластиковой кубурой, с которой торчит рукоять совсем не дамского грачия. Парой подсумков с запасными магазинами и объемной отрывной аптечкой. Боевая рубаха в цвет брюк уже более обтягивающая и подчеркивающая достоинство фигуры. На рукавах отрывные эмблемы с крестом защитного цвета и группой крови. А на груди, вероятно, позывной – яшма. «Светлые волосы под тактической кепкой убраны в хвост, а прищуренные, чем-то похожие на лисий глаза, то ли серого цвета, то ли голубого, так сразу не поймешь. Эдакая тактическая девочка-ромашка получается». «Что там?» – спросил я, несколько смутившись, своего пристального интереса по отношению к незнакомке. «Полагаю, это ваше?» – улыбнулась она и положила в протянутую мною ладонь армейский жетон. «Приподняв бровь, я перевернул его и посмотрел на номер. МТ-38-3283. Точно мой. Старый, еще со срочной службой, без малого десяток лет прошел. Откуда он взялся в рюкзаке? Я ведь вроде не брал его с собой. Или брал? Нет, не помню уже». «Спасибо?» – растерянно кивнул я. Повисла тягучая пауза. Девушка улыбалась, я задумчиво пялился на жетон. А Щукин нетерпеливо ерзал на сиденье. «Точно. У него же там нужда срочная. Ну, хотя бы молчит, и то хорошо». «Дима?» – наконец сообразил я и представился. «Татьяна». Девушка снова улыбнулась. «Ну, можно я ж мы так привычней». «Это вы, получается, медицинское сопровождение штурма базы фанатиков обеспечивали?» – спросил я. «Я там немного по другим задачам работала, но в целом да», – ответила Татьяна. «Приятно познакомиться, кстати». «Взаимно». В этот раз улыбнулся я, причем сам не понял, как это случилось. Улыбка на моем лице – штука редкая и в последнее время носит скорее дежурный характер. А тут раз, и губы сами в стороны расползлись. Стоявший на краю площади санитарный уаз «Буханка» несколько раз посигналил. «Ну, я поехала?» – Татьяна чуть наклонила голову в бок и прищурилась. «Мы тоже», – кивнул я, продолжая улыбаться. «Больше не теряйте, второй раз не верну», – заявила девушка. «Удачи, вам она точно пригодится». Татьяна похлопала по двери транзита и заспешила к уазику. Я на секунду задумался, а потом крикнул ей вслед. «Как думаете, что будет дальше?» «Поживем, увидим», – ответила девушка, остановившись и повернувшись ко мне. На ее губах играла хитрая улыбка. «Доживем, узнаем». Зачем-то продолжил я фразы из недавно приснившегося сна. «Выживем, учтем! Еще увидимся!» С этими словами она ловко забралась в салон подъехавшего уазика, махнув на прощание рукой. Буханка бодро развернулась на площади и рванула прочь, оставив за собой клубы пыли, а я надолго задумался, облокотившись на руль. «Что это со мной творится такое странное и интересное? И почему у меня стойкое ощущение, что мы с Татьяной знакомы?» «Диман, ты сиденья сам отмывать будешь!» Голос Щукина быстро вернул меня в реальность. «Поехали, пожалуйста, а то шпингалеты лопнут и привет!» «Поехали!» — буркнул я, плавно тронувшись. Вывернув руль по привычке, включил поворотник, выезжая с площади, и покатил в сторону дома. «Еще увидимся, значит». «Ну, поглядим!» Беспокойство куда-то пропало, а на душе впервые за прошедшие две недели было спокойно и тепло. Выживем, учтем! К вечеру мы с Максом наконец разобрались с накопившимися экипировкой и оружием. Винтовку Саныча и автоматы Алана и Саши я тщательно почистил, смазал. И замотав плащ палатки, убрал к дальней стенке кузова транзита. Там же разместил сумку запасными магазинами и запас патронов. Кто знает, при каких обстоятельствах нам придется теперь встретиться. А так все в одном месте. Бери да пользуйся. Магазины, правда, снаряжать не стал. Пружинам на пользу такое явно не пойдет. Следом закинули сумки с лишними бронежилетами, а два оставили в кабине на всякий случай. Таскать на себе добрый десяток килограмм постоянно, это не считая боекомплекта в разгрузке и рюкзака, удовольствие ниже среднего. К тому же вокруг вроде как подобие мирной жизни образуется. Я ни одного выстрела за день не услышал. И наши резервные бронежилеты я на всякий случай обработал жидкостью из специального дезактивационного комплекта, выимененного у радиохимиков на несколько зарубежных сухпайков. Проверил дозиметром. Вроде бы норма. Радиация теперь явление повсеместное, но о личной безопасности забывать не стоит. Запас питьевой воды, продуктов питания, рюкзаки со сменной одеждой и прочими полезными для выживания предметами закрепили вдоль левого борта с помощью толстых багажных шнуров с крюками. Сами крюки я, недолго думая, вогнал прямо в пластик внутренней обшивки. Не очень эстетично получилось, зато надежно. С противоположной стороны канистры с бензином и пара спальных мешков с ковриками. Имевшуюся в распоряжении простенькую туристическую палатку я брать отказался. Чем крайне расстроил любившего отоспаться на свежем воздухе Щукина. Однако мои доводы о том, что два человека в палатке – шикарная мишень даже для ребенка с пистолетом, а из бронированного транзита нас еще попробуй выковырей, его убедили. Короче говоря, машину укомплектовали. Я быстренько сварганил яичницу с колбасой, и после небольшого перекуса мы отправились в гости к участковому. Отправились, надо сказать, не с пустыми руками. С собой мы тащили за лямки брезентовую сумку от бронежилетов, в которой лежали несколько автоматов и пистолеты россыпью. Таким подарком мы убивали сразу двух зайцев, располагали к себе местную власть, которой сейчас явно оружие не помешает, и избавлялись от излишков огнестрельного оружия. Вот ведь времена пошли. Две недели назад я размышлял о том, стоит ли оформлять еще одну лицензию на гладкоствольные, хотелось помимо помпы и травматического пистолета заиметь что-нибудь в калибре 366 ТКМ. А сейчас добровольно нес участковому целую сумку излишков. Много оружия — это, конечно, хорошо. В любой компьютерной игре я всегда старался распихать по схронам как можно больше стволов. Только в реальной жизни нас с Максом сейчас всего двое, и обширный арсенал нам попросту ни к чему. Лейтенант Беляев открыл нам не сразу. Пока Макс усердно долбился в дверь пункта участковых уполномоченных, я успел выкурить сигарету и вдоволь налюбоваться мрачным вечерним небом. Уходить мы и не думали. Белый патриот Беляева с синей полосой на борту и мигалками на крыше стоял у крыльца. Надпись «Полиция», правда, куда-то исчезла, но это меня интересовало мало. Играют мужики в какую-нибудь очередную реформу МВД, их дела. «Может, он в гостях у кого?» Сомнением спросил Щукин. «Я уже всю руку отбил». «Ага, по бабам пошел, а нас не позвал, стучись давай». Приободрил его я. «Спит, наверное». «Сам бы и стучал», — фыркнул Макс. После очередной серии гулких ударов по двери в замке что-то щелкнуло, и на пороге появился Беляев. Заспанный и взъерошенный в расстегнутой форменной рубашке с болтающимся на зажиме галстуке, он сейчас идеально вписывался в образ типичного сельского участкового. «Давно стучитесь?» — хриплым с просонья голосом поинтересовался лейтенант. «Только подошли». Улыбнулся я, протягивая ладонь для рукопожатия. «Ничего, что поздно, мы попрощаться». «Да я так, вздремнул чуток, пожал плечами Беляев». «Уезжаете?» — проходите, конечно. «Сейчас сумку только затащим», — кивнул Макс. «Чай, кофе?» — поинтересовался лейтенант. «Может, покрепче чего? У нас тут бардак дикий, не обращайте внимания». «Да можно и чего покрепче», — ответил я, переглянувшись Щукиным. «По взгляду товарища было понятно, что чай с кофе ему малоинтересны. Сумку куда ставить?» «Что за сумка-то у вас?» «Да там это излишки в общем», — ответил Щукин. «Нам же дальше ехать надо, а с собой все не утащишь». «Решили передать органам внутренних дел, так сказать», — добавил я. «Для более эффективной борьбы с преступностью». «Излишки — это хорошо», — улыбнулся Беляев. «За мной идите». Мы прошли мимо пустовавшего окна дежурного, над которым одиноко светила аккумуляторная светодиодная лампа, еле протиснули сумку через рамку отключенного металлоискателя и, свернув налево, потащились по узкому темному коридору. Участковый, подсвечивая фонариком, открыл крайнюю дверь по левой стороне и отошел, пропуская нас. «В угол кидайте к сейфу», — махнул рукой он. «И на стуле падайте, весь диван списком эвакуационными завален». Кабинет Беляева, освещенный двумя керосиновыми лампами, больше напоминал архив какого-нибудь заброшенного предприятия. Стопками бумаг были завалены небольшой диванчик, уместившийся на промежутке между шкафом и сейфом, рабочий стол, на котором прямо в толстенной папке светился монитор, ноутбук и подоконник. Неизменный для любого кабинета, в любом казенном учреждении страны стеклянный графин с водой возвышался сразу на нескольких прошитых томах, а цветочный горшок с полумертвым растением неопределенного вида переместился на пол к батарее. «Дела!» — пробормотал Макс. «Как вы в этом хаосе работаете?» «Рабочий беспорядок!» — ухмыльнулся участковый, и, пройдя за стол, деловито смотал лежавший там спальный мешок. Убрав его в сторону, он выкатил из-за стола кресло. «Присаживайтесь, давайте! Чего как неродные!» Повторил он, и мы с Щукиным уселись на шатки и скрипучие стулья. Подозреваю, что в лучшие времена на них стыдливо ерзали представители как минимум нескольких поколений местных алкоголиков и тунеядцев. Беляев тем временем взлег из ящика стола бутылку довольно неплохого коньяка, стопку пластиковых стаканчиков и начатую пачку печенья юбилейные. «Чем богаты, как говорится?» — сказал участковый, разливая коньяк по стаканам. «Держите вот и печеньки возьмите вкусные с шоколадом. Ну что, мужики, будем!» Под разговор коньяк закончился на удивление быстро и совсем не дал в голову. Участковый поделился последними новостями, которых было выше крыши. Правда, хорошими их можно было назвать с натяжкой, но что поделать, время нынче такое. Зато я наконец-то разобрался, что вообще в регионе творится. Чрезвычайная комиссия, временно взявшая на себя роль исполнительной и законодательной власти, имела вполне себе четкую структуру с централизованным руководством в Абакане. Формально она даже являлась правоприемником Российской Федерации, существования которой ни подтвердить, ни опровергнуть возможности не было. После ударов самым дальним населенным пунктом, выходившим на связь, оказалась Кемерово. Никакой связи с правительством или генеральным штабом в Москве не было, с Урала и Дальнего Востока также вести не приходили. При упоминании Дальнего Востока подложечкой неприятно засосало. Когда все началось, мама с бабушкой были как раз там, в Комсомольске на Амуре у родственников. Заметив мое волнение, Щукин постарался успокоить меня тем, что в атмосфере творится непонятно что, поэтому радиосигналы попросту могут не проходить. Вроде как у него даже получилось, но неприятный осадок остался. Поселок памяти 13 борцов планировалось использовать в качестве сборного эвакуационного пункта еще две недели. После чего его в полном составе также эвакуировали в Абакан. Железногорск неохотно принимал пострадавших, и вообще из разговора с Беляевым я сделал вывод, что администрация зато в большей степени сама себе на уме, а происходящее за периметром ее мало волнует. К моему удивлению, участковый был в общих чертах осведомлен и о планах рентгена. Оказывается, все это время знакомец пытался найти случайно затерявшийся где-то на просторах Транссибирской магистрали ядерный поезд. Случайно затерявшийся ядерный поезд. Именно так, да. По слухам, одну из трех ракет этого поезда не смогли запустить по техническим причинам. И теперь рентген по приказу все той же чрезвычайной комиссии планировал накрыть ей предполагаемый источник странного сияния, непонятным образом оживляющего электроприборы. Пока Беляев рассказывал о поезде, Макс только скептически хмыкал, оценивая явно хромающий уровень секретности в соответствующих структурах. Хотя земля слухами полнится, мало ли о чем полицейские в курилке между собой болтали. В общем и целом, обстановка вокруг складывалась крайне мрачная и странная. В своем кабинете Беляев не курил, что, наверное, и к лучшему с таким количеством макулатуры устроить пожар проще простого. Залпом допив последний стакан, я поинтересовался участкового, где можно отравиться никотином, и был отправлен в коридор. «Окно только аккуратно открывай, у меня там скотчем все залеплено». «От радиации!» – напутствовал лейтенант. «Под батареей банка от кофе стоит, а курок туда можно. Нефиг во дворе мусорить». Кивнув, я достал из кармана пачку сигарет зажигалки и направился в коридор. Порядком захмелевший к этому моменту макс дремал на стуле, а Беляев, покачиваясь, снова разматывал за столом свой спальный мешок. Чиркнув колесиком любимой Зипа, я с наслаждением затянулся и прикрыл глаза. Много, слишком много событий и информации за последние дни. Мозг не справляется, алкоголь не справляется, я и сам, кажется, скоро перестану справляться. Во всей смутной череде последних дней единственным приятным событием, пожалуй, было появление Татьяны. Или Яшмы, она сама говорила, что так привычней. Но увидимся ли мы снова, большой вопрос. Сейчас даже на следующий день планы придумывать смысла никакого. К примеру, недобитые фанатики могут вытащить из лесного схрона миномет и наугад шарахнуть прямо по пункту участковых уполномоченных. Или горячая частица вместе с табачным дымом в легкие попадет и попросту сожжет их изнутри. А увидеться с Яшмой хотелось, факт. Я мог рассчитывать, пожалуй, только на случайную встречу и не факт, что в обозримом будущем. Хмыкнув, я достал из внутреннего кармана армейский жетон, повертел в пальцах, зачем-то сжал в кулаке, а потом расстегнул висевшую на шее цепочку с нательным крестиком и повесил жетон на нее. Застегнул, спрятал под футболку и... стало спокойней. Будто бы ощутил чью-то незримую поддержку. Поживем, увидим, получается. Докурив, я отправил окурок в обозначенную участковом банку и, улыбнувшись, пошел будить Макса. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Глава сороковая Красноярский край, поселок памяти 13 борцов. 25 июня, среда, 8 часов 30 минут. Радиационный фон 49,55 микрорентген в час. С утра пораньше я растолкал вяло подающего признаки жизни Макса и не без труда отправил к умывальнику приводить себя в надлежащий вид. В борцах мы изрядно задержались, пора было и трудовой деятельностью заняться. Для начала встретиться с человеком рентгена, дабы сообщить ему о своем решении насчет взаимовыгодного сотрудничества с соответствующими органами. В самой встрече ничего сложного не было. Нужный нам человек с немного непривычным для слуха именем Артемий временно квартировал на противоположном, расположенном у федеральной трассы краю поселка, на улице имени некого Пепсина. Кто такой Пепсин, я к своему великому стыду не знал. На ум приходила только газировка с соответствующим названием. От нас требовалось только назвать Артемию соответствующую фразу, одну из двух подготовленных для нашего согласия или отказа соответственно. Ну и в случае согласия получить необходимые вводные. Задача простая, как апельсин, самая то для слегка похмельного утра. Правда, на первую половину дня у меня были еще кое-какие планы, но их реализацию я решил отложить на потом. Только во внутренний карман куртки руку запустил, проверить на месте ли листок с аккуратно записанными частотами и позывными. Почерк у меня чуть лучше, чем курица лапой, поэтому бумажку накануне я переписывал аж три раза. Волновался, так сказать. Взяв с кровати мыльно-рыльные принадлежности, я прошлепал до умывальника, раздумывая, стоит ли тратить лишние 10 минут на бритье. Провел ладонью по подбородку и поморщился. Щетина уже недельная, с моей привычкой бриться через день, явление практически недопустимое. Чертыхнувшись, решил все-таки дать бой растительности на лице. Хоть выглядеть попрятней буду. Щукин, похоже, не очень озаботился процессом утренней гигиены. Умывальник оказался почти полным. Ухмыльнувшись своему отражению, я разложил на прибитой слева полочке свои пожитки и принялся за бритье. Гладко выбритый и благоухающий найденном в доме одеколоном Саша, судя по аромату, пригодным даже для употребления, внутрь я вышел на улицу и обнаружил Макса усердно что-то скоблившим на борту нашего инкассаторского транзита. «Ты чего, отмыть его решил?» усмехнулся я. «Да нет, тут искусство почти!» ответил Щукин, не отрываясь от процесса. «Диман, пара минут буквально не смотри!» «Ладно, ладно, я пожал плечами и достал пачку сигарет. Только пошлостей всяких не рисуй, а то опозоримся». «Все будет в лучшем виде», заверил меня Макс. «Я уже в тачку все закинул, кстати, так что как закончу, можем двигать». Кивнув, я подкурил сигарету, с наслаждением затянулся и размял шею. Вообще, неплохо было бы сделать полноценную зарядку, но этим можно завтра заняться. Впрочем, ничего нового, я и раньше всегда себе так говорил, в итоге стал обладателем небольшого, но заметного пивного пуза и наметившегося второго подбородка. Нет, все-таки нужно немного в сторону спорта глядеть, иначе зажирею. «Готово, типа!» сообщил Щукин. «Иди, работу принимай!» Я подошел к транзиту, внимательно осмотрел борт и прыснул с осмеху. Макс содрал и зачистил несколько зеленых букв, складывающихся в название банка, которому принадлежал автомобиль, а пару букв поменял местами, в результате чего вполне приличный Сбербанк превратился в непонятное, но почему-то смешное бебра. Над эмблемой банка товарищ тоже поработал, превратив его в жутковатый прищуренный смайлик. «То есть бебра?» Поинтересовался я, пытаясь нагнать серьезности в голос. Получилось плохо. «Бебра?» «Ну...» Щукин задумался. «Это одновременные названия нашего боевого автомобиля и сложившаяся ситуация в целом, и мое личное к этой ситуации отношение. Это все...» «В украинских интернетах так причиндал называли...» Макс чуть наклонил голову, любуясь результатом своих трудов. «Нюхай бебру там и все такое!» «Ладно, зачет!» Я похлопал товарища по плечу. «Значит, мы теперь экипаж боевой бебры. Замечательно! Всю жизнь об этом мечтал!» «Нормально же!» Уточнил Щукин. «Не, если не серьезно, можно бебру того убрать! Я не в претензии буду!» «Оставляй!» Махнул я рукой. «Только до этого Артемия сам рули тогда. Мне подумать надо о всяком!» «Подумать или поспать лишние минут двадцать?» Прищурился товарищ. «Ладно, погнали! Где он там живет? На пепсикольной?» «На Пепсина!» Уточнил я. «Тридцать первый дом, неподалеку магазин «Луч», как ориентир». «Понял, принял! Прошу на борт!» Утренний поселок поразил своей пустынностью. Тут и раньше было не особо людно. Народ предпочитал компактно располагаться в эвакуационных пунктах, но тем не менее постоянно наблюдалось активное движение. То скорые, то автобусы, то машины радиохимической разведки сновали. За всю дорогу нам встретилась только пара бронетранспортеров, деловито ползущих куда-то через мост на улице Гурского. И патрульная приора с включенными проблесковыми маячками, вещавшая что-то неразборчивое через громкоговоритель. Открыть окна и послушать, что же такое важное там говорят, мы по понятной причине не смогли, а пытаться разобрать что-то через бойницы вообще оказалось нереально. Дом Артемия, стоявший на перекрестке улиц Пепсина и Копылова, посреди местного жилого фонда ничем особенным не выделялся. Добротный бревенчатый сруб, резные оконные рамы со ставнями, двускатная крыша под шифером. Классика русских деревень, слегка подпорченная, уставившаяся в небо тарелкой спутникового телевидения. Макс припарковал транзит перед покосившимися деревянными воротами возле запыленной черной витары с каким-то жутким кошаком на чехле запасного колеса и заглушил двигатель. «Посигналить?» спросил он. «Да ну, вдруг спит человек?» ответил я. «Пойдем в калитку лучше постучим». «Условным стуком?» съехидничал Щукин. «Мы ж теперь эти, агенты секретные». «Ага, агенты. Такие секретные, что сами не знаем, чего нам делать». Мы выгрузились из машины, автомат я немного подумав оставил в кабине, а вот пластиковую кобуру с трофейным грачом передвинул поудобнее под правую руку. Не то, чтобы я опасался незнакомого Артемия, просто осторожность еще никому во вред не пошла. Никакого условного стука оговорено, естественно, не было, поэтому я просто несколько раз бухнул по калитке кулаком и прислушался. Спустя пару минут хлопнула дверь, раздалось невнятное, но явно недовольное бурчание, и к калитке кто-то подошел с обратной стороны. «Чего хотели?» Мрачно поинтересовались оттуда. «Молока взять?» ответил я заранее приготовленной фразой. «На трассе не продают, к вам отправили». «Молока это можно, только бидоны свои тащите». Калитка приоткрылась, и в проеме появилось заспанное бородатое лицо с длинными собранными в хост волосами. «Значит, подписались». Обладатель бороды кивнул и задумчиво почесал щеку. «Ну, оно и хорошо, наверное. Проходите». Артемий Представился парень, оказавшийся при более тщательном рассмотрении примерно нашего с Максом возраста. «Можно и Артем, как вам удобней, короче. Позывной, если что, гоблин». Мы поочередно представились и пожали друг другу руки, после чего Артем пригласил нас к столу, на котором стояли несколько кружек банка растворимого кофе. Коробка рафинады и электрический чайник с парящим носиком. «Только закипел, кстати. Спасибо генератору». Артем кивнул в сторону чайника. «Наливайте, сахар и кладите сколько надо. Я переоденусь пока. Мне два кубика, кстати». Артем накинул на плечи полотенце и ушел в дальнюю комнату, а Макс ткнул меня локтем в бок. «Не похож он на связного, Диман», – зашептал он. «А на кого похож?» – тоже шепотом удивился я. «Ты вообще много связных видел?» «Ну, парочку видел?» – смутился Щукин. «Но этот больше то ли на наемника похож, то ли на программиста. Вроде щуплый, а морда злая, руны на руке какие-то и футболка с кувалдой. Странный персонаж короче». «Мало ли какие увлечения у человека. Пожал я плечами». «Вернется, поговорим. Рентген вообще однажды по служебной надобности директором по свежести был в пятерочке. И вот он. Больше за директора этого сошел, чем сам директор. Давай за сто лучше». Артем вернулся спустя минут пять, замедно приободрившийся и сменивший растянутую серую футболку шортами на черные тактические брюки и боевую рубаху защитного цвета с диковинной нашивкой на рукаве. «Могу ошибаться, не силен в мифологии, но мне показалось, что на нашивке был изображен молот Тора. Собой он принес тонкую непрозрачную папку и сложенную топографическую карту. Усевшись, Артем сделал большой глоток кофе и удовлетворенно прикрыл глаза. Я непроизвольно поморщился. Кофе был чертовски горячим, и мы с Максом терпеливо ждали, пока он остынет, а связной вот так запросто влил в себя половину кружки. «Ну что, мужики, перейдем к сути», — сказал он, вытаскивая из папки, исписанные мелким почерком листы. «Профиль нашей с вами деятельности будет широким и многогранным. Оговорив сразу, мы не спецназ какой-нибудь, для жесткого силового воздействия другие люди имеются. Подготовленные соответствующим образом. Мы же что-то вроде дальней разведки, очень дальней и очень ловкой. Добраться в труднодоступный район, оценить обстановку, прикинуть возможные риски и передать информацию куда следует». «Вроде как сталкеры получаются», — спросил Щукин. «Что-то да», — кивнул Артем. «Хорошее слово, мне нравится. Сразу, знаете, романтика и повела из старых книжек». «Да уж, романтика сплошная кругом», — мрачно протянул я. «Выше нос», — улыбнулся Артем. «И оптимизма побольше. Собственно, нашей первой задачей как раз разведка и будет. Вот, ознакомьтесь». «Он протянул нам два листа, оригинал и ксерокопию. Я взял оригинал, осторожно отклебнул немного кофе и углубился в чтение». Источнику стало известно, что на территории ТРЦ «Планета» города Красноярска постоянно находится группа лиц численностью от 60 до 80 человек. Предположительно, данная группа лиц не является незаконным вооруженным формированием или бандой, замечены женщины-дети. Вероятнее всего, основной состав группы — выжившие после удара и укрывшиеся в здании ТРЦ жители города. Однако, среди них были замечены неустановленные лица в униформе со знаками различия ВСРФ, МЧС и полиции. Присутствует автоматическое огнестрельное оружие. Источник уточняет, что также на территории ТРЦ «Планета» находится несколько, точное количество не установлено, боевых машин пехоты, БМП. Техническое состояние бронетехники и бортового вооружения неизвестно. Ниже по тексту источник подробно описал возможные подъезды к зданию торгового центра, состояния соседних улиц. Прилагались даже данные традиционной обстановки. Правда, судя по приписанной в конце дате, записки уже пятый день пошел. Ветер за это время мог измениться сколько угодно раз, обильно присыпав интересующий нас район радиоактивной пылью. «Я так понимаю, нам нужно проверить то, что здесь пишут?» – уточнил на всякий случай Макс. «Именно», – согласился Артем. «При совсем идеальном раскладе – передать информацию в Железногорск, найти подходящую для посадки вертолета площадку и обеспечить эвакуацию выживших. «У Железногорске даже авиация осталась», – удивился Щукин. «Да», – кивнул Артем. «Ми-26 вроде как, транспортные». «Там же махина, охренеть!» – присвистнул Макс. «Такую не везде посадить можно». «Подожди», – поднял я руку. «А если расклад выйдет не идеальный?» Артем заметно помрачнел и внимательно посмотрел на меня. «Если расклад не идеальный выйдет, в бой не вступать, организованно отступить, ну и доложить, что там как, само собой. Значит, мы в любом случае должны передать информацию по месту», – кивнул я, задумчиво постукивая пальцами по записке. «Ясно. Когда выдвигаемся?» «Думаю, после обеда», – ответил Артем. «Мне еще собраться нужно. Поедем на моей Витаре, ваш броневик слишком заметный, так и хочется по нему с РПГ залепить и поглядеть, что ценного внутри есть». «Нефиг по Бебре с РПГ долбить!» – возмутился Макс. «Кстати, оставить-то его где?» «Да прямо во двор загоните, тут никто не тронет», – заверил Артем и удивленно посмотрел на Щукина. «А Бебра, это что, извиняюсь?» «Неважно», – махнул я рукой. «Не нужна тебе эта информация, поверь на слово». Явно озадаченный Артем хмыкнул, встал из-за стола и отправился в дальнюю комнату, собираться. Я же посмотрел на Макса и хитро прищурился. «Отлучусь на часок, не теряйте, если что». «Ты куда намылился?» – спросил Щукин и заулыбался. «Неужели?» «Так, ну-ка не пыли», – отмахнулся я. «Дело у меня важное». «Дело у него важное», – пробурчал Макс, протягивая мне ключи от транзита. «Бебру не стукни нигде, Ромео, блин». Возле здания поликлиники, которому я подъехал минут через 15, было людно и оживленно. Перед крыльцом приемного покоя стояли несколько армейских «Уралов», пара буханок и монструозного вида многоцелевой легкобронированный тягач МТЛБ. Вся техника с красными крестами в белых кругляках, санитарная стала быть. Солдаты в респираторах таскали из поликлиники грузовикам всевозможные коробки и ящики, грузили какое-то медицинское оборудование. Я припарковал машину на свободное место возле тягача, заглушил двигатель и выбрался наружу. Вот и где мне тут Татьяну искать? Способ знакомства я придумал так себе, конечно. Конечно. Девушка, вы мне очень понравились, держите мой позывной и частоты, на которых я обычно околачиваюсь. Но номер телефона просить сейчас бестолку, связи-то нет, так что остается только и это. Потеребив в руках сигарету, я решил все же пока не курить, вдруг ей не нравится запах табака. Вместо этого я поправил кобуру и решительно зашагал к паре бойцов, куривших возле санитарного МТЛБ. Доброго дня. Кивнул я, подойдя к ним. «Мужчины, помощь нужна, подсобите». Бойцы внимательно посмотрели на меня, скользнув взглядами по разгрузке с автоматными магазинами и задержав их на армейском жетоне, выбившемся из-под футболки. «Допустим, подсобим». Немного подумав, ответил один из них. «Крупный, веснушчатый, с танковым шлемофоном на затылке. Второй, худой и мрачный, лишь молча кивнул. Девушку я разыскиваю из санитарного батальона, насколько я понял. Зовут Татьяна, позывной Яшма. Не слышали?» Бойцы переглянулись и пожали плечами. «Нет, точно нет», — ответил тот, что был в шлемофоне. «У нас и женщина вообще только старший прапорщик Авдеева, но там не женщина, там мужик натуральный». «Лысая еще, чисто солдат Джейн», — добавил второй. «Как ее зовут, не знаю. Может, и Татьяна». «Да нет, явно не она», — чертыхнулся я. «А вы чего, переезжаете куда?» «Под Абакан нас это самое. Передислоцирует, во». По слогам выговорил трудное слово веснущатый. «Вы бы это в регистратуру сходили, узнали. Там пока народ есть. Либо Градского поищите, если повезет». «Ладно, ребята, спасибо». Кивнул я и протянул бойцам нераспечатанную пачку сигарет, болтавшуюся в разгрузке. «Удачи на новом месте службы». «Вот это от души!» Уважительно отреагировал веснущатый, пряча сигареты в карман. «Давай, мужик, удачи в поисках». Тесный холл поликлиники, слабо освещенный лампочками временной проводки, больше походил на разворошенный палкой муравейник. Сновали люди, грохотали ящики, со всех сторон стоял многоголосый мат-перемат, остро пахло медикаментами и сигаретным дымом. Еле протиснувшись к регистратуре, я постучал пальцем по мутному стеклу, привлекая к себе внимание дежурной медсестры. «Девушка!» – требовательно обратился я. «Девушка, можно вас отвлечь на секунду?» Медсестра, полноватая блондинка в годах, нехотя оторвалась от романа в мягкой обложке и посмотрела на меня. «Приема нет, записи нет тоже», – растягивая слова, сказала она. «Переезд у нас». «Да мне по другому вопросу», – покачал я головой. «Девушку еще одну зовут Татьяна, служит в санитарном батальоне, если я правильно понял». «Тоже мне справочную нашли?» Скривилась была медсестра, но вдруг загадочно улыбнулась и приподняла бровь. «А вы не Дмитрий случаем?» Поинтересовалась она. Я неслабо ошалел от внезапного вопроса, но виду постарался не подать. «Дмитрий, точно так!» – кивнул я. «Паспорт показать?» Медсестра махнула рукой и полезла в ящик стола. Копалась она там долго. У меня от нетерпения даже между лопаток зачесалась. Наконец, в ее руках оказался небольшой белый конверт без каких-либо надписей. «Вам стало быть». Медсестра выложила конверт на стойку. «Может, и от Татьяны вашей?» «А вы сами не видели, кто конверт оставил?» С надеждой спросил я. «Мне по смене девчата передали», – ответила она. «А вообще, вчера еще принесли». Несмотря на чрезвычайно сильный соблазн открыть конверт, в котором ощущалось что-то увесистое прямо сейчас, я решил дотерпеть до машины. По пути к выходу случайно столкнулся с Сергеем Борисовичем, местным хирургом. Он меня узнал и, несмотря на все протесты, потащил смотровую на перевязку. Повязку на плече я менял вчера, но хирург проверил швы, намазал рану вонючей желтоватой мазью и куда более профессионально, чем я, наложил новые стерильные бинты. Поблагодарив светило местной хирургии, я, немного морщась от боли в потревоженном поличе, дошел до транзита и уселся за руль. Повертел в руках конверт, прощупал. Внутри лежало что-то круглое. Открывать его на самом деле побаивался. Не так часто мне пишут письма совершенно незнакомые девушки. К тому же странный предмет вызывал определенные вопросы. Однако меня не покидало приятное предчувствие. Решившись, я, наконец, скрыл конверт, обнаружив в нем крупную монету, исписанную незнакомыми символами и сложенный вдвое бумажный листок. Отложив монету на приборную панель, я развернул листок и, не удержавшись, расплылся в довольной улыбке. Ближе к часу дня мы погрузились в Витару Артема и двинули в сторону Красноярска. Сам Артем, несмотря на то, что шибко воевать вроде как не собирался, упаковался на зависть любому спецназу. Тактический пояс, увешанный кучей подсумков, плитоносец, на котором подсумков едва ли было меньше, и легкий шлем с активными наушниками. Вооружился он вполне привычным АК-74М, прошедшим, правда, основательную модернизацию и полуавтоматическим ружьем МР-155. На фоне наших брезентовых горок и простеньких разгрузок Артем смотрелся пришельцем из светлого тактического будущего. Впрочем, я был не в обиде, все нужное и в СМЕРШ поместилось, а выделываться снаряжением мне было не перед кем. Мы с Максом даже бронежилеты просто забросили на заднее сиденье. На разведку же едем, зачем собственную мобильность заранее понижать? Я с комфортом раскинулся на переднем пассажирском месте и задумчиво смотрел на проплывающий за окном пейзаж. Щукин дремал на заднем, а Артем сосредоточенно крутил рулем, поглядывая по сторонам. Выехали с проселка на трассу, и Витара, взрывев мощным двигателем, покатила по асфальту. Артем отцепил с панели тангенту радиостанции и, зажав кнопку, зачастил скороговоркой. «Шаман Гоблину! Шаман Гоблину! Прием!» Эфир недовольно затрещал статикой, а спустя мгновение в динамике раздался далекий голос. «Шаман в канале! Гоблин! Слушаю тебя! Прием!» Выдвинулись к точке один, как понял меня. Выдвинулись к точке один. Со мной Аскет и Сармат. «Отлично! Принято!» Отозвался незнакомый шаман и спустя секунду добавил. «Удачи вам, мужики!» Я ухмыльнулся. «Удачи — это да, это нам пригодится!» На обочине мелькнул синий дорожный указатель. «Красноярск, 52 километра!» Откинувшись на спинку сиденья, я прикрыл глаза и в очередной раз прокрутил в голове текст записки. Татьяна, к моему великому удивлению, пришла к той же идее, что и я, аккуратно записала частоты для радиосвязи, снабдив их при этом припиской о том, что на связи она бывает после 21.00. А мне следует найти радиостанцию помощнее и постараться не засорять эфир по пустякам. Я и не собирался. Сама возможность просто связаться с ней приятно грела душу. Ну а что, должно же в нашей серой и мрачной действительности найтись место для чего-нибудь тёплого и светлого. В записке, к слову, была ещё одна фраза, заставившая меня крепко задуматься. «Всё это подозрительно похоже на сюжет книги, но почему мне кажется, что мы знакомы?» Ответа у меня не было. «Может, в какой-нибудь параллельной вселенной мы и правда знакомы. А есть ли они вообще, эти параллельные вселенные?» «Мужики, держитесь!» — крикнул вдруг Артём. «Впереди блокпост, сейчас резко налево уйдём!» «Смотри, шарабан под откос не пусти!» Нервно добавил заднего сиденья Макс. Артём притормозил и крутанул руль, выворачивая на эстакаду. Витара сильно накренилась, завизжала резина покрышек, вцепившись одной рукой в ручку над окном. Второй я нащупал пристроенный между коленей автомат. «Живём, ребята!» — радостно прокричал я, пусть и выглядел в этот момент как какой-нибудь психопат. Но мне было абсолютно всё равно, ведь поводов для жизни явно прибавилось. Конец книги Красноярск, Новосибирск, Москва 2018-2021 года Озвучено проводником Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин